Как только Максуэлл вышел из бункера, летная команда начала прогревать турбины своего Н-2Си-Спрайт. Келли взял адмирала за руку в тот момент, когда ротор уже вращался. — Операция в Сонг-Тэй была намеренно неудачной. — Максуэлл замер на месте. — Почему ты спрашиваешь об этом? — Вы ответили на мой вопрос, адмирал, — кивнул Келли. — Мы не уверены в этом, Чиф. Максуэлл опустил голову, проходя под вращающимся ротором к хвостовой части вертолета. Когда винтокрылая машина взлетела, он снова пожалел, что Келли отклонил приглашение поступить в школу подготовки офицеров. Этот молодой парень был умнее, чем он предполагал, и адмирал решил встретиться с его бывшим командиром, чтобы получить более полную информацию. Он также подумал о том, как отнесется Келли к официальному призыву на военную службу. Максуэллу было жаль терять доверие молодого парня. — Он может именно так подумать об этом, — решил адмирал, когда Си Спрайт развернулся и направился на северо-восток, но его ум и сердце были с теми двадцатью офицерами, которые находились в лагере Сэндергрин. И в первую очередь он думал о них. К тому же Келли надо отвлечься от личных неприятностей. Утешил себя адмирал. Келли следил за вертолетом, пока тот не исчез в утренней дымке. Затем направился в мастерскую. Он ожидал, что сегодня в это время дня у него будут болеть все мышцы. Зато ум окажется спокойным и готовым четко мыслить. Как ни странно, все оказалось наоборот. Упражнения в больнице привели к более благоприятным результатам, чем он рассчитывал. У него все еще не восстановилась выносливость, зато его плечо после начальной боли приняло огромную нагрузку на удивление спокойно. И теперь, когда обычное возбуждение после тяжелой нагрузки прошло, его охватил новый приступ эйфории. Келли полагал, что хорошее самочувствие сохранится у него весь день, но спать он ляжет пораньше, чтобы как следует отдохнуть перед очередным тяжелым испытанием. Завтра он возьмет часы и начнет тренироваться по-настоящему, засекая отрезки по времени. Адмирал дал ему две недели. Это примерно соответствовало времени, отведенному им самим себе для физической подготовки. Теперь пора приступать к другому. Объекты военно-морского флота, какими бы ни были их размеры и назначения, все похожи один на другой. На них находится оборудование, необходимое всем, и одним из достоинств Battery Island была хорошо оснащенная мастерская. В течение шести лет тут находилась база спасательных судов, и чтобы они могли безостановочно функционировать, здесь имелись станки, с помощью которых можно было ремонтировать и изготавливать вышедшие из строя детали машин. Набор станков и инструментов, находящихся в распоряжении Келли, был примерно равен ремонтному оборудованию эскадренного миноносца. Да и закупили его таким же образом. Механическая мастерская была просто выбрана из какого-то каталога военно-морского флота. «Может быть, даже у ВВС существовала такая же система?» — подумал Келли. Он включил фрезерный станок фирмы «Саутбенд» и принялся проверять различные оборудования, чтобы убедиться, что с его помощью он сделает то, что ему требовалось. К фрезерному станку были приложены многочисленные ручные инструменты, измерительные приборы и выдвижные ящики, полные самых разных стальных заготовок, готовых для дальнейшей обработки и получения деталей, нужных оператору. Келли сел на табурет и начал обдумывать, что именно ему требуется. Но затем решил прежде сделать нечто иное. Он снял свой кольт 45-го калибра с его места на стене, разрядил и разобрал, прежде чем снаружи и изнутри внимательно осмотреть затвор и ствол. «Мне понадобятся два комплекта всех деталей», — сказал себе Келли. «Но сначала следует изготовить первый комплект. Он вложил затвор в тиски, закрепил его и с помощью станка просверлил в его верхней части два маленьких отверстия». Станок «Саутбенд» выполнил работу удивительно хорошо. Понадобилось повернуть колесо с четырьмя ручками меньше, чем на одну десятую оборота, и крошечное сверло скользнуло сквозь оружейную сталь автоматического пистолета. Затем Келли повторил операцию, просверлив второе отверстие на расстояние одного с четвертью дюйма от первого. Нарезать внутреннюю резьбу в отверстиях метчиком оказалось ничуть не труднее, и он завершил операцию с помощью отвертки. На этом закончилась легкая часть дневного труда, которая позволила приобрести подзабытые за прошедший год навыки управление станком. Окончательный осмотр модифицированного затвора убедил Келли, что он ничего не повредил. Теперь предстояла гораздо более сложная работа. У него не было ни времени, ни оборудования, чтобы проделать эту работу идеально. Келли достаточно хорошо владел сварочным аппаратом, но ему недоставало снаряжение, чтобы изготовить специальные детали для инструмента, которые хотелось бы иметь. Чтобы сделать это, понадобилось бы обратиться в небольшую литейную мастерскую, рабочие которой могли догадаться, для чего он заказывает такие детали. А рисковать этим он не мог. Он утешил себя мыслью, что просто хорошего исполнения работы уже достаточно, а стремление к идеалу приносит одни неприятности и часто не стоит затраченных сил. Прежде всего Келли нашел прочную стальную заготовку, похожую по форме на консервную банку, но меньшего диаметра и с более толстыми стенками. Он снова проверил отверстие и нарезал к нему резьбу, на этот раз в днище заготовки, прямо по оси консервной банки, как он уже привык ее называть. Отверстие было диаметром 0,6 дюйма, что он и проверил с помощью штангенциркуля. Затем он принялся за семь аналогичных заготовок, но уже поменьше диаметром. Каждую из них Келли обрезал на расстоянии 3,25 дюйма от торцевой части, а потом уже проверил отверстие в их донышках. Эти новые отверстия имели диаметр 0,24 дюйма, а сами заготовки в окончательном виде напоминали по форме маленькие стаканчики с дырками в донышках или, скорее, крошечные цветочные горшочки с прямыми стенками. С улыбкой подумал он. Каждый из них представлял собой дефлектор. Он попытался опустить дефлекторы внутрь банки, но они оказались слишком большого размера. Это вызвало у Келли недовольное ворчание на самого себя. Пришлось обработать каждый дефлектор на шлифовальном станке. Когда он покончил с этой работой, каждый из дефлекторов сиял поверхностью одинакового диаметра, ровно на один миллиметр меньше внутреннего диаметра консервной банки. Продолжительная операция заняла у него 50 минут, и все это время он, не переставая, бронил себя. Прежде чем опустить готовые детали внутрь банки, он вознаградил себя холодной Кока-Колой. Все дефлекторы послушно встали на место, достаточно плотно, чтобы не греметь о стенки, и в то же время достаточно свободно, чтобы выскользнуть обратно после одного-двух встряхиваний. Отлично. Он выбил дефлекторы наружу и принялся за изготовление крышки для консервной банки, на которой тоже нужно было нарезать резьбу. Закончив работу, Келли сначала завернул на место крышку, не вкладывая дефлекторы внутрь, затем отвинтил ее, вложил их снова и поставил на место крышку, поздравив себя с тем, что все детали плотно прилегают одна к другой. И лишь теперь он сообразил, что не просверлил отверстие в центре крышки. Эту работу он опять выполнил на фрезерном станке. Диаметр нового отверстия был всего лишь 0,23 дюйма. Но после сборки его взгляд легко проник через внутреннее отверстие сквозь весь глушитель. По крайней мере, подумал Келли, я сумел просверлить все отверстия точно без малейших ошибок. Теперь наступила очередь самой важной операции. Келли не торопился. Подготовил станок, проверив установку не меньше пяти раз, прежде чем проделал последнюю нарезку. Один раз потянув за рычаг, причем затаив при этом дыхание. Ему доводилось несколько раз наблюдать за подобной операцией, но еще ни разу не приходилось сделать это самому. И хотя он умел обращаться с инструментами, все-таки оставался отставным боцманом, а не слесарем-механиком. Закончив работу, он вынул ствол из тисков и собрал пистолет. Затем Келли направился на берег с пистолетом и коробкой винтовочных патронов 22-го калибра. На Келли никогда не производил особого впечатления большой и тяжелый автоматический кольт. Но патроны 45-го калибра стоили намного дороже, чем патроны бокового боя 22-го калибра. Поэтому в прошлом году он купил комплект принадлежностей, с помощью которых превращал после нескольких несложных операций, кольт 45-го калибра в пистолет 22-го, что позволяло ему пользоваться малокалиберными патронами. Он бросил пустую банку из-под Кока-Колы футов на 15 от себя, затем зарядил пистолет. На этот раз он не пользовался защитными наушниками. Келли стоял, как всегда, перед стрельбой, опустив расслабленные руки, потом быстро вытянул их вперед, сжимая пистолет и полуприсев. И тут он понял, что глушительно венченный на конец ствола закрывает мушку. Это создавало немалую проблему. Он снова опустил пистолет, затем поднял его и нажал на спусковой крючок, не видя цели. Результат можно было предсказать заранее. Пуля не попала в консервную банку. Это была плохая новость. А хорошей новостью было то, что глушитель функционировал превосходно. Часто ошибочно представляемый звукорежиссерами кино и телевидение, как почти музыкальный зинк. При хорошем глушителе звук выстрела больше напоминает шуршание металлической щетки, проведенной по деревянной доске. Газы от порохового заряда внутри патрона остаются в дефлекторах, когда пуля проходит через отверстия, практически перекрывая их и заставляя газы расширяться внутри глушителя. С пятью внутренними дефлекторами наружная крышка играла роль шестого. Звук выстрела превращался в негромкий шепот. — Все это хорошо, — подумал Келли, — но если ты не попал в цель, противник услышит, наверное, более громкий металлический щелчок отброшенного назад и затем возвращенного пружиной вперед затвора. А этот звук невозможно принять за что-то безобидное. То, что он не попал в банку из-под Кока-Колы на расстоянии пятнадцати футов, служило плохой рекомендацией его искусству стрелка. Человеческая голова больше банки, разумеется, но цель внутри головы, попадание в которую смертельно, мало отличается от банки по своим размерам. Келли расслабился и выстрелил снова, поднимая пистолет вверх по плавной и стремитной дуге. На этот раз он нажал на спусковой крючок в тот момент, когда глушитель начал закрывать цель. Теперь в некотором смысле получилось лучше. Банка упала с дыркой диаметром двадцать две десятых дюйма, неподалеку одна. Меткость оставляла желать лучшего. Однако следующий выстрел вызвал у Келли удовлетворенную улыбку. Пуля попала в центр банки. Келли вынул обойму из пистолета, зарядил ее пятью патронами, снаряженными разрывными пулями с полостью в головной части. И через минуту банку уже больше нельзя было использовать в качестве цели. В ней зияло семь отверстий, причем шесть группировались в центре. — Еще не разучился стрелять мальчик Джонни, — проговорил вслух Келли, ставя пистолет на предохранитель. Но стрельба велась при дневном свете в неподвижную ярко-красную банку, и он понимал это. Он вернулся в мастерскую и разобрал пистолет. Глушитель выдержал все восемь выстрелов, ничуть не пострадав, но, тем не менее, Келли почистил его, смазав внутренние части тонким слоем ружейного масла. — Еще вот что, — подумал он, и, обмакнув маленькую кисточку, вымаливаю краску, провел прямую белую линию по верхней части затвора. Затем он посмотрел на часы. — Два пополудни. Келли позволил себе немного поесть, прежде чем приступить к вечерним упражнениям. — Ух ты, как много! — Ты что, недоволен? — бросил Такер. — В чем дело? Или тебе не справиться с распространением? — Генри, я сумею распространить все, что ты достанешь, — ответил Пиаджи, крайне раздраженный высокомерием Такера, а потом задумавшийся над тем, что может последовать дальше. — Но ведь нам придется провести здесь три дня, — в свою очередь заныл Эдди Морелло. — Не хочешь оставлять на такой долгий срок жену? — ухмыльнулся Такер, глядя на Эдди. — Он уже решил, что следующим будет он. К тому же у Эдди отсутствовало чувство юмора. Он побагровел от ярости. — Послушай, Генри, а ну-ка успокойтесь все. Пиаджи оторвал взгляд от восьми килограммов героина на столе и повернулся к Такеру. — Мне хотелось бы знать, откуда ты получаешь товар. — Не сомневаюсь, Тонни, но мы уже говорили об этом. — Ты справишься со сбытом? — Важно помнить, Генри, что, когда начинаешь заниматься таким делом, трудно остановиться. Люди полагаются на тебя вроде как в том анекдоте. Что ты скажешь медведю, когда у тебя кончатся пирожные? Понимаешь? Пиаджи уже начал думать. У него были контакты в Филадельфии и в Нью-Йорке. Молодые парни вроде него самого, которым надоело работать на старых мафиози с остромодными правилами. Денежный потенциал здесь был потрясающим. Генри получил доступ. — К чему? — подумал он. Они начали работать вместе всего два месяца назад с двумя килограммами героина, который после произведенного анализа по своему качеству оказался настолько чистым, что его можно было сравнить только с лучшим сицилийским белым. Зато его цена при доставке была вдвое ниже. И все проблемы, связанные с доставкой, брал на себя Генри, а не он, отчего сделка становилась вдвойне привлекательной. Наконец, то, как была организована безопасность, произвело на Пиаджи самое благоприятное впечатление. Генри был вовсе не тупицей, не каким-нибудь там выскочкой с массой идей и безо всяких мозгов. Он оказался, по сути дела, бизнесменом, спокойным и профессиональным, человеком, способным стать надежным союзником и партнером, считал теперь Пиаджи. — Мой канал снабжения очень надежен. Позволь мне заботиться об этом, Пайзен. — Окей, — кивнул Пиаджи. — Но у меня возникла проблема, Генри. Понадобится время, чтобы собрать наличные для оплаты такой большой партии. Тебе следовало бы предупредить меня заранее, приятель? — Такер позволил себе усмехнуться. — Мне не хотелось отпугнуть тебя, Энтони. — Моего слова относительно денег тебе достаточно? — Кивок и пристальный взгляд. — Конечно. Я знаю, что ты серьезный парень. Это был умный шаг. Пиаджи не откажется от возможности установить для своих партнеров надежный канал снабжения. В конечном счете деньги были слишком большие. Анжела Варана, возможно, не понял этого. Но он исполнил свое предназначение. Связал Такера с Пиаджи, и этого было достаточно. К тому же сейчас Анжела превратился в крабовое дерьмо. — Это чистый товар, такого же качества, как и раньше? — спросил Морелло, вызвав раздражение у обоих. — Послушай, Эдди, неужели, доверяя нам с деньгами, он станет обманывать нас на товаре? — ответил резко Пиаджи. — Господа, позвольте мне объяснить вам, как обстоят дела, ладно? У меня отличный канал снабжения товаром самого высокого качества. Откуда я его получаю и как — это мое дело. У меня даже есть район, где мне не хотелось бы видеть вас. Но до сих пор мы еще там не сталкивались лбами. И давайте оставим все, как было. Оба итальянца кивнули. Такер видел, что Эдди сделал это, ничего не понимая, с глупым выражением лица, а вот Тони — с пониманием и уважением. — Тебе нужно, чтобы кто-то распространял твой товар, — так же по-деловому заговорил Пиаджи. — Мы займемся этим. У тебя есть собственная территория, и мы уважаем твое право на нее. Наступило время для следующего шага. Я добился этого, потому что не допускал глупостей. После сегодняшнего дня вы, ребята, больше не будете связаны с этим этапом дела. — Что ты имеешь в виду? — Я хочу сказать, больше не будете ездить на катере. Это значит, что вы больше не будете прикасаться к товару. Пиаджи улыбнулся. Он занимался этим уже четыре раза, и прелесть новизны потускнела для него. — Со своей стороны я не буду спорить. Если хочешь, мои люди будут принимать товар когда угодно. — Мы разделяем товар и деньги. Будем вести дело, как настоящий бизнес, — сказал Такер. — Нечто вроде кредитования. — Но сначала мы получаем товар. — Не возражаю, Тони. Только ты подбери надежных людей, ладно? — Весь смысл в том, что вы и я будем как можно дальше от товара. — Людей могут арестовать, и они расколются, — напомнил Морелло. Он чувствовал, что его не принимают во внимание, что разговор ведется без него, но оказался недостаточно сообразительным, чтобы понять значение этого. — Только не мои, — бесстрастно произнес Такер. — Мои люди знают, что за этим последует. — Значит, это был ты? — Верно? — спросил Пиаджи, связав недавнее событие с Такером. Тот кивнул. — Мне нравится твой стиль, Генри. Только в следующий раз постарайся быть поосторожнее, ладно? — Я потратил на эту операцию два года. Она обошлась мне в большие деньги, и я хочу, чтобы она продолжалась как можно дольше. Вот почему я рискую ничуть не больше, чем это вызывается необходимостью. — Итак, когда ты заплатишь мне за эту партию, я принес с собой ровно сотню косых. Тони махнул рукой в сторону рюкзака на палубе. Эта маленькая операция стала расти с удивительной быстротой. Однако первые три партии были проданы за высокую цену, и Такер, — подумал Пиаджи, — это человек, которому можно доверять, насколько можно кому-нибудь доверять в таком деле. Однако, — решил он, — попытка обмана уже произошла бы, если бы этого хотел Такер. А такой огромный объем поставок слишком велик для парня, руководящего подобным каналом. — Это для тебя, Генри. Похоже, мы должны тебе еще пятьсот тысяч. Мне понадобится время, скажем, неделя. Извини, приятель, но ты меня прямо-таки потряс. У нас требуется время, чтобы собрать такое количество наличных, понимаешь? Будем считать четыре сотни тонни. Не имеет смысла прижимать своих друзей в первый же раз. Давай сделаем так, чтобы между нами восторжествовала добрая воля, а? — Специальное начальное предложение. Пиаджи засмеялся и бросил Генри банку пива. Не иначе у тебя в жилах итальянская кровь, дружище. Окей, мы сделаем так, как ты хочешь. Насколько хорош твой канал поставок, Генри? Пиаджи знал, что не должен задавать такого вопроса. А теперь за работу. Такер разрезал первый пластиковый пакет и высыпал его содержимое в чан из нержавеющей стали, где производилось смешивание, довольный тем, что больше ему не придется заниматься подобной черной работой. Седьмой этап в его плане маркетинга был завершен. Отныне он поручит другим это кухонное занятие, сначала, разумеется, под его наблюдением. Но с сегодняшнего дня Генри Такер будет действовать как администратор, которым он стал. Смешивая в чане чистый героин с инертным наполнителем, он поздравил себя с проявленным им здравым смыслом. Он начал бизнес именно так, как надлежало. Рисковал, но только когда это было необходимо, создавал свою организацию с самого основания, сам занимался делами, пачкал свои руки. Может быть, предки Пиаджи начинали точно так же, — подумал он. Сам Тони забыл об этом, наверное, как забыл и о связанных с этим осложнениях. Но это уже было не его, Такера, проблемой. — Послушайте, полковник, я был всего лишь адъютантом, понимаете? Сколько раз я должен повторять вам это? Я занимался тем же, чем занимаются адъютанты ваших генералов всякими глупостями. Тогда зачем соглашаться на такую должность? Как печально, — подумал полковник Николай Евгеньевич Гришанов, что человеку приходится проходить через это. Но полковник Закариас не был человеком. Он был врагом, несколько неохотно напомнил себя русский, и ему нужно было, чтобы американец снова заговорил. — Разве не так обстоят дела в ваших ВВС? Вас замечает генерал, и вы получаете звание за званием гораздо быстрее. Американец сделал паузу. Кроме того, я писал речь. Уж это признание не причинит ему никаких неприятностей, правда? У нас в ВВС этим занимается заместитель по политчасть, — отмахнулся от столь легкомысленного заявления Гришанов. Это была их шестая встреча. Гришанов был единственным советским офицером, которому разрешили беседовать с этими американцами. Вьетнамцы разыгрывали свои карты очень осторожно. Этих карт было двадцать. Все одинаковые и все такие разные. В досье Закариаса говорилось, что он не только летчик-истребитель, но и сотрудник военной разведки. За свою более чем двадцатилетнюю карьеру он изучал системы противовоздушной обороны, получил степень бакалавра в Беркли. В досье находилась даже недавно полученная копия его диссертации. Аспекты распространения и рассеивания микроволн над пересеченной местностью, снятое в университетском архиве какой-то доброй душой, одним из трех неизвестных, внесших свой вклад в его знакомство с жизнью полковника Закариаса. Эту диссертацию следовало сразу после завершения немедленно засекретить, как это сделали бы в Советском Союзе, знал Гришанов. Это было очень глубокое исследование того, что происходит с энергией низкочастотного поискового радиолокатора и как, между прочим, следует самолету использовать горы и холмы, чтобы укрыться от него. Три года спустя, завершив службу в эскадрилье истребителей, Закариас был направлен на военно-воздушную базу Оффуд рядом с Омахой, штат Небраск. Там он служил в группе планирования стратегической авиации и, применяя свои теоретические знания физики к практическому миру стратегической ядерной войны, разрабатывал маршруты, которые позволят американским бомбардировщикам Б-52 проникнуть сквозь линию советской противовоздушной обороны. Гришанов не мог заставить себя ненавидеть этого человека. Он сам был летчиком-истребителем, еще недавно командовал авиационным полком в системе ПВО страны. Уже получив новое назначение, он неожиданно был послан сюда выполнять задачи, прямо противоположные тем, которыми занимался Закариас. В случае войны задачей Гришанова было не дать американским бомбардировщикам опустошить его страну, а в мирное время он участвовал в разработке методов, препятствующих их проникновению в советское воздушное пространство. Это обстоятельство делало его задание во Вьетнаме одновременно сложным и необходимым. Он не был офицером КГБ, ненавидел этих маленьких коричневых варваров, в стране которых находился, и не получал никакого удовольствия от человеческих мучений сбивать самолет и другое дело, даже если это были американцы, замышлявшие уничтожение его родины. Но те люди, которые умели получать информацию, не знали, как анализировать ее, не имели даже представления о том, какие вопросы нужно задавать. Вопросы можно было бы записать, но это не приносило желаемого результата. Нужно видеть глаза человека, когда тот отвечает на твои вопросы. Человек, способный составлять столь хитроумные планы, несомненно, способен лгать с такой убежденностью и правдоподобием, что сумеет обмануть почти кого угодно. Гришанову не нравилось то, что он видел перед собой. Американец оказался искусным и бесстрашным человеком, одним из специалистов по уничтожению ракетных установок земля-воздуха. Американцы называли таких летчиков дикими ласками по имени свирепых маленьких хищников, способных преследовать добычу даже в глубоких норах. Этот военнопленный совершил восемьдесят девять таких боевых вылетов. Если вьетнамцы сумели собрать обломки именно его самолета, подобно русским, американцы любили делать отметки о своих боевых успехах на борту. И был именно тем человеком, с которым Гришанову нужно было поговорить. Возможно, это послужит уроком, о котором он напишет, подумал русский офицер. Подобная гордость за свои достижения приводила к тому, что враги узнавали, кого они захватили в плен, и многое из того, что было ему известно. Но так любили поступать летчики-истребители, и сам Гришанов вряд ли согласился бы скрывать свои подвиги в борьбе с врагами его страны. Русский, кроме того, старался убедить себя в том, что хочет уберечь сидящего напротив него за столом человека от пыток. Закариас, по-видимому, убил немало вьетнамцев, и не простых крестьян, а квалифицированных, подготовленных русскими специалистами-ракетчиков, и потому правительство этой страны захочет наказать его за это. Но это не интересовало Гришанова, и он не хотел допустить, чтобы политические соображения мешали его профессиональным интересам. Американский офицер, с которым он разговаривал, был знаком с самыми секретными научными и, без сомнения, сложными аспектами национальной обороны. Ему было поручено составить планы нападения сотен самолетов с высококвалифицированными экипажами на борту. То, как мыслят эти специалисты, какова их тактическая доктрина, не менее важна, чем их планы. Что касается самого Гришанова, то он считал, что американцы могут убивать столько желтых ублюдков, сколько им хочется. Эти мерзкие маленькие фашисты так же мало разбираются в политической философии его страны, как каннибалы в искусственном приготовлении пищи. — Полковник, мне известно про вас гораздо больше, чем вы думаете, — терпеливо произнес Гришанов. Он положил недавно прибывший документ на стол. — Вчера вечером я прочитал вот это. Блестящая работа. Глаза русского офицера не отрывались от лица американского полковника. Реакция американца была поразительной. Несмотря на то, что сам он занимался чем-то вроде разведывательной работы, ему и в голову не приходило, что кто-то во Вьетнаме может передать запрос в Москву, откуда заставят американцев отыскать что-то подобное. Лицо его выражало недоумение. Каким образом они сумели узнать о нем так много? Как им удалось заглянуть так далеко в его прошлое? Кто вообще на это способен? Неужели кто-то может оказаться настолько проницательным, настолько высоким профессионалом? Ведь вьетнамцы такие дураки. Как и многие русские офицеры, Гришанов проявлял серьезный и глубокий интерес к военной истории. Находясь на боевом дежурстве в полковом помещении, он читал множество секретных документов. Из одного он узнал, как в Люфтваффе допрашивали захваченных в плен летчиков-союзников, и навсегда запомнил это. Подобный метод он попытается применить здесь. Тогда как меры физического воздействия только укрепляют дух американца. Его вот так может невероятно потрясти простая пачка бумаг. У каждого есть свои сильные стороны и свои слабости. Только человек, наделенный высоким интеллектом, способен различить их. Как случилось, что ваша диссертация не была засекречена? — спросил Гришанов, закуривая сигарету. — Это всего лишь теоретическая физика. Закариас пожал худыми плечами, приходя в себя и пытаясь скрыть охватившее его отчаяние. Наибольший интерес проявила телефонная компания. Гришанов постучал по диссертации указательным пальцем. Так вот, послушайте. Я вчера вечером узнал из вашей диссертации немало нового. Предсказания ложных эхо по данным топографических карт. Математическое моделирование мертвых зон. Таким образом, можно спланировать путь сближения с целью, прокладывать курс от одной точки к другой. Блестяще! — Скажите, а что это за место Беркли? — Просто университет в калифорнийском стиле, — ответил Закариас, прежде чем успел спохватиться, что говорит с этим русским полковником. Он не должен говорить. Его подготовили таким образом, чтобы он не разговаривал с противником. Его подготовили к тому, чего ожидать и что он может делать, не выдавая себя. Научили уклоняться от ответов и маневрировать. Но ничего подобного эта подготовка не предусматривала. Боже милосердный! Как он устал, как напуган, как ему надоело соблюдать правила поведения, которые не имеют теперь никакого значения. Я плохо знаю вашу страну, за исключением профессиональных аспектов, разумеется. Скажите, там один регион значительно отличается от другого? Вы родом из Юты. Что это за место? Меня зовут Робин Закариас, и я полковник. Гришанов поднял руки. Прошу вас, полковник, я все это знаю. Я также знаю не только дату вашего рождения, но и место. Недалеко от Солт-Лейк-Сити нет никаких баз ваших ВВС. Все это я знаю по картам. Мне, по-видимому, никогда не удастся побывать в этом регионе, в любом регионе вашей страны. Скажите, этот район Беркли в Калифорнии, он весь зеленый, правда? Мне говорили даже, что там выращивают виноградное вино. Но мне ничего не известно о Юте. Там ведь есть большое озеро, которое называют соленым, правда? Оно действительно соленое? Да, поэтому и... Но как оно может быть соленым? Океан находится в тысячи километров, и озеро отделено от него горами, верно? Он не стал ждать ответа американца. Я хорошо знаком с Каспийским морем. Одно время служил там. Оно не соленое. А ваше озеро соленое? Как странно. Он погасил окурок. Голова американца чуть дернулась вверх. Не знаю, я не геолог. Думаю, это осталось от первобытных времен. Пожалуй. Но ведь там есть и горы. Горный хребет Осадж-Маунтинс, подтвердил Закриас, качнув головой, подобно пьяному. — Нужно отдать должное вьетнамцам, — подумал Гришанов. — Они кормят своих пленников пищей, которую даже свинья станет есть только от голода. Интересно мелькнула у него мысль. Это намеренная и обдуманная система или чисто случайное следствие простого варварства? Даже политических заключенных в ГУЛАГе кормят лучше. Пищевой рацион военнопленных американцев снизил их сопротивляемость болезням, довел их до такого состояния, что любая попытка побега будет обречена на неудач, не достанет выносливости. Вроде того, что делали фашисты с советскими военнопленными. Впрочем, каким бы отвратительным это ни казалось, Гришанову это было на руку. Сопротивляемость физическая и умственная требует сил, и легко заметить, как быстро теряют силы американские офицеры за бесконечные часы допросов, как гаснет их мужество по мере того, как физические потребности отнимают силы от запаса психологической решимости. Он учился, как делать это. Такой процесс требовал много времени, но и доставлял удовольствие, ведь Гришанов учился копаться в мозгах людей, мало отличающихся от него самого. — Там хорошо кататься на лыжах? У Закриаса моргнули глаза, словно вопрос выхватил его из другого места и времени. — Да, хорошо. — Вот этим никогда не удастся насладиться здесь. Я люблю кататься на лыжах по равнине, чтобы поддерживать форму, да и отвлечься. Раньше у меня были клееные деревянные лыжи, но в последнем полку, которым я командовал, мой техник изготовил мне стальные лыжи из листовой обшивки самолет. — Стальной обшивки? — Да, из листа нержавеющей стали. Это тяжелее алюминия, но сталь обладает большей гибкостью. Мне они очень нравятся. Он взял лист от панели крыла нашего нового перехватчика. Проект Е-266. — Что это за проект? Закриас ничего не знал о новом МИГ-25. — У вас его называют «Фоксбет». У него исключительная скорость, но он предназначен для перехвата ваших бомбардировщиков в Б-70. — Но ведь мы отказались от этого проекта, — возразил Закриас. — Да, я знаю. Но в результате вашего проекта я получил удивительно скоростной истребитель. После возвращения домой я буду командовать первым полком, на вооружении которого поступят такие истребители. — Истребители из стали. — Почему? — У них сопротивляемость аэродинамическому нагреву значительно лучше, чем у самолетов, сделанных из алюминия, — объяснил Гришанов. — А из списанных листов обшивки получаются хорошие лыжи. Закриас теперь совсем запутался. — Итак, как вы думаете, справятся мои стальные истребители с вашими алюминиевыми бомбардировщиками? — Пожалуй, это зависит от... Начал Закриас и тут же замолчал. Его глаза смотрели через стол, сначала с замешательством от того, что он едва не проговорился. Затем они наполнились решимостью. — Я слишком поторопился, — разочарованно подумал Гришанов. Он подтолкнул американца чуть раньше, чем следовало. — Да, в мужестве ему не откажешь. У него достаточно мужества, чтобы провести свою дикую ласку в деловую часть. Так американцы пользовались этой фразой больше восьмидесяти раз. Он может сопротивляться длительное время. Но времени у Гришанова было в досталь. Глава двенадцатая. Подготовительные шаги. Вольксваген шестьдесят третьего года. Небольшой пробег. Радиальные шины в отличном состоянии. Келли опустил десятицентовую монету в телефон-автомат и набрал номер. На улице был пылающий, жаркий субботний день. Температура и влажность поднимались, соревнуясь друг с другом и стремясь достигнуть трехзначной величины. Келли проклял свою глупость. Некоторые вещи были настолько очевидны, что ты не видишь их, пока не разобьешь о них нос и не потечет кровь. — Алло? Я звоню по поводу объявления насчет автомобиля. — Совершенно верно, — произнес Келли. — Прямо сейчас, если вы не возражаете. — Окей. Скажем, через пятнадцать минут. — Отлично. Спасибо, мадам. Сейчас приеду. До свидания. Он повесил трубку. По крайней мере, что-то получилось как надо. По лицу Келли, стоящего внутри телефонной будки, пробежала тень недовольства. Спрингер был пришвартован к гостевому причалу одного из яхт-клубов на реке Потомок. Ему нужно было купить автомобиль, но как добраться до места, где этот автомобиль находится? — Если поехать туда на своей машине и вернуться на купленный, что делать со своей, на которую он приедет? Все складывалось так забавно, что Келли начал посмеиваться над самим собой. И тут вмешалась судьба. Мимо ворот яхт-клуба проезжало пустое такси, что позволило ему сдержать обещание, данное старой Тами. — Квартал 4500, Эссекс-Авеню, — сказал он таксисту. — А где это приятель? — В Бет-Эс-Де. — Придется заплатить дополнительно, приятель, — заметил таксист, направляясь на север. Келли передал ему 10-долларовую банкноту. — Получишь еще одну, если доставишь меня туда за 15 минут. — Вопросов нет, — отозвался таксист. И ускорение опрокинуло Келли на спинку сиденья. Почти весь путь проходил не по Висконсин-Авеню. У красного сигнала светофора таксист нашел на карте Эссекс-Авеню и за 20 секунд до конца 15-минутного срока сумел получить вторую десятку. Это был зажиточный жилой район, и он без особого труда нашел нужный дом. Перед ним стоял Фольксваген. Выкрашенный в ужасный ярко-желтый цвет. То тут, то там под краской проглядывала ржавчина. Трудно было придумать что-то, что устраивало бы Келли больше этого жука. Он взбежал по четырем деревянным ступенькам и постучал в дверь. Кто там? В дверях появилось лицо, точно соответствующее голосу. Старушка была маленькой и хрупкой, лет восьмидесяти. Но ее проницательные зеленые глаза, увеличенные толстыми линзами очков, давали представление о том, какой была в молодости их хозяйка. В ее седых волосах все еще проглядывали желтые пряди. — Миссис Бойт, я только что звонил вам насчет машины. — Как вас зовут? — Билл Нерфи, мадам. Добродушно улыбнулся Келли. — Ужасно жарко, не правда ли? — Ужасно, — согласилась она. — Подождите минутку. Глория Бойт скрылась за дверями и через мгновение вернулась с ключами от машины. Келли взял ее под руку, чтобы помочь спуститься по ступенькам. — Спасибо, молодой человек. — Только рад помочь, мадам, — галантно ответил Келли. — Мы купили машину для моей внучки. Когда она уехала в колледж, машиной пользовался Кен, — сказала старушка, полагая, что Келли знает о Кене. — Извините, это был мой муж, — произнесла Глория, не обернувшись. Он умер месяц назад. — Мне очень жаль, мадам. Он долго болел, — заметила женщина, все еще не оправившаяся от боли утраты, но уже примирившаяся с ней. Она передала ему ключи. — Вот, осмотрите машину. Келли отпер дверцу. Внутри машина выглядела, как и полагается, автомобилю, которым пользовалась студентка колледжа, а затем пожилой человек. Сиденья были изрядно потерты, а на одном виднелся длинный разрез, сделанный, наверное, ящиком с одеждой или книгами. Он повернул ключ в замке зажигания, и двигатель сразу заработал. Даже топливный бак был полон. Объявление не обманывало насчет небольшого пробега. На одометре значились всего 52 тысячи миль. Келли попросил разрешения объехать вокруг квартала. Двигатель и вся остальная механика в хорошем состоянии, — решил он, возвращаясь к стоящей на тротуаре старушке. — Откуда взялось столько ржавчины? — спросил он, отдавая ей ключи. — Внучка училась в Чикаго, в Северо-Западном университете, а там такой ужасный снег, и вся эта соль. — Это хороший университет. — Разрешите, я отведу вас обратно. Келли снова взял ее под руку и повел назад в дом. Внутри стоял запах жилища стариков. В воздухе слишком много пыли, убирать которую не хватает сил, и пахнет несвежей пищей, потому что она все еще готовила для двоих, а не для нее одной. — Хотите что-нибудь выпить? — Да, мадам, спасибо. — Было бы неплохо выпить стакан воды. Келли огляделся вокруг, пока она ходила на кухню. На стене была фотография мужчины в мундире с высоким воротом и поясом военного образца, держащего под руку молодую женщину в очень узком, почти цилиндрическом, белом свадебном платье. Остальные фотографии иллюстрировали семейную жизнь Кеннета и Глории Бойт. Две дочери и сын, поездка на океанское побережье, старый автомобиль, внуки — все принадлежности, заслуженные полнокровной и полезной жизнью. — Вот, пожалуйста, — старушка передала ему стакан. — Спасибо. — Чем занимался ваш муж? — Он служил в Министерстве торговли на протяжении сорока двух лет. Мы собирались переехать во Флориду, но он заболел, так что теперь я уезжаю одна. Моя сестра живет в Форт-Пирсе. Она тоже вдова, ее муж был полицейским. Голос женщины становился все тише, и в этот момент в комнату вошел кот, заинтересовавшийся новым посетителем. Это, казалось, придало миссис Бойт новые силы. — Я уезжаю туда на будущей неделе. Дом уже продан. В следующий четверг нужно оставить его. Я продала его приятному молодому врачу. — Надеюсь, вам понравится во Флориде, мадам. Сколько вы хотите за свою машину? — Я больше не могу управлять автомобилем из-за глаз. У меня катаракта. Если мне нужно поехать куда-нибудь, меня возят. Мой внук говорит, что машина стоит полторы тысячи долларов. — Ваш внук должно быть адвокат. Лишь они бывают такими жадными, — подумал Келли. — Как относить на тысячи двухсот? — Я заплачу наличными. — Наличными? У нее в глазах снова заиграли чертики. — Да, мадам. — Тогда забирайте автомобиль. Она протянула ему руку, и Келли осторожно пожала ее. — У вас есть документы на машину? Келли почувствовал себя неловко из-за того, что ей снова пришлось вставать, на этот раз подниматься на второй этаж, медленно держась рукой за перила, пока он доставал бумажник и отсчитывал двенадцать новеньких хрустящих банкнот. На всю процедуру должно было уйти минут десять, но вместо этого он потратил тридцать. Келли уже проверил, как нужно осуществлять передачу автомобиля в собственность другому лицу, и к тому же он не собирался делать это в полном объеме. Страховые документы находились в том же конверте, где и технический паспорт, выписанный на имя Кеннета Бойда. Келли пообещал оформить паспорт на свое имя и заменить, разумеется, номерные знаки. Оказалось, однако, что такое количество наличных денег заставляет миссис Бойд нервничать, так что он помог ей заполнить бланк депозита и затем отвез старую леди в банк, где она опустила деньги в прорезь ночного сейфа. После этого Келли остановился у супермаркета, где, прежде чем доставить миссис Бойд домой и помочь ей подняться на крыльцо, купил молоко и консервы для кота. — Спасибо за автомобиль, миссис Бойд, — сказал он, расставаясь со старушкой. — Для чего он вам нужен? — Для деловых поездок, — улыбнулся Келли и уехал. Этим же вечером, без четверти девять, два автомобиля остановились на площадке обслуживания рядом с шоссе девяносто пять. Впереди ехал Додж Дарт, а за ним Красный Плимут. На расстоянии один от другого футов пятьдесят они выбрали полупустую стоянку к северу от Мэрилендхауса, место для отдыха у шоссе Джона Кеннеди. Здесь предлагалось полное обслуживание от ресторана до заправочной станции, где продавали бензин и автомобильные масла. Помимо пищи в ресторане подавали хороший кофе, но, что вполне понятно, здесь не было ничего спиртного. Додж сделал несколько поворотов на площадке для стоянки автомобилей и, наконец, остановился на расстоянии трех интервалов от белого олдсмобиля с номерами Пенсильвании и коричневой виниловой крышей. Плимут занял место в следующем ряду. Из него вышла женщина и мимо олдсмобиля направилась к кирпичному зданию ресторана. — Привет, бэби! — окликнул ее мужчина. Женщина остановилась и сделала несколько шагов к автомобилю с коричневой виниловой крышей. Мужчина был белым, с длинными, аккуратно причесанными черными волосами и в белой рубашке с расстегнутым воротом. — Меня послал Генри, — сказала она. — Я знаю! Он протянул руку и коснулся ее лица. Она не сопротивлялась. Мужчина обернулся, посмотрел по сторонам, и затем его рука скользнула ниже. — Ты привезла, что мне нужно, бэби? — Да, — улыбнулась она. Это была натянутая, неловкая улыбка, испуганная, но не смущенная. Вот уже несколько месяцев, как Дорис разучилась смущаться. — Красивые титки, — заметил мужчина без всяких эмоций в голосе. — Ну, иди принеси. Дорис вернулась к своему автомобилю, словно забыла что-то. Из машины она достала большую сумку, почти маленький рюкзак. Когда она проходила мимо олдсмобиля, мужчина протянул руку и взял его. Затем Дорис направилась к зданию ресторана и через минуту вернулась с банкой содовой, глядя на плимут в надежде, что все сделала правильно. У олдсмобиля заработал двигатель, и мужчина послал ей воздушный поцелуй, на который она ответила вымученной улыбкой. — Прошло достаточно просто, — заметил Генри Такер, с пятидесяти ярдов наблюдавший эту сцену из открытого кафе по другую сторону ресторана. — Хороший товар? — спросил у Тони Пиаджи другой мужчина. Все трое сидели за одним столом, наслаждаясь знойным вечером, тогда как большинство других посетителей находились внутри, где было прохладно благодаря кондиционеру. — Высший сорт. Точно такой же, как и тот, что мы передали тебе две недели назад. Та же партия и все остальное, — заверил его Пиаджи. — А если мула застукают? — спросил человек из Филадельфии. — Она не скажет ни слова, — уверенно заявил Такер. Все они были свидетелями того, что случается с непослушными девушками. На их глазах из плимута вылез мужчина, подошел к Доджу и сел на место водителя. — Молодчина! — произнес Рик, обращаясь к Дорис. — А сейчас мы можем ехать? — спросила его женщина, дрожа от нервного напряжения, и сделала глоток из банки содовой. — Конечно, бэби! Я знаю, что ты хочешь! — Рик улыбнулся и включил мотор. — А теперь, милая, покажи мне что-нибудь. — Вокруг люди, — сказала девушка. — Ну и что? Не говоря больше ни слова, Дорис расстегнула рубашку. Это была мужская рубашка. Оставив ее засунутой внутрь потрепанных шортов, Рик протянул руку и улыбнулся, поворачивая руль левой рукой. — Все могло быть гораздо хуже, — подумала Дорис, прикрыв глаза и представив, что это не она, а кто-то другой в каком-то ином месте, думая, сколько еще пройдет времени, прежде чем придет конец ее жизни, и надеясь, что этот конец наступит скоро. — Деньги? — спросил Пианджи. — Хочу выпить чашку кофе. Человек из Филадельфии встал и вошел внутрь ресторана, оставив свой кейс, который Пианджи тут же взял в руки, и они с Такером направились к синему Кадиллаку, не ожидая возвращения ушедшего в ресторан мужчины. — Ты не собираешься считать их? — спросил Такер на полпути к автомобилю. — Если он обманет нас, то знает, что с ним случится. — Это бизнес, Генри. — Совершенно верно, — согласился Такер. — Меня зовут Билл Мерфи, — сказал Келли. — Насколько я понимаю, вы сдаете квартиры? — он протянул субботнюю газету. — Какая вам нужна? — Однокомнатная со спальней меня устроит. — Вообще-то мне нужно место, где я мог бы оставить одежду, — объяснил Келли мужчине. — Мне приходится много разъезжать. — Камевый жор? — спросил менеджер. — Да, продаю станки. Я здесь впервые, то есть это для меня новый район. Это был старый жилой комплекс, построенный в зеленом районе вскоре после окончания Второй мировой войны для возвращающихся домой военнослужащих. Он составил исключительно из трехэтажных кирпичных домов. Деревья вокруг них выглядели посаженными примерно в тот же период. Они дружно принялись и разрослись, достаточно высокие для многочисленного населения белок и настолько развесистые, что стоящие здесь автомобили находились в их тени. Келли с одобрением посмотрел на меблированную квартиру на первом этаже, куда проводил его менеджер. Великолепно отозвался он, осмотревшись по сторонам и проверив кухонную раковину и другую сантехнику. Мебелью явно пользовались, но она все еще была в приличном состоянии. Под подоконниками в каждой комнате даже виднелись кондиционеры. У меня есть и другие. Это именно это то, что мне нужно. Сколько? 175 долларов в месяц. Плата за один месяц вперед. Коммунальные услуги? Можете платить за них сами или мы представим счет. Некоторые жильцы предпочитают вторую систему. В среднем это составляет 45 долларов в месяц. Легче оплачивать один счет, чем два или три. Ну-ка, посмотрим. 175 плюс 45. 220. Пришел на помощь менеджер. 440. Поправил его Келли. Два месяца. Верно? Я могу выписать чек, но мой банк находится за пределами города. У меня еще нет местного счета. Примите наличные? Наличные всегда принимаю с удовольствием, заверил его менеджер. Отлично. Келли достал бумажник и отсчитал нужную сумму. Затем подумал. Нет, лучше я заплачу 660 за три месяца, если вы не возражаете. Мне понадобится счет. Довольный менеджер достал из кармана блокнот и тут же выписал счет за три месяца. Как насчет телефона? Спросил Келли. Могу сделать это ко вторнику, если хотите. Понадобится еще один депозит. Пожалуйста, займитесь этим. Келли передал еще несколько банкнот. Мои вещи не прибудут еще некоторое время. Где можно купить простыни и все такое? Сегодня мало что открыто. Завтра в любом магазине. Келли посмотрел через дверь спальни на голый матрас. Даже отсюда он видел на нем комки. Он пожал плечами. Ничего не поделаешь. Мне приходилось спать и в худших условиях. Служили в армии? В морской пехоте. Я тоже, сказал менеджер, удивив Келли. Надеюсь, вы не выкинете здесь никаких штучек, верно? Он не ожидал неприятностей от Келли, но хозяин требовал, чтобы он задавал этот вопрос даже бывшим морским пехотинцам. Ответом менеджера была сконфуженная, ободряющая улыбка. Мне говорили, что я громко храплю во сне. Двадцать минут спустя Келли сидел в такси, направляющемся к центру города. Он вышел у Пенсильванского вокзала и успел на следующий поезд, отправляющийся в Вашингтон. Там другое такси доставило его к причалу, где стоял Спрингер. Когда стемнело, яхта направилась вниз по потомоку. Насколько все было бы проще, если бы ему помогал еще один человек, подумал Келли. Сколько времени напрасно потрачено на бесполезные переезды. А действительно ли они бесполезные? Нет, пожалуй. Он многое обдумал, а это было не менее важно, чем остальная подготовка. Келли прибыл к себе на остров после шести часов непрерывных размышлений и составления планов. Несмотря на то, что он провел уикенд в почти безостановочном движении, у него не было времени на то, чтобы бездельничать. Келли уложил одежду, купленную главным образом в пригородах Вашингтона. Постельное белье он купит в Балтиморе. Продукты там же. Его автоматический пистолет 45-го калибра, вместе со всем тем, что понадобится, чтобы преобразовать его в пистолет 22-го калибра, был спрятан под старой одеждой вместе с двумя коробками патронов. Больше он ему не понадобится, — подумал Келли, — а боеприпасы — вещь тяжелая. Делая второй глушитель, на этот раз для пистолета Кольт Вудсман, он обдумывал проделанную подготовку. Его физическое состояние было великолепным, почти таким же, как в третьей группе морских командос, и он тренировался в стрельбе ежедневно. Его меткость стала лучше, чем когда-либо, — сказал он себе, проделывая нужные операции на станках и почти не задумываясь над ними. К трем часам утра новый глушитель был готов и опробован несколькими выстрелами. А еще через 30 минут Келли поднялся на борт Спрингера, отдал Швартовы и направился на север, предвкушая несколько часов сна после того, как минует Анаполис. Ночь навевала тоску. По небу плыли рассеянные облака, и он бездумно смотрел вперед. Через некоторое время Келли спохватился и заставил себя сосредоточиться. Теперь он больше не был расслабленным штатским, но все-таки позволил себе первую банку пива за последние недели. Может быть, он забыл что-то? И тут же успокоил себя нет, не забыл ничего. Правда, у него тут же проскользнула мысль о том, как мало он все-таки знает о противнике Билли с его красным плимутом. Чернокожий парень по имени Генри. Он знает, где находятся районы их операций. И это все. Но в прошлом ему приходилось воевать с вооруженными и отлично подготовленными врагами, о которых он знал еще меньше. И если он заставит себя быть таким же осторожным, каким был на войне, в глубине души он знал, что сумеет выполнить операцию. Отчасти потому, что он намного сильнее их, и его мотивация несравнимо целеустремленней, а отчасти, с удивлением понял Келли, потому что его не интересовали последствия. Ему были нужны только результаты. Он вспомнил что-то из периода своего обучения в подготовительной католической школе. Отрывок из эпической поэмы Энаида «Вергилия». В ней почти две тысячи лет назад была определена цель его операции. «Для побежденных спасения одно — не мечтать о спасении». Мрачность этой мысли заставила его улыбнуться, пока он плыл под светом звезд, отправившихся в свой путь с таких огромных расстояний, что к моменту начала его путешествия не только он, но даже Вергилий еще не родились. Таблетки помогли отключиться от действительности, но не до конца. Дорис не столько думала об этом, сколько чувствовала, подобно тому, как признаешь что-то, что не нравится тебе, но отказывается исчезнуть. Теперь она слишком зависела от барбитуратов. Сон никак не приходил, и в пустоте комнаты она была не в силах забыться. Дорис приняла бы и больше таблеток, но они не давали ей того, чего она хотела. Впрочем, ей хотелось не так многого. Она мечтала о непродолжительном забытие, свободном от страха, вот и все. А им было наплевать на это. Она могла видеть больше, чем они знали или ожидали от нее. Она могла заглядывать в будущее, но это было слабым утешением. В конце концов, полиция арестует ее. Дорис арестовывали и раньше, но тогда ее проступки не были столь значительными, а теперь ее упрячут на длительный срок. Полиция попытается заставить ее говорить, пообещает защиту, но она понимала всю тщетность этого. Вот уже дважды она была свидетельницей того, как умирали ее подруги. Подруги? Ну, по крайней мере, они были похожими на подруг. С ними можно было разговаривать, поделиться мыслями, рассказать о жизни, если это можно назвать жизнью. И даже в такой неволе у них были маленькие шутки, и маленькие победы над силами, управляющими их существованием, подобно отдаленным огням в облачном небе. С ними можно было просто поплакать. Но две из них теперь мертвы, и она наблюдала, как они умирали, сидела рядом, приняв несколько таблеток, но не в силах уснуть и не видеть этого ужаса, такого невероятного, что от него цепенеешь. Следить за их глазами, смотреть и чувствовать их боль, сознавая, что ничем не можешь помочь, зная даже, что и они понимают это. Кошмары, наполнявшие ее сны, были ужасны, но они не доставали тебя. Стоило только проснуться, и кошмар исчезал. Но не это зрелище. Она могла следить за собой, словно со стороны, будто она была роботом, не контролирующим себя, но подчиняющимся командам других. Ее тело не двигалось до тех пор, пока другие не заставляли его, и ей приходилось даже скрывать свои мысли, бояться выразить в собственном сознании, потому что они могут услышать их или прочитать на ее лице. Но сейчас, как она ни старалась, мысли отказывались уходить. Рик лежал рядом с ней, тихо дыша в темноте. Какая-то часть ее сознания любила Рика. Он был самым мягким из всех, и иногда она позволяла себе думать, что и ему она нравится, может быть, совсем немного, потому что он бил ее не так уж страшно. Разумеется, ей приходилось повиноваться, ведь его ярость ничуть не уступала ярости Билли, и потому она старалась изо всех сил вести себя хорошо в его присутствии. Часть ее знала, что это глупо, но теперь реальность определялась другими людьми. И она была свидетельницей последствий настоящего сопротивления. После одной, особенно плохой ночи, Пэм прижалась к ней и шепотом рассказала о своем желании убежать. Позднее Дорис молила Бога, чтобы он помог ей скрыться. Думала, что все-таки есть надежда. Но нет. Скоро Пэм втащили сюда, а их заставили тут же, рядом, смотреть за тем, как она умирает. Она наблюдала, беспомощно глядя на Пэм, а они проделывали с ней все, что только могли вообразить. Дорис видела, как гасла ее жизнь, как от удушья содрогалось ее тело, а мужское лицо безжалостно смеялось в дюйме от лица девушки. Единственным смелым поступком Дорис, неосознанным сопротивлением, было то, что она причесала волосы своей подруги с благодарностью, вспоминая о том, что мужчины этого не заметили. Причесывала, не переставая плакать, надеясь, что Пэм каким-то образом узнает, что кто-то заботится о ней, пусть даже после смерти. Однако, даже делая это, Дорис чувствовала бессмысленность своего поступка и потому плакала еще больше. В чем она провинилась, думала Дорис, неужели она оскорбила Бога так серьезно, что ее жизнь превратилась в ад? Разве может хоть какое-то живое существо заслужить такое? — Я поражен, Джон, — произнес Розен, глядя на своего пациента потрясенным взглядом. Келли со снятой рубашкой сидел на столе, предназначенном для медицинских осмотров. — Как ты сумел добиться этого? — Заплыва на пять миль для того, чтобы разработать плеч? — Это лучше, чем упражнения с тяжестями, но и ими я тоже занимался. По вечерам — немного бега, примерно то же самое, что я привык делать раньше. — Мне бы такое давление, — улыбнулся хирург, снимая манжету. С утра у него была трудная операция, но он оставил время для своего друга. — Тренируйся, Сэм, — в свою очередь улыбнулся Келли. — Не хватает времени, Джон, — ответил хирург. — Не очень убежденно, — подумали оба. — Врач должен заботиться о своем здоровье. — Это верно, — согласился Розен. — А как дела в остальном? Вместо ответа Келли только взглянул на хирурга. В его глазах не было ни улыбки, ни озабоченности. Всего лишь бесстрастие, по которому Розен все понял. Он попытался снова. — Есть старинная поговорка. Прежде чем начинать мстить, выкопай две могилы. — Только две? — улыбнулся Келли. Розен кивнул. — Я тоже читал о посмертном вскрытии. — Значит, мне не удастся отговорить тебя. — Как поживает Сара? Розен понял, что Келли хочет изменить тему разговора. Ушла с головой в свой проект. Она так им захвачена, что без конца только о нем и говорит. Очень интересно. В этот момент в комнату вошла Сэнди О'Тул. Келли поразил обоих медиков, схватив майку и стыдливо закрыв ею грудь. Медсестра рассмеялась. Ее примеру последовал и Сэм. Он лишь теперь понял, что Келли действительно готов к той операции, которую планировал. Отличная физическая подготовка, холодный серьезный взгляд, который становился веселым, когда ему хотелось этого. Словно хирург перед ответственной операцией, — подумал Розен. Как ни странно, чем лучше он узнавал Келли, тем больше удивлялся его интеллект. — Ты выглядишь удивительно для парня, которого ранили всего несколько недель назад, — заметила О'Тул, дружески глядя на Келли. — Здоровый образ жизни, мадам. За тридцать с лишним дней только одна банка пива. Миссис Лотт пришла в себя, доктор Розен, — сообщила медсестра, поворачиваясь к хирургу. — Ничего необычного. По-видимому, у нее все в порядке. Ее муж заходил взглянуть на супругу. По-моему, с ним тоже все в порядке. Вообще-то я начала беспокоиться. Спасибо, Сэнди. — Ну что ж, Джон, ты тоже выздоровел. Надевай рубашку, а то Сэнди начинает смущаться, — усмехнулся Розен. — Где тут можно поесть? — спросил Келли. — Я сам показал бы тебе, но у меня консилиум через десять минут. Может быть, Сэнди? Она посмотрела на часы. — Да, мне ленч тоже не противопоказан. Ты готов рискнуть и отведать больничной пищи, или хочешь поесть в городе? — Вы мой гид, мадам. Сэнди провела его в кафетерий, где подавали пресную больничную пищу. Но там можно было добавить к ней соль и прочие специи по желанию. Келли выбрал блюда, удовлетворяющие аппетит и даже полезные, чтобы компенсировать отсутствие вкуса. — У тебя много работы? — спросил он после того, как они сели за стол. — Как всегда, — отозвалась Сэнди. — Где ты живешь? — Неподалеку от бульвара Лох-Ревен, у самой границы графства. Келли видел, что она не изменилась. Сэнди Отул не жила, а функционировала, причем весьма успешно. Однако пустота в ее жизни качественно мало отличалась от его пустоты. Разница состояла лишь в одном — он мог сделать что-то, а она нет. Ксэнди стремилась к человеческому теплу. Она сохранила умение смеяться, но горе одолевало ее на каждом шагу. Какая-то мощная сила — горе. У него было огромное преимущество. Он мог найти врагов и устранить их. Так, бороться с тенью было намного труднее. — У тебя, как и у большинства, здесь секция в общем доме? — Нет, это старая бунгало, или как там называют такие дома? Большой двухэтажный дом на половине акра. — Между прочим, ты напомнил мне, — добавила она, — что в уикенд нужно непременно покосить траву на участке. И тут она вспомнила, как любил этим заниматься Тим. Он решил уйти из армии после второго срока во Вьетнаме, получить адвокатский диплом и вести нормальную жизнь. Всего этого его лишили маленькие желтые люди в далекой стране. Келли не знал, о чем она думает, но этого и не требовалось. Перемена в выражении ее лица, то, как стих, голос — все это было красноречивее слов. Как подбодрить ее? Такой вопрос был для него странным, принимая во внимание его планы на ближайшие недели. — Ты так хорошо ко мне относилась, пока я лежал здесь. Спасибо тебе. — Мы стараемся ухаживать за нашими пациентами, — улыбнулась Сэнди. Улыбка была непривычной на ее лице. — Девушка с таким прелестным лицом должна делать это чаще, — заметил Келли. — Что именно? — Улыбаться. — Но это непросто, — ответила Сэнди. Улыбка исчезла с ее лица. — Да, я знаю. Но однажды мне все-таки удалось даже рассмешить тебя, — сказал Келли. — Просто ты застал меня врасплох. — Это из-за Тима? — спросил он внезапно. Вопрос его потряс Сэнди. — Разве об этом говорят? Несколько секунд она пристанно смотрела в глаза Келли. — Я не понимаю тебя. — Кое в чем это легко, а кое в чем трудно. Самое трудное, — Келли как бы думал вслух, — понять, почему людям это необходимо, почему они вообще так поступают. Все сводится к тому, что есть плохие люди, и кто-то должен поставить преграду на их пути, заняться ими, так как если ты не сделаешь этого, наступит день, когда они займутся тобой. Можно попытаться не обращать на них внимания, но это вряд ли кончится добром. А иногда ты видишь то, мимо чего просто не можешь пройти. Он наклонился вперед, подбирая слова. — Ты видишь много плохого, Сэнди. Я видел вещи похуже. Мне приходилось наблюдать за тем, как люди... — Это причина твоего кошмара? Келли кивнул. — Совершенно верно. — В ту ночь меня чуть не убили. А что было, тебе лучше этого не знать, честное слово. Я хочу сказать, у меня вообще не укладывается в голове, как люди способны на подобное. Может быть, они верят во что-то? Верят настолько, что забыли, как важно оставаться людьми? Возможно, они так стремятся к какой-то цели, что им на все наплевать. А может, с ними что-то неладно? Что-то случилось с их мышлением и действиями, но они живут и действуют в реальном мире? Кто-то должен остановить их? Даже если ты знаешь, что из этого ничего не выйдет, не решился добавить Келли. Как объяснить ей, что ее муж погиб в никому не нужной войне? — Мой муж был рыцарем в сверкающих латах на белом коне. Ты это хотел сказать? — Это ты, благородный рыцарь в белом одеянии, Сэнди. Ты борешься против одного врага, но ведь есть и другие. Кто-то должен бороться с ними. Я никогда не пойму, почему Тим должен был умереть. — Действительно, все сводится именно к этому, — подумал Келли. Речь идет не о высоких политических или социальных материях. У каждого есть жизнь, которая вроде бы должна завершиться естественным концом после того отрезка времени, который определил Бог, или судьба, или еще что-то, не поддающееся человеческому контролю. Он видел, как гибнут совсем молодые люди, и сам был причиной смерти многих. Каждая жизнь имеет какую-то ценность и для ее обладателя, и других людей. И как ты объяснишь другим, что является причиной смерти их близких? Да и вообще, как объяснить это самому себе? Ну, а это если смотреть со стороны. Когда смотришь изнутри, все выглядит иначе. Может быть, в этом и заключается ответ. — У тебя очень трудная работа, правда? — Да, — кивнула Сэнди. — Тогда почему не взяться за что-то полегче? Я имею в виду работу в такой области, где она проще, скажем, в яслих. Это ведь место счастливое, верно? — Даже очень, — согласилась медсестра. — И разве она тоже не важная? Пусть забота о младенцах. Дело рутинное, но ведь его нужно выполнять особенно внимательно. Ведь верно? — Разумеется. Но ты не захотела изменить место работы. А нейрохирургия — самое тяжкое отделение. — Но ведь кто-то должен. — Вот, — подумал Келли, прерывая ее. — Это нелегко, да и тебе приходится непросто. Временами испытываешь боль, верно? — Временами, да, испытываю. — И все равно не бросаешь, — напомнил Келли. — Да, — согласилась Сэнди. — Это было не признание, а что-то более значительное. Вот потому Тим и делал то, что он делал. Келли увидел понимание на лице Сэнди или начало его. Это длилось мгновение, пока затянувшееся горе не отбросило его аргументы в сторону. И все равно это бессмысленно. — Может быть, бессмысленная цель, но не бессмысленно с человеческой точки зрения, — заметил Келли. Ему было трудно продолжать. Разум подсказывал, что нелегко искать новые аргументы. — Извини, я ведь не священник, а всего лишь отставной больной боцман. — Ну, не слишком больной, — возразила Отул. — Отчасти благодаря тебе. — Еще раз спасибо. Его слова снова вызвали ее улыбку. — Не все наши пациенты полностью выздоравливают. Поэтому мы особенно гордимся теми, кому это удается. — Может быть, Сэнди, мы все пытаемся спасти мир? Один маленький шажок за другим. Келли поднялся и, несмотря на возражения сестры, проводил ее обратно в отделение. Келли понадобилось целых пять минут, чтобы решиться сказать ей то, что ему хотелось. — Знаешь, мне бы хотелось пригласить тебя поужинать, а? Не сейчас. Но, может быть, я подумаю, — ответила она, полуотбрасывая эту мысль, полу заинтересовавшись ею. Она знала так же, как и Келли, что это слишком скоро для обоих, хотя, наверное, не так скоро для нее. — Что он за человек? — спросила она себя. — Насколько безопасно познакомиться с ним поближе. Глава тринадцатая. Повестка дня. Впервые в жизни Келли подъехал к Пентагону. Он чувствовал себя скованно, подумав, не стоило ли ему надеть свой боцманский мундир цвета хаки. Но тут же вспомнил, что прошли те времена, когда он носил форму. На нем был легкий синий костюм с миниатюрным знаком морского креста в петлице. Келли поднялся по пандусу, отыскал план здания и быстро изучил и запомнил его. Через пять минут он уже входил в нужную ему дверь. — Да, — поднял голову сидящий в приемной старшина. — Меня зовут Джон Келли. — Адмирал Максуэлл назначил мне встречу. Его пригласили сесть и подождать. На кофейном столике лежал экземпляр новостей в МЭФ. Келли не раскрывал эту газету с тех пор, как оставил службу. Однако сумел подавить ностальгию. Ссоры и разногласия за это время мало изменились. — Мистер Келли, — послышался голос. Он встал и прошел в открытую дверь. Как только она закрылась, над ней вспыхнула красная лампа, запрещающая беспокоить адмирала. — Как ты себя чувствуешь? — первым делом спросил Максуэлл. — Отлично, сэр, спасибо. Штатский или нет, но Келли не мог не чувствовать себя стесненно в присутствии адмирала. И тут же эта скованность возросла. Открылась другая дверь, и в кабинет вошли еще двое. Один тоже в штатском, зато другой — контр-адмирал. Морской летчик с бледно-голубой ленточкой высшего ордена страны, медали Конгресса, — заметил Келли, отчего почувствовал себя совсем робко. Максуэлл представил его вошедшим. — Я много слышал о вас, — сказал подулски, пожимая руку молодого человека. — Спасибо, сэр, — произнес Келли, не зная, что еще сказать. — Мы с Казом служили вместе много лет, — заметил Максуэлл во время представления. — Я сбил пятнадцать самолетов, — он указал на панель на стене, — Акас — восемнадцать. — И все они были засняты на пленку, — заверил Келли, — адмирал подулски. — А вот я не сбил ни одного, — сказал Грир. — Зато кислород не повредил мне мозги. У этого адмирала в штатском был планшет. Он достал из него карту, ту же самую, что побывала в доме у Келли, только более густой, с пещеренными пометками. Затем к ней добавилась фотография, и Келли снова посмотрел на лицо полковника Закариаса. На этот раз изображение было заметно лучше и почти не отличалось от фотографии на удостоверении, которую Грир положил рядом. — Я побывал в трех милях от этого лагеря, — заметил Келли. — Никто не сказал мне, а тогда его еще не было. — Лагерь совсем новый, его построили меньше двух лет назад, — объяснил Грир. — Еще есть фотографии, Джеймс? — спросил Максвелл. — Только аэрофотоснимки, сделанные SR-70. Один под острым углом, в них нет ничего нового. У меня один специалист проверяет каждый кадр аэрофотоснимков лагеря. Отличный эксперт, раньше служил в ВВС. Он докладывает результаты только мне. — Из тебя выйдет отличный шпион, — с усмешкой заметил Подулский. — Я им там нужен, — отшутился Грир, но его слова прозвучали почти серьезно. Келли посмотрел на трех адмиралов. Шутки походили на те, что можно услышать в столовой для старшинского состава, только язык был более интеллигентным. Грир снова взглянул на Келли. — Расскажите мне про долину. — Лучше всего оставаться как можно дальше от этого места. Для начала расскажите, как вы спасли молодого голландца. Опишите каждый свой шаг. На рассказ Келли потребовалось пятнадцать минут. С того момента, как он покинул подводную лодку «Скейт», до того, как вертолет поднял его и лейтенанта Максвелла в устье реки и доставил их на борт авианосца Китти Хоук. Рассказывать было просто, но его удивили взгляды, которыми то и дело обменивались адмиралы. Келли еще не научился читать взгляды. Он не думал об адмиралах как о старых людях или вообще как о людях. Они были адмиралами, существами без возраста, подобными богам, принимающим важные решения, и выглядели именно так, как им следовало выглядеть, даже тот, что был в штатском. И нельзя сказать, что Келли считал себя в их обществе молодым. Он участвовал в боях, а это навсегда меняет человека. Но через призму лет они смотрели по-разному. Для Максвелла, Подулски и Грира этот молодой человек не так уж сильно отличался от них самих тридцать лет назад. Они сразу убедились, что Келли настоящий солдат, и, глядя на него, видели себя. Взгляды украдкой, которыми они обменивались, походили на взгляды дедушки, наблюдающего за тем, как его внук делает впервые неуверенные шаги по ковру гостиной. Только шаги Келли были больше и серьезнее. — Да, это была нелегкая операция, — сказал Грир, когда Келли закончил рассказ. — Значит, этот район густо населен. — И да, и нет, сэр. Я хочу сказать, что это не город или что-то похожее. Всего лишь крестьянские хозяйства или вроде того. Я слышал и видел транспорт на шоссе. Всего несколько грузовиков, но много велосипедов, повозок. — Много военного транспорта, — спросил Подулски. — Адмирал, военные перевозки идут по вот этому шоссе. Келли постучал пальцем по карте. Он видел пометки, означающие расположение частей северо-вьетнамской армии. — Как вы планируете проникнуть в лагерь? — Это будет непросто, Джон. Мы думали о высадке с вертолетов. Может быть, даже использование десантных судов и стремительной атаки по вот этому шоссе. Подулски постучал пальцем по карте. Келли покачал головой. — Слишком далеко. Это шоссе очень легко защитить. — Господа, вы должны понять. Вьетнам — страна, находящаяся на военном положении. Практически все там носят военную форму. А когда у людей появляется оружие, они чувствуют себя частью армии. В этом районе достаточно вооруженных людей, чтобы преградить вам движение по этому шоссе. Десант никогда не достигнет лагеря. — Неужели население действительно поддерживает коммунистическое правительство? — озадаченно спросил Подулски. Он просто не мог в это поверить. Однако у Келли была другая точка зрения. — Боже мой, адмирал, как вы думаете, почему мы воюем так долго? Почему никто не помогает летчикам со сбитых самолетов? Они совсем не похожи на нас. Мы никак не желаем это понять. Как бы то ни было, если вы высадите на берег морскую пехоту, никто не примет их там с распростертыми объятиями. Даже и не думайте об атаке вдоль этого шоссе. Да и вообще это не шоссе, а скорее проселочная дорога, даже хуже, чем кажется, если судить по аэрофотоснимкам. — Стоит срубить несколько деревьев и уложить их поперек дороги, и она закрыта. Келли поднял голову. Единственный выход — высадка с вертолетов. Он увидел, что его точка зрения пришлась не по душе адмиралам, и было нетрудно понять причину. Эта часть страны была усеяна зенитными батареями. По крайней мере, двое из адмиралов являлись летчиками, и если штурм лагеря наземными силами казался для них многообещающим, значит, преодолеть огонь зенитных батарей еще труднее, чем он думал. — Мы можем подавить батареи, — предложил Максвелл. — Ты не имеешь в виду Б-52? — спросил Грир. — Ньюпорт-Ньюс снова выходит на огневой рубеж через несколько недель. — Скажи, Джон, ты видел ее стрельбу? — Да, конечно, — кивнул Келли. — Она дважды поддерживала нас, когда мы проводили операции вблизи побережья. — Огонь этих восьми дюймовок производит большое впечатление, но проблема заключается в другом, сэр. Сколько этапов операции должны пройти, как надо, чтобы операция оказалась успешной? Чем сложнее операция, тем больше вероятность какого-нибудь срыва в одном из ее звеньев. Келли откинулся на спинку дивана и напомнил себе, что сказанное им предназначалось не только для адмиралов. — Голландец, через пять минут у нас совещание? — неохотно напомнил подулски. — Встреча оказалась не слишком успешной, — подумал он. Грир и Максвелл придерживались другого мнения. Они узнали немало полезного. Это было достаточно важно. — Могу я спросить, почему все это держится в таком секрете? — поинтересовался Келли. — Твоя догадка в прошлый раз была правильной. Максвелл посмотрел на младшего адмирала и кивнул ему. — Сведения о подготовке операции в Сонг-Тай просочились к вьетнамцам, — сказал Грир. — Нам неизвестно, каким образом это произошло, но позднее один из наших источников сообщил нам, что они знали об этом, по крайней мере, подозревали. Вьетнамцы рассчитывали, что операция будет проводиться позднее. Так получилось, что мы высадились в лагере сразу после того, как они вывезли оттуда всех военнопленных, но перед тем, как была организована засада. В одном нам не повезло, в другом повезло. Они не ожидали начала операции Кингпин в течение еще одного месяца. — Боже милостивый! — выдохнул Келли. — Кто-то из наших, кто находится там, намеренно предал нас. — Добро пожаловать в реальный мир разведывательных операций, ЧИФ! — с мрачной улыбкой произнес Грир. — Но почему? — Если я когда-нибудь встречу этого джентльмена, то обязательно спрошу. — Но можем использовать это как отличную приманку. — Что, если проверить документы операции втихую? — Где они находятся? — В Эглене, на базе ВВС, где готовилась группа для проведения операции Кингпин. — Кого пошлем? — спросил Подулский. Келли почувствовал, как глаза присутствующих устремились на него. — Господа, неужели вы забыли, что я был всего лишь боцманом? — Мистер Келли, где ваш автомобиль? — В городе, сэр. — Я приехал сюда на автобусе. — Пойдемте со мной. Позднее вы успеете вернуться в город на маршрутном автобусе. Они молча вышли из здания. Автомобиль Грира, Мьерк Юри, стоял на площадке, выделенной для приезжающих в Пентагон. У входа со стороны потомока. Он сделал знак, приглашая Келли занять место в машине, и поехал в сторону Джордж-Вашингтон-Паркуэй. Голландец достал из архива твое досье. Я прочитал его. — Ты произвел на меня доброе впечатление, сынок. Грир промолчал о том, что при поступлении на службу Келли набрал в среднем 147 очков на каждом из трех по-разному сформулированных тестов по измерению коэффициента интеллектуальности. — Твои командиры говорили о тебе только хорошее. — Мне повезло. У меня оказались хорошие офицеры, сэр. — По-видимому, трое из них пытались убедить тебя поступить в школу подготовки офицеров. Но голландец уже говорил с тобой об этом. Мне также хотелось бы знать, почему ты отказался от стипендии для учебы в колледже? — Мне надоело учиться в школах. Да и стипендия была за успехи в плавании, адмирал. — Да, они в Индиане любят это, я знаю. Но у тебя были отличные оценки, и ты мог получить академическую стипендию. Ты учился в превосходной подготовительной школе. — Там мне тоже выделили стипендию, — пожал плечами Келли. Но никто в нашей семье не заканчивал колледжа. Отец служил на флоте во время войны. Думаю, мне просто не хотелось учиться дальше, вот я и поступил на военную службу. Он никому не говорил о том, как разочаровал этим своего отца. Грир задумался над тем, что услышал. Он не был удовлетворен ответами Келли. Последний корабль, которым я командовал, была подводная лодка Даниэл Уэбстер. — Мой главный старшина, командовавший постом гидролокации, имел докторскую степень по физике. Отличный специалист. Знал свое дело лучше, чем я. Своё. Но у него не было задатков лидера. Он старался оставаться в стороне. А вот ты другой, Келли. Знаю, что ты пытался, но не сумел. — Ну, видите ли, сэр, когда ты находишься на фронте и вокруг происходят события, кто-то должен ими заниматься. — Не все смотрят на вещи таким образом. Знаешь, Келли, в мире существует два типа людей. Те, которые ждут указаний, и те, которые разбираются во всем сами. Заметил Грир. Знак на обочине шоссе обозначал что-то, что Келли не разобрал, но там точно ничего не говорилось про ЦРУ. Он не понял этого, пока не увидел большое здание проходной. — Тебе не приходилось взаимодействовать с сотрудниками управления во Вьетнаме? — Приходилось, — кивнул Келли. — Мы были... Ну, вы ведь знаете об операции «Феникс». Мы составляли часть ее, маленькую часть. — Что ты думаешь о них? — Двое или трое были превосходными специалистами. Остальные... — Вы хотите, чтобы я говорил откровенно? — Именно это мне и нужно, — заверил его Грир. — Остальные скорее годятся, чтобы смешивать мартини, — бесстрастно ответил Келли. В ответ он услышал грустный смешок. — Это верно. Многие у нас любят смотреть кино. Грир поставил машину в отведенное для нее место и открыл дверцу. — Пошли со мной, чиф. — Одетый в штатское, адмирал провел Келли через главный вход и вручил ему специальный гостевой пропуск, требовавший сопровождения сотрудникам ЦРУ. Что касается Келли, он чувствовал себя здесь подобно туристу в странной и незнакомой стране. Даже то, что вокруг все казалось самым обыкновенным, придавало зданию что-то зловещее. Несмотря на то, что здание было самым обычным правительственным строением, штаб-квартира ЦРУ была окружена своего рода аурой. Она как-то не походила на реальный мир. Грир заметил озадаченность на лице Келли, усмехнулся, прошел с ним к лифту и поднялся в свой кабинет на шестом этаже. Только здесь, за закрытыми дверями, он заговорил. — Что у тебя намечено на будущую неделю? — У меня нет ничего, что связывало бы мои действия, — осторожно ответил Келли. Джеймс Грир грустно кивнул. — Голландец рассказал мне и об этом. — Не очень жаль, Чив. Но моя задача заключается сейчас в том, чтобы помочь двадцати хорошим людям, которые не увидят своих семей, если мы что-нибудь не предпримем. Он сунул руку в ящик стола. — Сэр, теперь я ничего не понимаю. Ну, видишь ли, мы можем сделать это добровольно или по принуждению. По принуждению означает, что голландец снимает телефонную трубку и тебя призывают из резерва на военную службу, — сурово произнес Грир. А добровольно это, когда ты сам приходишь работать ко мне в качестве гражданского консультанта. Мы платим тебе суточные, что чертовски лучше, чем жалование Боцмана. — А что я должен делать? — Ты летишь на базу ВВС в Эглине через Новый Орлеан и Эйвис, насколько я помню. — Вот это, — Грир бросил на колени Келли удостоверение личности, похожее на бумажник, — позволит тебе получить доступ к их документам. — Мне нужно, чтобы ты изучил оперативные планы в качестве модели для того, что мы собираемся осуществить. Келли посмотрел на удостоверение личности с фотографией, которая была его старой фотографией из архивов военно-морского флота. На ней была только его голова, как и на паспорте. — Одну минуту, сэр. Моя квалификация не позволяет. Честно говоря, по моему мнению, у тебя отличная квалификация для такого дела. Но со стороны будет казаться, что твоя квалификация действительно недостаточно. Нет, ты будешь там самым младшим консультантом, собирающим сведения для малозначащего отчета, который никто не будет читать. — Половина денег, которые мы тратим в этом проклятом управлении, испаряется именно таким образом, если ты этого еще не знаешь, — произнес Грир, слегка преувеличивая сложность ситуации из-за своего раздражения порядками, царящими в ЦРУ. — Мы хотим, чтобы твоя работа в Эглене выглядела рутинной и бессмысленной. — Это вы серьезно? — Чиф, голландец Максуэлл готов принести в жертву свою карьеру ради этих людей. — И я тоже. — Если существует возможность спасти их... — А как относительно мирных переговоров? — Ну что мне сказать этому молодому парню? — спросил себя Грир. — Полковник Закариас официально считается мертвым. Об этом сообщила другая сторона, даже опубликовала фотографию тела. Кто-то навестил его жену вместе с капелланом базы и женой другого офицера ВВС, чтобы облегчить тяжелую весть. Затем ей предоставили неделю на то, чтобы освободить служебную квартиру. — Все как положено, — добавил Грир. — Полковник официально мертв. — Я очень осторожно поговорил с несколькими влиятельными людьми, и мы... — Произнести это казалось им очень трудно. — Наша страна не будет срывать мирные переговоры из-за такого случая. Фотография, которая имеется у нас, несмотря на ее обработку, улучшение качества и тому подобное, не может служить достаточно убедительным доказательством для суда, а для этого применяется именно такой стандарт. Мы не можем предоставить достаточно доказательств такого уровня, и люди, от которых зависит принятие решения, знают это. Они не хотят срыва переговоров, и если для окончания этой проклятой войны понадобятся жизни еще двадцати человек, никто не будет возражать. Этих людей уже списали. Келли с трудом верил услышанному. Сколько людей списывает Америка каждый год? И ведь не все списанные носят военную форму, верно? Некоторые из них находятся прямо здесь, в американских городах. Неужели все обстоит так плохо? Трудно было не увидеть усталости на лице Грига. Ты знаешь, почему я согласился на эту работу? Ведь я собирался уходить в отставку. Я служил свое, командовал кораблями, словом, исполнил свой долг. Меня ждет хороший и комфортабельный дом, игра в гольф два раза в неделю и легкая работа консультанта. Понимаешь? Чиф. Слишком много людей занимают такие должности, и реальность для них — это всего лишь память. Они концентрируют все свое внимание на процессе и забывают о человеческих жизнях, находящихся на противоположном конце бумажной цепи. Вот почему я согласился на эту должность. Кто-то должен попытаться вернуть в этот процесс реальность. Мы рассматриваем операцию как черную. Тебе известно, что это значит? Нет, сэр, неизвестно. Это новый термин, появившийся совсем недавно. Он означает, что операции не существует. Это безумие. Такого не должно быть. Но ситуация именно такова. Ты готов принять участие в нашей команде? Новый Орлеан. Глаза Келли сузились на мгновение, растянувшиеся на пятнадцать секунд и закончившиеся коротким кивком. Если вы считаете, сэр, что я могу помочь, то я готов. Сколько времени мне выделяется? Грир с трудом выдавил улыбку и бросил на колени Келли авиабилет. Твое удостоверение личности оформлено на имя Джона Кларка. Это легко запомнить. Ты вылетаешь завтра, во второй половине дня. На обратном билете открытая дата. Но я хочу видеть тебя в следующую пятницу. Надеюсь, ты справишься с работой. Моя визитная карточка и номер личного телефона находятся вместе с удостоверением личности. Упаковывай вещи, сынок. Так точно, сэр. Грир встал и проводил Келли до дверей кабинета. И спрашивай счета за все. Когда работаешь на дядю Сэма, нужно принять меры, чтобы все было оплачено должным образом. Будет исполнено, сэр, — улыбнулся Келли. Вернуться обратно в Пентагон ты можешь на голубом автобусе, что стоит снаружи. Как только Келли вышел из кабинета, Грир вернулся к работе. Голубой маршрутный автобус прибыл через несколько секунд, и Келли не пришлось дожидаться под крышей конечной остановки. Это была странная поездка. Примерно половина пассажиров была в форме, остальные — в штатском. Никто не разговаривал, словно обмен ничего не значащими фразами по поводу продолжающегося пребывания вашингтонских сенаторов в нижней части турнирной таблицы Американской футбольной лиги подорвет безопасность страны. Он улыбнулся и покачал головой, но тут вспомнил о собственных секретах и намерениях. И все-таки Грир предоставил ему возможность, на которую Келли не рассчитывал. Он откинулся на спинку сиденья и повернулся к окну, тогда как остальные пассажиры напряженно смотрели прямо перед собой. — Они очень довольны, — сказал Пиаджи. — Я ведь все время говорил тебе об этом, приятель. Очень удобно, когда у тебя на улице продается товар качеством лучше всякого другого. Но не все этим довольны. Люди вынуждены задержать продажу двухсот килограммов французского товара, потому что мы избили цену нашим специальным подготовительным предложениям. Такер позволил себе громко рассмеяться. Старая гвардия в течение многих лет требовала слишком высокую цену. Вот к чему приводит монопольная система установления цен. Со стороны их могли принять за двух бизнесменов или, может быть, адвокатов, поскольку в этом ресторане, что в двух кварталах от нового здания суда на Гармад-стрит, было много и тех, и других. Пиаджи в костюме из итальянского шелка выглядел лучше многих, и он пообещал себе познакомить Генри со своим портным. По крайней мере, подумал он, Такер научился следить за собой. Теперь ему предстоит научиться не одеваться кричаще. Респектабельно, вот слово лучше всего подходящее к этому. Парни, что носят кричащие костюмы, подобно сутенёрам, ведут опасную игру и слишком глупы, чтобы это понимать. Следующая партия будет вдвое больше. Твои друзья справятся с ней? Запросто. Парни из Филли особенно довольны. С их основным поставщиком произошло небольшое несчастье. Да, я читал во вчерашней газете. Потерял бдительность. В его организации было слишком много народа. Генри, ты умнеешь на глазах. Только не будь слишком уж умным, ладно? Это добрый совет. Спокойно подчеркнул Пианджи. Все в порядке, Тонни. Я хочу сказать, что мы сами не должны допустить подобной ошибки, верно? Пианджи кивнул и отпил пиво. Совершенно верно, Генри. И мне очень приятно повторить хорошо заниматься бизнесом с человеком, который умеет поставить дело. Всем очень интересно, откуда ты получаешь свой товар. Я прикрываю тебя. Позднее, однако, если тебе понадобится финансирование... Глаза Такера, сидевшего за столом напротив Пианджи, на мгновение вспыхнули. Нет, Тонни. Не сейчас и никогда в будущем. Пока у меня нет возражений. Но ты все-таки подумай, когда будет время. Такер кивнул, якобы пропустив слова Пианджи мимо ушей, но на самом деле насторожился. Что задумал его партнер? Доверие в таком деле, как это, которым они занимались, не бывает постоянным. Он доверял Пианджи, зная, что тот вовремя расплатится с ним. Предложил ему благоприятные условия, которые были приняты и неуклонно соблюдались. А золотые яйца, приносимые этой курицей, были реальным страхованием его жизни. Такер уже достиг такого уровня, что несвоевременная уплата за поставленный товар не может причинить вред его операции. И пока идут регулярные поставки героина, они будут взаимодействовать. Бизнес есть бизнес, ведь именно поэтому он и искал контакта с итальянцем. Но верности и доверия между ними быть не может. Доверие прекращалось вместе с его полезностью. Генри ничего другого и не ожидал, но если его партнер когда-нибудь попытается вмешаться в канал поставок... Пианджи, в свою очередь, подумал, а уж не зашел ли он слишком далеко, оказывая давление на Такера, понимает ли его партнер, насколько велик подлинный потенциал того, чем они занимались. Контроль за продажей наркотика на всем восточном побережье, причем опираясь на надежную и тщательно спланированную организацию, был его заветной мечтой. Не может быть, чтобы Такеру скоро не понадобилось дополнительное финансирование, и люди, поддерживающие контакт с Пианджи, уже спрашивали, как они могут тут помочь. Но он заметил, что Такер не осознал истинной сути его невинных вопросов, а более настойчивые попытки продолжить разговор только ухудшили бы ситуацию. Поэтому Пианджи занялся ленчем, решив пока не нарушать установившегося порядка. А ведь жаль. При всем своем уме Такер был мелким организатором, и в глубине души им останется. Может быть, однако он поймет необходимость увеличить масштабы операции? Генри никогда не примут в состав их организации, но он все-таки может играть в ней важную роль. — Следующая пятница тебе подходит? — спросил Такер. — Вполне. Позаботься о безопасности, чтобы все было хорошо. — Можешь не сомневаться, приятель. Это был спокойный перелет рейсом компании Пьемонт на Боинге 737 из международного аэропорта Фрэндшип. Келли летел туристским классом, и стюардесса принесла ему легкий ленч. Полеты над Америкой разительно отличались от его остальных воздушных путешествий. Келли удивила обилие плавательных бассейнов в населенных пунктах. Где бы они ни пролетали, даже над холмами Теннесси солнце, что сверкало над головой, отражалось от маленьких квадратных кусочков голубой хлорированной воды, окруженной зеленой травой. Его страна оказалась такой спокойной, такой удобной для людей, пока ты не оказывался на земле. Но, по крайней мере, здесь не приходилось опасаться трассирующих очередей из зенитных орудий. В отделении фирмы Эйвис его ждал автомобиль, а на сиденье лежала карта. Оказалось, что он мог долететь до Панама-Сити во Флориде, но новый Орлеан вполне устраивал его, решил Келли. Он уложил свой чемодан в багажник автомобиля и поехал на восток. Езда на машине мало отличалась от управления яхтой, хотя здесь, в лихорадочном потоке автомобилей, мчащихся рядом, ему приходилось проявлять больше внимания. Келли управлял машиной автоматически, позволив себе обдумывать по пути открывающиеся возможности и методы осуществления поставленных задач. Его взгляд ни на мгновение не отрывался от потока транспорта, в то время как перед мысленным взором мелькали совершенно иные картины. И тут на лице его появилась улыбка, сдержанная и собранная. Сам он этого даже не заметил, тщательно, шаг за шагом, оценивая предстоящие несколько недель. Четыре часа спустя, миновав южные районы штатов Миссисипи и Алабама, он остановил машину перед главными воротами базы ВВС в Эглине. Действительно, это было подходящее место для подготовки командос к операции Кингпин. Жара и влажность точно соответствовали жаркому и влажному климату страны, где они, в конце концов, оказывались. Келли ждал снаружи у проходной, пока не подъехала синяя машина ВВС, чтобы встретить его. Из машины вышел офицер. Мистер Кларк? Да. Он вручил офицеру бумажник со своим удостоверением личности. Офицер вытянулся и приложил руку к козырьку фуражки, что было вновь для Кларка. Очевидно, кто-то на базе испытывал немалое уважение к ЦРУ. Этот молодой офицер, по-видимому, никогда не работал с его сотрудниками. Правда, Келли на этот раз надел галстук, стараясь выглядеть пореспектабельней. Прошу вас, следуйте за мной, сэр. Офицер, капитан Гриффин, проводил его в комнату на первом этаже офицерского общежития, которое походило на мотель средней руки и, что особенно приятно, находилось неподалеку от берега Мексиканского залива. Он помог Келли разобрать вещи и повел его в офицерский клуб, пропуском, куда, как сказал капитан, служил ключ от комнаты в общежитии. Весьма благодарен вам за гостеприимство, капитан. Келли решил, что просто обязан пригласить офицера выпить с ним пиво. Вам известна цель моего приезда? Я работаю в разведотделе, ответил Гриффин. Кингпин? Словно актер в кино, капитан оглянулся вокруг, прежде чем ответить. Да, сэр. Мы подготовили для вас все документы, которые могут вам понадобиться. Я слышал, вы занимались там специальными операциями. Совершенно верно. У меня есть вопрос, сэр, сказал капитан. Давайте, согласился Келли между глотками пива. Он испытывал жажду после поездки из Нового Орлеана. Известно, кто несет ответственность за неудачу в этой операции. — Нет, ответил Келли, и на него нашло внезапное озарение. Может быть, мне что-нибудь удастся узнать здесь? — Мы думаем, что мой старший брат был в этом лагере. Сейчас он был бы дома, если бы тот, кто... — Твою мать! — сочувственно выругался Келли. Капитан даже покраснел. — Если вы опознаете его, что тогда? — Это не входит в наши обязанности, — ответил Келли, жалея о том, что сказал. — Когда можно начинать? — Вообще-то мы планировали завтра с утра, но все документы у меня в кабинете. Мне понадобится комната, где меня не будут беспокоить, побольше кофе и, может быть, несколько сэндвичей. — Думаю, мы справимся с этим, сэр. Тогда я хотел бы начать прямо сейчас. Через десять минут желание Келли было исполнено. Капитан Гриффин дал ему большой желтый блокнот и множество карандашей. Келли начал с первого комплекта разведывательных аэрофотоснимков, сделанных РФ-101 в Вуду и убедился, что, как и в случае с Сэндергрин, обнаружение лагеря в Сонг-Тай было чистой случайностью. Он оказался в том месте, где, по данным разведки, находилась небольшая военная база, на которой велась подготовка личного состава Северо-Вьетнамской армии. Однако внутри лагеря, втайне от охранников, на земле была то ли вытоптана, то ли выложена камнями, а, может быть, сушащимся бельем буква С, что означало СОС. Список тех, кто принимал участие в операции, был подлинным. Это были люди из состава войск специального назначения, имена которых он знал понаслышке. Своей конфигурации лагерь, отметил Келли, ничем не отличался от лагеря в Сонг-Тай. Один документ вызвал особое удивление. Это была записка некоего генерал-лейтенанта, некоему генерал-майору, в которой говорилось, что хотя операция по спасению военно-пленных из лагеря в Сонг-Тай являлась важной сама по себе, в то же время она представляла собой средство достижения определенной цели. Это, говорилось в записке, открывает самые разные возможности, в том числе уничтожения одной гидроэлектростанции. А, вот в чем дело, понял Келли. Генерал-лейтенант хотел, чтобы ему предоставили свободу действий в Северном Вьетнаме, тогда он сможет забросить туда несколько таких групп и вести игру, подобную той, которую вели группы организации стратегических служб в тылу немецких войск во время Второй мировой войны. Меморандум заканчивался напоминанием, что политические факторы делали подобные аспекты операции «Полярный круг» — одно из первых кодовых названий того, что стало впоследствии операцией «Кингпин», исключительно уязвимыми. Есть люди, которые сочтут это попыткой расширить театр военных действий. Келли поднял голову, допивая вторую чашку кофе. «Какое отношение все это имеет к политике?» — удивился он. «Противник мог делать все, что ему заблагорассудится, тогда как наша сторона постоянно дрожит от страха, что ее обвинят в эскалации военных действий». «Даже на своем уровне Келли замечал признаки этого. Операция «Феникс», тщательно подготовленная разрушение политической инфраструктуры противника, была строго засекречена. Черт побери, они все носили военную форму, не правда ли? Человек, одетый в военную форму и находящийся в зоне военных действий, является объектом охоты по любым правилам, верно? Противник уничтожал мэров населенных пунктов и школьных учителей в Южном Вьетнаме с небывалой свирепостью. Двойной стандарт в методах ведения войны был очевиден для всех». Эта мысль беспокоила Келли, но он постарался забыть о ней и придвинул к себе вторую пачку документов. Формирование ударной группы и планирование операции заняло удивительно много времени. Правда, в ее состав были включены только отборные специалисты. Полковник Билл Саймонс, офицер известной Келли своей репутацией решительного и смелого командира, он мог бы быть одним из лучших в любой армии мира. Более молодой Дик Медоуз ничем не уступал Саймонсу. Оба думали только об одном — как нанести максимальный урон противнику, причем они умели делать это маленькими группами и с максимальной скрытностью. Как они, должно быть, мечтали об этой операции, подумал Келли. Но им пришлось иметь дело с таким количеством руководителей. Келли насчитал десять разных документов, посланных высшему начальству, в которых гарантировался успех, словно меморандум может гарантировать что-то в суровом мире военных действий, а затем перестал считать. Во многих использовался схожий язык и такие одинаковые выражения, что Келли заподозрил, не один ли и тот же какой-то младший клерк готовил все эти документы. Наверное, какой-то писарь, исчерпав весь свой словарный запас при написании докладных для своего полковника, решил выразить все свое сержантское презрение тем, что всякий раз пользовался одними и теми же выражениями, полагая, что никто не обратит внимания на повторяющиеся фразы, и действительно никто не заметил этого. Келли потратил три часа на чтение толстенной папки с перепиской между Эглином и Цейру. Своими посланиями тыловые крысы только отвлекали от дела людей в маскировочных костюмах. Чины, забывающие снимать галстуки, ложась спать, давали полезные советы, причем все требовали ответа от непосредственных исполнителей операции, готовящихся идти в бой с оружием в руках. И вот Кингпин из относительно небольшой и решительной операции разросся в нечто, достойное эпических кинофильмов Сессиля Блаунта де Милля. И сколько раз многие документы попадали в Белый дом, где с ними знакомились сотрудники Совета национальной безопасности. И на этом в половине третьего ночи Келли решил прекратить работу, сдавшись перед новой стопой документов. Он запер все в предоставленной в его распоряжении сейф и поспешно вернулся в свою комнату в офицерском общежитии, оставив записку с просьбой разбудить его в семь часов. Удивительно, как мало времени требуется для сна, когда тебя ждет важная работа. Услышав в семь телефонный звонок, Келли вскочил с койки и через пятнадцать минут уже бежал вдоль берега в шортах и босиком. Здесь он оказался не один. Он не знал, сколько людей служит на базе в Эглене, но они мало отличались от него. Некоторые принадлежали, по-видимому, к подразделениям специального назначения и занимались здесь вещами, о которых он мог только гадать. Их было легко отличить по несколько более широким плечам. Утренняя пробежка составляла только часть их физической подготовки. Они оценивающие обменивались взглядами, и каждый знал, что думает другой, насколько он силен и вынослив. Автоматическая реакция при виде человека такой же профессии. И Келли улыбнулся про себя, довольный тем, что он все еще оставался членом этого сообщества, заслуживая взгляды, полные уважения. После сытного завтрака и душа он почувствовал себя совершенно свежим, готовым приступить к своей работе в качестве клерка и, направляясь к зданию, где размещались офисы, с удивлением спросил себя, зачем он покинул это сообщество. Оно было, в конце концов, его единственным настоящим домом, после того, как он уехал из Индианаполиса. Шли дни. Он позволил себе двое суток с шестичасовым сном, но никогда не тратил на еду больше двадцати минут, и после той первой банки пива не выпил ни капли алкоголя, хотя теперь тратил на физические упражнения по нескольку часов в день, главным образом для того, говорил он себе, чтобы закрепить физическую форму. Подлинная причина, в которой он никогда себе не признавался, заключалась в том, что ему хотелось стать самым крепким и выносливым в этих утренних пробежках на берегу, а не просто одним из членов этого маленького сообщества избранных бойцов. Келли снова превратился в тюленя, больше того, в лягушку быка, и что еще выше, он снова становился змеей. На третье или четвертое утро он сумел заметить разницу. Его лицо и тело стали теперь привычной частью утренней подготовки для остальных. Анонимность только делала ситуацию более интересной. Анонимность и боевые шрамы, которые заставят некоторых подумать, а в чем этот парень допустил ошибку, где проявил слабость. Затем они напомнят себе, что он все еще жив, все еще занимается своей опасной работой, несмотря на эти шрамы, не подозревая, что он покидал ее. Нет, бросал, поправил себя Келли, чувствуя немалую вину. Работа с бумагами на удивление взбадривала. Никогда раньше он не пытался вот так разобраться с происходившим, и Келли с изумлением обнаружил, что у него к этому талант. Планирование операции вызвало у него восторг, который тут же улетучился, как только он увидел, насколько отрицательно повлияли на ее подготовку затянувшееся время и беспрерывные повторения, подобно тому, как увядает красота девушки, которую слишком долго не выпускает из дома ревнивый отец. Каждый день будущие участники операции воздвигали макет лагеря Сонг-Тай в натуральную величину, и каждый день, иногда даже не раз на дню, его разбирали, опасаясь, что советские разведывательные спутники заметят эти приготовления. Как, надо думать, все это утомляло солдат? И сколько времени ушло на подготовку, пока начальство трепетало и сомневалось, обдумывая полученную разведывательную информацию? Так долго, что военно-пленных успели перевести в другое место. Проклятье, прошептал про себя Келли, не то, чтобы кто-то предал американцев, передал сведения о предстоящей операции. Просто готовились к ней так долго, а это означало, что если действительно нашелся предатель, то он, по-видимому, узнал о предстоящей операции в числе последних. Келли сделал пометку карандашом. Сама операция была тщательно разработана, все учтено, подготовлен основной план и несколько запасных вариантов. Каждое звено штурмовой группы было настолько хорошо проинструктировано и подготовлено, что любой из солдат мог бы выполнить порученную ему задачу во сне. Все, абсолютно все было предусмотрено. Аварийная посадка гигантского вертолета Сикорский прямо в лагере, чтобы штурмовая группа не тратила время на подход к цели, использование крупнокалиберных шестиствольных пулеметов, установленных на вертолете для уничтожения сторожевых вышек, которые рухнут как молодые деревца под бензопилой. Никакой утонченности, никакой осторожности или медлительности, никаких глупостей, годных только для кинофильмов, сокрушительная грубая сила против охраны лагеря. Опрос, проведенный после операции, показал, что охранники все до единого были уничтожены в несколько мгновений. Как, наверное, торжествовали солдаты первые пару минут, убедившись, что операция развивается лучше, чем на тренировках, и каким поразительным, горьким было их разочарование, когда они услышали сообщения по своей радиосети, повторяющиеся снова и снова отрицательный параграф. Параграф было просто кодом, означающим американских военнопленных, ни одного из которых не было в лагере. Солдаты взяли штурмом и освободили пустой лагерь. Нетрудно представить себе, какое молчание царило в вертолетах при возвращении обратно в Таиланд, как тяжело на душе было у солдат, которые сделали все лучше, чем от них требовалось, и потерпели неудачу. И тем не менее, здесь многому можно было поучиться. Келли делал заметки усталыми пальцами, стирая один карандаш за другим. Как бы то ни было, Кингпин оказался исключительно ценным уроком. Здесь очень многое сделано правильно, и все это можно бесстыдно скопировать. По сути дела, единственное, в чем была допущена ошибка, это в факторе времени. Так хорошо подготовленные солдаты могли приступить к операции намного раньше, стремление к идеалу не было требованием на оперативном уровне. Оно пришло сверху от постаревших людей, утративших контакт с энтузиазмом и интеллектом молодости. И результатом стала неудачная операция. Не по вине Билла Саймонса или Дика Медоуза или Зеленых Беретов с готовностью поставивших на карту свои жизни ради спасения людей, с которыми они никогда не встречались. А из-за других, не желающих рисковать своими карьерами и должностями, что, по их мнению, было несравненно более важно, чем кровь солдат, штурмовавших лагерь. Сонг Тей воплотил в себе всю историю войны во Вьетнаме, уместившейся в те несколько минут, которые потребовались, чтобы великолепно подготовленная группа потерпела неудачу. Ее предали в равной степени сама система и изменник, затаившийся внутри федеральной бюрократии. «Операция Сэндер Грин будет не такой», сказал себе Келли, «хотя бы по той причине, что ее организуют как частную игру. Если реальной опасностью для операции является надзор сверху, то почему бы не избавиться от него?» «Капитан, вы очень мне помогли», сказал Келли. «Вам удалось найти то, что вы искали, мистер Кларк», спросил Гриффин. «Да, мистер Гриффин», ответил он, бессознательно пользуясь морской терминологией в обращении к молодому офицеру. «Анализ, сделанный вами по второму лагерю, просто превосходен. Если никто вам еще не говорил этого, то скажу я. Это спасло, по-видимому, жизнь одному солдату. И вот что еще. Мне бы хотелось, находясь в джунглях, работать с таким офицером разведки, как вы. «Я не могу летать, сэр. Хочется делать что-то полезное», произнес Гриффин, смущенный похвалой. «Вы делаете», Келли передал капитану свои заметки. На его глазах тот положил их в конверт, который затем опечатал красным воском. «Доставьте этот конверт курьером по указанному адресу». «Слушаюсь, сэр». «У вас накопилось несколько выходных?» «Скажите, вы хоть спали за все это время?» спросил капитан Гриффин. «Думаю, что немного расслаблюсь в новом Орлеане перед тем, как лететь обратно». «Для этого новый Орлеан подходящее место, сэр». Гриффин проводил Келли к его машине, куда уже был погружен багаж. Еще один этап разведывательной работы оказался до смешного простым. В комнате в офицерском общежитии находился телефонный справочник нового Орлеана, и Келли, к своему изумлению, обнаружил в нем имя человека, с которым решил встретиться еще когда сидел в кабинете Джеймса Грира в Цейру. «Эта партия товара окончательно утвердит его репутацию», думал Такер, наблюдая за тем, как Рик и Билли заканчивают погрузку. Часть этой партии окажется в Нью-Йорке. До сих пор он выглядел человеком, посягающим на чужую монополию честолюбивым аутсайдером. Он доставил в Америку достаточно героина, чтобы к нему и его партнерам начали проявлять интерес. Правда, то обстоятельство, что у него были партнеры, само по себе пробудило интерес, помимо того, что он имел доступ к партиям наркотика. Но теперь все изменится. Теперь он предпринял шаг, который сделает его полноправным членом организации. На него буду смотреть как на серьезного бизнесмена, потому что эта партия сможет обеспечить все потребности Балтимора и Филадельфии на... может быть, даже на месяц, решил он. Может быть, меньше, если сеть их дилеров такая хорошая, как они говорят. Остаток начнет удовлетворять растущие потребности Нью-Йорка, Большое яблоко нуждалось в пополнении из-за ареста там крупной партии наркотиков. После длительного периода, когда ему приходилось передвигаться маленькими шажками, сейчас Такер делает огромный шаг. Билли включил радио, чтобы выслушать спортивные новости, и вместо них поймал прогноз погоды. Хорошо, что мы отправляемся сейчас. Надвигается шторм. Такер выглянул наружу. Небо было по-прежнему чистым и спокойным. Нам не о чем беспокоиться, заключил он. Он любил Новый Орлеан, город, выросший на европейских традициях, где обаяние Старого Света смешивается с американской энергичностью. Город с богатой историей, принадлежавшей то французам, то испанцам, он никогда не терял традиции даже в области юридического кодекса, почти непостижимого для остальных сорока девяти штатов и часто ставившего в тупик федеральной власти. Таким же смешанным было и местное наречие. Жители Нового Орлеана часто вставляли в свой разговор французские слова или то, что они считали французскими словами. Предки Пьера Ламарко жили в Акадии, теперь ее называют в Канаде Новой Шотландии, бывшей колонии Франции, и некоторые из его более отдаленных родственников по-прежнему проживают в дельте Миссисипи. Однако обычаи, кажущиеся эксцентричными и привлекательными для туристов, и комфортабельная жизнь, богатая традициями для всех остальных, не интересовали Ламарко, разве что являлись точкой отсчета, личной подписью, отличавшей его от других представителей его профессии. Это было нелегко, потому что сама профессия требовала определенного шийка, собственного стиля. Он подчеркивал свою уникальность белым полотняным костюмом с жилетом под пиджаком, белой рубашкой с длинными рукавами и красным галстуком, что соответствовало его собственному представлению об образе респектабельного, пусть слишком заметного местного бизнесмена. Этому же образу соответствовал его личный автомобиль кадиллак цвета яичной скорлупы. Ламарк с презрением относился к кричащим украшениям, устанавливаемым на своих автомобилях некоторыми другими сутенерами, вроде декоративных выхлопных труб, на самом деле не имеющих функционального назначения. Один сутенер, выдающий себя за Техасца, даже прикрепил на капот своего Линкольна рога длиннорогого быка. Но этот парень был всего лишь представителем бедной белой швали из Южной Алабамы и к тому же не умел обращаться со своими девушками. Именно это последнее качество Ламарк считал своим величайшим талантом. С чувством глубокого удовольствия собой распахнул дверцу машины для своего последнего приобретения пятнадцатилетней девушке, совсем недавно прирученной им. Невинная мордашка и застенчивость делали ее особенно привлекательной и волнующей кобылкой его конюшни, состоящей сейчас из восьми девушек. Она заслужила неожиданную любезность сутенера тем, что доставила ему редкое наслаждение своими услугами в начале дня. Роскошный автомобиль мягко заурчал после первого же поворота ключа, и в половине восьмого Пьер Ламарк отправился на работу, потому что ночная жизнь в его городе начиналась рано и кончалась поздно. Сейчас в городе собрались какие-то коммерсанты на свою ежегодную конференцию. Новый Орлеан привлекал множество подобных мероприятий, и Ламарк замечал их начало и завершение по приливам и отливам своего денежного протока. Предстоящая ночь обещала быть теплой и прибыльной. Ну, конечно, это он, подумал Келли, сидя за рулем своего взятого на прокат автомобиля, припаркованного за полквартала. Кто еще будет с утра в пиджачной паре с летом и в компании юной девушки в узкой мини-юбке? Уж, конечно, не страховой агент. Даже с такого расстояния Келли видел, что украшения на девушке дешевые, рассчитанные на определенный эффект. Он включил сцепление и последовал за Кадиллаком. Следить было легко, так что он не приближался к Ламарку. Действительно, сколько белых Кэдди может быть в городе, подумал Келли, пересекая по мосту реку. Между ним и Кадиллаком ехали три автомобиля. Келли не оторвал взгляда от цели и одновременно боковым зрением наблюдал за тем, что происходит вокруг. Один раз ему пришлось пойти на риск и проехать перекресток при желтом сигнале светофора, но в остальном ничто не нарушало преследование. Кэдди остановился у входа в прекрасный отель, и Келли увидел, как девушка вышла из машины и направилась ко входу. Ее шаги были одновременно уверенными и какими-то покорными. Келли не хотел видеть ее лица вблизи, опасаясь, что это пробудит в нем воспоминания. Сегодня ночью ему было не до эмоций. Эмоции заставили его предпринять операцию, но ее осуществление должно основываться на чем-то другом. Ему придется вести постоянную борьбу с самим собой, подумал Келли, однако он обязан успешно справиться со своими чувствами. В конце концов, поэтому он и приехал сюда этой ночью. Кадиллак миновал еще несколько кварталов и остановился у старого бара с кричащей рекламой достаточно близко от первоклассных отелей и деловых кварталов, чтобы можно было легко дойти до них пешком, не удаляясь от комфорта и безопасности цивилизации. Постоянный поток такси убедил Келли в том, что эта сторона местной жизни основывается на твердых началах. Он запомнил, где находится бар, и нашел место для стоянки своей машины еще через три квартала. То, что Келли решил оставить машину так далеко от цели, имело двойной смысл. Прогулка по Декатур стрит позволит ему познакомиться с районом, почувствовать его пульс, и в то же время он посмотрит на места, где, вероятнее всего, будут развиваться события. Келли не сомневался, что ночь окажется длинной. Несколько девушек в коротких платьях, механически, как меняющийся сигнал светофора, улыбнулись ему, но он продолжал идти, глядя по сторонам, в то время как внутренний голос напомнил ему, что он когда-то реагировал на подобные знаки. Келли заставил этот голос замолчать. Его сменила другая, более важная мысль о том, что ему предстоит. Келли был одет достаточно небрежно, как одевается умеренно богатый человек при такой влажной жаре и нависшей тяжелой атмосфере. Темная и не обращающая на себя внимания, его одежда давала свободу телу и в то же время свидетельствовала, что у ее хозяина есть деньги, но не слишком большие, а по его походке было ясно, что с ним лучше не связываться. Короче говоря, загадочный человек, решивший провести ночь, стараясь ничем не выделяться, но вообще-то ночь бурную и не обузданную. Он вошел в бар «Дикая кошка» в семнадцать минут девятого. Его первым впечатлением был густой табачный дым и шум. В дальнем конце зала играла небольшая рок-группа, преисполненная энтузиазма. На танцевальной площадке размером семь на семь в такт музыки двигались пары возраста Келли или помоложе. А вот и Пьер Ламарк. Он сидит за столом с несколькими знакомыми, или так кажется, судя по их поведению. Келли прошел в туалет, во-первых, по необходимости, и, во-вторых, чтобы осмотреть помещение. Сбоку был еще один вход, но не ближе к столу, за которым сидел Ламарк, чем тот, через который вошли он и Келли. Самый прямой путь к белому кадиллаку проходил мимо стойки Баро, у которой сидел Келли, и поэтому он решил остаться именно здесь. Он заказал пиво и повернулся в сторону рок-группы. Стол, за которым сидел Пьер Ламарк, оказался в поле его зрения. В десять минут десятого к Ламарку подошли две молодые женщины. Одна села ему на колени, другая наклонилась и стала покусывать его за ухо. Двое соседей по столу без особого интереса следили за тем, как женщины передали ему что-то. Келли не заметил, что именно они передали, потому что смотрел на рок-группу, стараясь не глядеть слишком часто в направлении Ламарка. И тут же сутенер сам открыл секрет. Оказалось, увидел Келли без всякого удивления, что это деньги. Ламарк демонстративно добавил банкноты к толстой свернутой в трубку пачке, которую достал из кармана. Шиковые деньги, понял Келли, не пожалевший времени, чтобы узнать этот термин, определяющий важную часть публичного образа сутенера. Первые две женщины удалились, и скоро к Ламарку подошла еще одна, которая оказалась составляющей непрерывного потока. Келли увидел, что и к его соседям по столу так же все время подходили женщины. Все трое сутенеров пили коктейль за коктейлем, платили за них наличными, шутили с обслуживающей их официанкой, временами лапая ее и тут же щедро одаривая чаевыми в качестве компенсации. Келли время от времени менял позу. Он снял пиджак и закатал рукава, стремясь создать в глазах посетителей бара другой образ, и ограничился двумя стаканами пива, стараясь растянуть их на как можно более длительный срок. И хотя окружающее не доставляло ему удовольствия, он старался, не обращая внимания на отталкивающую атмосферу, следить за происходящим вокруг. Кто куда пошел, кто появился и кто исчез, кто остался, кто засиделся на одном месте. Скоро Келли начал разбираться в развитии событий, узнавать отдельных ее участников, которым присваивал вымышленные имена. Внимательнее всего он наблюдал за поведением Ламарка. Тот, не сняв пиджака, сидел спиной к стене и оживленно беседовал со своими компаньонами, но это не походило на близости друзей. Шутки, которыми они обменивались, казались натянутыми, в их манерах проглядывала излишняя экспансивность, несвойственная людям, которые собрались вместе с любой целью, кроме денег. Даже сутенеры иногда испытывают одиночество, подумал Келли, и хотя они держались своей компанией, чувствовалось, что их связывают только деловые отношения. И тут же он постарался отбросить свои философские размышления. Раз Ламарк не снимает пиджак, причина тут может быть только одна. Он вооружен. Сразу после полуночи Келли, надев пиджак, еще раз прогулялся в туалет. Закрывшись в кабине, он достал автоматический пистолет, спрятанный в кармане, и сунул его под поясной ремень. Два стакана пива за четыре часа. Должно быть, его печень уже устранила алкоголь из крови, а даже если и не устранила, два стакана пива не могут оказать какого-то воздействия на такого крупного мужчину, как он. Келли надеялся, что столь важное соображение соответствует действительности. Он точно рассчитал время. В пятый раз, намыливая руки, Келли увидел в зеркале, как открылась дверь. Он видел только затылок, но ниже темных волос был белый костюм, и потому Келли не торопился и выжидал, пока не услышал шум спускаемой воды. «Этот парень следит за собственной гигиеной», подумал он. Мужчина повернулся, взгляды их встретились в зеркале. «Прошу прощения», произнес Пьер Ламарк. Келли сделал шаг в сторону, все еще вытирая руки бумажным полотенцем. «Мне понравились девушки», тихо проговорил он. «Что?» спросил Ламарк. Он выпил не меньше шести коктейлей, и его печень плохо справлялась со своими обязанностями. Впрочем, это не помешало ему взглянуть в грязное зеркало, восхищаясь собственным отражением. «Те, что подходили к вам», Келли заговорил еще тише, «они ведь работают на вас, верно?» «Да, можно сказать, что работают, приятель. Ламарк достал черную пластмассовую гребенку и поправил прическу. «А почему вы спрашиваете?» «Мне понадобится несколько», смущенно ответил Келли. «Несколько?» «Вы полагаете, что справитесь, дружище?» Ламар лукаво ухмыльнулся. «Со мной в город приехали приятели. У одного день рождения. Вот вечеринка», «весело», — заметил сутенер. «Совершенно верно». Келли попытался выглядеть сконфуженом, но показался просто неуклюжим. Ошибка сыграла ему на руку. «Тогда почему бы вам так и не сказать? Сколько девушек вам понадобится, сэр?» «Три, а может быть четыре. Поговорим об этом снаружи. Мне хотелось бы подышать свежим воздухом». «Конечно, конечно, вот только вымою руки». «Идет?» «Буду ждать у входа». Улица была тихой. Каким бы веселым городом ни был Новый Орлеан, сегодня все-таки середина недели, и тротуары, хотя и не пустые, не выглядели переполненными. Келли ждал, глядя в сторону от входа в бар, пока не почувствовал на плече дружескую руку. «Из-за этого не стоит смущаться. Всем нам нравится немного поразвлечься, особенно когда дом далеко отсюда, не так ли?» «Я заплачу хорошие деньги», пообещал улыбнувшись. Ламарк усмехнулся, как и полагается, умудренному опытом человеку, стараясь, чтобы этот деревенский простофиле почувствовал себя непринужденно. «Ну, это уж непременно. Мои девушки стоят дорого. Может быть, вам надо еще что-нибудь?» Келли кашлянул и сделал несколько шагов вперед, увлекая за собой Ламарка. Тот действительно пошел рядом. «Пожалуй, что-нибудь, ну, чтобы получше повеселиться, а?» «Об этом я позабочусь», заверил его Ламарк, когда они приблизились к узкому проходу между домами. «Мне кажется, мы уже встречались пару лет назад. Я помню девушку, ее звали Пэм. Пэм, стройные, рыжеватые волосы. О, да, с ней можно было позабавиться, а ее больше нет у меня», не задумываясь, ответил Ламарк. «Но мои нынешние девушки ничуть не хуже. Я обслуживаю и тех, кому нравятся молоденькие, только приехавшие». «Не сомневаюсь». Келли протянул руку за спину. «Все они принимают, я имею в виду, все они пользуются тем, что делает их счастливыми, приятель. Вот потому они и готовы повеселиться в любое время. Им полагается относиться к этому должным образом». Ламарк остановился у прохода и посмотрел по сторонам, беспокоясь, возможно, не появятся ли полицейские. Это вполне устраивало Келли. За спиной Ламарка, куда он не удосужился посмотреть, открывался темный, едва освещенный сквозной проход между глухими кирпичными стенами, где кроме бродячих кошек никого не было. «Ну-ка, прикинем, четыре девушки на весь оставшийся вечер и, скажем, что-нибудь, чтобы подогреть вечеринку». «Пятисот долларов хватит. Мои девушки стоят денег, зато вы получите». «Обе руки, чтобы я их видел», приказал Келли, и автоматический кольт замер в двенадцати дюймах от груди Ламарка. Первой реакцией сутенера было возмущение. «Приятель, глупо с твоей стороны», — голос Келли звучал по-деловому. «Спорить с пистолетом еще глупее, приятель. Повернись и марш вон в тот проход. Тебе, может, даже удастся вернуться в бар за стаканом виски на дорогу». «Тебе что, очень нужны деньги решиться на такое?» Сутенер пытался вложить в свои слова угрозу. «Ты готов умереть за свои деньги?» рассудительно спросил Келли. Ламарк подумал о своих шансах и повернулся, направляясь в темноту. «Стой!» скомандовал Келли, когда они прошли ярдов пятьдесят, по-прежнему скрытой густой тенью прохода. Левой рукой он схватил сутенера за горло и прижал к кирпичной стене. Взгляд его скользнул по проходу в одну и другую сторону. Келли прислушался к звукам, не похожим на шум транспорта, откуда-то доносилась музыка. Пока здесь все было тихо и безопасно. «Дай мне свой пистолет, только очень медленно и осторожно». «У меня нет». Щелчок взведенного курка удивительно громко прозвучал в тишине над самым ухом Ламарка. «Ты считаешь меня идиотом?» «Ну хорошо, хорошо». Сутенер начинал терять самообладание. «Давай не будем нервничать. Это всего лишь деньги». «Вот это разумно», — одобрительно отозвался Келли. В руке Ламарка появился маленький пистолет. Келли сунул указательный палец внутрь спусковой скобы. «Незачем оставлять на оружии отпечатки. Он и так рисковал. И, несмотря на всю осторожность, проявленную им до настоящего момента, опасность стала внезапно большой и реальной. Пистолет поместился в кармане его пиджака. А теперь посмотрим на деньги. Вот они, приятель. Самообладание совсем покинуло Ламарка. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что Келли получал удовлетворение от такого зрелища, а плохо по той причине, что панически перепуганный человек может сделать какую-нибудь глупость. Вместо того, чтобы расслабиться, Келли почувствовал еще большее напряжение. Спасибо, мистер Ламарк, вежливо произнес он, чтобы успокоить сутенера. И тут Ламарк шевельнулся, его голова повернулась на несколько дюймов, сознание наконец пробилось сквозь туман выпитых за вечер шести коктейлей. Одну минуту. Ты сказал, что знаком спэм. Сказал. Но почему? Он повернулся еще, чтобы увидеть лицо, скрытое темнотой. Только глаза мерцали отражавшимся от их влажной поверхности светом. Все остальное казалось лишь бледным овалом. Ты один из тех, кто разрушил ее жизнь. Ламарк издал возглас возмущения. Но послушай, приятель, она пришла ко мне сама. И ты тут же начал давать ей таблетки, чтобы она лучше развлекала клиентов, так ведь? Казалось, что голос принадлежит призраку. Он уже не помнил, как выглядит этот мужчина. Но это бизнес, ведь тебе самому она доставила удовольствие в постели, правда? Да, она была именно такой. Мне следовало бы лучше присматривать за ней, и тогда ты мог бы снова взять ее место. Ты сказал, была? Она умерла, кивнул Келли, опуская руку в карман. Кто-то убил ее. Ну и что? Ведь это сделал не я. Ламарку казалось, что перед ним последнее испытание, основанное на правилах, которых он не понимал. Он не представлял его цели. Да, я знаю, согласился Келли, навинчивая глушитель на ствол пистолета. Каким-то образом Ламарк увидел это, видно, глаза его уже привыкли к темноте. Голос его превратился в хриплый стон. Тогда зачем ты делаешь это? Он был слишком озадачен, чтобы кричать, просто парализован происшедшим за последние несколько минут внезапным переходом его жизни из привычной атмосферы бара к ее завершению всего в сорока футах перед глухой кирпичной стеной. И он не мог найти ответа. Почему-то это оказалось ему важнее попытки спастись. Впрочем, он понимал всю ее бесполезность. Келли на пару секунд задумался над его вопросом. Он мог по-разному ответить на него, но сейчас будет только справедливо, подумал он, сказать ему правду. Пистолет поднялся вверх быстрым и окончательным движением для практики. Глава 14. Полученные уроки. Утренний рейс из Нового Орлеана в национальный аэропорт Вашингтона был слишком непродолжительным для кинофильма, а позавтракать Келли успел в городе. Он расположился у иллюминатора, взял стакан сока у стюардессы и, убедившись, что самолет заполнен только на треть, начал вспоминать каждую подробность происшедшего, как привык делать это после всех боевых действий в своей жизни. Такая привычка закрепилась у него со времени пребывания в группе командос ВМФ. После каждого занятия по боевой подготовке проводилось то, что разные командиры называли по-разному, но в данном случае ему казалось, что наиболее подходящим названием будет критический разбор. Его первой ошибкой было то, что, стремясь исполнить свое намерение, он упустил нечто важное. Желая расправиться с ламарком в темноте, он стоял слишком близко к нему, забыв, что головные раны часто выбрызгивают наружу фонтан крови. Келли отскочил в сторону словно ребенок, спасающийся от осы во дворе своего дома и все-таки не сумел полностью избежать нескольких капель. Хорошая новость заключалась в том, что это было его единственной ошибкой. К тому же он выбрал для осуществления операции темный костюм, и это уменьшило опасность. Раны, полученные ламарком, привели к мгновенной и гарантированной смерти. Сутенер тряпичной куклой свалился на землю. Два шурупа, завинченных в отверстие, что Келли просверлил в верхней части ствола, удерживали маленький матерчатый мешочек, сшитый им самим, куда упали гильзы, выброшенные отсечкой отражателем пистолета. Это лишило полицию, которая будет расследовать происшествия ценных вещественных доказательств. Его ожидание в баре прошло вполне успешно. Еще одно безымянное лицо в большом тускло освещенном зале. Поспешно выбранное для ликвидации мерзавца место тоже оказалось достаточно хорошим. Келли вспомнил, как он потом пошел вдоль прохода и, выйдя из него на противоположной стороне, слился с толпой на тротуаре. Отыскав свою машину, он вернулся в мотель. Там он переоделся, сложил обрызганные кровью брюки, рубашку и нижнее белье, на всякий случай, в пластмассовый пакет, предоставляемый мотелем для одежды, сдаваемой в химчистку, и, перейдя улицу, бросил его в мусорный бак у супермаркета. Если кто и обнаружит содержимое пакета, решил он, его вполне могут принять за одежду неряшливого человека, резавшего мясо. Прежде он не встречался с ломарком, единственное освещенное помещение, где они были вместе, это мужской туалет, и там фортуна и хороший расчет улыбнулось ему. Тротуар, по которому они шли, был слишком темным и безлюдным. Может быть, посторонний наблюдатель, знакомый с ломарком, и мог сообщить следователю о виденном им высоком и широкоплечем мужчине, каким был Келли, но ни о чем больше. А это свидетельствует о разумном риске, подумал он, глядя вниз на поросшие лесом холмы северной Алабамы. Внешне все это выглядело как ограбление. Тысяча четыреста семьдесят долларов шиковых денег сутенера лежали сейчас в чемодане Келли. В конце концов, наличные это наличные, и если бы он не взял их, полиция сразу сообразила бы, что подлинным мотивом преступления является нечто иное, а не вполне понятное и, судя по всему, случайная причина. Физическая сторона события Келли не думал о случившемся, как о преступлении, была, по его мнению, осуществлена аккуратно, и он не смог бы сделать это лучше. А психологическое, спросил себя Келли. Ликвидация Пьера Ламарко была в первую очередь испытанием его нервов, чем-то вроде эксперимента, и Келли удивила собственное хладнокровие. Прошло немало времени с тех пор, как он принимал участие в боевых действиях, и потому он ожидал, что следом за операцией наступит шок. Такое не раз случалось с ним раньше, но, несмотря на то, что Келли уходил от трупа Ламарко не совсем уверенным шагом, все остальное он осуществил с завидной уверенностью, характерной для его многочисленных операций во Вьетнаме. Как быстро вернулись к нему профессиональные навыки! Он мог перечислить знакомые ощущения, снова испытанные им, словно смотрел учебный фильм, поставленный им самим, возросшее чувство опасности, словно его кожу обдуло мощной струей песка, обнажившей каждый нерв, обострившей зрение, слух и обоняние. Я был таким чертовски живым в тот момент, подумал он, испытывая смутное сожаление от того, что положил конец человеческой жизни, но Ламарк уже давно потерял право на жизнь. В любом другом мире такое существо Келли никак не мог думать о нем, как о человеке, которое эксплуатировало беспомощных девушек, просто не заслуживало права дышать одним воздухом с остальными людьми. Возможно, где-то раньше он избрал ошибочный путь, может быть, его не любила мать или избивал отец. Не исключено, что Ламарк был лишен радостей детства, воспитан в нищете или учился в плохой школе, но этим должны заниматься психиатры и воспитатели безнадзорных детей. Ламарк действовал достаточно хладнокровно, чтобы являться членом своего сообщества, и единственное, что интересовало Келли, жил ли он в соответствии с собственными устремлениями и желаниями. Келли убедился, что Ламарк был именно таким, а люди, выбравшие неверную линию поведения, давно решил Келли, должны осознать возможные последствия своих действий. Каждая девушка, эксплуатируемая им, могла иметь отца или мать, брата, сестру или возлюбленного, испытывающих ярость от подобного отношения к ней. Понимая это и согласившись с известным риском, Ламарк сознательно ставил на карту свою жизнь в большей или меньшей степени. Азартные игры означают, что иногда ты можешь и проиграть, сказал себе Келли. Если Пьер Ламарк недостаточно тщательно взвесил такую опасность, то это была его проблема, а не проблема Келли. Ведь верно? Нет, это не моя проблема, сказал он, обращаясь к земле, находящейся в 37 тысячах футов ниже. А каковы его чувства по отношению к случившемуся? Он надолго задумался над этим вопросом, откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза, словно в дремоте. Тихий голос в его сознании, может быть, голос совести, говорил ему, что он должен чувствовать что-то, и Келли старался найти в себе должные эмоции. Однако после нескольких минут тщетных поисков он так ничего и не нашел. Он не испытывал ни горя, ни раскаяния, ни чувства утраты. Ламарк ничего не значил для него, и, возможно, не будет потери и для всех остальных. Может быть, его девушки, — Келли насчитал в баре пятерых, окажутся без сутенера, но не исключено, что кто-нибудь из них, воспользовавшись этим, начнет другую жизнь. Маловероятно, но возможно. Реальный взгляд на мир подсказывал Келли, что ему не под силу решить все глобальные проблемы, тогда как известный идеализм нашептывал, что его неспособность поступить так отнюдь не означает, что он не может устранить отдельные недостатки. Но все это отвлекало его от первоначального вопроса, какие чувства он испытывает в связи с ликвидацией Ламарка. И единственный ответ, который ему удалось найти в собственном сознании, гласил — никаких. Профессиональное удовлетворение от того, что он сумел осуществить что-то трудное, не давало ощущения радости из-за самой природы операции. Прервав жизнь Пьера Ламарка, он удалил что-то отвратительное с поверхности планеты, а деньги он забрал просто потому, что таков был его тактический ход, обманный маневр и уж, конечно, не цель. Он не отомстил за смерть Пэм, устранение Ламарка мало что изменило. Это походило на то, как наступают на неприятные насекомые. Ты давишь его и идешь дальше. Он не будет стараться переубедить себя, но совесть не станет беспокоить его, и на данный момент этого было достаточно. Этот маленький эксперимент прошел успешно. После всей моральной и физической подготовки он убедился, что сумеет справиться с поставленной задачей. Закрыв глаза, Келли сосредоточился на предстоящей операции, убив немало людей, которые были лучше Пьера Ламарка. Теперь он мог с уверенностью думать о том, как убить тех, кто хуже этого сутенера из Нового Орлеана. Грир с удовольствием увидел, что на этот раз они приехали к нему. В общем-то, ЦРУ было гостеприимней. Джеймс Грир приказал выделить им место на стоянке для высокопоставленных гостей. Аналогичная стоянка у Пентагона всегда заполнена случайными машинами и ею трудно пользоваться. И подобрал комнату для совещания, гарантированную от прослушивания. Касс Подулски намеренно расположился в кресле на дальнем конце стола, поближе к вентиляционному отверстию системы кондиционирования, чтобы табачный дым не беспокоил никого в комнате. Голландец, ты оказался прав насчет этого молодого парня, сказал Грир, передавая присутствующим копии рукописных заметок, которые были доставлены два дня назад. Жаль, что никто не догадался приставить к его виску дуло пистолета, чтобы заставить поступить в школу подготовки офицеров. Он стал бы младшим офицером вроде тех, какими были мы. С дальнего конца стола послышался смешок адмирала Подулски. Не мудрено, что он оставил военную службу, заметил он с беспечной горечью. Я бы не рискнул приставлять к его виску дуло пистолета, усмехнулся Грир. На прошлой неделе я всю ночь читал его заметки. Этот парень ничего не боится во время полевых операций. Ничего не боится? Спросил Максуэл с легким неодобрением в голосе. Ты хочешь сказать, Джеймс, что он излишне горяч? Лучше найти компромисс, подумал Грир. Парень любит действовать самостоятельно, по собственной инициативе. Он служил под командованием трех офицеров, и они поддержали все его действия, кроме одного. Нежный цветок, когда он убил майора из группы политического реагирования. Совершенно верно. Его лейтенант был вне себя от ярости, но если этот парень действительно стал свидетелем такого, мы можем обвинить его лишь в поспешности принятого им решения, когда он бросился вперед, очертя голову. Я читал об этом, Джеймс. Сомневаюсь, что я сам на его месте сумел бы удержаться от того же, заметил Каз, поднимая взгляд от записок. Летчик-истребитель всегда летчик-истребитель. Вы только посмотрите на это. У него хороший стиль письма. Несмотря на акцент, Подулски старательно изучил язык, принявший его страны. Выпускник средней школы ордена и иезуитов, напомнил Грир. Так вот, я изучил оценку операции «Лидер», проделанную у нас. Анализ Келли по всем основным аспектам совпадает с нашим. Исключения составляют несколько мест, где он чересчур прямолинеен. «Кто занимался анализом операции в ЦРУ?» спросил Максуэл. «Роберт Риттер. Он специалист по Европе, но его привлекли к этой работе. Хороший человек, не любит говорить, но знает полевую оперативную работу». «Оперативник?» спросил Максуэл. «Да». Грир кивнул. «Отлично проявил себя, когда работал резидентом в Будапеште». «А почему, поинтересовался Подулски, понадобилось привлекать специалиста из другого управления ЦРУ для оценки операции Кингпин?» «Думаю, ты сам знаешь ответ, Касс», напомнил ему Максуэл. «Если мы приступим к осуществлению операции «Зеленый Самшит», нам нужен будет наш специалист. Без него не обойтись. У меня не хватит сил на все». «Нет возражений». Грир окинул взглядом сидящих за столом. Все неохотно кивнули, соглашаясь с ним. Подулски снова посмотрел на лежащие на столе документы, прежде чем задать вопрос, которого ждали все. «На него можно положиться». «Это не он», предал Кингпин. «Касс, у нас этим занимается Джим Англтон. Он предложил привлечь Риттера. Вы же понимаете, я здесь новый человек. Риттер знаком с местной бюрократической системой лучше меня. Он оперативник, тогда как я всего лишь аналитик, и он предан своему делу. В свое время он едва не испортил себе карьеру, спасая своего парня. У него был агент, работавший в ГРУ, и понадобилось срочно вывести его из России. Те, кто принимает решение на самом верху, не пожелали делать это, в то время, когда шли переговоры о контроле над вооружениями. И отказали ему в этом. Риттер вывез парня оттуда по своей инициативе. Оказалось, что у бывшего сотрудника ГРУ есть сведения, нужные Госдепу. И это спасло карьеру Риттера. «Случившееся не понравилось любителю Мартини на седьмом этаже», добавил про себя Грир, но Цейру привыкла обходиться без него. «Шальная голова?» спросил Максвелл. «Он остался лояльным по отношению к своему агенту. Иногда кое-кто у нас забывает о своих обязательствах», пожал плечами Грир. «Проинструктируйте его», распорядился Максвелл, «но пусть знает, что если мне когда-нибудь станет известно, что из-за какого-то штатского в этом здании мы потерпели неудач и не смогли спасти оттуда своих людей, я лично поеду на базу ВМФ на реке Пакс, лично вылечу на штурмовике В-4 и лично сброшу бомбы с напалмом на его дом». «Разреши мне сделать это, голландец», улыбнулся Касс. «Я всегда сбрасывал бомбы лучше тебя. К тому же я налетал шестьсот часов на скутере». Грир не мог понять, шутят они или говорят всерьез. «Как относительно Келли?» спросил Максвелл. «Теперь у него в ЦРУ другая фамилия. Кларк. Он нам понадобится. Мы сможем лучше использовать его в качестве штатского советника. Он навсегда останется боцманом в душе, но будучи штатским, ему не придется беспокоиться относительно воинского звания». «Не возражаю», согласился Максвелл. «К тому же удобно, подумал он, иметь морского офицера, работающего в ЦРУ, пусть в штатском, но все-таки соблюдающего военную дисциплину». «Будет исполнено, сэр. Если мы приступим к подготовке, где она будет проводиться?» «На базе корпуса морской пехоты в Куантика», ответил Максвелл. «Генерал Янг, мой приятель еще с молодости. Летчик, он поймет». «Мы с Марти вместе были в школе летчиков-испытателей», объяснил Подулский. «Судя по тому, что сообщил Келли, нам не понадобится большая штурмовая группа. Мне всегда казалось, что в операции Кингпин участвует слишком много солдат. Знаешь, если удастся это осуществить, нам придется добиться медали Конгресса для Келли». «Всему свое время касс», отмахнулся Максвелл, вставая и глядя на Грира. «Ты сообщишь нам, если Англтону удастся что-нибудь выяснить?» «Можешь не сомневаться», пообещал Грир. «Если у нас будет обнаружен предатель, мы расправимся с ним. С Англтоном мне приходилось ловить рыбу. Он может поймать, форель, даже не закидывая крючка в воду». Когда они ушли, Грир назначил встречу после обеда с Робертом Риттером. Это означало, что беседу с Келли придется отложить, но сейчас Риттер был более важен, и хотя с операцией следовало спешить, спешка была не так уж велика. Аэропорты всегда нравились Келли из-за их постоянной суеты, анонимности и многочисленных телефонов. Ожидая прибытия багажа, он позвонил Гриру. Грир слушает, послышался голос в трубке. Говорит Кларк. Келли улыбнулся про себя. «Это так походит на Джеймса Бонда», подумал он. «Я в аэропорту, сэр. Наша встреча состоится ближе к вечеру. Нет, я занят». Грир перелеснул блокнот. «Встретимся во вторник». «В половине четвертого. Въезжай прямо в ворота. Назови, на какой машине ты будешь и номерной знак». Келли сообщил все, что от него требовалось, удивленный тем, что пока не нужен. «Вы получили мои заметки, сэр?» «Да». «И благодарен вам за отличную работу, мистер Кларк. Мы все обсудим во вторник. Заметки очень нам пригодились». «Спасибо, сэр», произнес Келли в телефонную трубку. «Увидимся во вторник». Он услышал гудки отбоя. «И за это тоже спасибо», сказал Келли, положив трубку. Через двадцать минут он получил свой багаж и направился с ним к машине. Примерно через час Келли был в своей квартире в Балтиморе. Наступило время ленча, и он приготовил себе пару сандвичей, запив их кока-колой. Сегодня он не брился, и густая щетина, увидел он в зеркале, выступила на лице. Келли решил оставить ее. Он вошел в спальню, чтобы как следует поспать. Гражданские подрядчики не совсем понимали цели своей работы, но платили им щедро. Этого было достаточно, потому что у них были семьи, которые нужно кормить, и купленные в рассрочку дома, за которые требовалось вносить деньги. Возведенные ими здания по своей простоте перещеголяли спартанские голые бетонные строения безо всяких удобств, построенные по странным спецификациям, совсем не похожим на американские, если не считать американских строительных материалов. Казалось, их размеры и форма взятые из какого-то иностранного справочника. Все размеры были метрическими, хотя сами чертежи исполнены в футах и дюймах, как и полагается на американских строительных чертежах. Сама работа была несложной, и когда они прибыли на строительную площадку, все было подготовлено к началу работ. Многие из строительных рабочих еще недавно были на военной службе, главным образом в армии, но среди них имелось несколько морских пехотинцев, и они смотрели с удовольствием и стеснением на эту широко раскинувшуюся по заросшим лесам холмам Северной Виргинии базу корпуса морской пехоты. По пути их строительной площадки им попадались группы курсантов офицерской школы, совершающих утреннюю пробежку. Столько умных молодых парней с остриженными наголо головами, подумал в это самое утро бригадир, бывший капрал первой дивизии морской пехоты. Сколько из них станут офицерами, сколько их отбудет для прохождения службы туда, и сколько из них вернется домой раньше положенного срока в цинковых гробах? Он, разумеется, был не в силах предвидеть этого, равно как не в его власти было управлять происходящими событиями. Он отслужил свой срок в аду и вернулся домой без единой царапины, что даже по истечении такого времени казалось бывшему капралу, не раз слышавшему свист проносящихся рядом пуль, просто невероятным. Да, выжить там оказалось удивительным само по себе. Они уже закончили с крышами, скоро навсегда покинут строительную площадку после трех недель хорошо оплачиваемой работы, три недели работы без выходных, по семь дней в неделю, сколько денег за сверхурочную работу, на которую приходилось оставаться каждый день, кому-то хотелось, чтобы строительство закончилось как можно быстрее, да и на самой площадке было много очень странного. Стоянка для автомашин, например, покрытая асфальтом, рассчитанная на сотню машин. Даже краской размечают места для отдельных автомобилей на асфальте. И это при зданиях без всяких удобств. Но самым странным было порученное им теперь здание, оно нравилось бригадиру, соорудить площадку для игр со всем оборудованием. Большие детские качели, огромный гимнастический зал на открытом воздухе, ящик с песком, куда песку поместилось, пол самосвала. Все, что необходимо для того, чтобы его двухлетний сын, когда подрастет и достигнет возраста, позволяющего ему ходить в детский сад в графстве Ферфекс, мог играть и кувыркаться. Но все это нуждалось в сборке, и бывшие морской пехотинецы вместе с двумя другими рабочими разбирались в чертежах, словно отцы в собственных дворах, стараясь догадаться, какой болт куда полагается вставить. От них не требовалось думать, ведь они были рабочими и членами профсоюза строителей, выполняющими правительственный заказ. К тому же, подумал он, бессмысленно пытаться понять корпус морской пехоты. Эта так называемая зеленая машина действовала в соответствии с планом, в котором до сих пор не удалось разобраться ни одному из строителей. И если начальству хотелось платить за это сверхурочное, то они согласны. Это еще один месячный взнос за дом, купленный в рассрочку, а он зарабатывал здесь сумму, достаточную для такого взноса, каждые три рабочих дня. Работа вроде этой, конечно, бессмысленная, но деньги его вполне устраивают. Единственное, что ему не нравилось, это расстояние, которое приходилось каждый день проезжать сюда от дома. Может быть, им захочется построить что-нибудь подобное в форт Белваре, надеялся он, заканчивая установку последнего гимнастического снаряда. Тогда ему понадобится не больше двадцати минут на дорогу. Впрочем, армия мыслила более рационально, чем морская пехота. Так уж ей приходилось. «Ну, что нового?» спросил Питер Хендерсон. Они обедали совсем рядом с Капитолием. Двое знакомых из Новой Англии, один выпускник Гарварда, другой Брауна, один младший помощник сенатора, другой младший сотрудник персонала Белого дома. «Ничто не меняется, Питер», — уныло ответил Уолли Хиггс. «Мирные переговоры зашли в тупик. Мы продолжаем убивать их людей, они продолжают убивать наших. Мне кажется, что мы не доживем до заключения мира. А ты как считаешь?» «Должны дожить у Уолли». Питер протянул руку за вторым бокалом пива. «Если его не заключат...» Мрачно начал Хиггс. Оба учились в Эндверской академии, заканчивали выпускной класс в октябре 1962 года, были близкими друзьями, жили в одной комнате в общежитии, делились конспектами лекций и подружками. Их настоящая политическая зрелость, однако, пришла к ним однажды вечером во вторник, когда в комнате отдыха своего общежития они смотрели по черно-белому телевизору, как их президент обратился к стране. Они узнали, что на Кубе установлены ракеты с ядерными боеголовками. Об этом уже несколько дней намекали газеты, но они были детьми телевизионного поколения, и современная реальность приходила к ним в виде горизонтальных полос на стеклянном экране. Для обоих это явилось потрясающим, хотя и запоздалым знакомством с реальным миром, для чего их дорогая частная школа должна была подготовить намного раньше, особенно потому, что богатые семьи, к числу которых они принадлежали, еще больше изолировали их от реальности, благодаря привилегиям, которые можно купить за деньги, не наделяя мудростью, необходимой для надлежащего использования этих денег. Внезапно поразившая их мысль пришла к обоим юношам одновременно, а нервные разговоры вокруг сказали им еще больше. Оказывается, со всех сторон они окружены целями. К юго-востоку Бостон, к юго-западу Уэстоверская база ВВС, еще две базы с расположенными на них бомбардировщиками сил стратегического назначения ПИЗ и Лоринг в радиусе сотни миль, а совсем рядом военно-морская база в Портсмуте с атомными подводными лодками. Если на Соединенные Штаты обрушатся ракеты, им не удастся выжить. Их прикончат или ударная волна, или радиоактивные осадки. А ведь ни один из них даже не успел еще переспать с женщиной. Остальные юноши в общежитии хвастались своими успехами, некоторые из них возможно даже говорили правду, но Питер и Оли не лгали друг другу и потому знали, что не сумели достичь цели, несмотря на все старания. Тогда почему мир не принимает во внимание их нужды? Разве они не принадлежат к элите? Неужели их жизнь ничего не стоит? Они провели бессонную ночь в этот осенний вторник. Эндерсон и Хиггс сидели у себя в комнате, разговаривая шепотом и пытаясь понять мир внезапно без надлежащего предупреждения, ставший из удобного и спокойного таким опасным. Несомненно, они должны найти способ изменить положение в мире. После выпускного вечера каждый из них пошел своим путем. Однако университеты, в которые они поступили, Браун и Гарвард, находились недалеко друг от друга, и потому их близкие отношения и жизненные цели не менялись и продолжали развиваться. Оба избрали основной специальностью политологию, потому что именно это требовалось для участия в процессе, игравшем в мире по-настоящему важную роль. Оба получили дипломы магистров и, самое главное, оба попали в поле зрения людей, вершивших судьбы страны. В этом им помогли родители, равно как и в выборе профессии, освобождавшей их от военной службы. Период наибольшей уязвимости во время призыва пришелся на достаточно раннее время, и телефонный звонок соответствующему правительственному чиновнику решил все проблемы. И вот теперь они достигли положения, когда перед ними приоткрылись двери в мир политики. Оба стали помощниками у важных людей. Их пьянящие ожидания, направленные на завоевание мест политических деятели еще до 30 лет натолкнулись на глухую стену реальности. Однако в действительности они оказались ближе к возможности влиять на политические решения, чем осознавали это сами. Подбирая информацию для своих боссов и решая, какие документы появятся на их столе и в каком порядке, они принимали самое активное участие в политическом процессе. К тому же оба имели доступ к широкой и разнообразной информации, часто затрагивающей секретные вопросы. В результате во многих отношениях они знали больше своих хозяев. Чему, по мнению Хиггса и Хендерсона, так и следовало быть, потому что нередко они понимали важные проблемы лучше тех, кому служили. Это было так очевидно. Война не могла служить методом решения политических проблем, и ее следовало избегать при любых условиях, а если она становилась неизбежной, надлежало закончить как можно быстрее. Поскольку война вела к уничтожению людей, с ней надо было вообще покончить, а после этого люди научатся решать свои разногласия мирным путем. Все это было настолько просто, что обоих изумляло, почему столько людей не могло понять элементарную истину, ставшую ясной для них еще в средней школе. Вообще-то между ними существовала только одна разница. Являясь членом команды Белого дома, Уоли работал внутри системы. При этом, однако, он делился всеми сведениями со своим товарищем по школе, в чем не было ничего плохого, потому что оба имели допуск к секретным документам, полученные ими от службы безопасности. К тому же Хиггс нуждался в помощи умного и хорошо подготовленного человека, которого он понимал и которому верил. Хиггс не знал, что Хендерсон уже давно сделал еще один шаг, опередив его. Если он не мог изменить политику правительства изнутри, решил Хендерсон во время дней возмущения, последовавших вслед за вторжением в Камбоджу, надо заручиться поддержкой извне, поддержкой какой-то другой организации, способной помочь ему не допускать действий правительства, угрожающих безопасности всего мира. Было немало других людей в разных странах, которые разделяли его отвращение к войне, людей, понимавших, что нельзя заставить народ признать правительство, которого они не желают. Первый контакт произошел у него в Гарварде. Это был приятель, принимавший активное участие в движении за мир. Теперь Хендерсон был связан с другим человеком, пожалуй, ему следовало поделиться этим обстоятельством со своим другом, только время для этого неудачное. Уолли может не понять его. Должны заключить и заключат, произнес Хендерсон, давая знак официантке, чтобы принесла еще пиво. Война закончится. Мы отведем домой свои войска, у Вьетнама будет правительство, которого хочет народ. Мы проиграем войну, и это станет полезным уроком для нашей страны. Это многому нас научит. Мы поймем, что наша мощь имеет пределы. Нам станет ясно, что нужно жить самим и дать жить другим. Вот тогда появится возможность установить всеобщий мир. Келли проснулся уже после пяти. События прошлого дня утомили его больше, чем он рассчитывал. К тому же перелеты всегда вызывали у него усталость. Но теперь Келли чувствовал себя свежим и отдохнувшим. Одиннадцать часов сна за последние сутки полностью сняли усталость. К нему вернулись бодрость и готовность действовать. Глядя в зеркало, он увидел густую щетину, покрывшую его лицо за двое суток. Отлично. Затем он выбрал одежду темную, мешковатую, не новую. Келли отнес ее вниз в прачечную, где выстирал все в горячей воде, добавив побольше хлорки, чтобы ткань выглядела еще более потертой, а краски поблекшими. В результате и без того изрядно поношенная одежда стала совсем неприглядной. Старые белые носки и кроссовки дополнили картину, хотя они были отнюдь не такими грязными и изношенными, как это казалось на первый взгляд. Рубашка была излишне велика, а рукава чересчур длинными, что вполне устраивало Келли. Картину завершил парик, сделанный из жестких черных волос, изготовленный в Азии. Он подержал его под горячей водой из крана, пока тот не промок, а затем причесал волосы, не слишком длинные, намеренно неряшливо. Надо придумать способ сделать еще и так, чтобы от него дурно пахло, подумал Келли. Природа обеспечила его дополнительным прикрытием. На город накатывалась вечерняя гроза, несшая с собой сорванные из деревьев листья и дождь, под которой Келли попал по пути к своему Volkswagen. Через десять минут он остановился у соседнего магазина, торгующего спиртным, где купил бутылку дешевого желтого вина и бумажный пакет, наполовину скрывающий бутылку, открутил винтовую пробку и вылил половину содержимого бутылки в сточную канаву. Все, пора браться за дело. Теперь все выглядит по-другому, подумал Келли. Это больше не был район, через который он мог проехать, не в виде опасности или не обращая на нее внимания. Теперь это стало местом, где он искал эту опасность. Келли проехал мимо того места, куда он завел Билли и его плимут, повернулся, чтобы посмотреть, остались ли следы колес. Их не было. Он тряхнул головой. Это принадлежало прошлому, а его мысли были заняты будущим. Во Вьетнаме, казалось, ему всегда существовала окраина леса, граница, через которую ты проходишь и попадаешь из открытой или обработанной сельскими жителями местности в джунгли. В его сознании там кончалась безопасность, потому что именно в джунглях таился противник. Это являлось всего лишь психологической границей, скорее воображаемой, чем реальной, но сейчас, осматриваясь по сторонам, Келли ощутил то же самое. Только на этот раз он был один. Его не сопровождали товарищи в камуфляжных зелено-коричневых комбинезонах. На этот раз он проезжал через границу и попадал в джунгли в машине, усеянной пятнами ржавчины. Он нажал на педаль газа и тут же оказался в джунглях и снова на войне. Келли нашел свободное место, где стояли машины, такие же дряхлые, как и его Volkswagen, и вышел из него так же быстро, как он привык покидать место приземления вертолета, который могли заметить и обстрелять солдаты противника, и направился в узкий переулок, где валялись мусор и выброшенные предметы домашнего обихода. Теперь он был на стороже. Его тело уже покрылось потом, и Келли чувствовал себя хорошо. Ему хотелось быть потным, чтобы от него исходил запах. Он отхлебнул глоток дешевого вина, сполоснул им рот и затем чуть наклонился вперед, давая вину стечь по подбородку и шее на одежду. Быстро присев, Келли сгреб пригоршню земли и растер ею кисти рук и лицо. По недолгом размышлении он посыпал землей волосы парика, и к тому моменту, когда миновал узкий переулок длиной в городской квартал, уже ничем не отличался от других алкоголиков и уличных бродяг, которых здесь было даже больше, чем торговцев наркотиками. Он шел походкой, имитирующей их движения медленные и какие-то неуверенные, пока его взгляд метался по сторонам в поисках хорошей временной базы. Найти такое место оказалось нетрудно, несколько домов в этом районе были заброшены, и оставалось лишь отыскать такой, из которого открывался бы хороший вид. На это понадобилось полчаса. Он остановился на угловом доме с окнами-эркерами на втором этаже. Келли вошел в него через черный ход и едва не подпрыгнул от неожиданности, увидев двух крыс, сидящих на разваленных того, что несколько лет назад было кухней. Проклятый крыс! Он понимал, что глупо бояться крыс, но они вызывали у него непреодолимое отвращение своими маленькими черными глазками, шкурой, покрытой белыми чешуйками и голыми хвостами. Проклятие! прошептал он. Почему он не подумал об этом раньше? Каждый человек испытывает холодок, пробегающий по коже при виде чего-нибудь вроде пауков, змей или высоты. Келли боялся крыс. Он направился к дверному проему, стараясь держаться от них подальше. Крысы просто смотрели на него, чуть отодвигаясь назад, испуганные им меньше, чем он ими. Вашу мать! Услышали они его шепот и вернулись к еде. За этим последовала ярость. Келли поднялся на второй этаж по лестнице, лишенный перил, и нашел угловую комнату с окнами и фонарями. Он едва сдерживал себя. Как можно было допустить, чтобы такая глупая и трусливая реакция на крыс отвлекла его внимание? Разве у него нет реального оружия для их уничтожения? Что они могут сделать против него? Собрать крыс со всей округи для массированной атаки силами крысиного батальона? После этой мысли у него на лице наконец появилась сконфуженная улыбка. Келли присел у окна, оценивая открывающуюся перед ним панораму и свою собственную видимость снаружи. Оконные стекла были грязными и треснувшими, но у каждого окна имелся удобный подоконник, на котором можно было сидеть. В некоторых окнах стекла отсутствовали совсем. Зато расположение дома на углу двух улиц позволяло ему смотреть далеко по всем четырем главным направлениям компаса, поскольку в этой части города улицы были проложены точно с запада на восток и с севера на юг. Уличное освещение внизу было недостаточно ярким, чтобы люди, находящиеся там, могли увидеть что-нибудь внутри дома. В своей темной поношенной одежде в этом заброшенном ветхом доме Келли оставался невидимым. Он достал маленький бинокль и приступил к рекогносцировке. Прежде всего нужно ознакомиться с окружающей обстановкой. Ливень кончился, но оставшаяся в воздухе влага образовывала вокруг уличных фонарей светящиеся шары, очертания которых смазывались привлеченными их светом насекомыми, летящими к своей гибели. Было все еще тепло, где-то около 25 градусов, хотя медленно холодало, и Келли по-прежнему немного потел. Он начал анализ собственных действий с мысля о том, что ему следовало прихватить с собой воды для питья. Ну что ж, он исправит это в будущем. Вообще-то в течение нескольких часов можно обойтись без воды. Впрочем, Келли догадался захватить жевательную резинку, и это упростило положение. Его интересовали звуки, доносящиеся с улицы. В джунглях он слышал жужжание насекомых, птичьи крики и хлопанье крыльев летучих мышей. Здесь до него доносились звуки проезжающих автомобилей, далекие или близкие, время от времени виск тормозов, человеческие голоса, иногда они были громкими, иногда едва различимыми, лай собак, хлопанье крышек мусорных баков. Все это Келли автоматически анализировал, продолжая смотреть в бинокль и планируя предстоящие вечером действия. Вечер пятницы, начало уикенда, и люди занимались закупками. Сегодня, по-видимому, был вечер людей со средствами, и торговля шла оживленно. Келли опознал вероятного дилера в полутора кварталах от дома. Двадцати лет с небольшим. После некоторого наблюдения он получил хорошее представление о нем и его помощнике. Оба двигались с уверенностью людей, которые приобрели опыт и гарантированную безопасность на месте, где продавали свой товар. И Келли подумал, а не пришлось ли им воевать за то, чтобы заполучить это место или отстоять его? Пожалуй, и то, и другое. У них процветающая торговля, наверное, постоянные покупатели, думал он, глядя на то, как оба подошли к импортному автомобилю, о чем-то шутливо поговорили с водителем и пассажиром, прежде чем произошел обмен, пожали им руки и помахали вдогонку. Эти двое были примерно одного роста и телосложения. Келли присвоил им имена Арчи и Джакхет. Боже мой, каким я был простаком, подумал он, глядя на другую улицу. Он вспомнил, как застал одного подонка, курившего марихуану, перед самым выходом на задание третьей группы командос. Это была группа Келли. И хотя курильщик только что прибыл на флот после окончания учебы в школе подготовки тюленей, это не могло служить ему оправданием. Встав перед ним, Келли терпеливо объяснил ему спокойно, но твердо, что выход в поле для участия в операции в состоянии менее стопроцентной готовности может повлечь за собой смерть всех членов группы. «Да что ты, парень, я в полном порядке и знаю, что делаю», произнес курильщик. Это не было серьезным ответом, и через тридцать секунд товарищ по группе был вынужден вмешаться, чтобы оттащить Келли от парня, мгновенно ставшего уже бывшим членом штурмовой группы. На следующий день новичка отозвали, и больше он не вернулся. Это оказалось единственным случаем применения наркотиков во всем подразделении, насколько было известно Келли. Да, конечно, в свободное от операции время они иногда напивались пивом, а однажды Келли с двумя другими членами группы полетел на Тайвань в краткосрочный отпуск, и этот проведенный совместно отдых превратился во что-то вроде подвижного землетрясения, вызванного вдребезги пьяными моряками. Келли искренне верил, что это нечто совсем иное, не обращая внимания на очевидный двойной подход к проблеме. Однако, уходя в джунгли, они не пили пиво, потому что это диктовало им здравый смысл. Кроме того, этого требовал моральный дух подразделений. Келли знал, что ни в одной отборной воинской части проблемы наркотиков не существовало. Такая проблема, и к тому же очень серьезная, возникала в армейских частях и подразделениях, состоящих из молодых призывников, прибывших во Вьетнам еще более неохотно, чем он сам, и офицеры в них не в состоянии были бороться с наркоманией или из-за собственной недостаточной подготовки, или из-за пристрастий, мало отличающихся от пристрастий своих подчиненных. Какой бы ни была причина, то обстоятельство, что Келли в прошлом мало интересовался проблемой наркотиков, было одновременно логичным и абсурдным. Он выбросил все это из головы. Пусть он узнал об этой проблеме с таким опозданием, сейчас она была у него перед глазами. На другой улице находился дилер, работавший в одиночку. У него не было помощника. Да он и не хотел и не нуждался в нем. На дилере была полосатая рубашка, видно, у него были постоянные покупатели. Келли присвоил ему имя Чарли Браун. В течение пяти следующих часов он опознал и распределил по категориям еще три операции по продаже наркотиков. Затем начался процесс отбора. Арчи и Цакхет по-видимому вели наиболее оживленную торговлю, однако находились в поле зрения двух других дилеров. А вот Чарли Браун казалось имел в своем распоряжении целый квартал, зато всего в нескольких ярдах от него была автобусная остановка. Дагвуд стоял прямо напротив Уизерда на другой стороне улиц. У обоих были помощники, и потому проблема их устранения усложнялась. Большой Боб казался даже крупнее Келли, а его помощник еще больше. Это было вызовом ему, но Келли не стремился принимать вызовы, по крайней мере пока. Мне нужна хорошая карта этого района, которую я мог бы запомнить наизусть, думал он. Ее следует разделить на отдельные участки. На карту нужно нанести автобусные маршруты и расположение полицейских участков. Еще надо узнать, когда происходит смена полицейских маршруты патрульных автомашин. Я должен познакомиться с этим районом в радиусе десяти кварталов будет достаточно. Нельзя даже дважды ставить машину в одном и том же месте. И места стоянок не должны находиться в пределах видимости одно от другого. Вести охоту на каждом участке можно лишь один раз. Это означает, что выбирать цель следует с особой тщательностью. Не выходить на улицу до наступления темноты. Брать с собой запасное оружие. Не пистолет. Хороший нож. Веревку или проволоку. Резиновые перчатки вроде тех, что продаются для домашних хозяек. Что-нибудь вроде походной куртки обязательно с карманами. Нет, что-то с карманами внутри. Флягу, какую-нибудь пищу, плитку, шоколада для пополнения энергетических затрат, побольше жевательной резинки. Может, он станет надувать пузыри, подумал Келли, позволив себе на мгновение отвлечься. Посмотрел на часы. Половина четвертого. Торговля на улице шла уже медленней. Уизард с помощником покинули свое место на тротуаре и исчезли за углом. Скоро их, к примеру, последовал Дагвуд, севший в автомобиль, тогда как помощник повел машину. Когда Келли повернулся в сторону Чарли, его уже не было. Итак, остались только Арчи и Джакхет к югу от Келли и Большой Боб к западу. Оба дилера вели теперь торговлю значительно реже, причем покупателями оставались люди со средствами. Келли продолжал наблюдение в течение следующего часа до тех пор, пока Арчи и Джакхет не покинули своего места последними, причем они исчезли настолько быстро, что он даже не понял, как им это удалось. Это тоже нуждалось в проверке. Когда Келли встал, он почувствовал, как онемели ноги и спина. Еще один немаловажный момент. Не следует сидеть слишком долго. Его глаза, привыкшие к темноте, наблюдали за лестницей, по которой он спускался, стараясь ступать как можно тише, но из соседнего дома не доносилось ни звука. К счастью, крысы тоже исчезли. Келли выглянул из двери, увидел, что переулок пуст и пошел прочь от дома походкой опустившегося пьяницы. Десять минут спустя он уже видел свою машину. Приблизившись к ней на пятьдесят ярдов, Келли понял, что он, не подумав, поставил ее слишком близко к уличному фонарю. Впредь нельзя повторять такую ошибку, упрекнул он себя, медленно походкой пьяного человека, подходя к Фольксвагену. Наконец он оказался с ним рядом, тут Келли оглянулся, увидел, что улица пуста, быстро сел в машину, повернул ключ зажигания и отъехал от тротуара. Он не включал фары, пока не оказался в двух кварталах от стоянки, свернул налево и снова поехал по широкой пустынной улице, покидая эти совсем невоображаемые джунгли и направляясь на север к своей квартире. Вновь оказавшись в уюте и безопасности машины, Келли принялся обдумывать все, что он увидел за прошедшие девять часов. Все дилеры курили, зажигая сигареты зажигалками, похожими на зиппо, чье яркое пламя нарушало их ночное зрение. Чем больше проходило времени, тем менее оживленно нашла торговли, и тем небрежнее они казались. Ничего странного, торговцы наркотиками всего лишь люди, они устают. Некоторые остаются на улице дольше других. Все, что увидел Келли, было важным и полезным. Их уязвимость заключалась в особенностях действий и, самое главное, в их различиях. Да, это была полезная ночь, подумал Келли, проезжая мимо городского бейсбольного стадиона и поворачивая налево на бульвар Лох-Рейвен. Теперь он мог позволить себе расслабиться. Он даже подумал о глотке вина из бутылки, но потом решил, что сейчас не время потворствовать дурным привычкам. Келли снял парик и вытер вспотевшую под ним голову. Господи, как хочется пить. Эту потребность он удовлетворил через десять минут, оставив машину на отведенном для ее стоянки месте и, неслышно, пробравшись к себе в квартиру. Он с трудом поборол искушение принять душ. Такой привлекательной была мысль снова почувствовать себя чистым после нескольких часов, проведенных среди мерзости запустения пыли и крыс. Он снова вздрогнул, вспомнив о них проклятые крысы. Наполнив высокий стакан кубиками льда, он добавил к ним воды из крана, он выпил несколько стаканов, одновременно свободной рукой снимая одежду. Ощущение кондиционированного воздуха было великолепным, и Келли встал перед прохладной струей, дующей из решетки в стене. Прошло столько времени, а у него не возникло желания помочиться. Нужно обязательно брать с собой воду, напомнил себе Келли. Он подошел к холодильнику, достал оттуда консервированную колбасу и сделал пару толстых сандвичей, которые запил еще одной пинтой холодной воды. До чего хочется встать под душ, сказал он себе. Однако позволить себе такое удовольствие Келли не мог. Нужно привыкнуть к ощущению липкого пота, покрывающего тело, больше того, заставить себя полюбить это ощущение. В конце концов, от этого зависит его безопасность, грязь и запах часть его камуфляжа. Он должен выглядеть таким грязным, от его тела должен исходить такой запах, что люди будут отворачиваться от него, остерегаясь подходить слишком близко. Келли не мог позволить себе быть человеком. Он должен превратиться в парию, в отверженного, в уличное существо, стать невидимым. Щетина на грязных щеках стала еще темнее, увидел он в зеркале перед тем, как направиться в спальню. Его последний осознанной мыслью стало решение спать на полу, чтобы не испачкать чистые простыни. Глава пятнадцатая примененные уроки отт. начался ровно в одиннадцать часов утра, хотя полковник Закариас не мог знать точного времени. Тропическое солнце, казалось, всегда висело над головой, заливая землю безжалостным зноем. От него не было спасения даже в камере, лишенный окон, подобно тому, как не было спасения от насекомых, которым жара, по-видимому, приходилась по вкусу. Он не мог понять, как может кто-нибудь чувствовать себя здесь нормально. Все представители местной флоры и фауны словно призваны были причинять боль или не давать покоя ни на минуту. Все это было кратким и точным описанием ада, о котором он узнал в храмах своей молодости. Закариас был хорошо подготовлен к возможному плену. Он прошел обучение на курсах выживания, уклонения от ответов, сопротивления и бегства, прозванных школой в УСБ. Это было необходимо для тех, кто зарабатывал на жизнь, летая на боевых самолетах. И такую школу намеренно сделали самой ненавистной на военной службе, потому что в процессе обучения в ней обращение с избалованными офицерами ВВС и морскими летчиками было таким, что дрогнули бы даже бывалые сержанты морской пехоты, безжалостно обращающиеся с новобранцами. За такое обращение в других условиях следовал суд военного трибунала, а после него — длительное заключение в тюрьмах Левенуорта или Портсмута. У Закариаса, как и у большинства остальных выпускников школы, осталось впечатление, что ни один из них никогда не согласился бы повторить занятия по своей воле. Но ведь и положение, в котором он сейчас находился, не было его добровольным выбором, разве не так? А сейчас он проходил повторный курс школы в УСБ. Закариас рассматривал плен как нечто маловероятное. Вообще-то полностью игнорировать такую возможность было нельзя, особенно после того, как услышишь ужасный, отчаянный вопль аварийных радиопередатчиков, увидишь раскрывающиеся купола парашютов и попытаешься организовать операцию по спасению, надеясь, что спасательный вертолет, веселый зеленый гигант, успеет захватить летчиков со сбитого самолета. Устремившись со своей базы в Лаосе, а может быть большой мут-то? Так моряки называли свои спасательные вертолеты. Примчиться с моря? Закариас видел, как это удавалось, но еще чаще был свидетелем неудач. Ему довелось слышать по радио панические, несвойственные мужчинам крики летчиков, которым угрожал неминуемый плен. «Спасите нас отсюда!» Один майор призывал на помощь до тех пор, пока по радио не раздался другой голос, выплевывающие слова ненависти, непонятные никому из американцев, но полные, уж в этом они сразу разобрались, горечи и смертельной ярости. Экипажи веселых гигантов и их коллеги из ВМФ делали все возможное, и несмотря на то, что Закариас был мормоном и за всю свою жизнь не касался спиртного, он в знак благодарности и преклонения перед их бесстрашием ставил экипажам этих птичек столько коктейлей, что можно свалить взвод морских пехотинцев, потому что именно так выражалось восхищение в сообществе военных. Но, подобно всем членам этого сообщества, он никогда не думал о том, что его самого могут захватить в плен. Смерть? Вот. О вероятности ее он думал все время. Закариас был королем ласок. Он помог изобрести эту часть летной профессии. Пользуясь своим интеллектом и выдающимся летным мастерством, Закариас создал методику и подкрепил ее на практике. Он посылал свой F-105 под огонь самой плотной противовоздушной обороны, когда-либо созданной в мире, намеренно искал наиболее опасные виды оружия, выделяя их для своего персонального внимания. Он полагался на собственный опыт и летное искусство, когда начиналась дуэль с ними, противопоставляя их умения, свою тактику, свое мастерство, дразняя их, бросая им вызов, не давая им покоя в самом пьянящем соперничестве, которое приходилось испытывать человеку в этой шахматной игре, разворачивающейся в трехмерном пространстве со скоростью то меньшей, то большей скорости звука. Он за штурвалом своего двухместного истребителя-бомбардировщика, а его противники у пультов управления радиолокаторов и пусковых установок ракет «Земля-воздух», созданных русскими. Подобная схватки между мангустой и коброй, это была личная вендетта, игра в которой шла каждый день не на жизнь, а на смерть. И со своей гордостью и редким мастерством Закриас считал, что он одержит верх или, в крайнем случае, встретит смерть в виде черно-желтого облака, знаменующего гибель, которую и должен встретить настоящий летчик, мгновенную, драматическую и бесплотную. Он никогда не считал себя особенно смелым человеком. У него была вера. Если он встретит смерти в воздухе, то сможет посмотреть Богу в лицо, стоя перед ним со смирением, свойственным своему незначительному положению при жизни и одновременно с гордостью за прожитую им жизнь, потому что Робин Закриас был праведным человеком, никогда не уклонявшимся с тропы добродетели. Он был хорошим товарищем, добросовестным командиром, заботящимся о нуждах своих подчиненных, достойным семьянином с крепкими, умными и гордыми детьми. Но самое главное, он занимал положение старейшины в своей церкви, в которую платил десятую часть своего жалования офицера ВВС, как и надлежало члену церкви Иисуса Христа Святых Наших Дней. Из-за всего этого он никогда не боялся смерти. То, что ждало его после погребения, являлось чем-то, в реальность чего он верил безо всяких колебаний. Только жизнь была капризной, а его теперешняя жизнь тем более. И даже такая убежденная вера, как у него, имела определенные ограничения, налагаемые телесной оболочкой, внутри которой она обитала. Это обстоятельство он или не понимал до конца, или почему-то не верил в него. Его вера, говорил себе полковник, должна быть достаточной, чтобы поддержать его при любых обстоятельствах. — Является. Достаточно. Должна быть. — Нет. Является. — учили его в детстве учителя. Но те уроки проходили в удобных классных комнатах, за окнами которых открывался вид на горы хребта Уасыч. Преподавание вели учителя в чистых белых рубашках с галстуками, державшие в руках учебники, говорившие с уверенностью, опирающиеся на историю их церкви и ее приверженцев. — Здесь все по-другому. — Закриас услышал тихий голос, говорящий это, попытался не обращать на него внимания, изо всех сил старался не верить ему, поскольку, если он поверит, то вступит в противоречие со своей верой. А это противоречие было единственным, чего не могло допустить его сознание. Утсозеф Смит умер за свою веру, когда его убили в Иллинойсе. Другие поступили так же. История иудаизма и христианства изобилует такими примерами. В ней множество имен мучеников, героев для Робина Закриаса, потому что это слово использовалось в его профессиональном сообществе, людей, принявших от рук римлян и других варваров мученическую смерть с именем Бога на устах. — Но они не страдали так долго, как ты, — напомнил ему тихий голос. Для них все кончалось через несколько часов. Короткие минуты адских мучений или смерть настигала на костре, а то день-другой после распятия на кресте. Это было совсем иным. Ты видел перед собой конец, и если знал, что находится за этим концом, то мог сосредоточиться на этом. Но чтобы видеть, что ждет тебя за концом жизни, сначала нужно узнать, где находится этот конец. Робин Закриас был один. Впрочем, здесь находились и другие. Он замечал взгляды, но не мог установить контакт с остальными. Закриас попытался выступить по стене, пользуясь общепринятым кодом, но никто ему не ответил. Они были ли слишком далеко, или расположение камер в здании не допускало перестукивания. А может быть, у него сдал слух? Он не мог ни с кем поделиться своими мыслями. И для такого рассудительного человека, как Закриас, даже молитвы имели пределы. Он боялся молиться о спасении. Не решался даже признаться себе в этой мысли, потому что она станет внутренним признанием того, что его вера как-то поколебалась. А этого он не мог допустить. Однако в глубине души он знал, что, не решаясь молиться о спасении, признавал что-то посредством ощущения, что если он будет молиться, но спустя некоторое время спасение не наступит, его вера может поколебаться и начнет умирать. А вместе с ней начнет умирать и его душа. Для Робина Закриаса так начиналось отчаяние. Не в мыслях, а в нежелании умолять своего Бога о чем-то, что может не осуществиться. Но он не мог знать остального. Плохое питание, полная изоляция, которая переносилась особенно трудно человекам его интеллекта и грызущий страх перед болью, потому что даже вера не в состояние устранить боль, и все люди знакомы со страхом перед ней. Подобно человеку, несущему тяжкий груз, каким бы сильным этот человек ни был, его сила имела пределы, тогда как тяготение их не имело. Силу тела было легко понять, но из-за гордости и праведности, основой которых была его вера, он упустил из виду, что физическое состояние влияло на психическое с такой же неизбежностью, с какой действует на человека сила земного притяжения, только гораздо коварнее. Закриас истолковывал подавляющую его моральную усталость как слабость, имеющую причиной что-то, чему не следовало поддаваться, только потому, что он считал себя виновным в ошибках, свойственных человеку. Разговор с другим старейшиной церкви мог бы все исправить, но это было невозможно. И лишая себя возможности просто признать слабость человеческой натуры, Закриас все больше и больше оказывался в ловушке, созданной им же самим, с помощью и при попустительстве людей, стремящихся уничтожить его физически и морально. И тут все изменилось к худшему. Дверь его камеры открылась. Два вьетнамца в форме цвета хаки уставились на него, словно он являл собой что-то отвратительное, оскверняющее их страну. Закриас знал цель их прихода. Он решил мужественно встретить предстоящие испытания. Солдаты схватили его каждый за одну руку и повели в комнату побольше, сопровождаемые автоматчиком. В тот момент, когда он проходил через дверь, дуло автомата, ткнуло его в спину, как раз в то место, которое все еще причиняло мучительные страдания после неудачного катапультирования из самолета девять месяцев назад. И полковник задохнулся от внезапной боли. Вьетнамцы даже не выразили удовольствия от стона американского офицера. Они не задавали ему вопросов. У них не было обдуманного плана, как с ним поступить. По крайней мере, так ему показалось. Они просто начали избивать его. Пять человек одновременно. Закриас знал, что сопротивление означает смерть. И хотя ему хотелось, чтобы пришел конец плену, стремиться к смерти таким образом равносильно самоубийству. И он не мог пойти на подобное. Впрочем, все это не имело значения. За короткие секунды его лишили способности предпринять что-то, и он упал на неровный бетонный пол, чувствуя, как удары и пинки складываются подобно цифрам на странице бухгалтерского грозбуха. Боль превращается в агонию, парализующую мышцы. Он не может шевельнуться, надеется, что избиение прекратится, и знает, что ему не будет конца. Звук ударов сопровождался хихикающими голосами, похожими на лай шакалов. Смех дьяволов из потустороннего мира, мучающих его, потому что он был праведником и попал на конец в их лапы. Это продолжалось и продолжалось и продолжалось. Громкий крик нарушил его оцепенение. Последний пинок, нанесенный уже в пол силы, изыкриас увидел, как отступают солдатские сваги. Периферическим зрением он заметил, как съежились вьетнамцы, глядя в сторону двери, откуда доносился крик. Еще один яростный вопль, и они поспешно выбежали из комнаты. Тон голоса изменился. Это был белый голос, А почему ему так показалось? Сильные руки подняли Закариаса, усадили его, прислонив спиной к стене, и в поле зрения американского офицера появилось лицо. Это был Гришанов. Боже мой! Прошептал он, и его обычно бледное лицо покраснело от гнева. Русский повернулся к двери и выкрикнул что-то еще по-вьетнамски со странным акцентом. Мгновенно у него в руке появился солдатский котелок, и он вылил воду на лицо американца. Затем он закричал снова, и Закариас услышал, как захлопнулась дверь. Выпей, Робин, выпей вот это. Русский полковник поднес к его губам маленькую металлическую фляжку. Закариас глотнул из нее так быстро, что жидкость оказалась у него в желудке, прежде чем он почувствовал резкий вкус водки. Потрясенный, он поднял руку и попытался оттолкнуть фляжку от своих губ. Нет, я не могу, выдохнул американец. Не могу пить, не могу. Робин, это лекарство. Ты пьешь не ради удовольствия. Твоя религия не запрещает этого. Пожалуйста, мой друг, выпей, тебе это полезно. Это все, чем я могу тебе помочь, добавил Гришанов голосом, дрожащим от чувства безысходности. Ты должен выпить, Робин. Может быть, это и вправду лекарство, подумал Закариас. Алкоголь действительно используется для приготовления некоторых лекарств. Имеет ли церковь тут возражение? Он не мог припомнить и, не зная этого, сделал еще глоток. Он не понимал, что по мере того, как рассасывается адреналин, выброшенный в его кровь во время избиения, водка только усилит естественное расслабление тела. Не слишком много, Робин. Гришанов убрал фляжку и принялся ухаживать за жестоко избитым американцем, выпрямляя его ноги и вытирая мокрой тряпкой покрытое кровью лицо. Варвары! С яростью прошептал русский. Проклятые вонючие дикари! Задушу этого майора вина! Сломаю ему тонкую обезьянью шею! Русский полковник сел на пол рядом со своим американским коллегой и заговорил с подкупающей искренностью. Робин, мы с тобой враги, но в то же время мы люди, и даже на войне есть свои правила. Ты служишь своей стране, я служу своей, а эти, эти люди не понимают, что, когда отсутствует благородство, исчезает подлинная преданность службе, остается одно варварство. Он снова поднес фляжку в губам американца. Вот, выпей еще. У меня нет никаких других лекарств против боли. Извини, друг, но больше у меня ничего нет. И закриас, оцепеневший и сбитый с толку ничего не понимающий, сделал еще глоток. Молодец, похвалил его Гришанов. Я никогда не говорил этого, но ты мужественный человек, мой друг. Подумай только, так долго сопротивляться этим желтым тварям. Я должен, с трудом произнес закриас. Ну, конечно, должен, кивнул Гришанов, бережно вытирая лицо американского полковника, словно это было лицо одного из детей. Я поступил бы так же на твоем месте. Наступило непродолжительное молчание. Господи, как хочется снова подняться в воздух. Да, полковник, мне хотелось бы тоже. Зови меня Коля, прервал его Гришанов. Мы знакомы достаточно долго. Коля? Меня зовут Николай, А Коля, ну, вроде прозвище, понимаешь? Закриас откинул голову к стене и закрыл глаза, вспоминая ощущение полета. Да, Коля, мне очень хочется снова летать. Вижу, твои желания мало, чем отличаются от моих, сказал русский, по-братски обнимая избитые в синяках плечи сидящего рядом американца, зная, что это первое проявление человеческой теплоты, испытанной тем почти за год. Мой любимый самолет МиГ-17. Сейчас он, конечно, устарел, но, боже, как было приятно летать на нем. Кладешь руки на штурвал, и стоит тебе только подумать, только пожелать. Самолет делает все, что хочешь. Наш восемьдесят шестой был таким же, ответил Закриас. Их тоже сняли с вооружения. Похоже на первую любовь, правда? Усмехнулся русский. Вроде первой девочки, которую увидел, будучи мальчишкой. Той, что впервые заставила тебя думать, как думает мужчина, верно? Но первый самолет лучше для таких, как мы с тобой. «Женщина теплее, конечно, зато им легче управлять». Робин попытался засмеяться, но захлебнулся. Гришанов дал ему отпить еще глоток. «Успокойся, мой друг. Скажи мне, какой самолет был у тебя любимым?» Американец пожал плечами, чувствуя, как тепло расходится из желудка по всему телу. Я летал практически на всех самолетах. «Впрочем, упустил Ф-94 и 89-й. Судя по рассказам, не стоит из-за этого расстраиваться. Ф-104 был хорошей игрушкой, вроде спортивного автомобиля, но ему не хватало скорости. Нет, все-таки 86-й был моим любимцем. «Наверно, если речь идет об управлении». «А ТАТ?» спросил Гришанов, пользуясь прозвищем истребителя-бомбардировщика Ф-105 Тандорчев. Робин кашлянул. «Чтобы развернуться на нем, требуется пространство размером с весь штат Юта. Правда, на обреющем полете у него дьявольская скорость. Мне приходилось летать на 120 узлов быстрее, чем его расчетный предел». «Говорят, он не истребитель, а скорее бомбовоз». Гришанов старательно изучал сленг американских летчиков. «Ничего страшного, зато вывезет тебя из любой передряги, глазом моргнуть не успеешь. А вот вести на нем воздушный бой не стоит, это точно. Надо постараться сбить цель с первого захода. Что касается бомбардировок, говорю тебе, как летчик летчику. Ваши бомбардировки этой мерзкой страны просто великолепны. «Стараемся, Коля, делаем все, что можем». Невнятно пробормотал закриас. Русского поразило, как алкоголь подействовал так быстро. Американец не пил спиртного ни разу в жизни, кроме двадцати минут назад. Поразительно, что человек по собственной воле живет без спиртного. «А то, как ты совершал налеты на ракетные установки...» «Знаешь, я наблюдал за этим». «Мы с тобой враги, Робин», еще раз повторил Гришанов. «Но в то же время летчики, мужество и мастерство, проявленное тобой, я никогда не видел ничего подобного». «Дома ты, наверное, профессионально играешь в азартные игры, правда?» «Азартные игры?» Робин покачал головой. «Нет, я не играю». «Но то, что ты проделал в своем таде, это не азартная игра, а точно рассчитанный риск. Ты планируешь, знаешь, на что способен и придерживаешься этого плана. Чувствуешь, что думает противник». Гришанов напомнил себе, что надо наполнить фляжку для беседы со следующим американцем. Ему понадобилось несколько месяцев, но наконец он нашел правильный метод. Жаль, что эти маленькие желтые дикари недостаточно умны, чтобы понять. Очень часто физические мучения только укрепляют мужество мужчины. Несмотря на все свое немалое высокомерие, они смотрят на мир сквозь окно, такое же маленькое, как их рост, и такое же темное, как их культура. Создается впечатление, что они не способны чему-то научиться. Сам Гришанов стремился узнать побольше. Самое странное, что вот этот урок он узнал от фашистского офицера из Люфтваффе. Какая жалость, что вьетнамцы разрешили проводить специальные допросы американских военнопленных только ему и никому больше. Скоро он напишет об этом в Москву. Если оттуда окажут соответствующие давления, мы сможем по-настоящему использовать этот лагерь, подумал он. Удивительно, что эти варвары проявили такую сообразительность и создали этот лагерь, и при том оказались верны самим себе, не сумев воспользоваться его возможностями. Как противно жить в этой жаркой влажной стране, где повсюду насекомые, среди высокомерных маленьких людей с высокомерными умишками и злобными повадками ядовитых змей. Однако именно здесь находился источник нужной ему информации. Какой гнусной не была его теперешняя работа, Гришанов отыскал фразу, великолепно характеризующую ее в одном современном романе американского писателя, который он читал, чтобы обогатить свой без того впечатляющий словарный запас английского языка. К тому же эта фраза была очень американская по своему характеру. То, чем он здесь занимался, было всего лишь бизнесом. Такой взгляд на мир он легко понимал. Как жаль, что сидящий рядом с ним американец вряд ли поймет это, подумал Гришанов, прислушиваясь к каждому слову путанного рассказа о жизни пилота ласки. Лицо в зеркале становилось незнакомым для Келли, и это было хорошо. Странно, как устойчивы привычки. Он наполнил раковину горячей водой и уже намылил было руки, когда включилось сознание, и напомнило ему, что он не должен ни мыться, ни бриться. Зато Келли почистил зубы. Чувствовать на них отвратительную пленку было выше его сил, и для этой части маскировки у него имелась бутылка вина. Что за тошнотворный в ней напиток, подумал Келли, сладкий и густой, да и цвет какой-то странный. Келли плохо разбирался в винах, но все-таки знал, что приличное столовое вино не должно иметь цвета мочи. Пора уходить из ванной. Невозможно слишком долго смотреть на себя такого. Он подкрепил силы добротной и легкой пищей, которая даст энергию его телу, не утруждая особенно желудок. Настала очередь упражнений. Поскольку квартира Келли была на первом этаже, он мог позволить себе бег на месте, не опасаясь потревожить соседа. Это, конечно, не то, что настоящий бег, но сойдет. Потом он принялся отжиматься от пола. Наконец, его левое плечо полностью восстановило свою силу, и теперь ощущение в мышцах сделалось одинаковым. Наконец, Келли провел серию упражнений для рук. Ими он занимался как для развития быстроты, так и для более практических целей, необходимых в его профессии. Накануне он вышел из квартиры в дневное время суток. Ему пришлось пойти на риск и показаться на улице в своем отвратительном виде, чтобы приобрести в расположенном поблизости магазине, принадлежащем благотворительной ассоциации Гудвилл и продающем товары для бедных походную куртку, которую он собирался надевать поверх остальной одежды. Она оказалась настолько большой и поношенной, что с него даже не взяли денег. Келли было ясно, что ему будет нелегко скрыть свой рост и отличное физическое состояние. Но выбранная им грязная потрепанная одежда решила проблему. Заодно он воспользовался предоставившейся ему возможностью сравнить себя с другими посетителями магазина. Результатами Келли остался доволен. Как он не мог сойти за худшего представителя уличных бродяг, но все же несомненно относился к худшей половине этой категории и продавец бесплатно отдавший ему куртку сделал это не только из-за сочувствия его нищете, но и потому, что стремился как можно быстрее избавиться от него. Разве это не было заметным шагом вперед? Во Вьетнаме он дорогого дал за то, чтобы сойти за простого крестьянина и получить возможность ждать в деревне, когда в ней появятся солдаты северо-вьетнамской армии. Предыдущую ночь он снова провел за рекогностировкой. Никто даже не посмотрел в его сторону, когда он шел по улице. Еще один грязный вонючий пьяниц, у которого и отнимать-то нечего. Это положило конец его беспокойству, что могут распознать, что он представляет собой на самом им покинутого дома, наблюдая за происходящим на улице. Выяснилось, что полицейские патрули проезжают в этом районе точно по расписанию, а вот шум автобусов доносился гораздо чаще, чем он предполагал первоначально. Закончив упражнение, Келли разобрал пистолет, почистил его и смазал, хотя не пользовался им после возвращения из Нового Орлеана. Так же он поступил и с глушителем. Затем собрал и тот, и другой, попутно проверив точность расположения глушителя. Он ввел и небольшое изменение. Теперь на верхней части глушителя проходила тонкая белая полоска, служившая вместо мушки при стрельбе ночью. Келли понимал, что для дистанционной стрельбы этого недостаточно, но он и не собирался ею заниматься. Покончив с пистолетом, он передернул затвор и загнал патрон внутрь ствола. Осторожно спустил курок, прежде чем вставить на место заряженную обойму. Он также приобрел боевой нож морского пехотинца в магазине, торгующем излишками военного имущества, и, не сводя глаз с улицы, непрерывно водил семидюймовым лезвием ножа по точильному камню. Келли знал, что люди пугаются ножа даже больше, чем пули. Это было глупо, но полезно для него. Пистолет и нож он засунул за пояс брюк сзади. Свисающая темная рубашка и просторная, болтающаяся на его теле куртка скрывали их. В один из карманов куртки Келли положил плоскую бутылку из-под виски, которую он наполнил водой из крана. В другом кармане поместились четыре сникерса. Вокруг поясницы он обмотал электрический провод. В карман брюк сунул пару желтых резиновых хозяйственных перчаток. Это был не лучший цвет для его ночных мероприятий, но найти что-нибудь другое ему не удалось. Перчатки все-таки закрывали руки, не лишая их свободы действий, и потому Келли решил взять их с собой. У него в автомобиле уже была пара хлопчатобумажных перчаток, которые он надевал, садясь за руль. После покупки Volkswagen он почистил его, протер все поверхности металлические, стеклянные и пластмассовые, как снаружи, так и внутри, надеясь уничтожить все отпечатки пальцев. Келли с благодарностью вспомнил все полицейские фильмы и шоу, которые ему приходилось видеть, и благодарил судьбу за то, что в должной мере наделен манией преследования. — Что еще? — спросил он себя. У него не было никаких документов, по которым его можно было бы опознать. В бумажнике, тоже полученном в магазине Гудвилл, лежало несколько долларов. Келли подумал, а не стоит ли захватить больше. Но затем решил, что это не имеет смысла. Итак, у него есть вода, пища, оружие, провод. Сегодня он не станет брать с собой бинокль. Этот прибор велик и будет только мешать. Может быть, стоит купить что-нибудь поменьше. Надо не забыть об этом. Он был готов. Келли включил телевизор и подождал прогноза погоды. Облачно, возможен дождь, понижение температуры до 21-23 градусов. Он приготовил и выпил пару чашек растворимого кофе, чтобы взбодрить себя кофеином, и стал дожидаться наступления ночи. Наконец, на улице стемнело. Как ни странно, одной из самых сложных проблем стал выход из дома, где находилась его квартира. Келли посмотрел в окно, выключив свет в комнате, убедился, что возле дома никого нет, и, наконец, рискнул выйти. Выйдя из здания, он снова остановился, осматриваясь и прислушиваясь. Затем направился прямо к Volkswagen, опер-дверцу и сел в машину. Надел матерчатые перчатки и только после этого захлопнул дверцу и включил двигатель. Через пару минут он проехал мимо места, где стоял его скаут, и подумал, что его автомобиль чувствует себя теперь очень одиноким. Келли включил радио, нашел единственную радиостанцию, передающую современную музыку, мягкий рок и кантри, просто для того, чтобы по пути на юг, в город, его сопровождал знакомый звук. Часть его сознания с изумлением отметила, что напряжение его возрастает уже по мере приближения к центру города. Однако, как только Келли оказался там, он успокоился, но приближение к району действий, подобно проникновению на вражескую территорию в вертолете Хьюи, было временем, когда ты обдумываешь неизвестное, и он заставил себя успокоиться, сохранять бесстрастную мину на лице, чувствуя, как вспотели в перчатках его руки. Он тщательно соблюдал все правила уличного движения, следил за каждым светофором, не обращая внимания на обгоняющие автомобили. Поразительно подумал он, как долго тянутся двадцать минут. На этот раз Келли выбрал несколько другой путь проникновения в район предстоящих боевых действий. Еще предыдущей ночью он нашел место для стоянки машины в двух кварталах от цели. В уме Келли представлял себе, что один городской квартал равняется одному километру джунглей. Знак уважения к этому району. Это заставило его улыбнуться. Наконец он свернул на обочину и поставил машину позади чьего-то черного «Шевроле» выпуска 1957 года. Как и раньше, Келли быстро вышел из машины и нырнул в узкий переулок, где его маскировочная одежда оказалась в соответствующем ей окружении, а темнота обеспечивала прикрытие. Уже через двадцать ярдов он превратился в еще одного пьяного бродягу, неуверенно переставляющего ноги. «Эй, хмырь!» окликнул его чей-то молодой голос. Их было трое. Все юноши лет по семнадцать-восемнадцать. Они сидели на заборе, потягивая пиво. Келли прижался к дальней от них стене, чтобы оказаться как можно дальше, но это не помогло. Один из парней спрыгнул с забора и направился к нему. «Че здесь надо, бродяга?» спросил юноша с жестоким высокомерием молодости, свойственным уличным хулиганом. «Боже, ну и несет же от тебя! Или мама не учила тебя мыться?» Келли даже не посмотрел в его сторону и, съежившись, продолжал идти, подволакивая ноги. Стычка не входила в его план. Опустив голову, он слегка отвернулся от парня, который шел рядом, намереваясь помучить этого старого бродягу, успевшего переложить бутылку в другую руку. «Дай выпить, хмырь!» Парень протянул руку к бутылке. Келли не отдал ее, потому что уличные пьяницы так не поступают. Парень подставил ему ногу и толкнул в сторону забора слева, но этим все и кончилось. Он повернулся и пошел обратно к своим дружкам, громко смеясь. Бродяга встал и продолжил путь. «И не вздумай возвращаться!» услышал Келли вслед. Он и не собирался этого делать. Еще минут десять он шел мимо таких же парней, но никто из них не задел его. Двери дома выбранного Келли были приоткрыты и сегодня. Слава Богу, он не увидел крыс. Войдя в дом, Келли замер, прислушался и, ничего не услышав, выпрямился и позволил себе чуть расслабиться. «Снэйк вызывает Чикаго», сказал он про себя, вспомнив свой старый сигнал вызова. «Проникновение завершено успешно. Нахожусь на наблюдательном пункте». Келли в третий и последний раз поднялся по той же скрипящей лестнице, занял привычное место в юго-восточном углу комнаты, сел и посмотрел наружу. Арчи и Джакхет тоже находились на своих обычных местах в квартале от него. Тут же увидел Келли. Они разговаривали с водителем автомобиля. Было двенадцать минут одиннадцатого. Келли откинулся назад и позволил себе съесть шоколадный батончик, запив его водой из бутылки. При этом он не отрывал взгляда от торговцев наркотиками, стремясь убедиться в том, что они ни в чем не отступают от своего обычного поведения. В течение первого получаса наблюдений он не заметил никаких изменений. Большой Боб тоже стоял на привычном месте рядом со своим помощником, которого Келли называл теперь маленьким Бобом. И Чарли Браун вел сегодня торговлю так же, как и Дагвуд. Первый продолжал работать в одиночку, тогда как к последнему скоро присоединился помощник, которому Келли решил не присваивать никакой клички. А вот Уизард сегодня вечером что-то не показывался. В дальнейшем оказалось, что он прибыл с опозданием чуть позже одиннадцати вечера в сопровождении помощника, которому тут же было присвоено имя То-То, потому что он носился как маленькая собачонка, таких перевозят в корзинки на багажнике велосипеда. И ваша маленькая собачонка тоже, тихо прошептал Келли и улыбнулся. Как и ожидалось, вечер воскресенье оказался не таким оживленным, как два предыдущих. Однако Арч и Джаг похоже трудились больше других. Возможно, это объяснялось тем, что у них было больше клиентов с деньгами. Хотя все дилеры обслуживали как местных, так и приезжих покупателей, рядом с Арчи и Джагом останавливались более крупные машины. Судя по их чистоте и впечатляющему виду, они были из пригородов. Не исключено, что такое предположение не имело основания, однако для хода предстоящей операции это значение не имело. По-настоящему важным было то, что заметил Келли накануне, по пути сюда, и еще раз проверил сегодня вечером. Оставалось только ждать. Келли устроился поудобнее, чувствуя, как расслабилось его тело после того, как он принял все решения. Он продолжал смотреть вниз на улицу с неослабевающим вниманием, прислушиваясь, наблюдая, замечая все, что происходило там. Время шло без двадцати час. По одной из улиц проехал полицейский автомобиль с антенной радиосвязи на крыше. Он не остановился, судя по всему, его основной целью было продемонстрировать свое присутствие. Келли знал, что он вернется, скорее всего, чуть позже двух. Городские автобусы издавали характерное для дизелей рычание, и он в который раз обратил внимание на автобус с номером 110, тормоза которого нуждались в ремонте. Их пронзительный виск раздражал, должно быть, жителей всех домов вдоль его маршрута не давая им спать. После двух часов ночи транспорт почти исчез. Дилеры курили теперь заметно больше и чаще разговаривали. Большой Боб пересек улицу и сказал что-то Уизарду. Келли удивила, что их отношения казались столь дружескими. Это он раньше не замечал. Может быть, Большому Бобу понадобилось разменять сто-долларовую банкноту. Патрульный автомобиль проехал, как и полагалось, по полицейскому расписанию. Келли доел свой третий сникерс и аккуратно собрал обертки. Еще раз внимательно осмотрел прилегающие улицы. Да, я ничего не упустил, подумал он и огляделся вокруг. Он ничего не оставил в комнате. Если и касался чего-нибудь, то здесь вряд ли сохранятся отпечатки пальцев. Слишком много пыли и грязи. Келли особенно внимательно следил за тем, чтобы не прикоснуться к оконным стеклам. Пора. Келли спустился по лестнице и вышел через заднюю дверь. Он пересек улицу и направился по переулку, идущему параллельно ей, все еще двигаясь в тени неуверенной, но теперь удивительно неслышной походкой. Тайна исчезновения Арчи и Джахеда той первой ночью превратилась в преимущество. Они пропали из его поля зрения за пару секунд. Келли не отводил от них взгляда более продолжительное время. Они не уехали в машине, и у них не было времени, чтобы успеть дойти до угла. Келли решил эту загадку прошлой ночью. Эти очень длинные кварталы, расположенных поблизости друг от друга домов, были выстроены не дураками. В середине квартала находилась арка, за которой открывался проход, чтобы люди могли попасть в соседний переулок, не тратя лишнего времени. Это и было отличным путем к бегству для Арчи и Джага. Занимаясь своим делом, они не удалялись от арки больше, чем на двадцать футов. В то же время они, казалось, никогда не смотрели в ее сторону. Келли убедился в этом, опершись плечом о надворную постройку, достаточно большую, чтобы вместить форт одной из первых моделей. Затем он наклонился, поднял пару пустых пивных банок, соединил их бечевкой и поставил на бетонном проходе, ведущем к арке. Теперь он был уверен, что никто не сможет приблизиться к нему с этой стороны, не наткнувшись на банки. Приняв эти меры предосторожности, он вошел в проход, стараясь двигаться без малейшего шума и одновременно доставая из-за пояса пистолет с глушителем. Ему нужно было пройти всего тридцать пять футов, но звуки в туннелях распространяются лучше, чем по телефону, и потому Келли внимательно смотрел под ноги, чтобы не натолкнуться на что-нибудь и не вызвать шум. Он обошел смятую газету и осколки разбитого стекла, приблизившись, наконец, к противоположному концу прохода. Вблизи они выглядели по-другому, почти как обычные люди. Арчи, опершись спиной о кирпичную стенку, курил сигарету. Джакхет тоже курил, сидя на бампере чьего-то автомобиля и смотрел вдоль улицы. Каждые десять секунд кончики их сигарет вспыхивали при затяжках, нарушая ночное зрение курящих. Келли видел их, но они не могли видеть его даже с десяти футов. Лучше не придумаешь. Не двигайся, прошептал Келли, обращаясь к одному Арчи. Дилер повернулся к нему. На его лице отразилось скорее раздражение, чем тревога, пока он не увидел пистолет с навинченным на конец ствола длинным цилиндром. Взгляд Арчи метнулся в сторону своего помощника, все еще смотревшего в противоположную сторону и напевавшего какую-то песенку в ожидании покупателя, которого больше у них не будет. Келли представился сам. Эй, произнес он шепотом, но на этот раз достаточно громким, чтобы его было слышно на фоне затихающего городского шума. Джакхет повернул голову и увидел пистолет, смотрящий прямо в лоб его хозяина. Он замер на месте даже без приказа. У Арчи были пистолет, деньги и почти все наркотики. Джак также заметил, что Келли жестом предложил ему приблизиться. Не зная, что ожидать дальше, он подошел. — Как бизнес сегодня? — спросил Келли. — Неплохо, — тихо ответил Арчи. — Что тебе нужно? — А ты как думаешь? — спросил Келли с улыбкой. — Ты полицейский? — поинтересовался Джакхет. — Какой глупый вопрос, — подумали остальные двое. — Нет, я не собираюсь никого арестовывать. Он показал рукой. — Оба в туннель, лицом вниз. — Быстро. Келли позволил им отойти футов на десять, достаточно далеко, чтобы никто не заметил их со стороны улицы, и одновременно не так далеко, чтобы они затерялись в темноте, и он не смог бы видеть их в свете уличных фонарей. Сначала Келли обыскал их в расчете найти оружие. У Арчи был ржавый револьвер тридцать второго калибра, который Келли положил в карман. Затем он размотал электрический провод и надежно связал руки обоих за спиной. После этого он перевернул их на спину. Что-то вы, парни, слишком уж послушные. Тебе лучше здесь больше не появляться, приятель, сообщил ему Арчи, еще не понимая, что его даже не ограбили. Джак кивнул и что-то пробормотал, соглашаясь с хозяином. Ответ озадачил обоих. Знаете, парни, мне нужна ваша помощь. Для чего? спросил Арчи. Ищу парня по имени Билли. У него красный плимут. Что? Поцелуй меня взад, ответил Арчи с отвращением в голосе. Прошу тебя ответить на мой вопрос, благоразумно посоветовал Келли. Уноси отсюда свой вонючий зад пока цел, язвительно предложил ему Арчи. Келли направил пистолет в сторону Джага и дважды выстрелил ему в голову. Его тело дернулось в судорогах приближающейся смерти. Брызнула кровь, на этот раз не попав на Келли, но она обрызгала лицо Арчи. И Келли увидел, что глаза дилера широко открылись от удивления и ужаса. Такого Арчи не ожидал. Впрочем, подумал Келли, Джаг это все равно не любил разговаривать, а время, затраченное на операцию, постоянно росло. Я ведь попросил тебя, правда? Боже, милосердный парень, прохрепел Арчи, зная, что его ждет неминуемая смерть. Стоит только попробовать поднять шум. Мне нужен Билли. Ездит на красном плимате и любит им похвастать. Он снабжает тебя наркотиками. Я хочу узнать, где его можно найти. Тихо произнес Келли. Если я скажу тебе об этом, получишь нового поставщика. Меня, сказал Келли. А если скажешь Билли, что я появлялся здесь, то повстречаешься со своим другом, добавил он, делая жест в сторону мертвого тела, еще теплого, вяло привалившегося к боку Арчи. В конце концов, нужно дать ему какую-то надежду, может быть, сказать полуправду, подумал Келли. Разве ты не понимаешь? Билли и его друзья связались не с теми, с кем следует, и мне поручили навести порядок. Мне жаль твоего друга, но было необходимо показать, что я не шучу. Арчи попытался говорить спокойно, однако это ему не совсем удалось, хотя он попытался ухватиться за протянутую соломинку. Послушай, приятель, я не имею, а я всегда могу обратиться к кому-нибудь другому. Келли многозначительно замолчал. Ты понимаешь, что я только что сказал? Арчи понял или подумал, что понял, и рассказал все, что знал. После этого и для него наступило время присоединиться к приятелю, лежащему рядом. Келли быстро обшарил карманы Арчи и обнаружил солидную пачку денег и множество маленьких конвертов с наркотиками. Все это перекочевало в карман его куртки, он осторожно перешагнул через тела и направился к переулку, оглянувшись назад и убедившись, что не вступил в лужу крови. А, впрочем, это не имело значения. Кроссовки Келли все равно выбросит. Он развязал бечевку, соединявшую пивные банки, и положил их на то самое место, где они лежали раньше. Затем он возобновил походку уличного пьяницы, направляясь обходным путем к своему автомобилю, точно следуя заранее обдуманным действиям. «Слава Богу», подумал он, снова направляясь на север, «сегодня можно будет принять душ и побриться». «Но как поступить с наркотиками?» «На этот вопрос ответит судьба». Автомобили начали подъезжать сразу после шести утра, что являлось вполне обычным для оживленной жизни военной базы. Их было пятнадцать. Все выглядели развалюхами, среди них не было ни одного выпущенного меньше трех лет назад. Необычным казалось лишь то, что хотя машины выглядели так, словно на них больше нельзя ездить, на самом деле они передвигались довольно исправно. Рабочие были исключительно морскими пехотинцами, которых возглавлял артиллерист-сержант морской пехоты, не имевший ни малейшего представления, для чего все это делается. Но это от него и не требовалось. Автомобили поставили на выделенном для их стоянки месте, как попало, не строгими военными рядами, а так, как их поставили бы настоящие рабочие. На работу потребовалось девяносто минут, после чего группа морских пехотинцев уехала. В восемь утра прибыла другая группа, которая привезла с собой манекены. Они были разных размеров и одеты в старую одежду. Манекены детского размера разместили в ящике с песком и на качелях. Те, что изображали взрослых, были расставлены в разных местах и стояли, удерживаемые в таком положении, привезенными вместе с ними металлическими стойками. По завершении работы уехала и эта группа морских пехотинцев. Ей предстояло возвращаться сюда дважды в день на протяжении неопределенного срока и передвигать манекены согласно инструкциям, написанным каким-то дураком офицером, которому больше нечем было заняться. В записках, представленных Келли, говорилось, что одной из самых утомительных и неприятных сторон операции Кингпин, поглощающей массу времени, была необходимость ежедневно возводить и затем убирать макет цели. Не он был первым, кто обратил на это внимание. Если советские разведывательные спутники заметят этот лагерь, они увидят несколько зданий, сооруженных с непонятными намерениями. Они также обратят внимание на игровую площадку для детей и самих детей вместе с родителями, припаркованные автомобили, причем все это будет переставляться каждый день. Подобная информация окажется более убедительной, чем очевидный факт. Этот парк отдыха находится на расстоянии полумили от ближайшей асфальтированной дороги и не видим с остальных точек самой военно-морской базы. Глава шестнадцатая Упражнения Райан и Дуглас стояли позади, давая возможность судебно-медицинским экспертам выполнить свою работу. Трупы были обнаружены чуть позже пяти утра. Полицейский Чак Монро проезжал в патрульной машине по улице и, заметив необычную тень в проходе за аркой, направил туда свет автомобильного прожектора. Темная фигура могла вполне казаться алкоголиком, напившимся до беспамятства и теперь отсыпающимся под сводом арки. Но яркий свет прожектора отразился от лужи красного цвета и залил стены розовым сиянием, которое полицейскому сразу показалось необычным. Монро остановил машину, заглянул в проход, а затем сообщил о своей находке в участок. Теперь полицейский стоял, опираясь о борт машины, курил сигарету и рассказывал в подробностях, как обнаружил трупы. Что для него было не таким ужасным и более обычным, чем для рядовых граждан. Он даже не побеспокоился вызывать скорую. Эти двое, совершенно очевидно, уже не нуждались в медицинской помощи. Как много крови, заметил Дуглас. это были лишь слова, чтобы заполнить тишину, пока в темноте сверкали блицы фотографа. Создавалось впечатление, что в одно место вылили две больших банки красной краски. — Время смерти, — спросил Райан у представителя коронера. — Не так уж давно, — ответил тот, поднимая руку. — Еще не наступило трупное оцепенение. — Несомненно, после полуночи, может быть, после двух часов ночи. Причина смерти не вызывала сомнений. Пулевые отверстия во лбу каждого из убитых отвечали на этот вопрос. — Монро, — подозвал к себе полицейского Райан. Молодой полицейский подошел к лейтенанту. — Что тебе известно об убитых? — Оба торговали наркотиками. Тот, что постарше и лежит справа, это Макео Доналд, уличная кличка Джуджу. Того, что лежит слева, я не знаю, но он работал вместе с Доналдом. — Молодец, парень. Нужен острый глаз, чтобы «Что-нибудь еще?» — спросил сержант Дуглас. Монро отрицательно покачал головой. — Нет, сэр, совершенно ничего. В нашем округе, между прочим, ночь прошла очень спокойно. Я проезжал через этот район не меньше четырех раз за смену и не видел ничего необычного. Торговцы наркотиками, как всегда, занимались своим делом. Подразумеваемый критики положения, которое все были вынуждены воспринимать как нормальное не прозвучало. В конце концов, сейчас утро понедельника, и это было плохо уже само по себе для всех. — Мы закончили, — сказал старший фотограф. Он и его партнер, стоявшие по другую сторону от трупов, отошли в сторону. Райан уже осматривал все вокруг. В проходе было довольно светло от проникающего с обеих сторон свет, и детектив еще усилил освещение с помощью большого электрического фонаря, луч которого пробегал по краям тротуара в поисках латунного отражения. — Ты не заметил гильз, Том? — спросил он Дугласа, занимавшегося тем же. — Нет. — Как ты думаешь, их застрелили вот отсюда? — Тела лежат так, как мы их застали. Безо всякой надобности заметил коронер и прибавил — Да, их определенно застрелили с этой стороны. Оба лежали, когда были произведены выстрелы. Дуглас и Райан не спешили, в третий раз осматривая каждый дюйм прохода. Тщательность была их главным профессиональным орудием. К тому же им некуда было спешить, времени у них было сколько угодно, или, по крайней мере, несколько часов, что означало то же самое. Место преступления было таким, что о нем можно было только мечтать. Никакой травы, где могли бы скрыться вещественные доказательства, никакой мебель. Всего лишь голый кирпичный коридор шириной меньше пяти футов. Это должно сберечь массу времени. Нет ничего, М, заметил Дуглас, заканчивая третий обход. Тогда стреляли, наверное, из револьвера. Такое заключение было разумным. Легкие гильзы двадцать второго калибра, выброшенные из автоматического пистолета, могли пролететь невероятно далеко и были настолько маленькими, что поиски их только сводили с ума. Редкий преступник собирал гильзы, а отыскать четыре крохотные гильзы двадцать второго калибра в темноте нет, это весьма маловероятно. Готов поспорить, что это был какой-то грабитель с дешевым револьвером, сказал Дуглас. Пожалуй. Оба детектива подошли к трупам и впервые присели на корточки, чтобы осмотреть их вблизи. Что-то незаметно пороховых ожогов, удивленно заметил сержант. В этих домах живет кто-нибудь? спросил Райан у Монра. Нет, сэр, оба заброшены, ответил полицейский, махнув рукой на дома, образующие узкий проход. Хотя почти все на другой стороне улицы заняты. Четыре выстрела ночью. Думаешь, кто-нибудь их услышал? Кирпичный туннель должен сфокусировать звуки выстрелов подобно линзам телескопа, а у револьвера 22-го калибра грохот выстрела резкий и громкий. Но, как часто происходят подобные случаи, и никто ничего не слышит. К тому же, судя по развитию событий в этом районе, проживающие здесь люди делятся на две категории. Тех, кто не смотрят, потому что им на все наплевать, и тех, кто не смотрят, потому что боятся получить случайную пулю. Двое полицейских обходят сейчас все дома и стучатся в каждую дверь лейтенант. Пока никаких результатов. А ведь хорошая стрельба, М. Дуглас указал карандашом, который держал в руке, на пулевые отверстия во лбу неопознанной жертвы. Они были на расстоянии меньше полудюйма одно от другого, над самой переносицей. И никаких пороховых ожогов. Убийца стоял, должно быть, в трех или четырех футах, не больше. Дуглас встал у ног трупов и вытянул руку. Было вполне естественно стрелять именно так, вытянув руку и целясь вниз. Не думаю. Может быть, мы просто не видим следов пороховых ожогов в том. Для этого нам и требуются судмед эксперты. Он имел в виду смуглую кожу жертв, да и свет здесь был не таким уж ярким. Если даже и была характерная татуировка от пороховых ожогов вокруг маленьких входных ран, ни один из детективов не видел ее. Дуглас снова опустился на корточки, чтобы взглянуть еще раз. Приятно слышать, что кто-то оценит нашу работу, заметил коронер, стоящий в десяти футах и ведущий собственные записи. Как бы то ни было, М, у нашего стрелка твердая рука. Его карандаш переместился к голове Макео Доналда. Два пулевых отверстия у него во лбу находились чуть выше, чем у другого трупа, зато еще ближе одно к другому. Но это необычно. Райан пожал плечами и начал осматривать тела убитых. Хотя он был старшим из двух детективов, лейтенант предпочитал сам вести осмотр, а Дуглас записывал. Ни у кого из убитых не было оружия, и хотя у обоих обнаружили бумажники и документы, на основании которых установили, что имя неизвестного Чарльз Баркер двадцати лет наличных денег было намного меньше, чем обычно бывает в карманах людей, занимающихся продажей наркотиков. Да и наркотики не удалось обнаружить. На одну минуту. Вот здесь что-то есть. Три бумажных пакетика с белым порошкообразным веществом. Райан говорил на профессиональном языке. Карманная мелочь, доллар семьдесят пять центов, зажигалка зиппо из неполированной стали дешевая, пачка сигарет Пэлмел в грудном кармане рубашки и еще один пергаментный конвертик с белым порошкообразным веществом. Нападение с целью забрать наркотики, констатировал Дуглас. Такое заявление не было слишком профессиональным, зато оказалось совершенно очевидным. Монро, слушай, сэр. Молодой полицейский так и не сумел отказаться от привычек морского пехотинца. После каждой фразы он добавляет «сэр», заметил Дуглас. «Наши друзья Баркер и Доналд опытные дилеры. Джуджу уже торговал наркотиками, когда я прибыл в полицейский участок, сэр. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь нападал на него». «На руках никаких следов борьбы», заметил Райан, перевернув трупы на спину. «Руки связаны электрическим проводом, медная проволока, изоляция белого цвета, торговая марка фирмы, не могу пока разглядеть ее, следов оказанного сопротивления не видно». «Кто-то прикончил Джуджу», воскликнул Марк Шарон, только что прибывший на место преступления. «Этот ублюдок фигурировал в моем расследовании». «Два выходных отверстия на затылке мистера Доналда», продолжал Райан, раздраженный этим вмешательством. «Наверное, мы найдем пули на дне этого озера», мрачно добавил он. «Нечего и думать о баллистике», проворчал Дуглас. «Такое было обычным явлением с пулями 22-го калибра. Начать с того, что сама пуля, сделанная из мягкого свинца, так легко деформировалась, что следы, остающиеся от внутренней нарезки ствола, почти всегда невозможно опознать. Во-вторых, пуля 22-го калибра обладала огромной пробивной силой, даже большей, чем у пули 45-го калибра, и часто разбивалась о какой-нибудь предмет позади тела жертвы. В данном случае это был бетон тротуара». «Ну-ка, расскажи мне о нем», приказал Райан. «Крупный уличный торговец с наркотиками, широкая клиентура», объяснил Шарон. «Ездит на хорошем красном кадиллаке, умный и изворотливый парень», добавил он. «Ну, все это в прошлом. Примерно шесть часов назад кто-то проделал пару дырок в его черепе». «Ограбление?» спросил Шарон. «Похоже на то», ответил Дуглас. «Практически мы не нашли у него ни денег, ни наркотиков. Тот, кто сделал это, настоящий профессионал. По крайней мере, на это указывает все, Эм. Не похоже на какого-то наркомана, которому просто повезло». «Я должен признать, что это все, чем мы располагаем, Том», заметил Райан, вставая. «По-видимому, стреляли из револьвера, но подобные группы страшно любят специальные для субботнего вечера». «Марк, тебе что-нибудь известно об опытном грабителе, работающем в этом районе?» «Только дуэт», пожал плечами Шарон, «но их оружие обрез охотничьего ружья». «Это убийство похоже на работу мафии. Убийца смотрит им прямо в глаза и бах!» Дуглас задумался о том, что сказал. «Нет, пожалуй, не совсем так, правда? Убийства организованной мафии почти никогда не бывают такими элегантными, преступники редко являются настоящими снайперами и почти всегда пользуются дешевым оружием». Ему с Райаном приходилось расследовать немало убийств, связанных с бандами, и характерным для них было то, что жертву обычно убивали выстрелом в затылок с очень близкого расстояния, о чем говорили все судебно-медицинские признаки. Или убийство осуществлялось настолько небрежно, что у жертвы находили дюжину ран, разбросанных по всей ее анатомии. А вот эти двое были убиты кем-то хорошо знающим свое дело. И число высококвалифицированных палачей мафии крайне ограничено. Но кто говорит, что расследование убийства является точной наукой? Настоящее преступление представляло собой сочетание рутинных действий с необычными. Судя потому, что исчезли деньги и наркотики, это простое ограбление. Но в то же время поражает то, как оно сделано. Или стреляющему удивительно повезло, причем дважды, или он искуснейший стрелок. А убийства, числящиеся за мафией, обычно не маскируют под что-нибудь другое, вроде ограбления. Эти убийства являются большей частью открытым публичным заявлением. Марк, ты ничего не слышал о войне между бандами? спросил Дуглас. Нет, никаких разговоров на этот счет, ничего похожего. Многие дилеры ссорятся из-за выгодных мест, но и тут все обычно. Все-таки поспрашивай, предложил лейтенант Райан. Обязательно можешь не сомневаться. Мои люди постараются все разнюхать. Это преступление нам не удастся раскрыть быстро. Скорее всего, не раскроем его никогда, подумал Райан. Ну, что ж, только по телевидению подобные убийства раскрываются в первые полчаса между рекламными паузами. Я могу теперь заняться ими? Да, конечно, кивнул Райан судебно-медицинскому эксперту. Его черный фургон стоял на готове, а день становился все жарче, мухи уже жужжали над трупами, привлеченные запахом крови. Лейтенант направился к своему автомобилю в сопровождении Тома Дугласа. Остальным займутся рядовые детективы. Да, кто-то умеет стрелять лучше меня, заметил Дуглас, когда машина повернула к центру города. Однажды его включили в состав команды департамента полиции для соревнований по стрельбе. Сейчас немало людей, владеющих этим искусством Том. Может быть, некоторые из них на службе у организованной преступности? Значит, профессиональное убийство? Давай пока будем называть это удачным, предложил Райан в качестве альтернативы. Дадим возможность Марку воспользоваться своей разведывательной службой. Это меня радует, фыркнул Дуглас. Келли проснулся в половине одиннадцатого, впервые за несколько дней наслаждаясь ощущением чистоты. Вернувшись в квартиру, он сразу принял душ, едва ли не опасаясь, что смытая грязь засорит канализацию. Теперь можно побриться, и это послужит компенсацией за недостаток сна. Перед завтраком, хотя вряд ли его так можно было назвать, Келли проехал полмили к местному парку и совершил тридцатиминутную пробежку. Затем вернулся домой, снова принял восхитительный душ и поел. Теперь следовало заняться делом. Вся одежда, которой он пользовался прошлой ночью, была уложена в коричневый бумажный пакет, брюки, рубашка, нижнее белье, носки и кроссовки. Ему было жаль расставаться с походной курткой. Ее размер и глубокие карманы оказались такими полезными. Но потом Келли решил, что купит другую, может быть, даже несколько. Он был уверен, что капли крови на него не попали, однако из-за темного цвета одежды не мог утверждать этого. К тому же на одежде наверняка имелись остатки, пусть микроскопические, частиц пороха. А сейчас он не мог рисковать. Несъеденная пища и кофейный осадок тоже оказались в пакете поверх одежды, и Келли отнес пакет к мусорному ящику жилого комплекса. Он даже подумал, а не стоит ли отнести пакет куда-то подальше. Но потом решил, что это только вызовет лишние проблемы. Кто-нибудь может увидеть его, заинтересоваться его действиями и тем, почему он выбрасывает пакет. Избавиться от четырех гильз 22-го калибра было просто. Во время пробежки он бросил их в решетку канализационного люка. В полуденных новостях сообщили о том, что найдены два тела, но ничего больше. Может быть, в газетах появится более подробный отчет об убитых. Оставалось сделать еще одно. — Привет, Сэм! — Здравствуй, Джон! — Ты в городе? — спросил Розен, находившийся в своем кабинете. — Да. Ты не будешь возражать, если я приеду на несколько минут, ну, скажем, часа в два? — Чем могу помочь? — поинтересовался Розен из-за письменного стола. — Мне нужны перчатки, — сказал Келли, поднимая вверх руку. — Похожие на те, которыми пользуешься ты, из тонкой резины. Сколько они стоят? Розен едва не спросил, зачем Келли перчатки, но тут же решил, что ему не нужно знать об этом. Но ведь они продаются по сотне пар в коробке. Мне не требуется так много. Хирург открыл дверцу шкафчика и бросил Келли с десяток пар в пластмассовых пакетах. Ты выглядишь удивительно респектабельно. И действительно, на этот раз Келли был в белой рубашке и синем костюме, который он называл про себя костюм Цейру. Розен впервые увидел на нем галстук. — Не надо шутить, доктор, — улыбнулся Келли. — Иногда мне приходится так одеваться. У меня даже появилось что-то вроде работы. — Что за работа? — Я стал, ну, скажем, консультантом, небрежно махнул рукой Келли. — Не могу сказать, каким, но на этой работе мне приходится выглядеть прилично. — Ты себя хорошо чувствуешь? — Да, сэр, весьма. Совершаю утром пробежки и все такое. — А как у тебя дела? — Без изменений. Больше занимаюсь бумагами, чем хирургическими операциями, но ведь на мне целое отделение. Сэм положил ладонь на кипу папок на столе. Он чувствовал себя обеспокоенным этим светским разговором. Ему казалось, что его друг что-то скрывает. И хотя он понимал, что Келли чем-то занят, не зная точно, чем именно, хирург находил в этом оправдание для своей совести. — Скажи, ты не мог бы оказать мне услугу. — Конечно, доктор. У Сэнди сломалась машина. Я собирался отвезти ее домой, но у меня совещание, которое продлится до четырех часов. Ее смена кончается в три. — Теперь она работает у вас только в дневную смену? — с улыбкой спросил Келли. — Иногда, когда не ведет занятия. Если Сэнди не возражает, я готов помочь. Ему пришлось ждать всего двадцать минут, которые он провел в кафетерии больницы, где решил немного перекусить. Сэнди О'Тул застала его там сразу после смены в три часа. — Теперь больничная пища нравится тебе больше? — спросила она. — Даже тут невозможно слишком уж испортить салат. Келли однако так и не смог понять интереса больницы к Желе. — Мне сказали, что у тебя сломалась машина. Она кивнула, и Келли увидел, почему Розен перевел ее на менее напряженную работу. Сэнди выглядела очень усталой, кожа на лице казалась вялой и пожелтевшей, а под глазами были отекшие темные круги. Что-то со стартером, наверное проводка. Сейчас она в ремонтной мастерской. Келли встал. — Экипаж мадам подан, провозгласил он. Эта шутка вызвала улыбку, но скорее вежливости, чем веселье. — Я никогда не видела тебя так хорошо одетым, сказала она по пути к площадке для стоянки автомобилей. — Не стоит обращать на это внимание. Я все еще могу валяться в грязи не хуже других. И снова его шутка повисла в воздухе. — Я не это имела... Успокойтесь, мадам, у вас был тяжелый день в больнице, а чувство юмора у вашего шофера сильно хромает. Сэнди остановилась и повернулась к нему. — Это не твоя вина, Джон. Просто плохая неделя. К нам привезли ребенка, пострадавшего во время автомобильной катастрофы. Доктор Розен сделал все, что мог, но травмы были слишком тяжелыми, и девочка умерла во время моей смены позавчера. — Иногда я ненавижу свою работу, — закончила она. — Понимаю тебя. Келли открыл дверцу и придержал ее, пока Сэнди садилась в машину. — Хочешь, я скажу тебе, в чем наша беда? — Трудно найти себе пару. Да и время нам выпало неудачное. Оно делает все бессмысленным. — Милый взгляд на вещи. И ты и так пытаешься подбодрить меня? Тут, как ни странно, она улыбнулась, однако не такой улыбкой, на которую надеялся Келли. — Мы все стараемся исправить что-то по мере сил Сэнди. Ты воюешь со своими драконами, я со своими, не думая, ответил Келли. — И много драконов тебе удалось прикончить? — Да парочку насадил на копье, механически произнес Келли, не сразу осознав, что говорит. Его удивило, как трудно стало следить за собой. Разговор сэнди располагал к откровенности. Потому и почувствовал себя лучше Джон. Мой отец был пожарным. Он умер, когда я воевал там. Во время пожара горел жилой дом. Он вошел в пылающее здание и нашел там двух детей, потерявших сознание от дыма. Отец вынес обоих из огня, но затем у него произошел сердечный приступ, и он тут же умер. Мне говорили, что он упал на землю уже мертвым. Это что-нибудь да значит, ответил Келли, вспоминая, что сказал ему адмирал Максуэл в санчасти авианосца Китти Хоук. Смерть должна иметь какой-то смысл, подобно смерти твоего отца. Ведь тебе приходилось убивать людей? спросила Сэнди. На войне это обычное явление, согласился Келли. Что это значит? Что это значит для тебя? Если ты ждешь вразумительного ответа, у меня его нет, но те, кого я убил, больше не смогут никому причинять боль. Нежный цветок уж точно относился к этой категории. Майор и его подручные больше не станут мучить деревенских старейшин и их семьи. Возможно, кто-то другой взялся за эту работу, а может быть и нет. Сэнди смотрела на проносящиеся мимо машины, пока Келли вел свой автомобиль на север по Бродвию. «А те, что убили Тома, тоже думали так, как ты? Может быть, и думали, но тут есть разница. Келли едва не сказал, что никогда не видел, чтобы кто-нибудь из его людей убивал не на войне, но теперь он не мог говорить этого, верно? Но если все верят этому, то в каком положении мы оказались? Ведь это и болезни не одно и то же. Нам приходится бороться против того, что наносит вред всем. У нас нет политики и нет лжи. Мы не убиваем людей. Вот почему я занимаюсь своей работой, Джон. Сэнди «Тридцать лет назад жил парень, которого звали Гитлер. Он получал удовольствие от того, что убивал людей вроде Сары и Сэма, лишь потому, что у них такие имена». Его нужно было прикончить и его прикончили, но чертовски поздно. «Разве это недостаточно убедительный урок?» — подумал Келли. «У нас хватает и своих проблем», напомнила ему Сэнди. «Это было очевидно, судя по тротуарам, мимо которых они проезжали, потому что больница Джонса Хопкинса находилась отнюдь не в лучшем районе города». «Я понимаю, это не хуже тебя. Разве ты забыла?» Ему показалось, что она съежилась прямо на глазах. «Извини меня, Джон. Я тоже чувствую себя виноват». Келли запнулся, подыскивая слова. «Да, есть разница. В мире много хороших людей. Полагаю, что большинство относятся к этой категории. Но есть и плохие. Нельзя рассчитывать на то, что они исчезнут, если их не замечать, так же, как нельзя рассчитывать на то, что они станут хорошими, потому что большинство плохих людей останутся такими навсегда. Поэтому кто-то должен защитить хороших людей от плохих. Этим я и занимался. Но что удерживает тебя от опасности превращения в одного из них?» Келли задумался над этим вопросом, сожалеяя, что Сэнди оказалась сейчас рядом с ним. Он не хотел слышать этого, не хотел разговора со своей совестью. На протяжении этих дней все было так ясно для него. Стоит решить, что у тебя есть враг, и дальнейшие действия заключаются всего лишь в применении своей подготовки и опыта. О таких вещах не думают. Трудно заглянуть себя в душу и убить свою совесть, правда? «У меня никогда не возникало такой проблемы», произнес он наконец, избегая прямого ответа. И в это мгновение он понял, в чем заключается разница. Сэнди и такие, как она, ведут борьбу против чего-то неодушевленного и ведут ее смело, рискуя собственным рассудком, сопротивляясь действиям сил, с причинами которых они не смогут бороться. Келли и такие, как он, воюют против людей. Они способны искать и даже устранять своих врагов. У одной стороны абсолютная чистота намерений, но отсутствует ощущение удовлетворенности от результатов своих действий, другая сторона получает такое удовлетворение, но только подвергаясь опасности стать слишком похожими на тех, против кого они воюют. Воин и целитель, параллельные войны, сходные цели, но зато какая разница в их действиях. Болезни тела и болезни самого человечества. Разве не интересно смотреть на это таким образом? Может быть, ответ на вопрос звучит так? «Мы воюем не против кого-то, а за». «А за что мы воюем во Вьетнаме?» Сэнди снова спросила Келли, поскольку задавала себе этот вопрос не меньше десяти раз в день с момента получения той страшной телеграммы. «Там погиб мой муж, и я все еще не понимаю, почему». Келли начал говорить и тут же замолчал. По сути дела невозможно ответить на такой вопрос. Невезение, неудачное решение командования, плохой расчет на различных уровнях боевых действий, являющийся результатом случайных событий, и вот тогда солдаты гибнут на далеком поле боя, и даже если ты находишься там, тебе далеко не всегда это понятно. К тому же Сэнди слышала, наверное, каждое оправдание из уст человека, смерть которого она оплакивала. Возможно, это и не должно иметь никакого смысла. Не исключено, что поиски подобного смысла вообще бесполезны и траты усилий. Но даже если это и правда, как можно жить, не скрывая ее от себя? Он все еще раздумывал над этим, сворачивая на улицу, где жила Сэнди «Твой дом нуждается в покраске», сказал ей Келли, довольный тем, что дом действительно нуждался в косметическом ремонте. Я знаю, но маляры мне не по карману, а сделать это самой нет времени. Сэнди, можно дать тебе совет? Какой? Вернись к обычной жизни. Мне жаль, что Том погиб, а ведь он погиб. Я тоже терял там друзей, а перед тобой целая жизнь. Усталость на ее лице надрывало сердце Келли. Ее глаза окинули его профессиональным взглядом, скрывающим все, о чем она думала или что чувствовала внутри, хотя уже то обстоятельство, что она заставила себя что-то скрывать от него, о чем ты говорила Келли? Что-то изменилось в тебе? Интересно, что и почему, подумала Сэнди. Он принял какое-то решение. Джон всегда был вежливым, почти забавным в своей чрезмерной неучтивости, но печаль, которую она видела, которая почти равнялась ее собственному глубокому горю, теперь исчезла. И на смену ей пришло что-то, в чем Сэнди не могла разобраться. Это было странно, потому что раньше он никогда не стремился отдалиться от нее, спрятаться внутри собственной скорлупы, и она не сомневалась в своей способности видеть Келли насквозь, несмотря на любую выбранную им маскировку. В этом она ошибалась или, может быть, просто не была знакома с правилами игры. Сэнди смотрела ему вслед, видела, как он вышел из машины, обогнул ее и открыл дверцу с той стороны, где сидела она. Мадам, он сделал жест в сторону дома. Почему ты такой любезный? Или доктор Розен, честное слово, Сэнди, он просто сказал, что тебя нужно подвезти. К тому же ты выглядишь ужасно усталой. Келли пошел рядом с ней к дому. Не понимаю, почему мне так нравится говорить с тобой, заметила она, подходя к ступенькам крыльца. Я что-то не заметил этого. Тебе это действительно нравится? Да, пожалуй, ответила Сэнди, почти улыбнувшись, но уже через секунду улыбка ее погасла. Джон, для меня это слишком скоро. И для меня тоже, Сэнди. Но разве слишком скоро быть друзьями? Она задумалась. Нет, для этого не слишком скоро. Поужинаем когда-нибудь. Помнишь, я уже спрашивал? Ты часто бываешь в городе? Теперь чаще. У меня появилась работа, но мне нужно кое-что сделать в Вашингтоне. Что именно? Так, ничего особенного. И хотя Сэнди почувствовала запах лжи, она, по-видимому, не имела своей целью причинить ей боль. Может быть, на следующей неделе? Я позвоню тебе. Я не знаком со здешними хорошими ресторанами. Я знакома. Отдохни как следует, посоветовал ей Келли. Он не попытался поцеловать ее на прощание или даже взять за руку. Всего лишь дружеская заботливая улыбка, прежде чем направиться к машине. Сэнди наблюдала, как Келли уехал, пытаясь угадать, что в нем такого, что отличает его от других. Она знала, что никогда не забудет выражение его лица там, в больнице. Но каким бы ни был его взгляд, Сэнди знала, что ей нечего бояться. Келли тихо ругался про себя, уезжая от ее дома. Теперь у него на руках снова были матерчатые перчатки, и он протирал ими все внутри машины. Да что, мог дотянуться. Нельзя было рисковать, принимая участие в подобных разговорах. О чем шла речь? Как, черт побери, он мог знать это? В поле все было гораздо проще. Ты опознал врага, или что того чаще, кто сказал тебе, что происходит, кто враг и где он находится. Подобной информацией часто оказывалась неверной, но она, по крайней позицию, с которой нужно начинать действовать. Однако в инструкциях по проведению операции никогда вообще-то не говорилось, каким образом она может изменить мир или закончить войну. Об этом ты прочтешь в газетах, информация, повторяемая репортерами, которым на все наплевать, полученная от офицеров, которые мало что знают, или от политиков, не потрудившихся выяснить это даже для себя. Инфраструктура и кадры были там любимыми словами. Но он преследовал людей, а не инфраструктуру. Что бы это слово не значило, черт побери, инфраструктура, это что-то неодушевленное, против чего ведет борьбу Сэнди, это не человек, совершивший гнусные поступки, за которым теперь охотятся, как за крупным опасным хищником, и каким образом все это применимо к тому, чем он занимается сейчас. Келли напомнил себе, что ему нужно взять под строгий контроль свои мысли, помнить, что он охотится за людьми точно так же, как он делал это раньше. Он не собирался изменять весь мир, просто хотел сделать чистым его маленький уголок. «У тебя еще не прошла боль, мой друг?» спросил Гришанов. «По-моему, у меня сломаны ребра». Закриас опустился на стул, явно испытывая острую боль и тяжело дыша. Это начинало беспокоить русского. Такая травма могла привести к воспалению легких, а воспаление легких могло убить человека в таком ослабленном физическом состоянии. Охранники проявили излишнее рвение, избивая американского офицера. И хотя это было сделано по просьбе Гришанова, он рассчитывал всего лишь на то, что они причинят боль американцу, не больше. Мертвый военнопленный не сможет сообщить русскому полковнику то, что он стремился узнать. «Я говорил с майором Вином, эти маленькие дикари заявляют, что у них нет лишних лекарств». Гришанов пожал плечами. «Это может вполне оказаться правдой». «Тебе действительно очень больно?» «Да, каждый раз, когда я делаю вдох», ответил Закариас, и было ясно, что он говорит правду. Его лицо казалось даже бледнее обычного. «Извини, Робин, но у меня только одно средство от боли», смущенно произнес Гришанов, протягивая фляжку. Американец покачал головой, и даже это, по-видимому, причиняло ему боль. «Нет, я не могу». Гришанов заговорил с разочарованием человека, пытающегося убедить друга. «Тогда ты поступаешь глупо, Робин, боль никому не приносит пользы, ни тебе, ни мне, ни твоему Богу. Пожалуйста, разреши помочь тебе хоть немного. Ну, пожалуйста, а?» «Я не должен», сказал себе Закариас, «поступать так, значит, нарушить заповедь. Его тело является храмом, который нужно поддерживать в чистоте, не допуская в него такие вещи». Но храм уже рухнул. Больше всего Закариас боялся внутреннего кровотечения. Сможет ли его тело исцелить себя? Должно. И при обстоятельствах, даже только приближающихся к нормальным, оно без труда осуществило бы это, но сейчас он понимал, что его физическое состояние ужасно. Травма спины так и не прошла. И вот теперь сломанные ребра. Боль стала его постоянным спутником. Она помешает сопротивляться при допросе, и потому ему придется отдать чему-то предпочтение. Религии или долгу противостоять вопросам. Теперь все вокруг казалось не таким ясным. Может быть, ослабив боль, он ускорит свое выздоровление и облегчит выполнение своего долга? Итак, как же ему поступить? Этот простой вопрос казался сейчас более запутанным, и его взгляд устремился на металлическую фляжку. Внутри нее скрывалось облегчение. Не такое уж большое, но все-таки облегчение. А ему требовалось облегчение, чтобы держать себя в руках. Гришанов отвинтил крышку. «Ты катаешься на лыжах, Робин?» Закариаса удивил этот вопрос. «Да, научился еще мальчишкой». «По равнине?» Американец покачал головой. «Нет, я катаюсь на горных лыжах». «Хороший снег на горах Уасыч. Я имею в виду для лыж». Робин улыбнулся, вспоминая. «Очень хороший Коля. Там у нас сухой снег. Пушистый, почти как очень мелкий песок. А это самый лучший снег. На, выпей». Он передал фляжку американцу. «Сделаю один глоток», подумал Закариас, «чтобы хоть чуть снять боль». Он отпил из фляжки. «Пусть она немного стихнет, тогда я смогу контролировать свои действия». Гришанов наблюдал за тем, как американец пил, увидел, как заслезились его глаза, надеясь, что тот не начнет кашлять, у него тогда может усилиться кровотечение. Это была хорошая водка, полученная им из посольского магазина в Ханое, единственный продукт, в котором его страна никогда не испытывала недостатка и которого всегда было достаточно в посольстве. «Лучший сорт бумажной водки, действительно приправленной старой бумагой любимой водки Гришанова. Американец вряд ли заметит это, да и сам он, по правде говоря, переставал замечать после третьего или четвертого стакана». «Ты хороший лыжник, Робин». Закариас почувствовал, как тепло охватывает все тело и расслабляет его. Боль уменьшилась, он даже почувствовал некоторый прилив сил. Если этому русскому хочется поговорить о катании на лыжах, ну что ж, это не причинит особого вреда, верно? «Я катался на самых крутых склонах, доступных только профессионалам», с удовольствием произнес Робин. «Начал еще ребенком. Помнится, мне было лет пять, когда отец впервые поставил меня на лыжи. Твой отец тоже был летчиком? Нет, адвокатом». покачал головой американец. «А вот мой отец профессор истории в Московском государственном университете. У нас есть дача, и зимой, когда я был маленьким, катался на лыжах в лесу. Мне так нравилась тишина. Все, что слышно, это шорох, лыж по снегу, и ничего больше. Подобно одеялу на всей земле ни малейшего шума одна тишина. Если встанешь рано, горы тоже бывают такими. Нужно выбрать хороший день, после того, как кончится снегопад, и почти нет ветра». Гришанов улыбнулся. «Вроде полетов, верно? Летишь в одноместном самолете, солнечный день, в небе отдельные белые облачка». Он наклонился вперед с хитрым выражением на лице. «Скажи мне, тебе приходило в голову на несколько минут выключить радио для того, чтобы остаться в одиночестве?» «Вам это разрешают?» спросил Закариас. Гришанов усмехнулся и покачал головой. «Нет, но я все равно так поступаю». «Молодец», отозвался Робин, улыбаясь собственным воспоминаниям. Он вспомнил про один послеполуденный полет, когда он летел с базы ВВС в Маунтинг-Хоум. Это было февральским днем 64-го. «Так, наверное, чувствует себя Бог, правда? Летишь один, можешь не замечать рева двигателя. Для меня же все постороннее шумы исчезают через несколько минут. И у тебя так же? Да, если твой шлем хорошо подогнан. Это и есть настоящая причина, по которой я люблю летать», солгал Гришанов. «Вся остальная чепуха, канцелярская работа, лекции, ремонтно-профилактические занятия — это цена, которую я плачу за полеты». Как это увлекательно лететь одному в синеве, подобно мальчишке, катающемуся на лыжах в лесу. Только еще лучше. В ясный солнечный день сверху открывается такая дивная панорама. Он снова вручил фляжку Закариасу. «Как ты думаешь, эти маленькие дикари способны понять такое?» «Вряд ли». На мгновение американец заколебался. «Ну, что ж, он уже выпил пару глотков, еще немного водки не причинит вреда, верно?» Закариас поднес фляжку к губам. «Я делаю вот так, Робин. Держу ручку управления самыми кончиками пальцев». Гришанов продемонстрировал это на винтовой крышке фляжки. Закрываю на мгновение глаза, и когда снова открываю их, мир вокруг уже изменился. Я больше не составная часть мира. Я что-то совсем другое, вроде ангела, например, шутливо заметил он, и тогда я овладеваю небом подобно тому, как овладеваю женщиной, хотя это не совсем похоже. По-моему, лучше всего чувствуешь себя в одиночестве». «Похоже, этот парень действительно понимает», подумал американец. «Он по-настоящему ощущает чувство летчика». «Ты говоришь как поэт». «Да, я люблю поэзию». «Мне не хватает таланта самому писать стихи, но это не мешает мне их читать, запоминать и чувствовать, что хочется поэту от его читателей». Тихо произнес Гришанов. «Действительно верит этому, следя за тем, как глаза американского летчика смотрят куда-то вдаль, становясь мечтательными». «Мы очень похожи, мой друг». «Так что же случилось с Джуджу?» спросил Такер. «Похоже на ограбление». «Но он стал слишком небрежным». «Это ведь один из твоих людей?» спросил Шарро. «Да, он продавал немалую долю моего товара». «Чья это работа?» «Они сидели в главном зале публичной библиотеки Инека Пратта, скрытые несколькими рядами стульев. Прямо-таки идеальное место. Здесь к ним трудно приблизиться незаметно и невозможно установить подслушивающую аппаратуру. И хотя тут было тихо, но имелось множество маленьких ниш». «Мы не знаем Генри. Райан и Дуглас были на месте убийства, и мне показалось, что они мало послушай, неужели на тебя так подействовало убийство одного уличного торговца? Ну, что-то вовсе нет, но это нанесло мне определенный ущерб. Еще никогда не убивали ни одного из моих людей. Неужели ты не понимаешь, Генри? Шарон перелеснул несколько страниц. Торговля наркотиками дело рисковое. Кому-то понадобилось немного наличных, может быть, и наркотики, чтобы быстро самому войти в дело. Ищи нового дилера продавать свой товар. Черт возьми, они так здорово взяли твоих ребят. Может быть, тебе удастся договориться с ними, а? У меня хватает своих людей. К тому же, это плохо повлияло бы на бизнес. Как убили моих парней? Очень профессионально. Каждый из них получил по две пули в лоб. Дуглас считает, что это дело рук мафии. Вот как. Повернулся к нему Такер. Шарон говорил, сидя спиной к Такеру. Генри, это не работа мафии. Ведь Тонни не пойдет на что-нибудь вроде этого, верно? Нет, пожалуй, но Эдди может пойти, подумал Такер. Мне нужно кое-что от тебя, продолжил Шарон. Что именно? Наведи меня на дилера. А что ты ожидал от меня? Сказать, кто выиграет второй заезд на скачках в Пимлика? Но ведь слишком много из уличных торговцев работает теперь на меня. Или ты забыл? Такер активно пользовался помощью Шарона, даже более чем активно, чтобы устранить главных соперников, но по мере того, как он укреплялся на рынке наркотиков, оставалось все меньше и меньше независимых дилеров, которых он мог сдать в полицию. Особенно это относилось к крупным поставщикам. Такер систематически выбирал людей, не желающих работать на него, и полиция делала все остальное, освобождая ему поле деятельности. Те немногие, кто остались, могут стать полезными союзниками вместо конкурентов, если только ему удастся договориться с ними. Ведь ты хочешь, Генри, чтобы я защищал тебя? В этом случае мне необходимо стоять во главе расследования, а чтобы все расследования находились под моим наблюдениям. Мне надо время от времени вылавливать крупную рыбу. Шарон вернул книгу на полку. Почему он обязан объяснять все это такому человеку? Когда? В начале будущей недели. Подыщи кого-нибудь покрупнее. Я хочу произвести сенсационный арест. Я сообщу тебе. Такер поставил взятую им книгу на полку и вышел из зала. Шарон остался еще на несколько минут, перебирая книги в поисках нужной. Наконец он нашел ее вместе с вложенным в середину конвертом. Лейтенант полиции не стал считать деньги. Он знал, что сумма правильно. Грир познакомил его с присутствующими. Мистер Кларк, это генерал Мартин Янг, а это Роберт Риттер. Келли пожал им руки. Генерал морской пехоты был летчиком, как Максуэл и подулски, отсутствовавшие сегодня. Он не имел представления о Риттере, но тот заговорил первым. Вы сделали превосходный анализ. Его язык не слишком профессионален, но вы обратили внимание на все основные вопросы. Сэр, разобраться в этом не так уж трудно. Наземная атака будет не очень сложной. У них в лагере не первоклассные солдаты, и даже те, что несут его охрану, смотрят внутрь лагеря, а не наружу. На каждой строжевой вышке, скажем, подвой солдат. Установленные там пулеметы направлены на бараке и понадобятся несколько секунд, чтобы развернуть их в противоположном направлении. Можно подобраться под прикрытием леса и подойти на дальность стрельбы гранатометом М-79. Келли показал рукой на плане. Вот казарма. В ней всего две двери, и я готов побиться об заклад, что там размещается меньше сорока солдат. Штурм начнется отсюда. Генерал Янг постучал пальцем по юго-западному углу лагеря. Совершенно верно, сэр. Для морского летчика генерал понимал обстановку удивительно быстро. Сложность заключается в том, чтобы доставить штурмовую группу как можно ближе к цели. Для этого понадобится использовать погодные условия, что не так сложно в это время года. Два вертолета, вооруженных обычными ракетами воздух-земля и крупнокалиберными пулеметами, чтобы залить огнем вот эти два здания. Спасательные вертолеты совершат посадку вот здесь. С момента начала стрельбы на все понадобится меньше пяти минут. Это наземная часть операции, остальное за летчиками. Значит, вы считаете, что ключом к успешному проведению операции является высадка штурмовой группы вплотную к НЕЦР. «Если вам нужен еще один Сонг-Тай, можно просто повторить прежний план и посадить вертолет прямо внутри лагеря, но я слышал, что масштабы планируемой операции должны быть небольшими». «Правильно», согласился Риттер, «это должна быть небольшая операция. Мы никогда не сможем получить разрешение на крупномасштабное вторжение». «Тогда понадобится штурмовая группа, намного меньше, чем в Сонг-Тай, и придется прибегнуть к другой тактике. Благоприятный аспект операции заключается в том, что на этот раз предстоит захватить маленький лагерь с малочисленной охраной и вывести из него немного военнопленных». «Зато отсутствует фактор надежности», нахмурившись, произнес генерал Янг. «Это верно. Риск увеличивается», согласно кивнул Келли. Штурмовая группа должна состоять из 25 человек. Их следует высадить вот в этой долине. Они вскарабкаются на этот холм, скрытно приблизятся к лагерю, уничтожат сторожевые вышки, взорвут ворот. Тут же прилетят вооруженные вертолеты и зальют огнем обе казармы, а штурмовая группа пробьется в это здание. Пока спасательные вертолеты эвакуируют военно-пленных и штурмовую группу, вооруженные вертолеты баражируют над лагерем. И затем мы все ныряем в долину и уносим ноги. Мистер Кларк, вы оптимист, заметил Грир, впервые напомнив Келли о его кодовом имени. Если генерал Янг узнает, что он всего лишь боцман, они никогда не заручатся его поддержкой. А Янг и без того так много сделал для них, ухлопав все средства, выделенные ему для строительства, на сооружение макета лагеря в натуральную величину в лесу, окружающему базу Куантика. Нам уже приходилось все это осуществлять раньше, адмирал. Кому поручим подбор членов штурмовой группы, спросил Риттер. Этим уже занимаются, заверил его Джеймс Грир. Риттер сел, глядя на аэрофотоснимки и планы. Он знал, что рискует своей карьерой, так же, как рискует карьерой Грир и все остальные. Однако у принятия хоть каких-нибудь мер была только одна альтернатива не предпринимать ничего. А если не предпринимать ничего, то, по крайней мере, один хороший человек, может быть, еще двадцать, никогда не вернутся домой. И тут же Риттер признался себе, что настоящая причина в ином, настоящая причина заключается в том, что другие люди приняли решение, что жизни этих двадцати не имеют значения, и эти другие люди могут снова его принять. Такой подход может со временем уничтожить ЦРУ. Станет трудно вербовать агентов, если весь мир узнает о том, что Америка не желает защищать тех, кто работал на нее. Соблюдение данного тобой слова — это не просто желание честно выполнять принятые на себя обязательства, это обеспечивает дальнейшее процветание. «Лучше всего взяться за подготовку еще до того, как мы сообщим о наших намерениях», сказал он. «Будет намного проще получить добро, если мы уже готовы к операции, дадим понять, что нам предоставилась уникальная возможность. При подготовке операции Кингпин уже была допущена такая ошибка. Операция настолько очевидно предполагала получение свободы действий, а это отнюдь не вызывалось необходимостью, что у многих возникли сомнения. В данном случае мы обращаемся за разрешением провести одноразовую операцию по спасению военно-пленных. Я могу обратиться к своим друзьям в Совете национальной безопасности. Не исключено, конечно, что нам откажут, но мы должны быть готовы приступить к операции, когда я буду разговаривать с ними. Боб, означает ли это, что ты на нашей стороне? спросил Грив. Риттер ответил не сразу. Да, означает. Нам нужен дополнительный фактор надежности, произнес генерал Янг, глядя на крупномасштабную карту и решая, как выбрать маршрут для вертолетов. Да, сэр, согласился Келли, кто-то должен попасть к лагерю заранее и убедиться во всем визуально. На столе по-прежнему лежали фотографии Робина Закриаса, одна сделанная в США, где он стоял в форме полковника ВВС, держа в руке фуражку с планками боевых наград на груди и серебряными крыльями летчика над ними, уверенно глядя в объектив в окружении всей семьи, и другая, на которой сутулый, исхудавший мужчина смотрел вверх, а сзади на него замахивался прикладом охранник. Черт возьми, подумал Келли, почему не принять участие в еще одном крестовом походе? Пожалуй, сделать это придется мне. Глава 17 Осложнение Арчи знал не так уж много, но оказалось, что для Келли этого достаточно. Все, в чем он теперь нуждался, это в нескольких часах сна. Он убедился, что следить за кем-то в автомобиле труднее, чем показывают по телевидению, и еще труднее, чем в тот раз в Новом Орлеане, когда Келли попробовал это впервые. Если он ехал за ним слишком близко, то рисковал быть замеченным, а если держался излишне далеко позади, мог потерять его из виду. Уличный транспорт еще больше усложнял наблюдение, грузовики заслоняли поле зрения. Когда следишь за нужным тебе автомобилем с расстояния в пол квартала, то, вполне естественно, приходится не обращать внимания на машины, едущие рядом, и эти машины, скоро убедился Келли могут проделывать самые невероятные маневры. И все-таки он благодарил судьбу за то, что у Билли был ярко красный плимут. Автомобиль такого бросающегося в глаза цвета легко заметить, и, несмотря на то, что его водитель любил проноситься через перекрестки и делать повороты с визгом резиновых покрышек, он все-таки не мог слишком уж часто нарушать правила уличного движения, не привлекая внимания полиции, а этого он опасался не в меньшей мере, чем сам Келли. Келли заметил красный плимут чуть позже семи вечера недалеко от бара, о котором сказал ему Арч. Кем бы ни был водитель автомобиля, он нисколько не разбирался в проблемах скрытности, и Келли это стало ясно при первом же взгляде на машину. На ней буквально не было ни пылинки, она выглядела только что вымытой и натертой до блеска, а из своего предыдущего столкновения с Билли Келли знал, что хозяин просто влюблен в свой автомобиль. Это открывало определенные возможности, и Келли обдумывал их, преследуя плимут, особенно не приближаясь к нему, и стараясь предугадать его маневры. Скоро ему стало ясно, что водитель, насколько это возможно, избегает главных улиц и знает все переулки как ласка свою нору. Это поставило Келли в сложное положение. В то же время у него было то преимущество, что он ехал в машине, на которую никто не обращал внимания, на улицах города было столько подержанных жуков, что появление еще одного осталось незамеченным. Спустя сорок минут поведение водителя плимута стало ясным для Келли. Автомобиль быстро свернул налево и остановился в конце квартала. Келли тут же сделал выбор и медленно продолжил путь. Приблизившись к плимуту, он увидел, как из машины вынырнула девушка с небольшой сумкой в руках. Она подошла к его старому знакомому Уизарду, который сейчас находился за несколько кварталов от своего привычного места. Келли не заметил, как произошла передача. Оба нырнули в подъезд дома и оставались вне видимости в течение одной-двух минут, пока девушка снова не появилась на улице. Но он к этому и не стремился. Проишедшее точно соответствовало тому, о чем рассказывала Пэм. Что еще лучше, он опознал Уизарда. Келли свернул налево и остановился у красного сигнала светофора. Теперь он знал две вещи, неизвестные ему ранее. В зеркале заднего обзора он увидел, что Плимут пересек улицу. Девушка пошла в том же направлении и исчезла из его поля зрения, когда вспыхнул зеленый свет. Келли повернул направо и затем снова направо, пока не увидел наконец, что Плимут направляется на юг с тремя пассажирами внутри. Раньше он не заметил мужчину, скорее всего мужчину, сидевшего согнувшись на заднем сиденье. Быстро темнело. Лучшее время дня для Келли. Он продолжал следовать за красным Плимутом, не включая габаритных огней как можно дольше, за что скоро был вознагражден. Увидел, как автомобиль остановился у кирпичного особняка на углу. Все трое пассажиров вышли из машины, закончив на сегодня развозить товар. Четыре дилера были обеспечены запасом наркотиков для вечерней торговли. Келли подождал несколько минут, поставив свой Volkswagen в двух кварталах перед Плимутом и вернулся обратно пешком, чтобы наблюдать за дальнейшим развитием событий. Он снова был одет, как уличный бродяга. Архитектура здешних домов облегчила его задачу. У каждого дома на противоположной стороне улицы к входной двери вели мраморные ступени, большие прямоугольные каменные плиты, содействующие укрытию. Оставалось только сесть на тротуар, откинувшись на нижнюю ступеньку, и увидеть его сзади было невозможно. Он выбрал подходящее крыльцо вблизи, но не слишком близко, от исправного уличного фонаря, скрывшись в тени. Да и кто станет обращать внимание на уличного бродягу? Келли развалился в якобы пьяном забытье. Он видел, что так сидят пьяные, и время от времени подносил к рту бутылку, скрытую в бумажном пакете, делая вид, что пьет из нее. Все это время он не сводил глаз с углового особняка. Шли часы. Группа крови ноль, резус положительный, группа крови ноль, резус отрицательный и группа крови А.Б. Резус тоже отрицательный. Вспомнил он фразу из отчета патологоанатома. Семенная жидкость внутри ПЭМ относилась к этим типам крови, и он подумал, сидя в пятидесяти ярдах от особняка, какая же группа крови убили. По улице проезжали автомобили, по тротуару шли люди, человека три, мельком взглянули на него, но увидели всего лишь спящего бродягу. Келли полулежал с закрытыми глазами, притворяясь спящим, но все время поглядывая уголком глаза на особняк, напряженно прислушиваясь к звукам возможной опасности, чувствуя, как проходит время. На тротуаре ярдах в двадцати позади него расположился дилер, торгующий наркотиками, и Келли в первый раз услышал голос продавца героина, расхваливающего свой товар и торгующегося о цене, и различил голоса покупателей. Келли всегда обладал исключительно острым слухом, это не раз спасало ему жизнь, и услышанное им также представляло собой ценную информацию, которую обдумывал и анализировал его мозг, пока глаза то и дело поглядывали на угловой дом. Однажды к нему подошла бродячая собака, обнюхала его с любопытством и дружелюбием, и Келли не отогнал ее. Это было бы не похоже на уличного бродягу, если бы на месте собаки оказалась крыса, все могло бы случиться по-другому, подумал Келли, а ему важно было сохранить достоверность образа. Что представлял собой раньше этот район, пытался он представить себе. Дома на его стороне улицы были самыми обычными кирпичными жилыми зданиями, вытянувшимися вглубь с узкими фасадами. На противоположной стороне располагались более впечатляющие строения, их фасады были в полтора раза шире. Возможно, по этой улице на рубеже двух веков проходила граница между домами рабочих и особняками более зажиточных представителей среднего класса. Не исключено, что угловой особняк принадлежал торговцу или капитану океанского прохода. Может быть, по уикендам там раздавались звуки пианино, на котором играла дочь хозяина дома, обучающаяся в консерватории Пибоди. Но потом все они переселились в те места, где была зелень, и этот дом тоже выглядел теперь заброшенным коричневый трехэтажный призрак ушедшего времени. Его удивило, какие здесь широкие улицы. Может быть, потому что они были проложены для экипажей и пролеток с запряженными в них лошадьми? Келли потряс головой, отгоняя эту мысль. Она не относилась к делу. Следовало сосредоточиться на том, что связано с предстоящей операцией. Через четыре часа, наконец, они вышли из особняка. Мужчины впереди, девушка за ними. Она была меньше Пэм ростом и не такая стройная. Келли рискнул приподнять голову и посмотреть на Билли, который решил он сел за руль. Вообще-то не слишком впечатляющая личность. Ростом, похоже, пять футов девять дюймов, худой, фунтов ста пятидесяти. Что-то сверкало на его кисти, часы или браслет. Двигался он быстро и с высокомерием. Второй выглядел выше и коренастее, но, судя по тому, как он шел вслед за Билли, это явно был его подчиненный. Келли заметил, что девушка следовала за ними еще покорнее, опустив голову. Ее блузка, ну, если это блузка, была застегнута наглухо. Она так и села в машину, не подняв головы, чтобы оглянуться по сторонам или проявить хоть какой-нибудь интерес к окружающему миру. Движения девушки казались замедленными и плохо координированными, по-видимому, из-за наркотиков, но не только из-за них. В ней было заметно что-то еще. Келли не сразу понял, что именно, но это напоминало ему о чем-то. Пожалуй, какое-то безразличие. Не ленивые движения, нет, а нечто другое. Келли мигнул несколько раз, напрягая память, и, наконец, вспомнил, где видел это раньше, в той деревушке, во время операции нежный цветок, когда жители шли к месту сбора, куда их сгоняли солдаты. Покорность, автоматические движения, словно живые роботы под контролем того майора и его солдат. Вот так пошли бы они и к своей смерти. Так же двигалась и девушка, и она пошла бы так же. Значит, все это правда, подумал Келли. Они действительно используют девушек в качестве посыльных, помимо всего остального. Пока он наблюдал за ними, машина тронулась с места. Манера вождения Билли соответствовала уличному названию автомобиля «Спринтер». Он резко рванул с места, проехал несколько футов, затем свизгом по крышек повернул налево, проносясь через перекресток и исчез из поля зрения Келли. Итак, Билли, пять футов девять дюймов, худой, на руке часы или браслет, высокомерное лицо. Келли знал, что сумеет всегда опознать его и по лицу, и по цвету волос. Он не забудет этого. Второго мужчину он тоже запомнил, того, что без имени, с одной судьбой, причем гораздо более жестокой, чем предполагал ее владелец. Келли взглянул на карманные часы без двадцати два. Чем они там занимались? Затем он вспомнил и другое, о чем рассказывала ему Пэм. По-видимому, небольшая вечеринка. Эта девушка, кем бы она ни была, наверное, тоже имеет сейчас внутри себя семенную жидкость мужчин с группами крови и резусом ноль плюс, ноль минус или АБ. Однако Келли не мог спасти весь мир, и лучший способ спасти ее никак не связан с прямой попыткой освобождения. Он немного расслабился, выжидая, потому что ему не хотелось, чтобы его передвижения были как-то связаны с чем-либо в случае, если кто-нибудь увидит его, может быть, даже наблюдает за ним. В некоторых из этих домов все еще горел свет, поэтому Келли оставался на месте еще минут тридцать, терпеливо перенося жажду и боль в онемевших ногах, прежде чем встал и волоча ноги направился к углу. Сегодня вечером он был особенно осторожен и особенно внимателен. Наступила очередь заняться второй фазой работы, время продолжить свои усилия, направленные на отвлекающий маневр. Сейчас он двигался главным образом по узким переулкам, медленно, пошатываясь из стороны в сторону и описывая извилистую линию, напоминающую змею. Прежде чем вернуться на улице, он задержался на несколько секунд, чтобы надеть тонкие хирургические перчатки. Время шло, и Келли миновал нескольких торговцев наркотиками вместе с их помощниками, выбирая подходящую цель. Его маршрут был тем, что он называл угловым поиском. Он состоял из серии поворотов на 90 градусов, совершаемых в районе, центром которого являлось, по сути дела, место, где Келли оставил свой фольксвай. Как всегда, ему приходилось вести себя очень осторожно, но он был неизвестным охотником, и животные, за которыми он охотился, не имели представления о том, кем были они, считая себя хищниками. Ну что ж, они имели право на такие иллюзии. Было уже почти три, когда он отыскал его одиночка, так привык называть их Келли. У этого дилера не было помощника. Может быть, он являлся новичком в этом деле и все еще осваивал профессию. Он не был старым или, по крайней мере, не казался таким с расстояния в сорок ярдов. Он стоял, считая выручку от вечерней торговли. На его правом бедре оттопыривалась куртка, без сомнения там был револьвер, но он смотрел дулом вниз. Было заметно, что человек этот испытывал определенные напряжения, словно был на стороже. Услышав шаги Келли, он поднял голову, повернулся и быстро взглянул на него, но тут же вернулся к прежнему занятию, не принимая во внимание приближающуюся фигуру, хотя дистанция между ним и Келли сокращалась. Днем перед выходом на операцию Келли заставил себя съездить на яхту, воспользовавшись для этого скаутом. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь в порту узнал, что у него есть и другой автомобиль, и забрал кое-что. Приближаясь к юниору, у каждого человека должно быть имя, на какое бы короткое время оно ни присваивалось, Келли переложил бутылку из правой руки в левую, затем правая рука выдернула чеку из кончика громовой палки, которая висела на петле с левой стороны под заново купленной походной курткой. Громовая палка представляла собой простой металлический стержень 18 дюймов в длину с навинченным на его конец цилиндром и чекой, висящей на короткой тонкой цепочке. Приближаясь к юниору, Келли снял палку правой рукой с петли. Дилер снова повернул к нему голову с очевидным раздражением. По-видимому, у него возникли трудности со счетом, и теперь он раскладывал банкноты по их достоинству. Наверное, приближение к Келли отвлекло его, а может быть, он просто был малограмотным, что казалось более вероятным. Келли споткнулся и упал на тротуар, опустив голову и стараясь выглядеть побезобиднее. Вставая, он бросил взгляд назад. На расстоянии более сотни ярдов не было ни души, а огни проезжающих машин, заметил он, были красными, значит, все ехали от него. Подняв голову, Келли не увидел перед собой никого, кроме юниора, заканчивающего свою ночную работу и готового отправиться домой, чтобы выпить перед сном или заняться еще чем-нибудь. Расстояние между ними сократилось до десяти футов, и дилер по-прежнему не обращал на него никакого внимания, словно Келли был бродячей собакой. За мгновение до удара его охватило радостное возбуждение. Ты уже знаешь, что все у тебя пройдет удачно, и тебя охватывает чувство взволнованного удовлетворения. Когда враг находится в зоне поражения, еще не подозревая, что его время подошло к концу, в это мгновение ты чувствуешь, как кровь пульсирует у тебя в теле, когда одному тебе известно, что ночная тишина сейчас будет нарушена, и ты испытываешь удивительное ощущение власти над жертвой. Правая рука Келли начала высовываться из-под куртки, он сделал еще один шаг, все еще двигаясь не к цели, а явно стараясь обойти дилера, и взгляд преступника снова метнулся в его сторону. В глазах торговца не было страха, в них отсутствовало даже раздражение, он не попытался, разумеется, отойти в сторону. Это люди должны обходить его, а не наоборот. Для него Келли был всего лишь посторонним предметом, находящимся на улице, представлял ничуть не больше интерес, чем масляное пятно на асфальте. На флоте это называется ТНС, точкой наибольшего сближения, самое короткое расстояние до другого корабля или фиксированной точки на берегу. На расстоянии полушага от дилера Келли выдернул громовую палку из-под куртки, мгновенно повернулся на левой ноге и ткнул стержнем, который держал в вытянутой правой руке, словно наносил удар подкрепленной массой всех 195 фунтов своего тела. Металлический цилиндр на конце уперся в грудь дилера, сила удара и инерция тела Келли отбросили цилиндр назад, капсюль находящегося внутри него охотничьего патрона наткнулся на закрепленный боек и произошел выстрел. В это мгновение выходное отверстие цилиндра упиралось в грудь юниора. Звук выстрела был не громче шлепка картонной коробки, упавшей на деревянный пол. Ничуть не громче. Он совсем не походил на выстрел, потому что пороховые газы устремились вслед за дробовым зарядом внутрь тела торговца. Легкий заряд, латунная гильза была начинена мелкой дробью, которая применяется при стендовой стрельбе или для голубиной охоты, с расстояния больше пятнадцати ярдов всего лишь ранил бы человека, но при контактном выстреле его эффект оказался таким же, как если бы в дилера выстрелили из крупнокалиберной винтовки, предназначенной для охоты на слонов. Потрясающая мощь выстрела вытеснила воздух из его легких, послышался удивительно громкий выдох, заставивший юниора словно в изумлении широко открыть рот. Он действительно был изумлен. Его глаза заглянули в глаза Келли, он все еще был жив, хотя сердце его лопнуло подобно детскому воздушному шарику, а нижняя половина легких превратилась в мясной фарш. выходное отверстие отсутствовало, поскольку цилиндр и патрон в нем находились в прямом контакте с телом, энергия выстрела и заряд дроби остались внутри продавца наркотиков. В течение секунды он продолжал стоять, однако Келли это мгновение показалось часом. Затем тело рухнуло прямо вниз, подобно взорванному зданию, раздался странный глубокий выдох. Это в результате падения воздух и пороховые газы вытеснило через входное отверстие. Отвратительный запах едкого дыма и крови распространился вокруг, свидетельствуя о прерванной жизни. Глаза юниора все еще оставались открытыми и смотрели на Келли, словно задавая вопрос, который остался непроизнесенным и не получил ответа. Рот был приоткрыт, губы дрожали, пока тело не замерло окончательно. Келли забрал деньги из мертвой руки, продолжавший цепко сжимать их, и пошел дальше по улице. Его глаза и уши искали угрожающую опасность и не находили ничего. Подойдя к углу квартала, Келли свернул к сточной конаме и сполоснул в ней цилиндр громовой палки, смывая возможные следы крови. Затем он повернулся и все еще неровной пьяной походкой направился на юг к своей машине. Спустя сорок минут он был дома, богаче на восемьсот сорок долларов и беднее на один охотничий патрон. — Так кто это такой? — спросил Райан. — Вы не поверите, бандана, — ответил одетый в форму полицейский. Он был опытным патрульным, белым, тридцати двух лет, продавец героина, вернее, был продавцом. Глаза убитого все еще смотрели на окружающий мир, что не так уж часто бывает у жертв нападения, но смерть была для него неожиданной и мгновенной, хотя тело казалось поразительно опрятным. В нижней части груди виднелось входное отверстие диаметром в три четверти дюйма, окруженное черным кольцом, похожим на бублик, шириной примерно в одну восьмую дюйма. Кольцо было результатом пороховых газов, а рана без сомнения нанесена выстрелом из ружья двенадцатого калибра. За наружной тканью зияла пустота, все внутренние органы были уничтожены или просто опустились вниз. Впервые в жизни Эммет Райан смотрел внутрь тела, словно это даже было не тело, а всего лишь манекен. Причиной смерти заметил коронер с иронией, недовольный тем, что его вызвали на место преступления ранним утром, является полное исчезновение сердца. Чтобы отыскать его мышечную ткань, нам понадобится микроскоп. Бифштекс по-татарски, добавил он, качая головой. Очевидная контактная рана. Убийца, по-видимому, прижал к его груди дуло ружья и спустил курок. Господи, он даже не кашлянул кровью, заметил Дуглас. Отсутствие выходного отверстия явилось причиной того, что на тротуаре не было крови, и издалека бандана казался просто спящим, если не видеть его широко открытых безжизненных глаз. У него отсутствует диафрагма, объяснил судебно-медицинский эксперт, указывая на входное отверстие. Брюшная диафрагма расположена чуть ниже. При вскрытии мы, наверное, обнаружим, что уничтожена вся система дыхания. В жизни не видел такого аккуратного убийства. Он работал на своей должности в течение шестнадцать лет. — Нам понадобится масса фотографий. Этот случай будет описан в учебнике. — Он был опытным дилером? — спросил Райан у полицейского. — Достаточно опытным, чтобы не подпустить так близко постороннего. Лейтенант наклонился к трупу и ощупал правое бедро жертвы. Револьвер все еще на месте. По-видимому, это был кто-то, кого он знал, произнес Дуглас, выражая свои мысли вслух. — Хорошо знал, и потому подпустил к себе так близко. В этом можно не сомневаться. Охотничье ружье трудно спрятать под одеждой, даже обрез. Неужели он ничего не заподозрил? Райан отошел назад, предоставив возможность судмедэксперту заняться своим делом. У него чистые руки, никаких следов борьбы. Стрелявший подошел вплотную, и наш приятель даже не встревожился. Дуглас сделал паузу. Черт побери, но ведь выстрел из охотничьего ружья очень громкий. Неужели никто ничего не слышал? — Время смерти пока могу только сказать, что это произошло часа в два или три, заметил судмедэксперт, потому что и на этот раз еще не наступило трупное окчинение. — Ночью на улице совсем тихо, — продолжал Дуглас. — Выстрел из охотничьего ружья слышен чертовски далеко. Райан взглянул на карманы брюк, снова не видно, чтобы они оттопыривались от денег. Он огляделся вокруг. Из-за полицейского ограждения за ними наблюдало человек пятнадцать. Уличные развлечения находятся там, где что-нибудь происходит, и на лицах зрителей было такое же бесстрастно клиническое выражение, как и на лице судебно-медицинского эксперта. — Может быть, это тоже дело рук дуэта? — спросил Райан, ни к кому не обращаясь. — Нет, тут же произнес врач, он убит из одноствольного оружия. Двустволка оставила бы следы порохового ожога слева или справа от входного отверстия, да и сам ожог выглядел бы по-другому. При стрельбе из ружья двенадцатого калибра с такого расстояния требуется только один выстрел. Короче говоря, его убили из одноствольного ружья. — Аминь, заключил Дуглас. Кто-то занимается божьим промыслом. Три торговца наркотиками убиты за два дня. Если это будет продолжаться, Марк Шарон может остаться без работы. Том поморщился Райан только не сегодня. — Еще одна папка, подумал он, еще одно ограбление торговца наркотиками, осуществленное в высшей степени эффективно, но не тем же парнем, который убил Джуджу. Другой метод действий. Снова душ, снова выбритое лицо, снова пробежка в парке Чинкуапин, во время которой он мог обдумать свои дела. Теперь его облик и местонахождение соответствовали внешнему виду машины. Операция идет в соответствии с планом, подумал Келли, поворачивая направо на Бельведер стрит и, пересекая улицу, перед тем, как бежать обратно, завершая третий круг. Это приятный парк. Плохо оборудована игровая площадка для детей, зато они могут бегать и играть, как им заблагорассудец, как и поступали многие из них под надзором нескольких соседских матерей, сидящих с книгами у колясок со спящими младенцами. Они тоже скоро вырастут и тоже будут наслаждаться травой и открытым пространством. Поблизости шла игра в бейсбол с явно недостаточным числом игроков. Отбитый мяч пролетел мимо бейсбольной рукавицы девятилетнего игрока и упал рядом с тропинкой, по которой бежал Келли. Он подхватил мяч и бросил его обратно мальчику. На этот раз маленький бейсболист поймал мяч и крикнул «Спасибо!» Мальчонка помоложе бросал летающую тарелку, не слишком умело, и едва не наткнулся на Келли, которому пришлось предпринять маневр уклонения. Мать ребенка смущенно посмотрела на него. Келли улыбнулся и дружелюбно махнул рукой. «Вот такой и должна быть жизнь», сказал он себе, мало отличающаяся от его собственных детских лет в Индианаполь отец на работе, мать с детьми. Трудно одновременно быть хорошей матерью и работать, особенно, когда дети еще маленькие, или, по крайней мере, надо, чтобы матери, которым приходится работать или которые хотят работать, могли оставить детей под присмотром знакомой, не сомневаясь в том, что малыши будут находиться в безопасности, проведут лето среди зелени, под открытым небом в играх и развлечениях. И все-таки общество привыкло признавать, что для многих семей это неосуществимо. Вот этот район резко отличался от того, где он проводил операции, и привилегии, которым радовались здешние ребятишки, совсем не должны быть привилегиями, потому что как может ребенок вырасти и стать нормальным человеком без жизни в подобном окружении? Это опасные мысли, сказал себе Келли. Логическим выводом будет желание попытаться изменить весь мир, а это выходило за пределы его возможностей, подумал он, заканчивая трехмильную пробежку с приятным ощущением в своем потном и усталом теле. Он перешел на шаг, чтобы немного остыть, прежде чем возвратиться на машине к себе на квартиру. Со стороны детской площадки доносился смех, виск, сердитые возгласы, обманщик за какое-то нарушение правил, не совсем понятных обоим игрокам, и препирательство по поводу того, кто выбыл и кто вступил в какой-то другой игре. Келли сел в машину и захлопнул дверцу, оставив позади эти звуки. Разве он сам не обманывал? Он нарушал правила, которые отлично понимал, и все-таки нарушал их ради торжества справедливости или того, что он называл справедливостью в душе. Месть спросил себя Келли, пересекая улицу. Вид желантия было следующим словом, само собой пришедшим ему в голову. Да, это слово мне нравится больше, подумал он. Оно происходит от виджелес, римского названия тех, кто стоит на страже. По ночам виджели на городских улицах следили главным образом за возникновением пожаров, если он правильно припоминал латынь, которую ему преподавали в средней школе святого Игнатия, но поскольку они были римлянами, то, по-видимому, носили мечи. Интересно, были ли улицы Рима безопасными? Безопаснее улиц этого города? Может быть, даже наверно. Римское правосудие было суровым, не слишком приятно умирать распятым на кресте, а за некоторые преступления, такие как убийство собственного отца, наказанием в соответствии с законом служила смерть в холщовом мешке, куда преступника сажали вместе с собакой, петухом и каким-нибудь другим животным, после чего мешок бросали в тибр, но не для того, чтобы утопить. Смерть наступала, когда виновного разрывали на части обезумевшие животные, пытающиеся вырваться из завязанного мешка. Может быть, он является прямым потомком тех времен? Одним из Виджили, подумал Кель, стоит на страже по ночам. От этого предположения он почувствовал себя лучше, чем от сознания, что он нарушает закон. К тому же Виджиланти в книгах по американской истории очень резко отличаются от их изображения в прессе. До организации настоящих департаментов полиции рядовые граждане патрулировали улицы. Охраняя свой мир, они вершили жестокий и незамедлительный суд. Так, как делает это он сейчас. Нет, пожалуй, не совсем так, признал Кель, ставя машину у дома. Что, если это все-таки месть? Через десять минут еще один пластиковый мешок, наполненный комплектом выброшенной Келли одежды, оказался в мусорном баке, и он с наслаждением принял душ перед тем, как позвонить по телефону. Дежурная медсестра Отул слушает. Сэнди, это Джон. Твоя смена по-прежнему заканчивается в три? У тебя прямо-таки удивительное чувство времени, сказала она, чуть улыбаясь ему из-за своего стола. Чертова машина снова сломалась, а такси стоит слишком дорого, подумала она про себя. Хочешь, я взгляну на нее, предложил Кель. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь исправил ее наконец. «Не могу ничего обещать», услышала Сэнди его голос, «но у меня дешевые расценки». «Насколько дешевые?» спросила она, заранее зная ответ. «Можно пригласить тебя поужинать вместе? Ты даже сама выберешь ресторан». «Да, хорошо, но это все еще слишком рано для нас обоих, я знаю. Твое целомудрие не подвергнется опасности, честное слово». Она не могла удержаться от смеха. Как странно, когда такой огромный мужчина держится настолько робко, и тем не менее она знала, что может положиться на него, и уже так устала от приготовления ужина для одной себя, чувствуя вокруг мучительное одиночество. Рано или нет, но иногда ей так хотелось, чтобы кто-то был рядом. «В четверть четвертого», сказала она, у главного входа. «Я даже надену браслет, выдаваемый пациентом». «Ну, хорошо, хорошо». Снова взрыв смеха, озадачивший другую медсестру, что проходило мимо с подносом, уставленным медикаментами. «Я ведь уже сказала тебе «да», верно?» «Совершенно верно, мадам». «Я не опоздаю», засмеялся в ответ Келли и повесил трубку. «Как все-таки хорошо встретить другого человека», сказал он себе, направляясь к выходу. «Сначала Келли зашел в обувной магазин и купил там пару черных ботинок с высоким верхом одиннадцатого размера. После этого он побывал еще в четырех обувных магазинах и сделал аналогичные покупки, стараясь найти обувь, произведенную разными фирмами, и все-таки у него оказались две одинаковые пары. С такой же проблемой Келли столкнулся при покупке походных курток. Подобная одежда выпускалась только двумя фирмами, и в результате он стал обладателем четырех курток, по две из каждой, и тут же обнаружил, что они отличаются только ярлыками на внутренней части воротника. Оказалось, задуманное им разнообразие в камуфляже осуществить гораздо труднее, чем он предполагал, но Келли все-таки ощущал необходимость придерживаться определенного плана. Вернувшись в свою квартиру, он упрямо думал о ней, как о своем доме, хотя таковым она, разумеется, не являлась. Келли отпорол ярлыки со всех покупок и спустился в прачечную, что помещалось в подвале здания. Там он бросил куртки, в стиральную машину вместе с остальной, одеждой темного цвета, купленной им на распродаже, добавил побольше хлорной извести и поставил регулятор температуры воды на верхний предел. Теперь у него осталось всего три комплекта одежды, и он понял, что придется снова отправиться за покупками. При этой мысли Келли поморщился. Опять распродажи, которые казались ему такими скучными, особенно теперь, когда он втянулся в проведение операций. Подобно большинству мужчин, Келли ненавидел хождение по магазинам, а сейчас тем более, поскольку в силу необходимости этим приходилось заниматься постоянно. Вдобавок он начал уставать как от частого недосыпания, так и от неослабевающего напряжения. Разумеется, ничего рутинного в его действиях не было, они по-прежнему оставались опасными. Хотя он стал привыкать к проведению ночных операций, привыкнуть к опасности, оказалось невозможным, и напряжение нарастало. Отчасти это было хорошо. Келли ко всему относился с исключительной осторожностью, но крайнее напряжение способно понемногу измотать любого. Чрезмерная частота сердечных сокращений и рост кровяного давления в конечном счете приводит к усталости. Он старался противопоставить такому напряжению физические упражнения, но его организм требовал сна. Короче говоря, проводимые им операции мало отличались от операций во вьетнамских джунглях, когда он действовал в составе третьей группы войск специального назначения. Но теперь он был старше, не мог положиться на поддержку товарищей, способных разделить с ним стрессы и помочь расслабиться в короткие часы отдых. Все это начинало постепенно сказываться. Как хочется спать, подумал он и посмотрел на часы. Войдя в спальню, он включил телевизор. Передавались полуденные новости. Еще один торговец с наркотиками был найден сегодня убитым в западном Балтиморе, произнес диктор. Знаю, пробормотал Келли, засыпая. Итак, вот о чем я хочу сообщить вам, начал полковник морской пехоты, обращаясь к сидящим перед ним солдатам в лагере Леджун, находящемся в Северной Каролине, в то время как другой полковник делал то же самое в лагере Пендлтон в Калифорнии. Мы готовимся к проведению специальной операции. Нам понадобятся добровольцы, 15 человек, исключительно из состава разведывательных групп. Операция предстоит опасная и очень ответственная. По завершении ее вы сможете гордиться тем, что были ее участниками. Подготовка продлится от двух до трех месяцев. Это все, что я могу сказать. В Леджуне перед полковником сидело человек 75. Все до единого ветераны, члены самого отборного подразделения корпуса морской пехоты. Разведчики и морские пехотинцы, они поступили в корпус добровольно, среди них не было призывников и затем снова вызвались, когда был объявлен набор в состав наиболее элитарного подразделения в составе этой отборной части вооруженных сил США. В числе тех, кто сидел на стульях перед полковником, было чуть больше представителей национальных меньшинств, чем в других подразделениях, но это могло интересовать только социологов. Каждый из собравшихся являлся прежде всего морским пехотинцем, и они походили друг на друга не только благодаря своим зеленым комбинезонам. Тела многих были покрыты шрамами от ран, полученных на поле боя, потому что они выполняли задания более опасные и трудные, чем простые пехотинцы. Их забрасывали небольшими группами в тыл противника для разведки, сбора информации или ликвидировать вражеских офицеров и политических деятелей, скрытно и в высшей степени избирательно. Почти все владели искусством меткой стрельбы и могли поразить человека с расстояния в 400 ярдов, если целились в голову, или с тысячи ярдов, стреляя в грудь, и то, если цель отличалась предупредительностью и не двигалась в течение одной-двух секунд, пока пуля пролетала это расстояние. Они были охотниками. Мало кто страдал от ночных кошмаров, связанных с выполнением своего долга, и ни один не был подвержен синдрому раскаяния, потому что они считали себя хищниками, а не добычей, и в животном мире львы не испытывают чувства жалости. И все-таки они были людьми. Больше половины имели жен и детей, которые ожидали дома своих, навещавших их время от времени отцов, у остальных были невесты или любимые девушки, и эти солдаты тоже надеялись обзавестись семьями, пусть в неопределенном будущем. Все до единого провели на фронте положенный срок тринадцать месяцев. Многие прослужили два срока, а кое-кто даже три, и ни один из этой последней группы не хотел добровольно браться за выполнение опасного задания. Некоторые, даже все, вызвались бы, знай о цели операции, поскольку чувство долга у них было исключительно сильным. Но это чувство проявляется по-разному, и потому они считали, что провели под огнем противника достаточно времени для одной войны. Теперь они занимались подготовкой молодых морских пехотинцев, передавали им свой опыт и уроки, полученные на поле боя, и позволившие им вернуться домой, тогда как другие, почти такие же опытные и обученные, как они, домой не вернулись. Это был их профессиональный долг, чувство преданности корпусу морской пехоты, думали они, неподвижно сидя на своих стульях и глядя на стоящего перед ними полковника. Разумеется, их снидало любопытство, какова цель предстоящей операции, но испытываемый им интерес не был достаточным для того, чтобы добровольно в который раз подвергнуться к смертельной опасности, какой они уже и так часто подвергались. Они незаметно поглядывали по сторонам, читая по лицам более молодых солдат, кто из них останется в комнате и пожелает принять участие в операции. Потом многие из них будут жалеть, что не остались, понимая даже сейчас, что их незнание подробности операции и, возможно, то, что они никогда не узнают про них, навсегда оставит пробел, вечный отпечаток в памяти, но мысленно увидели лица жен и детей. Это перевесило чувство долга у ветеранов, и они решили — нет, в другой раз. Спустя несколько мгновений большинство собравшихся встали и вышли из комнаты. Человек двадцать пять или тридцать остались, изъявив желание стать добровольцами. Личные дела оставшихся будут доставлены из управления кадров, их подвергнут рассмотрению и оценке, и пятнадцать человек окажутся отобранными для участия в операции. Процесс отбора на первый взгляд может показаться случайным, но только на первый взгляд. Некоторые места в штурмовой группе требовали особого профессионализма, и потому кое-кто из лучших подготовленных и более опытных будут отвергнуты только потому, что место, соответствующее их конкретной специализации, уже заполнено, а в группе требуется солдат иной квалификации. Такова солдатская жизнь, и все воспримут решение командования одновременно с чувством сожаления и облегчения, что теперь вернутся к нормальной жизни. К концу дня отобранные солдаты были вызваны и прошли инструктаж, касающийся подготовки к отъезду, и ничего больше. Они обратили внимание на то, что отправятся на автобусе. Значит, поездка не будет продолжительной, и они не уедут далеко. По крайней мере, пока. Келли проснулся в два часа дня, принял душ и побрился. В течение нескольких часов ему предстояло выглядеть цивилизованным, поэтому он надел рубашку, галстук и пиджак. Следовало бы подровнять волосы, еще не совсем отросшие после пребывания в больнице. Там его постригли и побрили наголо, но на это уже не оставалось времени. Он выбрал синий галстук в тон своей синей спортивной куртки и белой рубашки и пошел к месту стоянки скаута. Сейчас он походил на комевой жора. Келли старался создать именно такой образ и, проходя мимо управляющего, помахал ему рукой. Случай улыбнулся Келли. Совсем рядом со входом в больницу на стоянке оказалось свободное место, где он и припарковал машину. Войдя в вестибюль, Келли увидел огромную статую Христа пятнадцати, а то и двадцати футов, который смотрел на него кротким взглядом, более уместным для тех, кто исцеляет людей, чем для того, кто всего двенадцать часов назад совершил то, что сделал он. Келли обогнул статую, повернувшись к Христу спиной. Задавать вопросы собственной совести ему не хотелось, особенно теперь. Сэнди О' Тулл появилась в двенадцать минут четвертого. Увидев ее, Келли улыбнулся и тут же заметил выражение досады на ее лице. Через мгновение он понял причину. Следом за ней из дубовой двери вышел какой-то хирург, невысокий, смуглый мужчина в зеленом халате. Он торопливо семенил за ней, часто переставляя короткие ноги и громко что-то говорил. Келли с любопытством наблюдал за тем, как Сэнди остановилась и повернулась к врачу. Скорее всего, ей просто надоело убегать от него или она оказалась вынуждена нанести ответный удар. Доктор был чуть ниже ее ростом и говорил так быстро, что Келли не сумел всего разобрать. Сэнди бесстрастно смотрела в глаза разъяренного мужчины. Мой отчет о случившемся уже подшит в деле, доктор, ответила она, воспользовавшись тем, что он замолчал на пару секунд. Вы не имеете на это права! На его темном пухлом лице сверхнули глаза полной ненависти, и Келли сделал шаг вперед. Нет, доктор, имею. Вы допустили ошибку, назначив больному это лекарство. Я старшая в группе медсестер и обязана сообщать о неправильных предписаниях. А я приказываю вам забрать этот отчет. Медсестры не командуют врачами. Затем последовали выражения непонравившейся Келли, особенно перед образом Христа. Лицо доктора побагровело, и он придвинулся вплотную к медсестре, еще больше повысив голос. Сэнди это не испугало, и она не отступила, отчего доктор совсем потерял контроль над собой. Извините меня, произнес Келли издали, стараясь не вмешиваться в разговор и всего лишь давая понять, что все слышит. Сэнди посмотрела на него сердитым взглядом. Я не знаю существа ваших разногласий, но если вы, доктор, а это леди, медсестра. Может быть, вы оба могли бы вести спор, пользуясь более профессиональным языком? Предложил он спокойным голосом. Ему показалось, что врач даже не заметил его присутствие. Вот уже больше десяти лет никто не осмеливался так вызывающе игнорировать его слова. Он отошел назад, надеясь, что Сэнди справится сама. Однако голос доктора стал еще громче. Он переключился на другой язык, мешая английскую брань с ругательствами на фарси. Сэнди молча выслушивала доктора, и Келли испытывал гордость за нее, хотя лицо женщины словно окаменело, и она явно скрывала страх замазкой невозмутимости. Ее молчаливое сопротивление привело врача в неистовство, и он замахнулся на нее, сопроводив угрозу физического насилия нецензурной бранью, который научился несомненно в здешних местах. Вдруг он замолчал, с удивлением заметив, что его кулак, что уже был в дюйме от носа медсестры, исчез в волосатой лапе очень крупного мужчины. — Простите, пожалуйста, у вас наверху есть специалисты по лечению переломов рук? — поинтересовался Келли тихим голосом. Хрупкая кисть хирурга с тонкими пальцами скрывалась в огромной ладони. Келли чуть сжал руку, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. В этот момент, привлеченный громкими голосами, в дверях появился охранник. Взгляд врача тут же устремился в его сторону. — Он не успеет прийти к вам на помощь, доктор. — Сколько костей в человеческой кисти, сэр? — спросил Келли. — Двадцать восемь, машинально ответил врач. — Хотите, чтобы у вас их стало пятьдесят шесть? И Келли сильно сжал руку. Врач посмотрел в глаза Келли и не увидел там ни гнева, ни удовольствия. Келли глядел на него совершенно равнодушно, словно перед ним был неодушевленный предмет, и его вежливый голос звучал подобно насмешке над кем-то, стоящим неизмеримо ниже. Но самое главное, вдруг осознал врач, этот человек раздавит его руку без малейших колебаний. — Попросите у дамы извинения, — посоветовал Келли. — Я не стану унижаться перед женщиной, — прошипел врач. Давление на руку увеличилось, и выражение его лица сразу изменилось. — Стоит этому мужчине сжать руку еще сильнее, понял врач, и его кисть уже никогда не сможет держать скальпель. — Вы плохо воспитаны, сэр. Попробуйте исправить этот недостаток. И побыстрее, — улыбнулся Келли. — Ну, — резко скомандовал он, — Пожалуйста. — Извините, сестра Отул, — пробормотал хирург, явно против своей воли, так что унижение оставило кровоточащую рану на его самолюбие. Келли отпустил руку, затем взглянул на жетон с именем на груди врача и лишь после этого посмотрел ему в глаза. — Ну, разве вы не чувствуете себя лучше, доктор Хоффен. И впредь не вздумайте никогда кричать на нее, по крайней мере, не в тех случаях, когда она права, а вы допустили ошибку. И чтобы не было никаких угроз физического насилия. Ясно? Келли не понадобилось объяснять, почему. Врач с трудом шевелил пальцами, стараясь восстановить кровообращение в онемевшей руке. — Нам здесь это не нравится. Вы согласны? — Согласен. Еле слышно произнес врач, думая о бегстве. Келли снова взял его руку и с дружеской улыбкой пожал ее, чуть сильнее обычного. Так, всего лишь напоминание. — Я весьма рад, что вы все поняли, сэр. Думаю, теперь вы можете идти. И доктор Хоффен ушел, даже не подняв глаза на охранника. Охранник все-таки внимательно посмотрел на Келли. Ну и только. — Ты считаешь, это было необходимо? — спросила Сэнди. — Что ты имеешь в виду? — повернулся к ней Келли. — Я бы сама справилась, заметила она, направляясь к двери. — Я не сомневаюсь. — А что вообще-то произошло? — спокойно поинтересовался он. Хоффен назначил пациенту не то лекарство. Пациент — мужчина преклонного возраста с заболеванием шейных позвонков. У него аллергия к этому препарату, и в истории болезни об этом сказано. Поток слов вырвавшихся у Сэнди свидетельствовал, что стресс у нее начал ослабевать. Мистер Джонстон мог серьезно пострадать. Хоффен уже не первый раз допускает подобную ошибку. Доктор Розен может теперь уволить его, а он хочет остаться. Я уж не говорю о том, что он любит командовать медсестрами, и нам это не нравится. Но ситуация была у меня под контролем. — В следующий раз я не стану ему мешать. Пусть сломает тебе нос, если уж ты так настаиваешь. Келли махнул рукой в сторону двери. Он знал, что следующего раза не будет. Он увидел это в глазах низкорослого ублюдка. — И что последует за этим? — спросила Сэнди. — Он перестанет быть хирургом на некоторое время. — Понимаешь, Сэнди, мне не нравятся люди, которые так ведут себя. Мне не нравятся те, кто распускает руки, особенно по отношению к женщинам. И ты действительно можешь причинить им такую боль? Келли открыл перед ней дверь. — Это случается не слишком часто. Они почти всегда прислушиваются к моим советам. Ну, подумай сама, если бы он ударил тебя, тебе было бы больно, а потом стало бы больно ему. А я предотвратил это, и никто не пострадал. Ну, разве что задета самолюбие доктора Хоффона, а от этого еще никто не умирал. Сэнди решила не настаивать, хотя и испытывала некоторое раздражение. Ей казалось, что она отразила нападки доктора достаточно твердо. Вообще-то он и хирург-то был никакой и слишком неврежен при операциях. Правда, ему поручали только тех пациентов, что поступали из благотворительных учреждений, и то, если операции не были сложными. Это знала Сэнди, не имела отношения к делу. Такие пациенты тоже оставались людьми, а люди заслуживали максимально добросовестного отношения со стороны представителей медицинской профессии. Он напугал ее. Сэнди была рада вмешательству Келли, хотя и осталась недовольной тем, что не сумела сама справиться с Хоффаном. Ее отчет приведет, наверное, к увольнению доктора, и медицинские сестры, работающие с Сэнди, будут удовлетворенно посмеиваться. Медсестры в больницах, подобно сержантам во всех военных подразделениях, являлись главной движущей силой, в конце концов, только совсем уж глупые врачи осмеливались ссориться с ними. Зато Келли предстал перед ней в новом свете. Взгляд, который она увидела раньше на его лице и так и не смогла забыть, не был иллюзии. Когда Джон сжимал руку Хоффана, выражение его лица — впрочем, на лице его не было никакого выражения, всего лишь маска — было равнодушным и бесстрастным. Она не увидела на нем даже удовлетворение от унижения этого ничтожества. И все это пробудило в ней какой-то смутный страх. — А что случилось с твоей машиной? — спросил Келли, выезжая на Бродвей и направляясь на север. Если бы я знала, то она была бы на ходу. — Это верно, засмеялся Келли. — Он напоминает оборотня, — подумала Сэнди. — Он способен принимать обличия, не похожие одно на другое. С Хоффаном Джон вел себя подобно гангстеру, жестокому и безжалостному. Сначала он попытался уладить ссору по-хорошему, но потом готов был сделать из хирурга-инвалида просто так за пару секунд и никаких эмоций, словно наступил на таракана. Но если это так, то кто же он? Неужели он настолько не сдержан? Нет, тут же сказала она о себе, он умеет контролировать свои поступки. А может, у него что-то с психикой? Пугающая мысль? Впрочем, и это невозможно. У Сэма и Сары не может быть такого друга. Они умные и проницательные люди. Тогда кто же он? Ну что ж, у меня в багажнике набор инструментов, и вообще я прилично разбираюсь в дизельных двигателях. Посмотрим. Скажи, Сэнди, а как дела на работе, если не принимать во внимание нашего маленького приятеля? Все было хорошо, даже здорово, отозвалась Сэнди довольная тем, что Келли отвлек ее от мыслей, на которые она не могла найти ответ. Мы выписали маленькую чернокожую девочку, которая вызывала у нас немалое беспокойство. Ей три года, и она упала с кроватки. Доктору Розену пришлось немало потрудиться, и он с честью вышел из тяжелого положения. Через месяц-другой даже не будет заметно, что она перенесла сложную операцию. Да, на Сэма можно положиться, заметил Келли. Он не просто хороший врач, но и человек отменный. И Сара такая же. На них можно положиться. Так сказал бы Тим. Верно. Она редкая женщина, кивнул Келли, сворачивая налево на Норд-Авеню. Она столько сделала для Пэм, сказал Лон. На этот раз он просто констатировал факт. И тут же Сэнди увидела, как снова изменилось его лицо. Оно окаменело, будто не он, кто-то другой произнес эти слова, а он всего лишь прислушивался к ним. Неужели боль утраты никогда не оставит нас? Спросил себя Келли. Он снова вспомнил ее и на короткое, жестокое мгновение вообразил, хотя и знал, что обманывает себя, что это она сидит рядом справа от него. Но это была не Пэм. Она больше никогда не будет сидеть рядом с ним. Его руки стиснули руль, и костяшки пальцев побелели от напряжения, когда он заставил себя выбросить из головы эту мысль. Подобные мысли не менее опасны, чем минные поля. Ты ступаешь по нему ничего не подозревая и замечаешь опасность, когда уже слишком поздно. Лучше всего не вспоминать, подумал Кель, тогда будет намного легче. Но во что превратится жизнь без воспоминаний плохих и хороших? А если ты забудешь тех, кто занимал важное место в твоей жизни, кем ты станешь? Наконец, отказавшись от действий, основанных на этих воспоминаниях, не лишит ли он жизнь ее смысла? Сэнди прочитала все это у него на лице. Пожалуй, он действительно оборотень, но не всегда умеющий скрывать свои мысли. С психикой у тебя все в порядке, Джон. Ты чувствуешь боль, а они нет. По крайней мере, они не испытывают боли при смерти друга. Тогда кто же ты? Глава восемнадцатая Вмешательство Еще раз попросил он. Послышался щелчок. Теперь я знаю, в чем дело, сказал Келли. Он склонился над двигателем ее автомобиля. Это был Плимут Сеттелайт, сняв куртку и галстук, засучив рукава. После получасовой возни с машиной его руки были черными. Так быстро она вышла из машины, захватив с собой ключи. Эти действия тут же показались ей странными, потому что проклятый автомобиль все равно не заводился. Тогда почему не оставить ключи в замке зажигания? И пусть автоворы приходят в отчаянии? Я проверил все, и причина может заключаться только в одном. Это переключатель соленоида. А что это такое? спросила Сэнди, стоя рядом с Келли и глядя на таинственный механизм грязно-синего цвета, являвший собой мотор автомобиля. Ну, видишь ли, маленький переключатель, срабатывающий от поворота твоего ключа в замке зажигания. Недостаточно велик, чтобы пропустить ток, необходимый для вращения стартера, поэтому он приводит в действие более мощный переключатель. Вот здесь. Келли показал на него гаечным ключом. Ты поворачиваешь ключ, ток поступает в электромагнит, замыкающий цепь в мощном переключателе, и стартер начинает вращаться. Тебе все понятно? Да вроде понятно. Этот ответ даже походил на правду. Мне сказали, что нужно поставить новый аккумулятор. Разве никто тебе не говорил, что автомеханики любят насмехаться над женщинами, потому что мы не разбираемся в машинах? На лице Сэнди появилась гримаса неудовольствия. Что-то вроде этого. Впрочем, тебе придется и мне заплатить, произнес Келли, копаясь в инструментах. Заплатить? Я буду в непотребном виде, чтобы везти тебя в ресторан. Так что нам останется только одно — поужинать здесь, сказал он, и его белая рубашка и шерстяные брюки исчезли под машиной. Через минуту он вылез назад, весь в грязи. Попробуй теперь. Сэнди села в машину, вставила ключ в замок зажигания и повернула его. Аккумулятор немного подсел, но двигатель заработал почти сразу. Пусть работает, надо подзарядить батарею. Так в чем же было дело? Соскочил провод. Понадобилось всего лишь затянуть гайку. Келли с сожалением посмотрел на свою одежду. На лице Сэнди появилась виноватая улыбка. Тебе придется заехать в мастерскую, чтобы поставить еще контргайку. Тогда провод больше не соскочит. Тебе было вовсе не обязательно, ведь завтра ты поедешь на работу? Рассудительно спросил Келли. Где можно вымыть руки? Сэнди проводила его в дом и показала на ванную комнату. Келли смыл грязь и вышел к ней в гостиную. Где ты научился ремонтировать машины? поинтерес вина. Поинтересовалась она, передавая ему стакан вина. Мой отец был механиком-самоучкой. Помнишь, я рассказывал про то, что он работал пожарным? Ему пришлось многому научиться, но ему нравилось это. А я научился от него. Спасибо. Келли поднял стакан в символическом тосте. Он не привык к вину, но это вино пришлось ему по вкусу. Почему ты говоришь был? Он умер, когда я воевал во Вьетнаме. Сердечный приступ прямо на работе. Мама тоже умерла, у нее был рак печени. Я тогда учился в начальной школе. Келли старался говорить как можно спокойнее. Боль утраты осталась теперь в далеком прошлом. Это был тяжелый удар. Мы с отцом любили друг друга. Он много курил. Наверное, курение изгубило его. В то время я лежал в госпитале. Общее заражение после операции, и я не смог попасть на похороны. Потому я остался там, пока не выздоровел. Так вот, почему тебя никто не навещал в больнице. Меня удивило это, но я решил не спрашивать, сказала Сэнди, понимая, каким одиноким чувствовал себя Келли. У меня есть дяди и двоюродные братья, но мы редко встречаемся. Теперь все начало проясняться, подумала Сэнди. Он потерял мать, когда был еще ребенком, причем эта смерть была мучительной и особенно жестокой. Он, наверное, всегда казался большим и сильным для своего возраста, но не мог ничего изменить. Всех женщин в жизни Келли отняла смерть тем или иным способом, его мать, его жену и его возлюбленную. Боже мой, сколько же ярости накопилось у него в душе, сказала себе Сэнди. Это многое объясняло. Когда Келли увидел, что Хоффен угрожает ей, он просто не мог остаться безучастным. Сэнди по-прежнему считала, что справилась бы сама, но теперь понимала природу его действий. Это сняло все еще скрывавшиеся в ее душе остатки раздражения. Келли не подходил к ней слишком близко, не пытался раздеть ее глазами. Сэнди особенно ненавидела это, хотя, как ни странно, не возражала, если так поступали пациенты, потому что, по ее мнению, это помогало им взбодриться. Она поняла, что Келли ведет себя как друг. Так поступили бы и друзья Тима, такие же офицеры, как он сам, со смешанным чувством фамильярности и уважения, видя в ней прежде всего личность, а уж только потом женщину. Сандра Меннинг Отул почувствовала, что ей нравится это. Каким бы сильным и крутым парнем он ни был, с его стороны ей ничто не угрожало. Такое соображение показалось ей странным началом их сближения, если это сейчас происходило. Из передней донесся стук упавшей в почтовый ящик вечерней газеты. Келли достал ее и, прежде чем положить на кофейный столик, взглянул на первую страницу. Там, в этот летний день, когда мало сенсационных новостей, говорилось еще про одного продавца наркотиков, найденного убитым на улице. Сэнди заметила, что он быстро пробежал глазами первые строчки статьи. Поскольку контроль над торговлей наркотиками в центре города теперь практически принадлежал ему, Генри не сомневался, что убитый уличный дилер относился к числу его людей. Генри знал убитого только по кличке, и настоящее имя Лайонелл Халл стало ему известно лишь после того, как он прочитал заметку в газете. Они никогда не встречались, но Генри говорили, что Бандана хитрый парень с будущим, и что к нему стоит присмотреться поближе. Оказывается, не такой уж хитрый, подумал Генри, а о будущем и говорить не приходится. Путь к успеху в этом деле опасный, ступени скользкие, процесс отбора, как у Дарвина, выживают сильнейшие, и Лайонелл так или иначе не выдержал требований, предъявляемых к нему новой профессией. Жаль, но смерть даже много обещающего торговца наркотиками не имела особого значения. Генри встал из кресла и потянулся. Он проснулся поздно, получив двумя днями раньше целых пятнадцать килограммов товара. Так теперь Генри называл героин. Поездка на катере к месту упаковки товара и обратно утомила его и вообще доставляла теперь одни неприятности, подумал Такер. Тем не менее, он продолжал сохранять эту тщательно разработанную крышу. Но все-таки подобные мысли опасны, и Такер знал это. На этот раз он всего лишь следил за тем, как его люди выполняют порученную работу. Теперь еще двое знали больше, чем раньше, но тут уж ничего не поделаешь. Он устал от простого физического труда. Для такой работы и существуют слуги, маленькие людишки, понимающие свое место в жизни и знающие, что им гарантировано процветание, если они будут точно исполнять приказы. Женщины повиновались приказам лучше мужчин. У мужчин есть самолюбие, которое они ублажают соответственно собственному воображению, и чем меньше у Мишка обладателя этого воображения, тем уязвимее его самолюбие. Рано или поздно кто-то из его людей проявит непокорность, восстанет против него. Проститутки, которыми он пользовался, намного легче поддаются запугиванию, не говоря уже о дополнительных услугах, оказываемых ими. Такер улыбнулся. Дорис проснулась почти в пять. Ее сердце бешено колотилось в груди от последствий наркотического похмелья, ставшего еще хуже из-за двойной порции виски, которую кто-то подсунул ей. Боль не утихала, и Дорис поняла, что придется прожить еще день, что смесь наркотика и виски не привела к забытью, на которое она надеялась, осушив одним глотком стакан перед началом вечеринки. Что было потом, после виски и наркотиков она опомнила очень смутно, и все воспоминания сливались вместе в память о таком количестве ночей, что она не могла отделить недавнее от давно ушедшего. Теперь они стали более осторожными. Урок Пэм многому их научил. Дорис села, глядя на наручники, приковывавшие ее лодыжки к цепи, которая заканчивалась болтом, ввинченным в стену. При желании она могла бы пытаться вырвать болт. Молодая крепкая женщина сумела бы добиться этого за несколько часов напряженной работы, но бегство означало смерть медленную и мучительную. И потому, как бы ей не хотелось спастись от жизни, ставшей настолько ужасной, что не хватило бы никакого воображения ее описать или увидеть в кошмарном сне, боль все еще пугала Дорис. Она встала, зазвенев цепью, и через несколько секунд в комнату вошел Рик. Привет, бэби, Улыбка на лице молодого мужчины выражала скорее удовлетворение, чем привязанность. Он наклонился, повернул ключ в замке наручника и сделал жест в сторону ванной. Иди, прими душ, он тебе просто необходим. Где ты научилась готовить китайские блюда? спросил Кель. От медсестры, с которой работала в прошлом году. Ее звали Нэнси Ву. Сейчас она преподает в Виргинском университете. Тебе нравится? Ты что, смеешься? Если кратчайший путь к сердцу мужчины проходит через желудок, то один из лучших комплиментов, которым можно одарить женщину, это попросить добавку. Келли я целую неделю пробыл в Тайпее, там готовят лишь немногим лучше. Как ты там оказался? Отдыхали после боев. Этим Келли ограничил объяснение. То, как он со своими товарищами проводил время в Тайване, трудно сказать даме. И тут он понял, что все равно зашел слишком далеко. Тим и я уже собрались встретиться на Гавайских островах, но... Она замолчала. Келли очень хотелось дотянуться до нее, утешить, взять ее руки в свои, но он боялся, что это может быть не так истолковано. Понимаю, Сэнди. Чему еще научила тебя Нэнси? О, я узнал от нее так много. Она жила со мной несколько месяцев, и все это время я готовила под ее руководством. Нэнси оказалась превосходным учителем. Охотно верю. Судя по тому, что ты приготовила сегодня. Келли съел все до последней крошки. Какого режима ты обычно придерживаешься? Встаю в четверть шестого, уезжаю в больницу чуть позже шести, мне нужно быть там за полчаса до начала смены, чтобы проверить состояние пациентов и приготовиться к прибытию новых из операционных. Мы всегда очень заняты. А чем занимаешься ты? Все зависит от характера работы. При взрывах... Взрывах? Да, это моя профессия. Подводные взрывные работы. Приходится тратить массу времени на подготовку и планирование. Обычно поблизости всегда несколько инженеров, которые переживают, беспокоятся и дают советы, чего следует избегать. они постоянно забывают, что взрывать что-либо чертовски проще, чем строить. Впрочем, у меня есть одна особенность, а именно за несколько минут до начала настоящих взрывных работ я всегда подрываю несколько динамитных шашек, усмехнулся Кель, чтобы отпугнуть я рыб. Сэндия задаченно посмотрела на него. А, чтобы они не пострадали? Совершенно верно. Но это моя причуда. Перед Сэнди открылась еще одна сторона характера Келли. Он мог убивать людей на войне, на глазах охранника и ее самой едва не сломал руку хирургу и в то же время прилагал усилия, чтобы спасти рыб. Ты странный человек. Келли согласно кивнул. Я не убиваю ради удовольствия. Раньше любил охоту, но очень скоро отказался от этого. Иногда ловлю рыбу, но не с помощью динамит. Как бы то ни было, я взрываю динамитные шашки далеко от объекта, чтобы избежать детонации. Пары шашек достаточно, чтобы распугать почти всех. Да и зачем понапрасну убивать превосходную рыбу? Это получилось непроизвольно. Дорис была чуть близорука, и под льющейся водой они походили на пятна грязи, но это была не грязь, и она не смывалась. Синяки на ее теле никогда не исчезали, просто перемещались с одних мест на другие, в зависимости от пристрастий мужчин, причинявших ей боль. Дорис потерла их ладонями и поняла по резкой боли, что эти следы недавней вечеринки. Желание мыться исчезло. Она знала, что уже никогда не станет чистой. Душ годен лишь на то, чтобы избавиться от неприятного запаха, не правда ли? Даже Рик не скрывал этого. А он был самым добрым из всех, напомнила себя Дорис, отыскав исчезающий пожелтевший синяк, дело его рук. Его синяки никогда не болели так, как следы оставленные Билли, возможно, потому, что Билли нравилась причинять ей боль. Она вышла из-под душа, чтобы вытереться полотенцем. Душ был единственным, относительно чистым уголком ванной. Никому в голову не приходило вымыть раковину или унитаз или протереть треснувшее зеркало над умывальником. «Вот теперь куда лучше», произнес Рик, наблюдавший за ней. Он протянул Дорис таблетку. «Спасибо». «Итак, начался еще один день, когда таблетки барбитурата воздвигали стену между нею и действительностью, делая жизнь, если неприятной или даже несносной, то хотя бы терпимой». Едва терпимой. С помощью друзей, заботящихся о том, чтобы она вынесла действительность, созданную ими, Дорис проглотила таблетку, тут же запив ее горстью воды в надежде, что так она скорее подействует. Таблетки облегчали ее существование, смягчали острые углы жизни, отдаляли от самой себя. Когда-то расстояние было настолько велико, что она не могла окинуть его мысленным взглядом, но это осталось в прошлом. Наркотик начал действовать, и ее охватила волна облегчения. Она посмотрела на улыбающееся лицо Рика. «Но ты ведь знаешь, как я люблю тебя, Бэби!» Он протянул руку к ее груди. На лице Дорис появилась слабая улыбка, когда она почувствовала руки мужчины за своем теле. «Да, я знаю». «Сегодня особая вечеринка, Дор. Приезжает Генри». Келли почти физически услышал щелчок, как только вышел из Фольксвагена, в четырех кварталах от углового особняка, переключившись на совершенно другие мысли. Для него уже стало привычным пересекать границу джунглей. Он устроился на выбранном им уже прежде месте на противоположной стороне улицы, снова отыскав крыльцо с мраморными ступеньками, отбрасывавшими тень, и принялся ждать появления красного плимута. Каждые несколько минут Келли подносил к губам бутылку с вином, на этот раз с красным столовым вином вместо желтого, делая вид, что пьет, и в то же время обводил взглядом все вокруг, в том числе и окна второго и третьего этажа. Теперь он уже знал некоторые автомобили. Он заметил черный карман геа, сыгравший свою роль в смерти Пэм. За рулем сидел мужчина примерно одного с ним возраста с усами. Он медленно ездил по улицам в поисках своего дилера. Интересно, подумал Келли, что за проблема заставляет этого человека приезжать сюда, из района, где находится его дом, подвергая опасности свою жизнь, чтобы все равно укоротить ее наркотиками. В то же время он оставляет за собой преступный след коррупции и разрушения, оплачивая незаконную торговлю. Неужели ему на все наплевать? Разве он не видит, во что превратили этот район деньги, полученные из-за наркотики? Однако Келли прилагал все усилия, чтобы и это выбросить из головы. Здесь по-прежнему жили люди, пытающиеся как-то заработать на пропитание. Они получали пособие по безработице или занимались черной работой, но это были живые люди, существование которых подвергалось постоянной опасности, и, наверное, их не покидала надежда когда-нибудь переехать в такой район, где еще возможно нормальная жизнь. Они старались, насколько это возможно, не замечать торговцев наркотиками, и из мелочного чувства добродетели не обращали внимания на уличных бродяг вроде Келли. В таком окружении они, как и он, были вынуждены в первую очередь заботиться о том, чтобы выжить. Общественное сознание представляло собой роскошь, которую большинство не могли себе позволить. Здесь нуждались в элементарной личной безопасности, прежде чем подумать о тех, кто нуждается в ней больше их самих. К тому же сколько таких нуждающихся? Стоя в ванной, Генри думал о том, что бывают моменты, когда ты испытываешь особое удовольствие, ощущая себя мужчиной. У Дорис есть свое очарование, а ведь еще Мария худая и высокая тупая девушка из Флориды. Ксанта больше других зависящая от наркотиков, что вызывает некоторое беспокойство. Еще Роберто и Паула. Кроме двух, которым еще не исполнилось и девятнадцати, остальным чуть за двадцать. Все они одинаковые и одновременно такие разные. Генри налил в ладонь лосьон, употребляемый после бритья, и похлопал себя по щекам. А может завести постоянную подругу, эффектную девушку, на которую будут засматриваться другие мужчины, завидуя ему. Но такой шаг был слишком рискованным. Это привлечет к нему внимания. Нет, пусть лучше все остается, как прежде. Он вышел из ванной освеженный и бодрый. Дорис все еще лежала в комнате в полубессознательном состоянии после пережитого и после двух таблеток, выданных ей в качестве вознаграждения. Она посмотрела на Такера с легкой улыбкой, которая решила была достаточно почтительной. Дорис выполнила все, что требовалось от нее, в нужные мгновения издавала надлежащие стоны, делала то, что ему нравилось, не ожидая подсказок. В конце концов, зачем ему постоянная подруга? Смешивать коктейль он может и сам, а тишина одиночества куда приятней, чем молчание глупой суки, живущей в доме, утомительная и скучная. Стараясь продемонстрировать свое расположение, Генри наклонился и поднес палец к ее губам. Дорис послушно поцеловала палец, посмотрев на Такера мутными глазами. Пусть она отоспится, сказал Генри, направляясь к выходу. Хорошо, мне все равно придется ехать за товаром сегодня, напомнил ему Билли. Вот как? Такер совсем забыл об этом, занимаясь с Дорис. Даже у него были человеческие слабости. Прошлым вечером выручка малыша оказалась на тысячу долларов меньше положенной. Я не принял мер. Это у него впервые, и он утверждает, что ошибся в подсчете. Он заплатит дополнительно пять сотен. Сам предложил. Такер кивнул. За все это время с малышом такое случилось в первый раз. Он всегда демонстрировал соответствующее уважение и вел прибыльную торговлю на выделенном ему участке тротуара. Позаботиться о том, чтобы он осознал, что одна ошибка — это все, что мы можем ему позволить. Будет исполнено, сэр. Билли почтительно склонил голову. И чтобы никто не знал об этом. Вот тут-то и заключалась главная проблема. Даже несколько проблем подумал Такер. Начать с того, что уличные торговцы — мелкие людишки, жадные и глупые, не способные понять, что в их деле требуется соблюдать честность, и тогда будет достигнута стабильность. А стабильность отвечает общим интересам. Однако уличные дилеры — это всего лишь уличные дилеры. Короче говоря, преступники. И он не в состоянии изменить это. Время от времени одного из них настигает смерть, результат ограбления или борьбы за более выгодное место. А некоторые даже оказываются настолько глупыми, что сами становятся наркоманами, пользуясь собственным товаром. генри 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 принимал все меры, чтобы избежать этого и почти всегда успешно. Бывали случаи, когда кто-то из них пробовал перейти дозволенную границу, заявляя, что его обсчитали, и это только для того, чтобы получить лишние несколько сотен баксов, когда их оборот превышает эту сумму во много раз. Подобные случаи излечивались только одним способом, и генри прибегал к такому методу настолько быстро и жестоко, что урок запоминался надолго. Пожалуй, малыш говорит правду. Его готовность заплатить крупный штраф подтверждала это, равно как и демонстрировало то, насколько высоко он ценит постоянное снабжение товаром, объем которого возрос за последнее время вместе с увеличением оборота, и все-таки за ним будут внимательно следить в течение нескольких месяцев. Больше всего Такера раздражало то, что ему приходится иметь дело с такими мелочами, как ошибка малыша при подсчете выручки. Он понимал, что это всего лишь болезнь роста, естественный процесс перехода от мелких поставок к крупномасштабному снабжению. Ему надо научиться передавать полномочия, позволив Билли, например, принимать более ответственные решения. Достаточно ли подготовлен Билли для этого шага? Сложный вопрос, сказал себе Генри, выходя из дома. Он передал десятку мальчишке, стерегущему его автомобиль, не оставляя своих мыслей. Билли умело руководил девушками, и вообще он не глупый белый парень, приехавший из угледобывающего района штата Кентукки. Никогда не подвергался суду и даже не был под арестом. Чистолюбивый, ладит с окружающими, беспрекословно подчиняется приказам. Пожалуй, он действительно готов подняться еще на одну ступень. — Наконец-то, — подумал Келли. Красный плимут появился в четверть третьего. Келли уже целый час беспокоился о том, что он может не приехать совсем. Келли отодвинулся подальше в тень, немного выпрямился и поднял голову, чтобы получше разглядеть приехавших. Билли со своим помощником о чем-то смеются. Парень, сопровождающий Билли, споткнулся на ступеньках и упал, наверное, перебрал немного. Более важно было то, что, когда он упал, из его кармана высыпались какие-то светлые прямоугольные бумажки, похожие банкноты. Неужели в этом особняке ведется подсчет денег? подумал Келли. Очень интересно. Оба быстро наклонились и собрали рассыпавшиеся наличные. Билли ударил по плечу своего спутника, но не очень сильно, почти в шутку, и что-то сказал. Келли не разобрал слов с расстояния в пятьдесят ярдов. В это время ночи автобусы курсировали с промежутками в сорок пять минут. Их маршрут пролегал в нескольких кварталах отсюда. Полицейские патрули появлялись строго по расписанию. Повседневная жизнь в этом районе тоже подчинялась определенным законам. К восьми вечера движение на улицах прекращалось, а к половине десятого все местное население хранилось за дверями, снабженными тремя замками, благодаря судьбу за то, что удалось прожить еще один день, испытывая страх перед следующим и появляясь на улицах лишь в тех случаях, когда требовалось купить наркотики. Уличные дилеры оставались на своих местах часов до двух ночи. Келли уже давно установил все это и после тщательных размышлений пришел к выводу, что узнал все необходимое для него. Впрочем, оставались элементы случайности. Они всегда существуют, их нельзя предвидеть, но к ним можно подготовиться. Элементам случайности надо противопоставить заранее разработанные маршруты уклонения, постоянную бдительность и тщательно выбранное оружие. И все-таки случайность могла сыграть решающую роль, но какой бы неприятной она ни была, Келли признавал ее частью нормальной жизни, если вообще проводимой им операцией можно так назвать. Он с трудом встал, пересек улицу и направился к угловому особняку уже привычной походкой пьяного бродяги. Дверь, заметил он, не была заперта. Проходя мимо, он внимательно посмотрел в сторону входа. Медная пластинка рядом с ручкой висела наискосок. Этот образ запечатлелся у него в сознании, и Келли, удаляясь от особняка, начал планировать операцию, которую решил провести следующей ночью. До него донесся голос Билли, смех из окон второго этажа, показавшийся ему каким-то странным и визгливым. К этому голосу Келли испытывал глубокое отвращение и в отношении его уже разработал определенные планы. Впервые он оказался так близко к одному из людей, убивших Пэм, может быть, даже к двум. Это не оказало на него того действия, которого можно было ожидать. Он остался спокойным. Все должно быть проведено в соответствии с планом. «Скоро увидимся, парни», пообещал Келли в тишине своих мыслей. Это был его следующий крупный шаг, и он не хотел подвергать свой план даже малейшей опасности. Келли направился дальше вдоль квартала, не спуская взгляды с торговцев в четверти мили впереди, которые были легко различимы благодаря своему росту и совершенно прямым широким улицам. Еще одно испытание. Он должен быть полностью уверенным в себе. Келли шел на север, не переходя на другую сторону улицы, иначе они могли бы заметить его, и если не заподозрить неладное, то, по крайней мере, заинтересоваться им. Он подойдет к ним незаметно, меняя угол сближения с целью вместо того, чтобы идти по прямой. Келли добился того, что его сутулое тело сливалось с фасадами домов и стоящими вдоль обочин автомобилями, виднелась лишь голова. Маленький темный объект, ничего опасного. Оказавшись на расстоянии квартала, он пересек улицу и воспользовался предоставившейся возможностью, чтобы оглянуться по сторонам. Повернув затем налево, Келли пошел по тротуару. Он был широким, не меньше двенадцати или пятнадцати футов, и перемежался мраморными ступеньками, ведущими к дверям домов. Ширина тротуара была на руку Келли, продолжавшему идти вперед неровным, спотыкающимся шагом, сворачивая то в одну, то в другую сторону. Наконец, он остановился и поднес к губам бутылку, демонстрируя свои безобидные намерения, затем подошел к обочине и начал мочиться в сточную канаву. — Дерьмо, проклятое! — услышал он чей-то голос, не то большого боба, не то маленького. Для Келли было достаточно очевидным отвращение в этом голосе, когда люди отворачиваются от неприятного зрелища. К тому же, подумал он, мне все равно хотелось облегчиться. Оба дилера были выше его. Большой боб, старший среди них, достигал шести футов и трех дюймов, а его помощник, маленький боб, был еще выше, по крайней мере, шесть футов и пять дюймов, широкоплечий и мускулистый, но с уже наметившимся брюшком от пива или неумеренной еды. Оба выглядели опасными противниками, отметил Келли, быстро меняя тактику. Может быть, лучше пройти мимо и оставить их в покое? Нет. И все-таки сначала он прошел мимо. Маленький боб смотрел на другую сторону улицы, а большой уперся спиной в стену здания. Келли провел воображаемую линию между ними и отсчитал три шага, прежде чем медленно повернул налево, чтобы не встревожить их. Его правая рука в то же самое время скользнула под новую, но выглядевшую старой походную куртку. Когда из-под куртки появился пистолет, левая рука Келли тоже обхватила его рукоятку, и он чуть присел в позицию, похожую на стойку боксера, которую позднее назвали стойкой уэйвера. Его взгляд опустился к белой линии на верхней части глушителя, закрепленного на стволе поднимающегося вверх пистолета. Келли вытянул обе руки перед собой, чуть согнув их в локтях, и быстро и плавно направил пистолет на первую цель. Человеческий глаз сразу замечает движение, особенно ночью. Большой Боб увидел это, понял, что происходит нечто угрожающее, но не сразу осознал смертельную опасность. В следующее мгновение инстинкт самосохранения, обостренный годами жизни на улице, словно скомандовал револьвер, но слишком поздно. Вместо того, чтобы уклониться от пули, что могло бы на несколько мгновений продлить его жизнь, Большой Боб попытался вытащить свое оружие. Указательный палец Келли дважды нажал на спусковой крючок, первый раз, когда глушитель остановился на цели, и второй, сразу после того, как кисти рук поглотили легкую отдачу патрона 22-го калибра. И тут же, не переставляя ног, он повернулся вправо, механический поворот точно в прежней плоскости, к маленькому Бобу. Тот уже успел прореагировать, увидел, что его босс начал падать и протянул руку к револьверу на бедре, и тоже недостаточно быстро. Первый выстрел Келли не был точным, пуля попала слишком низко и не причинила особого вреда, зато вторая пуля впилась в висок, пошла внутрь черепа, отразилась там от более массивных костей и понеслась вокруг, подобно хомячку в клетке. Маленький Боб рухнул лицом вниз. Келли задержался на мгновение, лишь чтобы убедиться в смерти обоих, потом повернулся и пошел прочь. Шесть, подумал он, направляясь к углу, чувствуя, как замедляется биение сердца от ослабевающего притока адреналина и пряча пистолет за пояс рядом с ножом. Часы показывали без пяти три. Все началось не слишком удачно, подумали морские пехотинцы, отобранные в состав штурмовой группы. Чартерный автобус остановился по дороге из-за поломки двигателя, и хотя водитель сумел исправить его, он, поехав по более короткому пути, чтобы наверстать потерянное время, попал в транспортную пробку. Автобус въехал на базу морской пехоты в Куантико чуть позже трех, где последовал за джипом к месту назначения. Морские пехотинцы обнаружили казарму, расположенную в стороне от остальных, и, войдя в нее, увидели, что половина койк уже занята храпящими солдатами. Они быстро разобрали оставшиеся койки и тоже улеглись спать. Какой бы интересной, волнующей и опасной не была предстоящая операция, началась она с самых обычных суток. Ее звали Вирджиния Чарльз. И ночь для нее тоже началась не слишком удачно. Она работала медсестрой в больнице святой Агнессы, всего в нескольких милях от своего дома. Ей пришлось задержаться в больнице, потому что сменщица запоздала, а Вирджиния не захотела оставить без присмотра порученный ей участок. И хотя она работала в одной и той же больнице, в одну и ту же протяжении восьми лет, она не знала, что расписание автобусов изменилось, и потому, опоздав на свой обычный автобус, ей пришлось ждать следующего едва ли не целую вечность, по крайней мере, так показалось Вирджинии. И вот теперь она сошла с автобуса на два часа позже того времени, когда привыкла ложиться спать, уже не говоря о том, что пропустила вечернее шоу, которое привыкла смотреть по будням. Сорок лет разведена с мужчиной, от которого получила двух детей, один из них служит в армии, но, слава богу, в Германии, а не во Вьетнаме, а второй все еще учится в средней школе, и почти ничего больше. Являясь членом профсоюза и выполняя тяжелую, иногда грязную работу, она сумела воспитать обоих сыновей, все время беспокоясь, как это делают матери, о компании, в которой они находятся, и их шансах на успех в жизни. Она чувствовала себя такой усталой, когда сошла с автобуса, спрашивая себя, почему не купила автомобиль из тех денег, что накопила за несколько лет, но покупка автомобиля влекла за собой необходимость страховки, а у нее дома младший сын, это увеличит затраты на эксплуатацию машины и заставит ее беспокоиться еще больше. Может быть, она купит ее через несколько лет, когда и он будет служить в армии, что является его единственной надеждой на обучение в колледже. Вирджинии Чарльз хотелось, чтобы ее сыновья получили высшее образование, но заплатить за это ей одной никогда не удастся. Несмотря на усталость, она шла быстрым шагом, настороженно глядя по сторонам. Как изменился ее район! Всю свою жизнь она провела здесь, в пределах нескольких кварталов, и все еще помнила, как приятно и, главное, безопасно можно было ходить по улицам, навещая знакомых. Она даже помнила, что могла ходить пешком в церковь нового Сиона, ничуть не беспокоясь о своей безопасности, когда у нее изредка выдавался свободный вечер. Теперь Вирджиния больше не имела такой возможности из-за работы, но утешала себя тем, что могла откладывать деньги за два часа ежедневной сверхурочной работы. Она шла и настраженно смотрела по сторонам. В конце концов, нужно пройти всего три квартала, подумала она и ускорила шаг, куря сигарету, чтобы хоть как-то снять усталость и не потерять бдительности, пытаясь оставаться спокойной. За прошлый год ее грабили дважды. Оба раза наркоманы, нападавшие сзади и хватавшие за шею. Отсюда и местный термин «запрягать». Им были нужны деньги на наркотики. Нет худа без добра. Эти случаи послужили предметным уроком для ее сыновей. К тому же ее финансовые потери оба раза оказывались небольшими, потому что Вирджиния никогда не имела при себе больше той суммы, которая требовалась для оплаты проезда на автобусе и ужина в кафетерии больницы. Боль причиняла не это, а оскорбление ее достоинству. Впрочем, еще болезненнее она воспринимала это из-за воспоминаний об ушедших временах, когда здесь жили главным образом законопослушные граждане. Остался еще один квартал, сказала себе Вирджиния, поворачивая за угол. Эй, мамаша, у тебя не найдется доллара? Послышался голос уже позади нее. Она увидела тень и продолжала идти мимо нее, не оборачиваясь, не обращая внимания, надеясь, что и к ней отнесутся с аналогичной любезностью. Теперь, однако, подобная любезность становилась редким явлением. Она шла дальше, опустив голову, усилием воли, заставляя себя не останавливаться, пытаясь убедить себя в том, что далеко не все уличные хулиганы нападают на женщину сзади. Рука, схватившая ее за плечо, положила конец такой надежде. «Давай деньги, сука», произнес голос. В нем не было злобы, всего лишь сухое требование, выраженное равнодушным тоном, дававшим понять, что представляют собой новые уличные правила. «У меня недостаточно денег, чтобы ты проявил к ним интерес, парень», ответила Вирджиния Чарльз, поворачивая плечо. Ей хотелось уйти отсюда. Она все еще не оглядывалась назад, зная, что в движении безопасность, и тут послышался щелчок «Порежу тебя». Голос все еще оставался спокойным. Он объяснял этой глупой сути суровые жизненные факты. Звук напугал ее. Она остановилась, шепча про себя молитву, и открыла сумочку. Затем медленно повернулась. Ее гнев пока не уступил место страху. Она могла закричать, и несколько лет назад женский крик возымел бы действие. Мужчины услышали бы ее, как-то отреагировали, может быть, даже вышли на улицу, чтобы прогнать хулигана. Теперь она увидела его. Совсем мальчишка, лет семнадцати, восемнадцати, с расширенными, лишенными жизни зрачками от какого-то наркотика. Это еще бесчеловечное ощущение неограниченной власти. Нужно отдать ему деньги и уходить, подумала она и достала из сумочки пятидолларовую бумажку. «Целых пять долларов», хихикнул парень. «Мне нужно куда больше, сука, давай деньги, а то пущу кровь». Больше всего ее напугал взгляд мальчишки, заставил впервые потерять самообладание. «Это все, что у меня есть», в панике воскликнула она. Келли повернул за угол. Его машина стояла совсем близко, в середине квартал, и он почувствовал, как начало спадать напряжение. Он ничего не слышал, пока не вышел из-за угла, и сразу увидел двух человек меньше, чем в двадцати футах от его Volkswagen, покрытого пятнами ржавчины. Один из них что-то держал в руке, и по сверкнувшему отражению Келли понял, что это нож. Его первой мыслью было проклятие. Ведь он уже решил, как следует поступать в таких случаях. Он не сможет спасти весь мир и даже не будет пытаться. Спасение жертвы уличного преступления выглядит эффектно на экране телевизора, но сейчас он охотился за более крупными хищниками. Однако он не подумал о том, что преступление может совершиться рядом с его машиной. Келли замер, оценивая обстановку, и его мозг снова заработал, когда в кровь хлынул поток адреналина. Если здесь произойдет что-нибудь серьезное, полиция сразу окажется тут, как тут, и может пробыть в течение нескольких часов. А ведь он оставил два мертвых тела почти в четверти мили отсюда. Еще меньше, если считать по прямой. Это плохо, и у него почти нет времени для принятия решения. Мальчишка держал женщину за руку, размахивая ножом. Он стоял спиной к Келли. Даже в темноте трудно промахнуться с расстояния в двадцать футов, но только не пулей двадцать второго калибра, которая проникает очень глубоко, тем более, что позади преступника находится его жертва, или, по крайней мере, ничем не вооруженный человек. На женщине была какая-то форменная одежда, ей лет сорок, отметил Келли, двигаясь вперед, и тут все снова переменилось. Мальчишка ударил женщину ножом в руку. В свете уличных фонарей Келли отчетливо увидел кровь. Вирджиния Чарльз застонала от боли, когда нож полоснул по руке. Она вырвалась, или, вернее, попыталась вырваться, уронив деньги. Левой рукой мальчишка схватил ее за горло, и по его взгляду она поняла, что он решает, куда нанести следующий удар. И тут женщина заметила движение в темноте. В футах в пятнадцати стоял мужчина. От боли и в панике она попыталась закричать, позвать на помощь. Крик был едва слышен, но бандит заметил, что ее глаза куда-то устремлены. Куда? Парень обернулся и увидел в десяти футах уличного бродягу, охватившая его была тревога, перешла в ленивую улыбку. Проклятие! Все идет совсем не так, как надо. Голова Келли была наклонена вперед, он смотрел на мальчишку из-под лобья, чувствуя, что происходящее вышло из-под контроля. Может быть, у тебя есть деньги, папаша? спросил парень, опьяненный чувством силы. Повинуясь минутному капризу, он шагнул к бродяге, у которого должно быть больше денег, чем у этой суки-медсестры. Келли не ожидал этого, и движение мальчишки застало его врасплох. Он протянул руку за пистолетом, но глушитель зацепился за что-то, и приближающийся бандит инстинктивно почувствовал угрозу. Он сделал еще шаг, на этот раз более быстрый, и вытянул вперед руку с ножом. Теперь у Келли не осталось времени, чтобы достать пистолет. Он сделал полшага назад и выпрямился. При всей своей агрессивности грабитель плохо владел ножом. Его первый выпад оказался неудачным, и он удивился, с какой легкостью пьяный бродяга отбил в сторону вытянутую руку, затем шагнул вперед, жесткие пальцы нанесли удар в солнечное сплетение, парень задохнулся, но не упал сразу, медленно опускаясь на землю, он снова взмахнул ножом, Келли схватил его за руку, дернул на себя, затем повернул ее и переступил через тело, уже падающее вниз. Послышался громкий треск, эта рука мальчишки выскочила из плечевого сустава, но Келли продолжил движение и сломал ее совсем. Почему бы вам не идти домой, мадам, негромко сказал он, обращаясь к Вирджинии и отвернувшись в сторону в надежде, что она не успела понять, что произошло. Да, пожалуй, не успела, решил Келли. Он двигался с молниеносной быстротой. Медсестра наклонилась, подняла с тротуара пятидолларовую банкноту и без единого слова пошла прочь. Келли смотрел ей вслед, повернув голову, и увидел, как она прижала правую руку к ране на левой, пытаясь остановить кровотечение, затем пошатнулась, по-видимому, от шока. Келли был доволен, что ей не понадобилась помощь. Ему было ясно, что она непременно сообщит кому-нибудь о случившемся, может быть, вызовет скорую помощь. И вообще-то надо бы помочь ей, однако опасность увеличивалась намного быстрее ее способности справиться с возникшими проблемами. Неудавшийся грабитель начал стонать, боль от сломанной руки пробивалась сквозь защитный туман наркотиков, а вот он наверняка видел лицо Келли, причем совсем близко. «Проклятие!» прошептал Келли, ничего не поделаешь. Этот парень ранил женщину и затем напал с ножом на него, и первое и второе можно истолковывать как попытки совершить убийство, и уж точно для него это не впервые. Парень выбрал неправильный путь, а сегодня ошибся и при выборе места. За подобные ошибки приходится расплачиваться. Келли взял нож из сломанной руки парня, вяло лежащий на тротуаре, с силой всадил его в шею чуть ниже затылка и оставил там. Еще через минуту Volkswagen Келли был уже в середине соседнего квартала. «Семь», сказал он себе, поворачивая на восток. «Проклятие!» Глава девятнадцатая Мера милосердия «Это становится уже более привычным, чем утренний кофе с булочкой», сказал себе лейтенант Райан. Убиты еще два торговца наркотиками, оба двумя выстрелами в голову пули 22-го калибра, но на этот раз не ограблены. На месте преступления нет пустых гильз, никаких следов борьбы. Один даже схватился рукой за свой револьвер, но не успел достать его из заднего кармана брюк. Вот это было уже необычно. Он, по крайней мере, заметил опасность и отреагировал на нее, хотя и неэффективно. Затем позвонили по телефону из квартиры, находящейся всего в нескольких кварталах, от места, где были найдены тела убитых, уличных дилеров, и лейтенант в сопровождении Дугласа поехал туда, оставив младших детективов разбираться с двумя убитыми. Судя по телефонному звонку, это убийство было куда интереснее. «Ты только посмотри», воскликнул Дуглас, который вышел из машины первым. «Действительно, не слишком часто видишь, что из затылка трупа торчит рукоятка ножа, словно столб в изгороде». «Серьезные парни, им не до шуток». Как правило, рядовое убийство в этой части города, как и в любой части любого другого города, случалось в результате семейных ссор. Члены семьи убивали друг друга или люди убивали близких друзей по самым тривиальным причинам. В прошлом году, в день благодарения, отец убил сына, поссорившись из-за ножки индейки. Самому Райану больше всего нравилось убийство, происшедшее в результате ссоры по поводу пирога с крабами. Не то, чтобы оно вызывало у лейтенанта какое-то особое веселье, просто казалось ему исключительно парадоксом. Во всех подобных случаях ситуация усугублялась алкоголем и унылой жизнью, превращавших мелкие разногласия в проблемы огромной важности. Я не хотел. Эту фразу ему приходилось выслушивать после совершенного убийства чаще всего. Другим весьма распространенным объяснением было, ну почему он так настаивал на своем. Грусть после расследования подобных случаев разъедала душу Райана подобной кислоте, но хуже всего была однообразная монотонность таких убийств. Человеческая жизнь не должна заканчиваться путем вариаций на одну и ту же тему. Она слишком драгоценна для этого. Урок, усвоенный Райаном на вересковых пустошах Нормандии и в заснеженных лесах вокруг Бастони, когда он был молодым солдатом 101-й воздушно-десантной дивизии. Типичный убийца обычно заявлял, что не собирался убивать и часто сразу сознавался в совершенном преступлении, глубоко раскаиваясь в содеянном в том, что от его или ее руки погибли члены семьи или друзья, так что в результате рушились две жизни. Это были преступления, совершенные в порыве страсти или необдуманных действий. Такими обычно и бывали убийства, но не это. — Что у него с рукой? — спросил Райан у судебно-медицинского эксперта. Помимо многочисленных следов уколов, рука мертвого парня казалась вывернута настолько, что лейтенант понял. Он смотрит на ее обратную сторону. Похоже, плечевой сустав вывихнут. Впрочем, нет. Сломан, добавил врач после короткого раздумья. «Мы видим синяки вокруг кисти, вызванные силой захвата. Кто-то схватил его за кисть двумя руками и практически вырвал руку из плечевого сустава, словно ветку у дерева. Прием карате, удивился Дуглас. Похоже на то. В результате он утратил способность двигаться, а причину смерти вы видите сами». «Лейтенант, вот Вирджиния Чарльз, она живет в квартале отсюда», позвал Райана сержант полиции. Миссис Чарльз сообщила о преступлении. «С вами все в порядке, миссис Чарльз?» спросил Райан. Фельдшер осматривал повязку, которую она сама наложила на раненую руку. Рядом стоял ее сын, заканчивающий Данбер Хай-Скул. Он смотрел на убитого безо всякого сострадания. Четыре минуты спустя лейтенант располагал дополнительной информацией. «Вы говорите бродяга? Пропойца! Вон бутылка, которую он выронил». Женщина показала наваляющуюся бутылку. Дуглас подобрал ее с максимальной осторожностью. «Можете описать его?» спросил лейтенант Райан. Утренняя рутина была настолько обыденной, что могла иметь местом любую базу морской пехоты от Леджуна до Окинавы. Двенадцать ежедневных упражнений, затем пробежка, причем в ногу, а старший сержант громким голосом задавал кемп. С особым удовольствием солдаты обгоняли группы младших лейтенантов, только что получивших первое офицерское звание и проходящих курс начальной физической подготовки или улыбались при виде еще более жалкого зрелища бегущих курсантов офицерской школы. Маршрут пятимильной пробежки пролегал мимо стрельбища с дистанциями до пятисот ярдов и других тренировочных объектов, названных в честь погибших морских пехотинцев почти до Академии ФБР, но потом сворачивал на лесную тропинку к выделенному для подготовки штурмовой группы тренировочному полигону. Привычная утренняя рутина всего лишь напоминала солдатам, что они морские пехотинцы, а продолжительность пробежки говорила об их принадлежности к разведывательным подразделениям корпуса, для членов которых физическая подготовка, не уступающая уровню тренированности участников Олимпийских игр, была нормой. Выбежав на территорию полигона, они с удивлением заметили, что там их ждет генерал, равно как детская песочница и качели. — Добро пожаловать в Куантико, морские пехотинцы, обратился к ним Марти Янг. После того, как солдаты немного остыли от пробежки, и сержант подал им команду вольно. В стране они увидели двух адмиралов в белых повседневных мундирах, а с ними пару штатских, которые наблюдали внимательно за солдатами и прислушивались. Глаза морских пехотинцев сузились, и предстоящая операция сразу приобрела особый интерес. Выглядит как на аэрофотоснимках, негромко заметил КАС, осматриваясь по сторонам. Они уже знали, о чем будет говорить генерал Янг, обращаясь к солдатам. А вот зачем здесь игровая площадка? Это я предложил, произнес Грир. У Ивана есть разведывательные спутники. Время их пролета над полигоном в течение следующих шести недель указано в расписании, висящем внутри здания А. Мы не знаем, насколько совершенны их камеры, и потому исходим из того, что они не уступают нашим, понимаешь? Вот мы и показываем другой стороне все, что она хочет увидеть или в чем она может легко разобраться. У всех по-настоящему безобидных мест существует площадка для стоянки автомобилей. Программа была уже определена. Каждый день после прибытия на полигон солдаты будут перемещать автомобили с одного места на другое, причем беспорядочно. Затем часов в 10 утра они извлекут из машин манекены и расставят их по игровой площадке. В 2 или 3 часа дня автомобили снова поменяют местами, а манекены переставят. Высшие чины подозревали и были в этом правы, что процедура вызовет массу шуток. А после того, как все кончится, полигон превратится в настоящую игровую площадку? — спросил Риттер, тут же ответил на собственный вопрос. Черт побери, а почему и нет? Здорово придумано, Джеймс. Спасибо, Боб. Но полигон кажется таким маленьким, заметил адмирал Максуэлл. Размеры соблюдены с точностью до 3 дюймов. Мы смошенничали, объяснил Риттер. В нашем распоряжении имеется советское наставление по строительству таких лагерей. Ваш генерал Янг отлично справился с работой. В окнах здания С отсутствуют стекла, обратил внимание Подулски. А ты посмотри на снимки, Каас, посоветовал Грир. У них там не хватает стекла. У этого здания только ставни. Здесь и там. В окнах казармы, где содержатся военнопленные, он показал на здание В, деревянные решетки, чтобы можно было впоследствии снять их. Что касается внутренних помещений, пришлось руководствоваться догадками, но и здесь мы говорили с несколькими военнопленными, освобожденными оттуда, так что нельзя сказать, что все взято с потолка. Морские пехотинцы уже оглядывались по сторонам, узнав кое-что о предстоящей операции. Они были знакомы с планом и теперь думали о том, как использовать свой боевой опыт в условиях этого странного полигона с игровой площадкой и манекенами детей, которые будут следить за их тренировками голубыми кукольными глазами. Гранатометы М-79 для уничтожения сторожевых вышек, зажигательные гранаты через окна казармы, вертолеты с шестиствольными пулеметами зальют ее огнем сразу после этого, а жены и дети будут смотреть на происходящее и никому не расскажут. Расположение полигона было выбрано с максимальной тщательностью из-за сходства с местом в другой части земного шара. Морским пехотинцам можно было не объяснять, в какой именно. Они догадывались и сами. Их взгляды то и дело останавливались на холме в полумиле от полигона. С его вершины открывался отличный вид на выстроенные здания. Выслушав приветственное обращение генерала, солдаты разделились на заранее подготовленные группы и отправились за оружием. Вместо автоматических винтовок М16А1 им выдали более короткие автоматы Кар-15, удобные для ближнего боя. Гранатометчики получили обычные ручные гранатометы М79, прицелы которых были покрыты радиоактивным третием и светились в темноте. И тяжелые оружейные пояса, увешанные боеприпасами, потому что стрельбы начнутся немедленно. Первая тренировка будет проходить днем, чтобы солдаты могли освоиться с оружием, но все остальные тренировки намечены на темное время суток, о чем генерал умолчал. Впрочем, это было и без того очевидно. Такие операции проводятся только ночью. Получив оружие, солдаты отправились на ближайшее стрельбище. Там были уже установлены шесть оконных рам. Гранатометчики обменялись взглядами и произвели первый залп. Один из них к своему стыду промахнулся. Остальные пятеро начали подразнивать его, убедившись сначала, что белые разрывы их учебных гранат появились позади оконных рам. — Ладно, ладно, просто мне надо размяться. Недовольно проворчал капрал и за сорок секунд положил остальные пять гранат точно в цель. Он был чересчур медлителен. Никто из морских пехотинцев не сумел как следует выспаться. — Интересно, неужели нужно быть настолько сильным, чтобы так всадить нож? — спросил Райан. — Да уж, слабак не смог бы проделать такое, — заметил судмедэксперт. Лезвие рассекло позвоночный столб как раз в том месте, где он соединяется с продолговатым мозгом. Смерть наступила мгновенно. Он уже искалечил парня. Плечевой сустав действительно так серьезно поврежден, как это кажется, — поинтересовался Дуглас, освобождая место фотографу. — Наверное, еще хуже. Мы убедимся при вскрытии, но я не сомневаюсь, что сустав полностью сломан. Такую травму невозможно вылечить, по крайней мере, нельзя восстановить все функции руки. Этот парень никогда не смог бы играть в бейсбол еще до того, как ему вонзили нож в затылок. Белый, лет сорока или больше, длинные черные волосы, невысокий, опустившийся. Райан взглянул на свои записи. — Идите домой, мадам, сказал бродяга Вирджинии Чарльз. Жертва была еще жива, когда миссис Чарльз уходила отсюда. Дуглас подошел к лейтенанту. Убийца поднял, должно быть, нож и всадил его в парня. М. На протяжении прошлой недели у нас произошло четыре убийства, совершенных хладнокровным профессионалом, в результате которых погибло шесть человек. Четыре различных М.О. Двое связаны, ограблены и убиты из револьвера 22-го калибра, не оказали ни малейшего сопротивления. Один застрелен из охотничьего ружья, не успел защититься. Двое застрелены вчера ночью, тоже, по-видимому, из револьвера 22-го калибра, но не ограблены, не связаны и заметили угрожающую им опасность перед самой смертью. И все торговцы наркотиками. Но вот этот парень всего лишь уличный хулиган. Нет, Том, все не так просто. Лейтенант задумался. «Мы уже опознали убитого?» «Наркоман», ответил полицейский сержант. «В его деле числятся шесть арестов за попытки ограбления, и бог знает, что еще». «Непонятно», покачал головой лейтенант Райан. «Это идет в разрез здравому смыслу. Если мы говорим о профессионале, то почему он допустил, чтобы кто-то увидел его? Почему разрешил женщине уйти? Почему говорил с ней? Наконец, черт побери, зачем ему было вообще убивать этого парня? Где тут здравый смысл? Действительно, две пары уличных торговцев наркотиками, убитые выстрелами из револьвера 22-го калибра. Но малокалиберное оружие применяется в разборках чаще другого, и тогда, как одна пара была ограблена, вторая нет, и к тому же их убили не с такой поразительной точностью, как первых двух. Еще один дилер застрелен из охотничьего ружья и ограблен. Ладно, на этот раз у нас имеется нож, которым было совершено убийство, а также бутылка. С того или с другого мы сможем снять отпечатки пальцев. Кем бы ни был убийца, на этот раз он не проявил достаточной осторожности. Пропоется. Борец за справедливость, М, подколол его Дуглас, тот, кто убил этого парня. Знаю, знаю, убийца не мог быть слабаком. Но кто он? Слава Богу, что у меня на руках были перчатки, подумал Келли, глядя на снеги на правой руке. Он позволил ярости выйти из-под контроля. Это плохо. Вспоминая случившееся, заново переживая тот инцидент, Келли понял, что попал в безвыходное положение. Допусти он, чтобы женщину убили или серьезно ранили, и сядь в машину, чтобы просто уехать. Во-первых, он никогда не смог бы простить себе этого, и, во-вторых, если бы один из них увидел его Volkswagen, на него пало бы подозрение в убийстве, совершенном совсем рядом. И тут же Келли презрительно фыркнул. Да ведь его и так теперь подозревают в убийстве. Кто-нибудь точно подозревает? Вернувшись домой, он посмотрел в зеркало еще до того, как снял парик и все остальное. Тот, кого увидела женщина, не был Джоном Келли. Это был мужчина с лицом, заросшим темной щетиной, грязный и дурно пахнущий, с длинными спутанными волосами. Из-за сутулости он казался на несколько дюймов ниже, да и освещение на улице было слабым. К тому же она стремилась как можно скорее уйти. И все таки. Каким-то образом он оставил там бутылку? Келли вспомнил, что выронил ее, когда парировал выпад парня, угрожавшего ему ножом, и затем в пылу схватки забыл про бутылку. Как глупо! Келли был вне себя от собственной неосмотрительности. Так что же известно теперь полиции? Его описание не будет соответствовать действительности. Хирургические перчатки на руках, хотя и не предотвратили синяки, все-таки не порвались. К тому же у него не было кровотечения. Но самое главное, он ни разу не коснулся бутылки голыми руками. В этом Келли был уверен, потому что с самого начала принял такое решение. Полиция знает, что какой-то уличный бродяга убил хулигана, напавшего на женщину. Но в городе было много уличных бродяг. А для завершения операции Келли требовалась всего лишь еще одна ночь. И все-таки ему придется изменить тактику. А следовательно, предстоящая операция будет опаснее, чем он надеялся. Однако информация о Билли, собранной им, была слишком хорошей, чтобы отказаться от операции. Этот ублюдок может проявить находчивость и в дальнейшем избрать иную манеру поведения. Что если он пользовался несколькими заброшенными домами для подсчета выручки, или этот особняк был выбран им всего на несколько суток? Если дело обстоит именно так, стоит пропустить день или два, и Келли придется тогда начинать все с самого начала, причем выбрать иную маскировку, потому что полученные им разведывательные данные окажутся бесполезными. И это при условии, что ему вообще удастся найти такую же удачную маскировку, что сейчас казалось маловероятным. Келли напомнил себе, что убил шесть человек, чтобы продвинуться достаточно далеко по пути к достижению цели. Седьмой была случайной жертвой. И это не имело значения. Разве что для той женщины. Он сделал глубокий вдох, если бы он только наблюдал за происходящим, стал безучастным свидетелем ее ранения или убийства, как смог бы он смотреть в зеркало? Келли пришлось признаться, что он все-таки нашел наилучший выход из сложной ситуации. Ничего не поделаешь, такое случается. Теперь опасность увеличилась, но его беспокоил только провал операции, а не угрожающая ему опасность. Но сейчас нужно подумать и о другом. У него были и другие обязательства. Он снял трубку и набрал номер. — Грир? — Кларк, — ответил Келли. — По крайней мере, это все еще забавляло его. — Опаздываешь, — послышался голос адмирала. Келли должен был позвонить до обеда, и упрек попал в цель. — Ничего страшного, я только что приехал. — Скоро ты нам понадобишься. Мы начинаем. — Слишком быстро, — подумал Келли. — У меня мало времени. — Слушаюсь, сэр. — Надеюсь, ты в достаточно хорошей форме? — Голландец говорит, что ты следишь за собой, — произнес Джеймс Грир более мягко. — Думаю, что не подведу вас, сэр. — Тебе приходилось бывать в Куантика? — Нет, адмирал, отправляйся на своей яхте, там имеется причал, а на яхте мы сможем поговорить без помех. Утром в субботу, ровно в десять. Мы будем ждать вас, мистер Кларк. — Слушаюсь, сэр. Келли услышал, как Грир положил трубку. — Утром в субботу. Он не ожидал этого. События развивались слишком быстро, так что его другая операция становилась тем более неотложной. С каких это пор бюрократическая машина действовала так быстро? Ну, как бы то ни было, это непосредственно касалось самого Келли. — Да, мне это тоже не нравится, но мы действуем именно так, сказал Гришанов. Неужели вы действительно настолько тесно привязаны к наземному радиолокатору? Робин, ведутся даже разговоры о том, чтобы запуск ракет производился по команде офицера, находящегося у пульта управления и руководящего перехватом. Гришанов не скрывал своего раздражения. «Но в таком случае ты всего лишь извозчик?» заявил Закариас. «Нужно полагаться на своих летчиков. Надо, чтобы американский полковник выступил перед руководством генштаба», подумал Гришанов. «Они не хотят прислушиваться к моим советам. Может быть, мнение американца окажется более весомым для наших генералов?» Его соотечественники испытывали глубокое уважение к мыслям и методам американцев, хотя и намеревались воевать с ними и одержать победу. И видишь ли, это сочетание ряда факторов. Новые истребительные полки будут базироваться недалеко от советско-китайской границы. Что ты хочешь этим сказать? Неужели вам не известно о событиях, происходящих на границе? Только в этом году произошло три вооруженных столкновения между нами и китайцами на реке Амур и дальше к западу. Не может быть! Для американца это казалось просто невероятным. Ведь вы союзники! Гришанов выркнул. Союзники? Друзья? Со стороны, да, может быть, кажется, что все социалистические страны похожи одна на другую. Мой друг, мы воевали с китайцами на протяжении столетий. Неужели ты не знаком с историей? В течение длительного времени мы поддерживали Чан Кайши, а не Мао. Наши инструкторы обучали его солдат. Мао ненавидит нас. Мы поступили как идиоты, передав ему атомные реакторы. И вот теперь у китайцев есть ядерное оружие. Как ты думаешь, куда нацелены их ракеты с атомными боеголовками? На твою страну или на мою? У них есть бомбардировщики Ту-16. У вас они именуются беджеры, правда? Скажи, эти бомбардировщики могут долететь до Америки? Закариас знал ответ на этот вопрос. Нет, разумеется. Зато Москва находится в пределах досягаемости для них. Это я тебе гарантирую. А ведь они несут ядерные бомбы в пятьсот киллтон. Вот по этой причине истребительные полки, у которых на вооружении состоят МиГ-25 и развернуты вдоль китайской границы. У нас нет стратегической глубины по этой оси. У нас уже происходили настоящие сражения с этими желтыми ублюдками, Робин. В них принимали участие целые дивизии. Прошлой зимой мы отбили их атаку, когда китайцы попытались захватить принадлежащий нам остров. Они напали первыми, истребили наш пограничный батальон и надругались над мертвыми. — Зачем им это понадобилось, Робин? — Только потому, что у наших парней светлые волосы и веснушки? — с горечью спросил Гришанов, дословно цитируя гневную статью, опубликованную в Красной Звезде. Для русского офицера события приобрели странный оборот. Сейчас он говорил абсолютную правду, но чувствовал, что тут ему труднее убедить американца, чем в тех случаях, когда прибегал к искусной лжи. Мы не союзники. Мы даже оказались вынуждены прекратить поставки оружия сюда по железной дороге. Китайцы останавливают составы и крадут грузы прямо из вагонов. Чтобы использовать это оружие против вас? А против кого еще? Против индейцев, что ли? Или против жителей Тибета? Понимаешь, Робин, эти люди не похожи на нас с тобой. Они смотрят на мир по-иному. Они вроде гитлеровцев, с которыми воевал мой отец, считают себя лучше других народов. Как это у вас говорится? Раса господ, подсказал Закариас. Вот, совершенно точно. И они в это верят. Мы для них животные, полезные, это верно, но они ненавидят нас и хотят заполучить то, что мы имеем. Им нужна наша нефть, наши леса и наша земля. Но почему мне никогда об этом не говорили? Недоверчиво спросил американец. Черт возьми, вырвалось у Гришанова. Да разве ваша страна так уж отличается от нашей? Когда Франция покинула НАТО, когда французы потребовали от вас, чтобы вы убрали свои военные базы с их территории, думаешь, нам сообщили об этом заранее? В то время я служил в штабе наших войск в Германии и никому даже не пришло в голову сообщить нам о происходящем. «Видишь ли, Робин, вы кажетесь нам тем же, чем мы представляемся вам, могучим гигантом, но политические события, происходящие внутри вашей страны, являются для меня такой же тайной, как внутренняя политика России является тайной для тебя. Все очень запутано, но могу сказать тебе, мой друг, что мой новый полк с истребителями МиГ-25 на вооружении будет размещен между Китаем и Москвой. Если хочешь, я принесу карту и покажу место базирования». Закариас оперся спиной о стену и по его лицу пробежала гримаса боли. Он не знал, чему верить. «Боли у тебя так и не прошли, Робин?» «Нет». «Вот, выпей, дружище». Гришанов протянул ему фляжку и на этот раз американец не колебался. Русский следил за тем, как Закариас сделал несколько глотков, прежде чем вернуть фляжку обратно. «А что этот новый истребитель действительно так хорош?» «Миг-25? Настоящая ракета?» с энтузиазмом воскликнул Гришанов. «Может быть, для разворота ему требуется даже большее пространство, чем вашему Таду, но по прямой его не сможет опередить ни один другой истребитель. Даже сравнивать нельзя. У него четыре ракеты класса воздух-воздух и никакого другого вооружения. Радиолокационная установка самая мощная из всех производимых для истребителей и не поддается любым радиопомехам». «Дальность действия, наверное, небольшая», поинтересовался Закриас. «Примерно сорок километров», кивнул Гришанов. «Нам пришлось пожертвовать расстоянием ради надежности. Пытались добиться и того, и другого, но потерпели неудачу». «У нас то же самое», признался американец. «Дело в том, Робин, что я не допускаю возможности войны между Америкой и нами, честное слово. У нас мало того, в чем вы нуждаетесь. Все, что есть у нас, природные ресурсы, земля, пространство, есть и у вас». «Но китайцам», подчеркнул русский полковник, «вот им это нужно, и к тому же у нас с ними общая граница. Я уж не говорю о том, что мы передали им вооружение, которое теперь они используют против нас, а ведь их так много. Маленькие злобные людишки, подобные тем, что окружают нас здесь, только их гораздо больше. Ну и как вы собираетесь решить эту проблему? Гришанов пожал плечами. «Я буду командовать своим истребительным полком, защищать Родину от ядерного нападения со стороны Китая. А вот как? Этого я еще не знаю». «Это непросто. Хорошо, если в твоем распоряжении время и пространство, а также, если ты знаком с вражескими намерениями. У нас есть хорошие летчики, в бомбардировочной авиации, но они не сравнимы с вашими. Знаешь, даже при отсутствии противовоздушной обороны, я сомневаюсь, что нам удастся послать больше 20 бомбардировщиков. Базы нашей стратегической авиации располагаются в двух тысячах километров от места моего будущего базирования. Ты понимаешь, что это значит? Им даже не с кем проводить учения? Ты имеешь в виду красных условного противника? Мы называем их синими, Робин. Думаю, ты понимаешь причину. Гришанов усмехнулся, но тут же улыбка исчезла с его лица. Но ты прав. Учения превращаются в теоретические занятия, или некоторые истребители играют роль бомбардировщиков, но их радиус действия слишком невелик для настоящих маневров. Ты не обмануешь меня? Робин, я ведь не прошу тебя верить мне. Это было бы слишком. Ты знаешь это, и я тоже. Ну, подумай сам, неужели ты считаешь, что твоя страна когда-нибудь нападет на мою? Нет, вряд ли, согласился Закряс. Я расспрашивал тебя о ваших военных планах. Да, конечно, они представляют собой очень интересные теоретические расчеты, и для меня это могут быть захватывающие военные игры, но разве я пытался что-нибудь выведать у тебя? Гришанов вел себя подобно терпеливому учителю. Это верно, Коля, не пытался. А все потому, Робин, что меня не пугают ваши бомбардировщики Б-52. Я опасаюсь китайских бомбардировщиков. Наша страна готовится к войне с Китаем. Он посмотрел на цементный пол, затянулся сигаретой и продолжил тихим голосом, когда мне было одиннадцать лет, немцы находились в ста километрах от Москвы, я отчетливо помню это. Мой отец воевал в военно-транспортном полку, состоящем из преподавателей университета. Половина не вернулась обратно. Нас с матерью эвакуировали из города и мы оказались в какой-то маленькой деревушке, не помню названия. В то время все казалось таким запутанным, таким непонятным. Достаточно сказать, отец профессор истории стал водителем грузовика. В той войне мы потеряли двадцать миллионов человек, Робин. Двадцать миллионов! Среди них были наши знакомые, отцы моих друзей. Отец моей жены погиб на войне. Два брата моего отца тоже. Когда мы с матерью шли по снегу, я дал себе слово, что когда-нибудь тоже буду защищать Родину. И вот стал военным летчиком. Я летаю на истребителе. Моя задача заключается в том, чтобы защищаться, а не нападать на кого-то. Ты понимаешь, что я говорю тебе, Робин? Я защищаю свою мальчишкам не пришлось спасаться из дома посреди зимы. Несколько моих одноклассников просто замерзли. Морозы стояли жутки. Вот почему я служу в противовоздушной обороне страны. Немцы хотели отнять то, что у нас есть. А теперь это же собираются сделать китайцы. Он махнул рукой в сторону двери. Вот такие же люди. Еще до того, как услышал ответ Закариаса, Гришанов понял, что его усилия увенчались успехом. Месяцы работы ради вот этого момента, подумал русский, словно соблазняешь девственницу, но все гораздо печальнее. Этот американец никогда не увидит своего дома. Вьетнамцы убьют всех этих военнопленных, как только пропадет в них нужда. Какая колоссальная, какая бесполезная трата таланта, подумал он. И его ненависть к так называемым союзникам была на самом деле такой же огромной, как он делал вид, больше она не была притворной. Гришанов возненавидел их с самого первого момента после прибытия в Ханой, увидев их невероятное высокомерие, манию величия, исключительную жестокость и глупость. Работая с американскими военнопленными, русский полковник с помощью доброты и одного лишь литра водки сумел достичь за несколько месяцев несравненно большего, чем вьетнамцы за годы пыток и бессмысленной злобы. Вместо того, чтобы причинять американцам боль, Гришанов делил ее с ними. Он не оскорблял и не мучил сидящего рядом с ним офицера. Нет, он дарил ему доброту, уважал его достоинства и идеалы, старался смягчить его страдания, защищал Закариаса от новых мучений и с горечью жалел, что это по его инициативе тюремщики так избили американцев. Впрочем, во всем этом была и обратная сторона. Чтобы добиться таких успехов, Гришанову пришлось открыть собственную душу, он рассказывал правдивые истории, вспоминал давно забытые кошмары детства, заново обдумал причины, заставившие его избрать профессию, которую полюбил. Но сделал он это немыслимое, недопустимое для советского офицера, лишь потому, что знал о предстоящей неминуемой смерти американца, одинокой и неизвестной. Закряс был уже мертв для своей семьи и друзей, так что теперь ему предстояло одно — быть похороненным в безымянной могиле. Этот американский полковник не был фашистом или гитлеровцем. Он являлся врагом Гришанова и его страны, это верно, но честным и откровенным, приложившим, наверное, немало усилий для того, чтобы во время своих налетов не причинять вреда мирному населению, потому что и у него самого была семья. Гришанов не заметил у него ни малейших следов расового превосходства. Закряс даже не испытывал ненависти к солдатам северо-вьетнамской армии и русскому офицеру. Такое казалось самым невероятным, потому что он, Гришанов, начинал их ненавидеть. Закряс не заслуживает смерти, сказал себе Гришанов, понимая всю иронию собственных слов. Николай Гришанов и Робин Закряс стали теперь друзьями. «Как тебе это нравится?» спросил Дуглас, садясь на край стола Райана. Бутылка с вином находилась в прозрачном пластмассовом пакете, и ее гладкая поверхность была покрыта слоем тончайшей желтой пыли. «Никаких отпечатков?» Эммет осмотрел бутылку изумленным взглядом. «Никаких, даже смазанных». «Абсолютно ничего, М». Затем наступила очередь ножа. Это был самый обыкновенный выкидной нож, тоже покрытый порошком для снятия возможных отпечатков пальцев и лежащий в пластмассовом пакете, как и бутылка. Здесь видны смазанные отпечатки. Да, часть отпечатка большого пальца принадлежит жертве. Больше ничего нам не удалось обнаружить, только пятна, одни пятна. Таково мнение лаборатории. Или парень сам убил себя ударом, нажав шею, или подозреваемый в убийстве имел на руках перчатки. Летнее время года чертовски жаркое для перчаток. Эммет Райан откинулся на спинку кресла, глядя на вещественные доказательства, разложенные перед ним. Затем перевел взгляд на Тома Дугласа, сидящего рядом. Хорошо, Том, продолжай. Итак, у нас четыре места, где были совершены преступления и шестеро убитых. Никаких вещественных доказательств. Пять жертв в трех случаях продавцы наркотиков. При убийстве использовались два типа МО. Однако в каждом случае ни одного свидетеля. Убийства совершены примерно в одно время суток и все на расстоянии не превышающем пяти кварталов друг от друга. Высокое мастерство, кивнул лейтенант Райан. Он закрыл глаза, сначала мысленно вспоминая места убийств, затем сопоставляя данные, имеющиеся в распоряжении полиции. Одни ограблены, другие нет. Смена МО. Но при последнем убийстве присутствовал свидетель. Идите домой, мадам. Почему убийца настолько вежлив? Райан покачал головой. Реальная жизнь — это не Агата Кристи, Том. Наш молодой парень сегодня М. Вспомни метод, которым воспользовался убийца, чтобы прикончить его. Всадил нож вот сюда. Я давно не видел ничего подобного. Сильный сукин сын. Но однажды такое уже случалось. Я видел это в 58 или 59 году. Райан сделал паузу, собираясь с мыслями. По-моему, это был водопроводчик, огромный мощный парень. Застал жену в постели с кем-то. Он отпустил соперника, потом взял стамеску, поднял голову жены. Чтобы прикончить человека с такой жестокостью, нужно быть вне себя от ярости. Согласен? Иначе зачем так поступать? Спросил Дуглас. Гораздо легче перерезать горло, и жертва все равно умрет. Зато совсем не так аккуратно. И еще шум. Голос Райана стих, и он задумался. Мало кто отдает себе отчет в том, что люди с перерезанным горлом, прежде чем умереть, издают громкий шум. Когда им перерезают дыхательное горло, раздается ужасный булькающий звук, а в случае промаха они вообще поднимают громкий крик. Наконец, из перерезанного горла выплескивается масса крови, словно из продырявленного шланга, и она попадает на руки и одежду убийц. С другой стороны, если вы хотите убить кого-то тихо и спокойно, словно выключаете свет в комнате и обладаете к тому же большой физической силой, а жертва уже не сопротивляется, удар ножом в основании черепа, в то место, где позвоночник соединяется с головным мозгом, является просто идеальным, смерть наступает мгновенно, тихо и относительно бескровно. Представь себе такой сценарий. Наш друг убивает двух торговцев наркотиками всего в двух кварталах, и время их смерти почти совпадает с временем смерти этого парня. Убийца, прикончив их, уходит с места преступления, поворачивает за угол и видит, как наркоман угрожает ножом миссис Чарльз. Лейтенант Райан недоверчиво покачал головой. Тогда почему просто не обратить на это внимание? Пересечь улицу, уйти подальше — это единственный разумный выход из положения. Зачем вмешиваться? Неужели у нашего убийцы возникли угрызения совести? Именно тут теория не выдерживала критики. А если один и тот же убийца приканчивает торговцев наркотиками, чем же он руководствуется? Если не считать двух последних ночей, убийство похоже на ограбление. Не исключено, что после того, как он убил этих двух, что-то помешало ему забрать деньги и наркотики. Может быть, какой-то шум или проезжающий автомобиль. Если мы имеем дело с грабителем, это не имеет отношения к попытке ограбления миссис Чарльз уличным хулиганом. Нет, Том, все это беспочвенные домыслы. Четыре различные случая, никаких вещественных доказательств. Убийца носит перчатки. Пропойца, уличный бродяга в перчатках. И все равно этого недостаточно. И все-таки я поручу патрульным полицейским западного участка обыскивать бродяг. Райан согласно кивнул. Это действительно не повредит делу. Келли вышел из квартиры в полночь. В этот вечер буднего дня было удивительно тихо. Старый жилой дом был населен жильцами, не проявляющими интереса ни к кому вокруг. Келли тут даже ни с кем не обменялся рукопожатием, если не считать управляющего в первый день. Дружеские кивки, вот и все. Здесь не было детей, только люди среднего возраста, главным образом бездетные семьи и несколько одиночек. Почти все служащие, причем многие ездили на работу в центр города на автобусе, вечером смотрели телевизор и ложились спать в 10 или 11 часов. Келли двигался тихо и спокойно. Его Volkswagen ехал по бульвару Лох-Ревен мимо церквей и других многоквартирных жилых домов, мимо городского стадиона. Районы, где жили служащие, переходили в рабочие кварталы, а рабочие кварталы в районы, где жили безработные. В центре города он миновал затемненные деловые кварталы, не прекращая движения, соблюдая все правила, но сегодня ему предстояла другая операция. Да, сегодня он нанесет решающий удар. Это влекло за собой опасность, но ведь ничего не происходит без риска, подумал Келли, разминая пальцы, сжимающие руль. Хирургические перчатки вызывали у него раздражение. Резина не пропускала тепло, и хотя потные руки не мешали действиям, его не покидало неприятное ощущение. Разумеется, у него не было другого выбора, и Келли вспомнил многое, что не нравилось ему во Вьетнаме, пиявки, например. При этой мысли он вздрогнул. Пиявки даже хуже крыс, подумал он. По крайней мере, крысы не сосут у тебя кровь. Келли не торопился. Он объехал предстоящую цель, не придерживаясь какого-то намеченного маршрута, поворачивая почти случайно, внимательно оглядываясь вокруг. И это принесло свои плоды. Он заметил, как пара полицейских разговаривает с уличным бродягой. Причем один стоит вплотную, а другой в двух шагах. Почти небрежно, но расстояние между двумя полицейскими было для Келли понятно. Один прикрывал другого. Они смотрели на уличного бродягу, как на источник потенциальной опасности. «Тебя ищут Джонни, мальчик», сказал он себе, поворачивая руль и выезжая на соседнюю улицу. Но ведь полицейские не изменят свою повседневную рутину, правда? Поиски, расспросы уличных бродяг для них это всего лишь дополнительная нагрузка, которая продлится несколько ночей. У полицейских есть и другие обязанности, причем более важные им приходится отвечать на вызовы по тревоге, когда грабят магазины, торгующие спиртным, откликаться на нарушение правил уличного движения, даже разбираться с семейными ссорами. Нет, преследование бродяг лишь еще одна обязанность для полицейских и без того перегруженных работой. Им придется отвлекаться от патрулирования улиц, но ведь они не станут нарушать привычные маршруты и графики. А Келли приложил немало усилий, потратил много времени, выясняя все это. Таким образом, возросшая опасность легко предсказуема и, по его мнению, на этот раз невезению должен прийти конец. Еще одна операция и он изменит тактику. Келли еще не знал, какое прикрытие выбрать, но если сегодня все пройдет успешно, полученные им сведения помогут ему в этом. Спасибо. Мысленно поблагодарил он судьбу. Еще от соседнего квартала Келли увидел, что Плимут стоит на привычном месте. Значит, сегодня день сбора выручки, и потому с ними не будет девушки. Он проехал мимо, миновал еще один квартал, повернул направо, снова миновал квартал и повернул направо еще раз. Показалась полицейская машина, и Келли посмотрел на часы. Патруль соблюдал график. Опоздание составило всего пять минут, и в машине сидел только один полицейский. В следующий раз патрульная машина проедет здесь через два часа, сказал себе Келли, делая последний поворот и направляясь к угловому особняку. Теперь он постарался поставить машину как можно ближе ко входу. Вышел из нее и заковылял прочь от особняка, обретая привычный облик пьяного бродяги. В этом квартале работали два дилера, оба поодиночке. Келли заметил, что они испытывают какое-то напряжение. По-видимому, новости о гибнущих торговцах наркотиками успело распространиться, подумал он со скрытой улыбкой. Раз начали исчезать другие торговцы, такая же судья может постигнуть и их. Это достаточная причина для беспокойства. Келли постарался обойти их подальше. У него промелькнула мысль о том, что ни один из них даже не подозревает, как близко прошла смерть. Да, жизнь хрупкая штука, а они не знают об этом. Нельзя отвлекаться, напомнил себе Келли, поворачиваясь снова и направляясь теперь к цели. Он остановился на углу и посмотрел по сторонам. Время перешагнуло за час ночи, и всех начала охватывать скука, возвещающая конец рабочего дня даже для тех, кто занимается нелегальным промыслом. Оживление, царившее раньше на улицах, затихало. Келли ожидал этого, недаром он потратил столько времени на разведку. Впереди все было спокойно, и он пошел на юг, мимо особняков по одну сторону улицы и прижавшихся друг к другу кирпичных жилых домов по другую. Он заставлял себя идти с потыкающейся походкой пьяного бродяги. Один из тех, кто мучил Тэм, кто убил ее, находился сейчас всего в сотне ярдов, может быть, даже двое. Келли вспомнил ее лицо, услышал ее голос, ощутил изгибы тела. На его лице застыло выражение ненависти, оно окаменело, руки налились свинцом и невольно сжались в кулаки, лишь ноги неуклюже вышагивали по широкому тротуару. Это длилось всего считанные секунды. Сделав несколько глубоких вдохов, Келли овладел собой. Полная концентрация, прошептал он про себя, замедляя шаг и, глядя на особняк, до которого оставалось всего тридцать ярдов, потом поднес к губам бутылку, набрал в рот немного вина и приоткрыл губы. Вино потекло по подбородку, а затем по рубашке. Змея вызывает Чикаго. Вижу цель. Начинаю действовать. Охранник, если это действительно был охранник, выдал себя. В свете уличных фонарей виднелся табачный дым, поднимавшийся от входа, и Келли теперь знал, где находится его первая цель. Он переложил бутылку в левую руку и пошевелил пальцами правой, готовясь к действиям. Подойдя к широким ступенькам, ведущим вверх, он споткнулся о них и закашлялся. Затем начал подниматься к двери, зная, что она должна быть приоткрыта, и упал на нее. Дверь распахнулась, и Келли рухнул на пол к ногам парня, сопровождавшего Билли. При падении бутылка разбилась, и Келли, не обращая внимания на парня, захныкал, глядя на разбитое стекло и расползающуюся лужу дешевого красного вина, производимого в Калифорнии. — Не повезло тебе, приятель, — послышался голос. Он был полон поразительного сочувствия. — А теперь двигай дальше. Келли продолжал скулить, стоя на четвереньках, и, раскачиваясь из стороны в сторону, кашлянул снова и чуть повернул голову. Он увидел ботинки и брюки парня. Опознание закончено. — Вставай, папаша! Сильные руки протянулись к Келли и подняли его с пола. Он опустил руки, словно обессилев. Одна скользнула за спину, парень поднял его на ноги и начал поворачивать к двери. Келли пошатнулся, и теперь охранник удерживал практически все его тело. Недели тренировок тщательной подготовки и подробной разведки воплотились в одно мгновение. Левой рукой Келли ударил парня по лицу, а правая вонзила между его ребер боевой нож морского пехотинца. Его чувства были настолько обострены, что кончиками пальцев Келли ощутил, как продолжает биться сердце охранника, с каждым биением все больше и больше рассекаясь, а наточенное, как бритва лезвия боевого ножа. Умирающее тело затрепетало, и Келли с силой повернул нож в глубокой ране. Темные глаза смотрели на него, расширившись от потрясения, и колени начали подгибаться. Келли медленно опустил тяжелое тело на пол, по-прежнему удерживая нож в ране, однако на этот раз он позволил себе выразить удовлетворение от мести. Слишком уж долго он ждал этого момента, потратил так много сил на его достижения, чтобы не проявить никаких эмоций. «Помнишь, Пэм?» прошептал Келли, склонившись над умирающим, и его вопрос не остался без ответа. Сквозь туман нестерпимой боли в глазах поверженного промелькнуло что-то, словно за мгновение до смерти парень вспомнил мертвую девушку, и тут же его глаза закатились. Ядовитый укус зми. Келли замер, сосчитал до шестидесяти и только после этого выдернул нож из тела жертвы, затем вытер окровавленное лезвие рубашку убитого. Нож был слишком хорош, чтобы пятнать его кровью таких ублюдков. Он выпрямился и сделал несколько глубоких вдохов, успокаивая часто бьющееся сердце. «Все идет точно по плану», подумал Келли. Сначала устранен охранник, второстепенная цель, а главное находится на втором этаже. Он подождал минуту, чтобы отдохнуть и сконцентрироваться на следующем этапе операции. Ступеньки лестницы были расшатаны и скрипели. Келли Келли старался ступать как можно ближе к стене, уменьшая таким образом смещение деревянных ступеней. Он двигался очень медленно, устремив взгляд вперед и вверх, потому что находящиеся сзади и внизу его больше не интересовало. Он уже убрал в ножны нож и держал в правой руке пистолет 45-го калибра, преобразованный под боеприпасы калибра 5,6 миллиметра с навинченным глушителем, а левый касался потрескавшейся штукатурки стены. Уже на полпути Келли услышал звуки, отличные от шума крови, пульсирующие в его артериях. Шлепок, стон, плач. Слабые животные звуки, затем жестокий смешок, едва слышный, несмотря на то, что Келли уже поднялся на лестничную площадку и повернул налево к источнику шума. Еще несколько шагов, и он различил тяжелое прерывистое дыхание. Проклятие! Но отступать уже поздно. Пожалуйста! От шепота полного отчаяния рука Келли, сжимающая рукоятку пистолета, побелела. Он продолжал идти по коридору второго этажа, не слышно ступая, касаясь левой рукой стены. Из открытой двери спальни падал свет, всего лишь отбрасываемый уличными фонарями, и едва пробивающийся через грязные стекла окон. Но затем, когда его глаза привыкли к темноте, он увидел тени на стене. «В чем дело, дор?» Послышался мужской голос в тот момент, когда Келли приблизился к дверному проему. Очень медленно, затаив дыхание, он заглянул за косяк окрашенной дверной коробки. На полу комнаты лежал матрас, на нем, на коленях, стояла женщина с опущенной головой. Мужская рука протянулась и стиснула ее грудь, затем резко встряхнула. Келли увидел, что рот женщины открылся в молчаливом крике и вспомнил фотографию, которую показал ему детектив. «Вот так же ты поступал и с Пэм, проклятый подонок!» По лицу женщины текли слезы, а мужчина, глядя на нее сверху вниз, улыбался. И тут Келли вошел в комнату. Голос его был негромким, спокойным, почти веселым. «Вижу, вы тут развлекаетесь. Не возражаете, если и я приму участие?» Билли повернулся, взглянул на едва различимый силуэт в дверях и увидел вытянутую руку с пистолетом. Его взгляд тут же метнулся в сторону лежащей неподалеку одежды. Там была и какая-то сумка. Сам Билли был голым и держал в левой руке какой-то инструмент, но не нож и не револьвер. Оба эти предмета находились в другом месте, футах в десяти. И взгляд Билли был бессилен придвинуть их ближе. Даже не думая об этом, Билли, добродушным голосом заметил Келли. «Кто ты?» «Ложись на пол, руки в стороны, или я отстрелю тебе член», приказал Келли, и дуло его пистолета опустилось. «Просто поразительно, какое огромное значение придают мужчины этому органу, как легко поддаются на такую угрозу? Да и угроза-то не слишком серьезная, принимая во внимание его крошечные размеры. Головной мозг намного больше, и потому попасть в него куда легче. Ложись. Немедленно». Билли послушно исполнил приказ. Келли столкнул девушку на матрас и размотал со своего пояса электрический провод. Через несколько секунд руки Билли были надежно связаны у него за спиной. В левой руке он все еще сжимал плоскогубцы. Келли взял их и еще туже затянул проволоку, вызвав стон. «Плоскогубцы? Господи!» Девушка смотрела прямо в лицо Келли, широко открыв глаза и тяжело дыша, но ее движения были замедленными и голова наклонена в сторону. Судя по всему, ей дали какие-то наркотики. Она видела мое лицо, подумал Келли, запомнила его. «Ну, почему ты здесь оказалась? Это нарушает все мои планы, все теперь слишком осложняется. мне придется, придется. Если ты сделаешь этот сон, кем ты станешь? Проклятие!» У Келли задрожали руки. Вот где скрывается настоящая опасность. Если он оставит ее в живых, кому-нибудь обязательно станет известно, кто он. Описание внешности этого будет достаточно, чтобы началась настоящая охота за ним, и тогда это помешает ему, может помешать достичь поставленной цели. Но опасность, угрожающая его душе, была намного больше. Стоит ему убить эту девушку, и душа будет утеряна навсегда. В этом Келли не сомневался. Он закрыл глаза и покачал головой. А ведь совсем недавно он надеялся, что все пройдет гладко. Операции никогда не проходят гладко Джонни мальчик. Одевайся, произнес он, бросай ей одежду. Побыстрее и как можно тише. Когда оденешься, делай, что я тебе скажу. Кто ты такой? Спросил Билли, давая волю своей ярости. И тут же почувствовал, как что-то твердое и холодное прижалось к его затылку. Стоит тебе даже вздохнуть громко! И мозги окажутся на полу. Понятно? Билли кивнул. Так что же мне делать? Задал себе вопрос Келли. Он взглянул на девушку, натягивающую трусики. Тусклый свет падал на ее грудь. И Келли содрогнулся, увидев многочисленные синяки. Поскорее поторопил ее он. Черт, побери, какая же неудача! Келли проверил проволоку, стягивающую руки Билли, и решил обмотать и локти. Торговец наркотиками застонал от боли, его плечи выгнулись назад, зато теперь Келли не сомневался, что сопротивляться он не сможет. Стараясь причинить побольше боли, он рывком поднял Билли на ноги, так что тот вскрикнул. Неужели больно? Спросил Келли, сунул ему в рот кляп и подтолкнул к выходу из комнаты. Пошел, скомандовал он и повернулся к девушке. Ты тоже. Келли повел обоих вниз по лестнице. На ступеньках были осколки стекла, и Билли, наступив на них, порезал босые ноги и отпрыгнул в сторону. Но больше всего Келли удивила реакция девушки, когда она увидела внизу мертвое тело. Рик выдохнула она и наклонилась к трупу. У него, значит, есть и имя, подумал Келли, поднимая девушку. Выходим через черный ход во двор. Он оставил их на мгновение в кухне и, открыв дверь, выглянул во двор. Фольксваген стоял недалеко и рядом никого не было. То, что предстояло сейчас, обещало быть опасным, но опасность снова превратилась в его постоянного спутника. Келли вывел их во двор. Девушка смотрела на Билли, а он на нее, пытаясь что-то сказать ей взглядом, Келли с изумлением понял, что она реагирует на молчаливую мольбу своего мучителя. Он взял ее за руку и отвел в сторону. «Не беспокойтесь о нем, мисс», произнес Келли и сделал жест в сторону машины. Затем взял Билли под руку. Еле бесслышный голос где-то глубоко внутри подсказал Келли, что если она попытается помочь Билли, то у него появится повод. «Нет». Келли отпер дверцу машины, втолкнул Билли на заднее сидение, затем впереди усадил девушку, быстро обошел Volkswagen и открыл дверцу с левой стороны. Прежде чем включить мотор, он наклонился через спинку и обмотал проводом лодыжки и колени Билли. «Кто вы?» спросила девушка, когда машина тронулась с места. «Друг», тихо сказал Келли, «я не причиню вам вреда. Если бы мне этого хотелось, я оставил бы вас рядом с Риком, правда?» Ее ответ последовал не сразу и все-таки снова удивил Келли. «Зачем вы убили его?» «Он хорошо ко мне относился». «Какого черта?» подумал Келли, поворачивая к ней голову. Лицо девушки было исцарапано, волосы смяты и висели неопрятными прядями. Он опять уставился вперед, сжимая руками руль. Появился полицейский автомобиль, направляющийся в противоположную сторону. На мгновение Келли охватила паника, но патрульная машина, не останавливаясь, промчалась мимо и исчезла вдали. Келли повернул за угол и поехал на север. «Ну, давай же, решай». Келли мог поступить по-разному, но лишь одна альтернатива была реальной. «Реальной», подумал он. «Да, конечно». Люди не ожидают, что кто-то будет нажимать на звонок, стоя у дверей в три часа утра. Сначала Сэнди подумала, что это ей снится, но открыла глаза. Звук повторился, словно она проснулась секунды раньше. «Ты все-таки мне это снится», подумала она, поднимая голову, и начала было снова засыпать, но звонок послышался опять. Сэнди надела халат и спустилась вниз, ничего не понимая, и потому даже не испугавшись. На крыльце кто-то стоял. Сэнди включила наружное освещение и открыла дверь. «Выключи, проклятый свет». Голос был хриплым, но знакомым и настолько властным, что она послушно повернула выключатель. «Что ты здесь делаешь?» спросила Сэнди. Рядом с Келли стояла какая-то девушка. Вид ее был ужасен. «Позвонишь в больницу и скажешь, что заболела. Оставайся дома. Позаботься о ней. Ее зовут Дорис». Келли говорил спокойным, нетерпящим возражения голосом, словно хирург во время сложной операции. Одну минуту. Сэнди выпрямилась, пытаясь понять, что происходит. На голове Келли был женский парик. Нет, не женский, слишком грязный для этого. Его лицо казалось усталым и небритым, на нем была потрепанная и грязная дурно пахнущая одежда, но глаза горели каким-то внутренним огнем, словно светились в темноте. «Это ярость», подумала Сэнди. «Он с трудом сдерживает ярость, и его сильные руки дрожат». «Помнишь, что случилось с Пэм?» спросил он. «Да, конечно, но то же самое произошло с этой девушкой». «Я не могу помочь ей». «Сейчас не могу. Мне нужно заняться кое-чем другим». «Чем ты занимаешься, Джон?» Сэнди пристально смотрела ему в лицо. И вдруг все стало ясно. Сообщение, переданное по телевидению, которое она слышала в кухне, готовя ужин и поглядывая на экран своего черно-белого телевизора, взгляд, промелькнувший в его глазах тогда в больнице. Сейчас выражение его лица очень походило на то, что она видела в прошлый раз, хотя теперь в его глазах была мольба. «Да, мольба и отчаяние. Ее подвергли пыткам, Сэнди. Ей нужна помощь». «Джон», прошептала она, «Джон, ты отдаешь мне в руки свою жизнь». Келли едва не засмеялся. Нет, это не было смехом, скорее, мрачный вздох полной иронии. «Ну и что?» «Тогда в первый раз ты отлично с нею справилась, с моей жизнью». Он подтолкнул Дорис к двери и пошел, не оглядываясь, к стоящему рядом автомобилю. «Меня тошнит», — пробормотала девушка по имени Дорис. Сэнди едва успела отвезти ее в туалет первого этажа. Девушка стояла на коленях перед унитазом несколько минут, выбрасывая содержимое своего желудка в мучительных спазмах. Потом она подняла голову. В свете лампочек, отражающихся от белых кафельных стен, Сэнди увидела лицо из ада. Глава двадцатая Декомпрессия Келли въехал в порт, когда стрелки часов показывали больше четырех. Он подал скаут задним ходом вплотную к трансу своей яхты и вышел из машины, чтобы открыть багажник. Сначала он внимательно оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает. К счастью, вокруг никого не было. «Вылезай», — сказал он Билли, и тот послушно выполнил приказ. Келли помог ему подняться по трапу и разместил в салоне. Там он достал обычную цепь, которой пользовался на яхте, и прикрепил кисти Билли к болтам, ввинченным в палубу. Еще через десять минут Келли отдал Швартове и направил яхту в залив. Лишь теперь он позволил себе расслабиться. Он включил автопилот, после чего немного ослабил проволоку, стягивающую руки Билли, и освободил ему ноги. Келли устал. Он не ожидал, что будет так трудно перетащить Билли из Фольксвагена в багажник скаута. И здесь счастье было на его стороне. Он вовремя успел заметить машину, что развозило утренние газеты. Водитель ее сбрасывал на углу связанные пачки, разносчик подберет их, развяжет и доставит еще до шести утра. Келли устроился в кресле перед штурвалом, налил кофе и в качестве награды своему усталому телу вытянул ноги. Освещение в салоне было тусклым, Келли не хотел, чтобы яркий свет внутри мешал ему управлять яхтой. Слева у причалов в ожидании разгрузки в морском терминале Дандалка стояло полдюжины грузовых судов, но он не заметил там никакого движения. Море, особенно такое, как сейчас, всегда успокаивало его. Тихий ветерок, чуть волнующаяся водная гладь вокруг и словно танцующие на ней отражение береговых огней. Красные и зеленые проблески фонарей на буях указывали путь кораблям и ограждали опасной мель. Спрингер плыл мимо форта Кэррол, низкого восьмиугольника из серого камня, построенного лейтенантом Робертом Э. Ли из саперного корпуса американской армии. Всего шестьдесят лет назад на нем были еще установлены двенадцатидюймовые орудия. На севере виднелись оранжевые отблески плавильных печей металлургического завода компания Бетлихэмстил на Спэрроу-Пойнт, из портового бассейна начинали выходить буксиры, чтобы вывести корабли от причалов или помочь новым ошвартоваться у пирсов. Низкие звуки их дизельных двигателей разносились по морской поверхности каким-то дружеским ревом. Удивительно, но этот рев не только не нарушал мирную предрассветную тишину, царившую в гавани, но даже подчеркивал ее. Эта тишина успокаивала Келли, как и надлежит ей перед началом нового дня. «Кто ты такой, мудак?» спросил Билли, когда Келли удалил у него кляп изо рта. Он был не в силах сопротивляться окружающей тишине. Его руки были по-прежнему связаны за спиной, зато ноги свободны, и он сел на палубу. Келли пил кофе глоток за глотком, расслабив усталые руки и не обращая внимания на звуки, раздающиеся позади. «Я спрашиваю тебя, кретин, кто ты такой?» произнес Билли уже более громко. «День будет жарким», подумал Келли. На небе, усыпанном звездами, не облачко, незаметно даже ни малейшего намека на их приближение, никаких признаков утренних красных облаков, что могло бы означать надвигающийся шторм и причинить беспокойство, хотя температура воздуха упала только до двадцати четырех градусов, и это служило дурным предзнаменованием для наступающего дня, потому что лучи жаркого августовского солнца обрушатся на земную поверхность. «Послушай, говнюк, я хочу знать, кто ты!» Келли шевельнулся в своем широком кресле у панели управления и отпил еще кофе. Его курс по компасу был один-два-один. Как всегда, он держался у южного края судоходного канала. Навстречу ему шел ярко освещенный буксир, по-видимому, из Норфолка, тащивший за собой две баржи, но в темноте не было видно, чем они нагружены. Келли проверил ходовые огни и убедился, что фонари размещены должным образом. Береговая охрана будет довольна, потому что часто им не нравилось, как действуют каботажные буксиры. «Интересно, что это за жизнь, подумал Келли, буксировать баржи то в одну, то в другую сторону Часопикского залива. Наверное, очень скучно заниматься одним и тем же изо дня в день туда и обратно, с юга на север, из севера на юг, с неизменной скоростью в шесть узлов, все время наблюдая одну и ту же картину. Ну, разумеется, за хорошую плату». «На буксире капитан и помощник, механик и кок. Без кока им не обойтись. Может быть, пара матросов палубной команды. Келли не был в этом уверен. И все получают совсем неплохую зарплату в соответствии с профсоюзными расценками». «Ну, хорошо, послушай, я не знаю, в чем дело, но поговорить-то мы можем, верно?» «Правда, маневрировать на близком расстоянии очень непросто, наверное, особенно при ветре, когда баржи плохо повинуются попыткам ошвартовать их у борта буксира. Но только не сегодня. Сегодня не будет сколько-нибудь ощутимого ветра. Просто станет жарче, чем в аду». Келли начал поворачивать на юг, как только миновал мыс Боткин-Пойнт и увидел красные огни на пашнях Бэй-Бриджа в Анаполисе. Горизонт на востоке освещался первым сиянием утренней зари. По правде говоря, жаль. Последние два часа перед рассветом лучшее время суток, хотя мало кто понимает это. Еще одно доказательство того, что люди не обращают внимания на то, что происходит вокруг них. Келли показалось, что впереди движется что-то, но стекло ухудшало видимость, поэтому он поднялся на крышку рубки, обнесенную леерами, поднял к глазам морской бинокль один на пятьдесят и поднес к губам микрофон. Яхта Спрингер вызывает катер сорок один береговой охраны. Сорок первый слушает Спрингер, говорит португалец. Ты что это делаешь так рано, Келли? Прием! — Занимаюсь морскими торговыми операциями, Ареза. А в чем твое оправдание? Прием! — Посматриваем за новичками вроде тебя, чтобы вовремя прийти на помощь, обучаем молодежь и тому подобное. А ты как думаешь? Прием! — Приятно слышать, береговая охрана, что моя судьба в надежных руках. Что касается обучения молодежи, все очень просто. Толкаешь такие вот штуки, называются рукоятками, в сторону передней части судна. Обычно она заостренная, и корабль плывет быстрее. Эта остроконечная часть поворачивается в ту же сторону, куда крутишь штурвал. Понимаешь? Крути налево, повернешь налево, крути направо, повернешь направо. Прием! Келли услышал смех по радиосвязи частотной модуляции. Понятно. Спасибо за объяснение, Спрингер. Передам их команде. Еще раз благодарю за советы, сэр. Прием. Команда патрульного катера береговой охраны ворчала после длительной восьмичасовой вахты и в остальном мало чем занималась. Резе отдал штурвал молодому матросу, а сам оперся плечом о перебор, купил кофе из кружки и болтал по радио, держа в руке микрофон. Знаешь, Спрингер, я бы не простил подобной наглости многим парням. Прием! Хороший моряк уважает тех, кто лучше его береговая охрана. А верно, что у вашего судна в донной части колеса, как у автомобиля. Прием! О, простонал молодой матрос. Нет, Спрингер, это неправда. Мы снимаем эти тренировочные колеса сразу после того, как молокососы из военно-морского флота уходят с верфи. Нам не нравится, когда у таких дам начинается морская болезнь при одном взгляде на них. Прием! Келли усмехнулся и изменил курс влево, чтобы подальше обогнуть приближающийся катер береговой охраны. Какое счастье, что водные пути нашей страны в руках таких надежных парней, особенно сейчас, когда наступает уикенд. Не увлекайся, Спрингер, а то я пошлю вельбот для проверки средств спасения. А, так так тратятся деньги, которые я плачу в качестве федерального налога. Не люблю, когда они тратятся понапрасну. Ну, ладно, береговая охрана, просто хотел убедиться, что кто-то не спит на вашем судне. Понятно, сэр, очень вам благодарны. Мы действительно немного задремали. Как хорошо, что в море плавают настоящие профессионалы вроде вас, а то нам просто нечего было бы делать. Попутного ветра, португалец. Тебе тоже, Келли. Голос исчез, и из динамика послышались обычные радиопомехи. Вот и все, подумал Келли. Возникло бы немало проблем, если бы португалец решил навестить его яхту для дружеской беседы. Келли был всегда рад поболтать с ним, но не сейчас. Он выключил радио и спустился в салон. Горизонт на востоке был залит розово-оранжевым светом. Еще десять минут, и покажется солнце. Что там такое? спросил Билли. Келли налил себе еще кофе и проверил автопилот. В рубке стало тепло, и он снял рубашку. Шрама на спине и плечах от выстрела из охотничьего ружья стали отчетливо видны даже при слабом освещении начинающегося рассвет. Последовала очень долгая тишина, которую прервал шумный вдох. Значит, ты... На этот раз Келли повернулся и посмотрел вниз на обнаженного мужчину, прикованного к палубе. Совершенно верно. Но я убил тебя, возразил Билли. Ему никто не сообщил про обратное. Генри решил промолчать, считая, что это не имеет отношения к распространению наркотиков. Ты так считаешь? спросил Келли, снова поворачиваясь и глядя вперед. Он увидел, что один из дизелей чуть перегревается и решил проверить систему охлаждения, покончив с другими делами. В остальном яхта вела себя послушно, слегка покачиваясь на почти невидимых волнах, и двигалась вперед с крейсерской скоростью в двадцать узлов. Нос ее был приподнят на пятнадцать градусов, поскольку подводные крылья плавно скользили по поверхности залива. Яхта на ступеньке, называл Келли такое положение. Он снова потянулся, напрягая и расслабляя мышцы, давая возможность Билли получше рассмотреть шрамы и что скрывается под ними. Так вот в чем дело. Она рассказала нам о тебе. Рассказала все, прежде чем мы прикончили ее. Келли окинул внимательным взглядом контрольную панель, затем посмотрел на карту. Яхта приближалась к Бэйбриджу. Скоро ему придется переместиться на восточный край канала. Теперь он смотрел на судовые часы. Келли называл их хронометром, по крайней мере, раз в минуту. Пэм доставила нам немало удовольствия. До самого конца, произнес Билли, подразнивая этого парня, захватившего его, наполняя тишину злобными словами, находя в них источник храбрости для себя, зато была дурой, глупой и тупой. Миновав Бэйбридж, Элли отключил автопилот и повернул штурвал на десять градусов налево. Впереди не было судов, и все-таки он внимательно огляделся, прежде чем начать поворот. Пара ходовых огней на самом горизонте возвещала о приближении торгового судна примерно в двенадцати тысячах ярдов. Келли мог бы включить радиолокатор и убедиться в этом, но, при такой видимости, это было бы напрасной тратой электричества. — Она рассказала тебе о синяках страсти? — ухмыльнулся Билли. Он не заметил, как побелели костяшки рук, сжимающие штурвал. Синяки на грудях сделаны по-видимому обычными плоскогубцами, говорилось в отчете патолога. Келли запомнил его наизусть. Каждое сухое слово, каждый холодный медицинский термин, словно весь отчет был вырезан на стальном листе алмазным резцом. Какие чувства владели врачом, писавшим его? Такие же, какие возникли у него самого? — Пожалуй, ярость автора отчета выражалась в растущей отрешенности текста в бесстрастии слов. Профессионалы вынуждены так поступать. «Знаешь, ведь она все нам рассказала, как ты подобрал ее на дороге, как вы жили и веселились. Ведь мы научили ее всяческим приемам, мистер. Ты должен быть благодарен нам за это. Перед тем, как сбежать от нас, готов поспорить, об этом она тебе не говорила, эта девка уговорила каждого из нас лечь на нее. Мы так и сделали, по три-четыре раза каждый». Она решила, наверное, что перехитрила нас, а? Ей даже в голову не пришло, что она будет вынуждена повторить все это снова. «Тип крови ноль, резус положительный, тип крови ноль, резус отрицательный, тип крови АБ, резус тоже отрицательный», вспомнил Келли. «Тип крови ноль намного более распространенный, чем все остальные. Это значит, что там вполне могло быть больше, чем трое мужчин». «А какой тип крови у тебя, Билли?» «Всего лишь проститутка, вот так, симпатичная, но только проститутка, так она и умерла, ты знаешь это? Сдохла с хреном внутри. Мы задушили ее, когда она подбрасывала парня своим прелестным маленьким задом и не прекращала даже тогда, когда ее лицо побагровело. Было занятно наблюдать за этим». Билли похотливо хихикнул. «Я тоже позабавился с ней. Три раза, приятель. Это я причинил ей боль, настоящую боль. Слышишь?» Келли приоткрыл рот, стараясь дышать глубоко и медленно, не позволяя мышцам напрягаться. Утренний ветерок слегка усилился, и яхта раскачивалась с градусов на пять на каждый борт влево и вправо от вертикали, и он позволил своему телу двигаться вместе с креном, приказал себе подчиниться успокоительному движению моря. «Я не понимаю, чего ты так волнуешься? Ведь всего-навсего прикончили проститутку. Мы можем заключить сделку, от которой тебе немало перепадет». «Да, ты знаешь, как сглупил. В том доме было семьдесят кусков, сукин ты сын, семьдесят кусков». Билли замолчал, видя, что его попытки не возымели действия. И все-таки разъяренный человек теряет самообладание, допускает ошибки, и он заметил, что все же однажды ему удалось потрясти его. Билли не сомневался в этом и решил продолжать. «Знаешь, жалко, что ей нужны были наркотики. Выбери она другое место, чтобы заполучить их, и мы бы никогда вас не заметили. А потом и ты дал маху, помнишь?» «Да, помню». «Имей в виду, ты в самом деле глупо вел себя в тот раз». «Ты что, забыл о телефонах?» «Господи, приятель, да после того, как наша машина застряла, мы позвонили Берту, сели в его джип и принялись за поиски и тут же нашли тебя, без всякого труда. видна, она чертовски очаровала тебя, раз ты забыл об этом». «Телефоны? Значит, Пэм погибла из-за такого пустяка», подумал Келли. Его мышцы словно окаменели. «Ты идиот, Келли». Затем плечи его бессильно опустились, правда, всего лишь на секунду, он понял всю величину своей ошибки, как не сумел защитить ее. И тут же у него мелькнула мысль о бессмысленности всех усилий отомстить за Пэм. Но бессмысленны эти усилия или нет, он пойдет до конца». Келли выпрямился в кресле. «Понимаешь, такую машину чертовски легко заметить. Мы даже не сразу поверили, что ты оказался таким глупым, ». Билли почувствовал, что его насмешки попали в цель. «Похоже, теперь можно начать настоящий переговор. Признаться, я удивлен, что ты остался в живых. Имею в виду, это не какая-нибудь личная ненависть к тебе. Может быть, ты не знал, чем она занималась, что ей поручали. Мы просто не могли отпустить ее на свободу, потому что она знала слишком много, понимаешь? я могу уладить дело, дать тебе все, что ты потребуешь. Давай решим все это миром, а?» Келли проверил автопилот, затем посмотрел вперед. Спрингер двигался по прямому и безопасному курсу, впереди виднелось только море. он встал и пересел в другое кресло в нескольких футах от Билли. «Она сказала тебе, что мы приехали в город, чтобы купить для нее наркотики?» «Именно это она сказала?» спросил Келли, глядя ему в глаза. «Да, конечно», ответил Билли, успокаиваясь. И тут же озадаченно поднял голову, увидев, что Келли зарыдал. Прямо перед ним. «Может быть, ему действительно удастся выпутаться из этого положения? Господи, извини меня, приятель!» произнес Билли совсем не тем голосом, какой требовался в данной ситуации. «Я понимаю, тебе здорово не повезло». «Это мне не повезло». Келли закрыл глаза всего в нескольких дюймах от лица Билли. «Господи милосердный, она защищала меня. Даже после того, как я не сумел защитить ее, она ничего не выдала. Она не знала, жив я или нет, но лгала, чтобы защитить меня». Чувства держали верх, и Келли просто на несколько минут утратил контроль над собой. Но даже в этом была своя цель. Через некоторое время его глаза высохли, и, вытирая их, он одновременно стер со своей совести все человеческие чувства, которые еще могли оставаться в его душе по отношению к этому ублюдку. Келли встал и вернулся в кресло перед панелью управления. Он больше не решался смотреть на этого мерзкого подонка. Еще бы! А вдруг он действительно утратит всякий контроль над своими действиями? Рисковать он не мог. Том, я считаю, что ты, может быть, и прав, заметил лейтенант Райан. Судя по водительскому удостоверению, уже прошедшему проверку, владелец его никогда не подвергался аресту, но много раз платил штраф за нарушение правил дорожного движения. Ричарду Оливеру Фармеру было двадцать четыре года, и старше он уже никогда не станет. Фармер умер от удара ножом в грудь, пронзившего околосердечную сумку и сердце. Размеры ножевой раны, обычно такие проникающие ранения стягиваются, и не специалисту трудно их заметить, говорили о том, что убийца повернул нож в ране, насколько это допускало расстояние между ребрами. Рана была большой, указывая на то, что оружие убийства нож было широким шестидюймовым лезвием. Но еще более важным являлось то, что на этот раз у детективов была дополнительная информация. Убийца допустил ошибку, заявил судебно-медицинский эксперт. Райан и Дуглас согласно кивнули. На мистере фармере была белая хлопчатобумажная рубашка с пристегнутыми погонщиками. Тут же на дверной ручке висел и пиджак от костюма. Убийца выдернул нож из раны и вытер лезвие о рубашку. Сделал он это, по-видимому, трижды и один раз оставил идеальный отпечаток лезвия, испачканного кровью жертвы, у которой был револьвер за поясом, но убитый не сумел им воспользоваться. Еще одна жертва искусного и неожиданного нападения. Вот только проявившая меньше бдительности. Младший из пары детективов указал карандашом на этот отпечаток. «Знаете, что это такое?» спросил Дуглас. Вопрос был чисто риторическим, потому что он сам сразу и ответил на него. «Это кабар. Стандартный боевой нож состоит на вооружении морской пехоты. У меня самого есть точно такой же». «Я точно здорово», сообщил им судмедэксперт. «Очень четкий разрез, почти хирургический в момент вхождения в тело. Он должно быть рассек сердце едва ли не пополам. Исключительно точный удар, господа. Лезвие вошло в тело совершенно горизонтально, чтобы не застрять в ребрах. Большинство людей полагают, что сердце находится в левой части груди. Наш друг знает, что это не совсем так. Только один удар. Он точно знал, куда его нанести». «Еще один М». «Вооруженный преступник. Наш друг сумел подойти вплотную к нему и убить его так быстро». «Да, Том, теперь я считаю, что ты прав». Райан кивнул и поднялся на второй этаж, где работала остальная группа детективов. В спальне была обнаружена мужская одежда и холщовая сумка с огромной суммой наличных, пистолетом и ножом. Здесь же находился матрас с пятнами семенной жидкости, некоторые были еще влажными, и женская сумочка. Так много предметов для описи молодым детективам. Группа крови, по пятнам семенной жидкости, полное опознание всех троих, по мнению детективов, здесь было три человека, даже автомобиль у входа, по которому можно определить владельца. Наконец, что-то похожее на нормальное убийство. Латентные отпечатки пальцев по всей комнате. Фотографы уже отсняли дюжину кассет. Однако для Райана и Дугласа вопрос был уже решен, причем очень своеобразно. — Ты знаешь доктора Фарбера в больнице Хопкинса? — Да, Эм. Он занимался вместе с Фрэнком Алленом расследованием дела Гудинга. Я тогда договорился о встрече с ним. — Фарбер произвел на меня большое впечатление, кивнул Дуглас. — Странный парень, но очень умный. Ты не забыл, что сегодня после обеда я должен присутствовать на судебном заседании? — Хорошо. Думаю, справлюсь и без тебя. — С меня кружка пива. — Ты сумел разобраться, Том, с этим делом быстрее меня. — Спасибо, Эм. — Может быть, и я когда-нибудь стану лейтенантом, а? Райан рассмеялся, докурил сигарету и пошел вниз по лестнице. — Надеюсь, ты не думаешь сопротивляться? — с улыбкой спросил Келли. Он только что вернулся в салон после того, как закрепил швартовы за причальные тумбы у пирса своего острова. — Чего это ради я должен помогать тебе? — ответил Билли. Тоном, в котором, как ему казалось, прозвучал вызов. — Как хочешь. Пожал плечами, достал боевой нож и поднес его к особенно чувствительному месту. — Тогда начнем прямо сейчас, если тебе не терпится. Голое тело съежилось, причем одна его часть съежилась намного заметнее других. — Хорошо, хорошо. — Отлично. — Я хочу, чтобы ты извлек урок из этого. Никогда больше ты не причинишь зла ни одной девушке. Келли снял цепи, удерживавшие Билли на палубе и прикрепленные к болтам, но оставил на месте цепь, стягивавшую его руки за спиной. Затем поднял Билли на ноги. — Твою мать, сука, ты собираешься убить меня, но я ничего тебе не скажу. Келли повернул его к себе лицом и посмотрел в глаза. — Я не собираюсь убивать тебя, Билли. Когда я высажу тебя с острова на берег, ты будешь жив. Обещаю. Замешательство на лице Билли было настолько забавным, что Келли на мгновение улыбнулся, но тут же покачал головой. Он напомнил себе, что выбрал очень узкую и ненадежную тропинку между двумя одинаково опасными обрывами, на дне которых лежало угрожающее ему безумие, потеря рассудка, вызванное различными причинами, но от этого не менее губительное. Ему нужно отдалиться от реальности происходящего, но сохранять с ним контакт. Келли помог своему пленнику спуститься по трапу на причал, и повел его к бункеру, где размещалось оборудование. Хочешь пить? Неплохо было бы и помочиться. Келли свернул с дорожки на траву. Валяй, сказал он и остановился, ожидая, когда Билли кончит. Тому не нравилось быть голым, особенно перед другим мужчиной и в зависимом от него положении, ничего не понимая, снова неправильно оценив обстановку, сейчас он не пытался поговорить с Келли, по крайней мере, не пытался сделать это должным образом. Трусливый по натуре Билли попробовал раньше собраться с силами и говорил, не столько обращаясь к Келли, сколько разговаривая с самим собой, вспоминая, как он принимал участие в пытках и убийстве Пэм. Он старался создать себе иллюзию силы, тогда как молчание могло, впрочем, нет, спасти его уже вряд ли могло что-нибудь, но молчание могло поселить сомнение в душе Келли, особенно если бы Билли догадался придумать какую-нибудь историю, обвинить кого-нибудь другого, но ведь трусость и глупость идут рядом, правда? Келли оставил его стоять и набрал комбинацию на цифровом замке. Войдя в бункер и включив освещение, он вернулся к Билли и втолкнул его внутрь. Это обходило на... Впрочем, нет, это и впрямь был стальной цилиндр диаметром 17 дюймов с колесиками на донной части, прилегающей к полу. Стальная крышка не закрыта, просто висит на петлях. Залезай, приказал Келли, указывая на открытый цилиндр. В гробу я тебя видел. Новый вызов. Келли ударил его рукояткой ножа по затылку. Билли упал на колени. Ты все равно залезешь внутрь, целый или порезанный, мне наплевать. Это была ложь, но эффективная, и потому она возымела действие. Келли поднял его за шею и засунул в цилиндр голову и плечи Билли. Не вздумай двигаться, предупредил он. Все шло гораздо проще, чем он ожидал. Келли снял разводной ключ с инструментальной панели на стене и отвинтил гайку на цепи, стягивающей руки Билли. Он почувствовал, как тот напрягся, полагая, что наступил момент, когда можно попытаться спастись. Но Келли оказался быстрее. Ему нужно было вынуть всего лишь один болт, крепящий цепь, чтобы освободить руки Билли и острие ножа, коснувшегося спины пленника мгновением раньше, не дало ему выбраться из цилиндра. Теперь любая попытка была обречена на неудачу. Билли оказался слишком труслив, чтобы ценой боли попытаться спастись. Он дрожал, но уже не сопротивлялся, несмотря на отчаянные мысли. — Лезь дальше, — скомандовал Келли, подталкивая его внутрь, и когда ноги исчезли за краем цилиндра, он поднял крышку и надежно закрепил ее на месте откидными болтами. Затем Келли вышел из бункера, выключив свет. Он был голоден и хотел спать. Билли подождет. Так даже лучше. Ожидание сделает его более сговорчивым. — Алло? — ее голос был полон тревоги. — Привет, Сэнди, это Джон. — Джон, слава богу, что происходит? — Как она? — Ты имеешь в виду Дорис? — Сейчас она спит, сказала Сэнди. — Джон, кто мог? — Я имею в виду, что с ней случилось? Келли сжал в руке трубку телефона. — Сэнди, я прошу тебя слушать как можно внимательнее. Это очень важно. — Хорошо, говори. Сэнди сидела в кухне, глядя на стоящий перед ней кофейник. За окном соседские дети играли на лужайке в мяч. Сейчас эта утешительная картина казалась ей какой-то очень отдаленной. — Во-первых, не говори никому, что она у тебя. И самое главное, не говори об этом полиции. — Джон, она вся изранена, нуждается в наркотиках. У нее, наверное, и другие очень серьезные медицинские проблемы. Я буду вынужден? Тогда расскажи об этом Сэму и Саре. Больше никому, понимаешь, Сэнди? Никому больше. — Сэнди, Кэлли заколебался. Об этом трудно говорить, но он обязан. — Сэнди, я подверг тебя серьезной опасности. Те люди, которые мучили Дорис, это те же самые, что... Я знаю, Джон, сама догадалась. Выражение ее лица было бесстрастным, но она видела, как и он, фотографию тела убитой Памелы Стар-Маден. Джон, она сказала мне, что ты убил кого-то. Да, Сэнди, это правда. Сандра Отул ничуть не удивилась признанию Кэлли. Она пришла к такому выводу несколько часов назад, но только сейчас услышала это из его уст. Ее поразило только одно, как он произнес это, спокойно и равнодушно, словно само собой разумеющийся. Да, Сэнди, это правда. Ты вынес мусор? Да, Сэнди, вынес. Сэнди, это очень опасные люди. Я мог, конечно, не брать с собой Дорис, но не сумел так поступить, понимаешь? Боже мой, Сэнди, ты видела, что они... Да. Прошло немало времени с тех пор, когда она работала с жертвами насилия и почти забыла, с какой жестокостью обращаются люди друг с другом. Сэнди, мне очень жаль, что я... Джон, что сделано, то сделано. Я справлюсь с этим, понимаешь? Келли на мгновение замолчал, чувствуя, как укрепляется его решимость от одного ее голоса. Может быть, в этом и заключается разница между ними. Его инстинкты диктовали ему, что нужно наносить ответный удар, искать людей, так жестоко поступающих с другими и уничтожать их, найти и уничтожить. Ее же инстинкты были направлены на то, чтобы защищать людей по-иному. И в голове у бывшего Командос промелькнула мысль, что ее сила в этом смысле более значительна, поскольку Сэнди защищает и спасает людей, тогда как он защищает одних, уничтожая других. Ей понадобится медицинская помощь. Сэнди подумала о молодой женщине в спальне наверху. Она помогла ей раздеться и оказала первую помощь, потрясенная следами физического насилия на ее теле. Но хуже всего было выражение ее глаз мертвых, погашших, без той искорки жизни, которую Сэнди видела в глазах даже тех пациентов, которые уже проиграли в упорной схватке со смертью. Несмотря на годы, во время которых она ухаживала за критически больными пациентами, Сэнди в голову не приходило, что человека кто-то может уничтожить намеренно с умышленной злобной жестокостью садист. Она понимала, что теперь сама может привлечь к себе внимание подобных людей, но ее отвращение и ненависть к ним были сильнее страх. Для Келли, как ни странно, такие эмоции поменялись местами. — Ну, хорошо, Сэнди, только будь поосторожней, обещай это. — Обещаю. — Сейчас я позвоню доктору Розену. Она замолчала. — Джон, да, Сэнди, то, что ты делаешь, это неправильно, Джон. И тут же она почувствовала ненависть к себе из-за этих слов. — Я знаю, — ответил Келли. Сэнди закрыла глаза, все еще видя детей, играющих в бейсбол, на лужайке, затем перед ней предстало лицо Джона. Она знала, что должна сказать дальше и сделала глубокий вдох, прежде чем продолжать. Но меня это больше не беспокоит, Сон. Я понимаю тебя. — Спасибо. Послышался в трубке его шепот. — С тобой все в порядке? — Да. — Я вернусь, как только смогу. Не знаю, как нам с ней поступить. Я позабочусь о ней. Мы позаботимся. Что-нибудь придумаем. — хорошо, Сэнди. — Сэнди, что, Джон? — Спасибо. Послышался щелчок, и связь прервалась. — Рада помочь тебе, — подумала она, опуская трубку. — Какой странный человек. Убивает людей, делает это с полным отсутствием жалости. Ей еще никогда не приходилось видеть такого, да и вряд ли захочется. Это ощущалось в его словах абсолютно лишенных человеческих эмоций и в то же время тратит время и силы, подвергает себя опасности ради спасения девушки. «Как трудно его понять», — сказала себе Сэнди, набирая номер телефона. Доктор Сидней Фарбер выглядел именно так, как предполагал Эммет Райан, лет сорока, невысокий, с бородкой, с семитскими чертами лица, с трубкой в зубах. Когда детектив вошел в кабинет, доктор не встал ему навстречу. Всего лишь сделал приглашающий жест в сторону кресла. Райан направил ему с посыльным выдержки из ведущегося расследования еще перед обедом, и ему было ясно, что психиатр уже ознакомился с ними. Страницы материалов расследования лежали перед Фарбером на столе, разделенные на две стопки. — Я знаком с вашим коллегой Томом Дугласом, — заметил Фарбер, попыхивая трубкой. — Да, сэр, он сказал, что ваша помощь в деле Гудинга была неоценима. — Очень больной человек этот мистер Гудинг. Надеюсь, его лечат должным образом? — Насколько болен вот этот? — спросил лейтенант Райан. Фабер поднял голову и посмотрел на детектива. — Он совершенно здоров, как мы с вами, пожалуй, с физической точки зрения даже здоровее. Но не это самое главное. Вы только что сказали вот этот. Следовательно, по вашему мнению, убийцей во всех случаях является один и тот же человек. Объясните мне, почему вы так считаете? Психиатр откинулся на спинку кресла. Сначала я придерживался иной точки зрения. Том заметил это раньше меня. Причиной всему высокий профессионализм. Совершенно точно. Значит, мы имеем дело с психически нормальным человеком? Фарбер покачал головой. Нет. Настоящий психопат — это человек, неспособный справиться с жизнью. Он видит действительность в особенном только ему понятном свете, и его понимание жизни обычно резко отличается от того, как ее понимают все остальные. Почти во всех случаях расстройство психической деятельности легко заметно и выражается простым и понятным способом. Но ведь Гудинг, мистер Гудинг, является тем, кого мы называем, существует такой новый термин, последовательным психопатом. Ну, хорошо, однако его соседи ничего необычного в поведении Гудинга не заметили. Это верно, но психическое расстройство мистера Гудинга выражалось в том, что он убивал своих жертв со страшной и отвратительной жестокостью. А вот в этих убийствах нет ничего ритуального. Он не уродует трупы, никаких следов сексуальных мотивов, обычно это заметно по разрезам на шее, понимаете? Нет? Фарбер снова покачал головой. У вашего убийцы побудительные мотивы чисто деловые. Убивая людей, он не дает выхода своим эмоциям, просто убивает их спокойно и хладнокровно по причинам, которые представляются вполне разумными, по крайней мере, для него. Тогда что это за причины? Совершенно очевидно, что он убивает людей не ради денег. Причина в чем-то ином. Ярость в нем бьет через край, но мне приходилось встречать подобных людей. «Где?» спросил Райан. Фарбер молча указал на стену напротив. В дубовой раме на красном бархате были приколоты серебряные крылья парашютиста, нашивка подразделения рейнджеров и боевой знак пехотинца. Детектив был настолько удивлен, что не сумел скрыть этого. «Глупо с моей стороны», небрежно махнул рукой Фарбер. «Еврейский юноша хочет показать, насколько он крутой». Впрочем, по его лицу пробежал улыбка. Я добился этого. «Мне Европа не слишком понравилась. Правда, в интересные места я так и не попал. Вы были в какой части?» «Рота Е. Второй батальон 506-го полка». «Сто первое воздушно-десантное, верно?» «На все сто, доктор», кивнул детектив, подтверждая этим, что и он был когда-то молодым и глупым, вспоминая, каким худеньким парнем был тогда, выпрыгивая из грузового отсека самолета С-47. «Стро неправда» «Стро